Всем добрый день! В эфире телеканал Навальный Лайф. Меня зовут Владимир Милов. Наши постоянные зрители знают, что я реалически веду здесь разные живые стримы по самым важным поводам нашей политической повестки. Ну и сегодня повод куда важнее. Это президентские выборы в Беларуси, которые еще вот несколько месяцев назад, скажи кому, большинство людей сказало, ну подумаешь, там опять Лукашенко нарисует себе какие нужные результаты, опять пошумит оппозиция и все успокоится. Но мы видели с вами в последние несколько месяцев и недель, как все пошло совершенно по другому сценарию. И практически вся Беларусь по сути дела восстала против вот этого престарелого диктатора, который находится у власти уже 26 лет. Мы видим, что вся страна требует перемен. И конечно же это очень важно для нас здесь в России, потому что только представьте, что если демократическим путем через народную революцию произойдет смена диктатуры на свободную политическую систему в такой близкой и соседней нам стране. Подумайте только о том, какое это влияние будет играть для нашей российской ситуации. И конечно мы за это внимательно следим, за всем, что происходит. Ну а вообще я конечно хочу сказать, что происходит там нечто невероятное и фантастическое. Вот это наверное было самое завораживающее зрелище последнего времени. Вот эти вот огромные собрания, митинги в поддержку оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, которая является сейчас главным соперником Лукашенко. Самое главное, знаете, даже вот не сколько народу там собиралось, а просто лица людей. Просто вот эта атмосфера, энергетика, драйв тех, кто выходил все-таки потребовать для своей страны перемен и выхода из этого многолетнего безвылазного застоя требовал для Беларуси лучшего будущего. Видите, как это все было ярко, красиво, креативно, современно, черт возьми, Беларусь даже для нас задает здесь в этом плане очень-очень серьезный стандарт. Вот это белорусское движение за перемены. Ну на мой взгляд, политически это возможно такая самая современно выглядящая штука во всем мире и совершенно точно на постсоветском пространстве. И вот сегодня наступает в некотором роде кульминация, хотя может быть еще и нет, может быть это все растянется надолго. Подавляющее большинство белорусов, это уже я думаю можно сказать со всей отчетливостью, подавляющее большинство белорусов голосует за перемены. Мы это видим по огромным очередям к избирательным участкам, которые сегодня выстроились по всем городам Беларуси. И кстати говоря, здесь в России у посольства в Москве и консульства в Петербурге, например, огромные очереди из сотен человек. Это все говорит о том, что вот как раз туда приходят люди, которые голосуют в подавляющем большинстве против диктатора Лукашенко. Очень многие из них вот носят белые браслеты, которые собственно стали символом поддержки оппозиции и главного ее независимого кандидата Светланы Тихановской. Как раз оппозиция призывала своих сторонников приходить голосовать на выборы именно сегодня и лучше во второй половине дня, для того чтобы стало очевиднее сколько на самом деле реальных сторонников ухода Лукашенко в стране. И мы видим, что их просто море. Это конечно история совершенно фантастическая и невероятная. Что мы видим с другой стороны? Мы видим, что вот как один из видеосюжетов, который мы вам чуть попозже покажем, называется Лукашенко уже по факту проиграл. Мы видим, что у Лукашенко избирателей по сути дела не осталось. Что вот очень многие там и в том числе наши коллеги Дмитрий Низовцев с канала штаба Навального, который кстати говоря сейчас в Минске находится и делает оттуда классные репортажи. Мы надеемся тоже, что с ним все будет хорошо и мы его сегодня тоже услышим. Ну и многие другие делали такие вещи, вот просто в порядке эксперимента пройтись так рандомно по улицам и поспрашивать людей, кто из них готов поддерживать Лукашенко. Днем с огнем не найти. То есть вот этих вот огромных толп избирателей Лукашенко, их не видно, потому что их просто нет. В реальности мы видели, что вот эти постоянные совещания Лукашенко с этой абсолютно унылой колхозной совковой номенклатурой, постоянные встречи с силовиками, где он угрожал своим согражданам и говорил про какие-то страшные, страшные заговоры, которые якобы плетут там злобные враги и угрожал своему народу фактически подавлением протестов и расправой. Ну вот давайте просто посмотрим, чтобы там подтвердить мои слова, просто давайте сегодняшнее видео голосований на участках Беларуси посмотрим, чтобы вы видели и сколько там реально людей. Километровые очереди реально на избирательных участках. Вся страна вышла голосовать за перемены, вся страна вышла голосовать против Лукашенко. Я думаю, что это уже довольно очевидно. Я думаю, что все понимают, что в реальности, если бы проводился честный подсчет голосов, у Лукашенко не было бы никаких шансов, нет никаких признаков, которые реально показывают, что у него какое-то огромное количество сторонников, которые может дать ему там не то, что там 70-80 процентов, как они хотят нарисовать, да хотя бы даже и 50. Понятно, что если считать по-честному, если смотреть на то, как ведет себя вся страна, то Лукашенко по факту эти выборы уже проигрывает и уже проиграл. Поэтому что он делает? Он, конечно, нагоняет в Минск войска, силовиков, военную технику. Там в последние дни были все четче слышны вот эти вот сигналы, что просто случайных людей начинают останавливать там на блокпостах и допрашивать. Вот сегодня такие угрожающие кадры, как военная техника, движется в Минск в огромном количестве. Давайте посмотрим. И за раз и я тут, блядь, конченые. У ебки зарыганные. Сука, аж зла не хватает. Бануться их даже в скорой везут. Блядь, в скорой они сидят. Ебать, а вот это интересно, этот хуйня оставит очень. Ну вот видите, я думаю, что картина достаточно понятная, что с одной стороны огромное много тысяч белорусских избирателей, которые хотят избавиться от Лукашенко и хотят перемен. И с другой стороны, что? Силовики, номенклатура, военная техника. Больше Лукашенко ничего противопоставить стремлению своего народа к переменам не может. Вот. И честно говоря, вообще, когда смотришь назад, вот 26 лет прошло. Я, откровенно говоря, все это очень хорошо помню, когда Лукашенко избирался в 94-м году президентом. Мне было 22 года. Я как раз институт заканчивал, издавал экзамены и диплом в этот момент. Откровенно хочу сказать вам, что тогда всем было понятно. Он не скрывал, что он шел с такой диктаторской риторикой сильного лидера, что он хочет восстановить тоталитарные порядки, близкие к советским, все демократические институты разогнать. Это было очевидно, но тогда было очень тяжелое экономическое время. И вот народ Беларуси, к сожалению, купился на эту идею такого крепкого хозяйственника, который, ладно, там жесткой рукой, но хотя бы наведет какой-то порядок, будет чуть получше с точки зрения благосостояния и так далее. Ну вот мы сейчас чуть попозже о благосостоянии поговорим и расскажем вам, в какой экономический тупик, на самом деле, Лукашенко завел Беларусь. Но я все-таки хочу два слова еще сказать. На мой взгляд, Россия здесь сыграла тоже очень серьезную негативную роль во всех этих событиях. Еще раз я это очень хорошо все помню и внимательно за этим следил. Наш президент тогдашний Борис Ельцин, к сожалению, он мог многое сделать для того, чтобы не дать Беларуси свернуть на авторитарный диктаторский путь. Но вот он предпочел закрыть на все эти вещи глаза и устроить какие-то обнимашки с Лукашенко. Они там как раз начали вот тогда вот эти все игрульки в создании какого-то непонятного фантома под названием «Союзное государство», который так и не материализовался за все эти там почти 30 лет. На мой взгляд, это была огромная ошибка России тогда, что Россия не выступила гарантом гражданских и политических свобод в Беларуси. Нам очень важно на будущее этих ошибок не повторять. Ну и вот, собственно, возвращаясь в сегодняшний день. Вот вопрос. Мы, конечно, обсудим сегодня, какие сценарии развития ситуации возможны. У нас будет много экспертов и много людей из самой Беларуси на связи. Будет очень много интересных гостей. Ну, кстати, вот два слова я хотел сказать в целом о нашем стриме. Он не ограничен по времени. Будем вести его ровно столько, сколько нужно, чтобы вас апдейтить по всем текущим событиям. Но, очевидно, на мой взгляд, власти планируют очень простую вещь. Кстати, вот эта технология, которая ужасно похожа на то, что вот сейчас проделывал Путин с этим нашим так называемым голосованием по поправкам в Конституцию. Они, очевидно, уже заранее спускают избиркомам уже нарисованные результаты, чтобы они просто не считали бюллетени. Вот мне говорят, что у нас есть стрим, как Вероника Цепкала, супруга кандидата в президенты Валерия Цепкала, которая вынуждена была из-за угроз ее безопасности уехать из Беларуси. Сейчас она в Москве. Вот как она голосует на избирательном участке. Есть он? Ну, давайте включим, посмотрим пару минут. Ну что, получится у беларусов сегодня? Какой выход с этого положения? Нужно хватить. Что вы делаете? Спасибо, дайте богу. Это понятно. Мы... Я сделала много. Ребята, проходим. Спасибо, спасибо. Здравствуйте. А можно комментарий у Валерии? Извините, для что-то вижу, можно небольшой комментарий у Валерии взять, пожалуйста? Виктория. Виктория. Вероника. Вероника. Вероника уже крутая, да. Можно смешать? Спасибо вам. Спасибо. Здравствуйте, можешь небольшой вопрос, пожалуйста? Сотовижн. В Тременске сегодня собирается самая массовая акция. Многие прогнозируют, что выйдет много людей. Меньчане прогонят Лукашенко или нет шансов? Мы не призываем к массовым протестам, потому что мы очень переживаем за наших людей. Мы не хотим, чтобы кто-то из белорусов пострадал. Именно поэтому мы призываем все правоохранительные органы, силовые структуры, чтобы они не допустили право кровопролития, чтобы они не слушались поступать. Поэтому еще раз, именно кандидат, наш кандидат, я сегодня не могу назвать имя, потому что это будет считаться агитацией. Поэтому мы не призываем выходить именно, потому что именно мы опасаемся, чтобы не произошло кровопролития. А все остальное будем наблюдать. А все остальное будет инициатива. Но, пожалуйста, обращайте внимание, потому что мы не хотим. Никакого права. Спасибо. Сотовижн. Ребята, сотовижн. Одно в тренинге. Быстро очень, как вы, селфи, и поехали. Так, друзья, вот нас спрашивают, что за пресса. Но мы потихонечку знаем, и вот уже жена Цепкала знает, что мы за сетевое издание Сотовижн. Я популяризирую. Работаем. Как говорит Владимир Путин. Ну вот, Вероника Цепкала, одна из главных действующих лиц этой компании, проголосовала у посольства в Москве. Кстати, вот вы можете видеть, какая там, на самом деле, огромная очередь. Я еще раз напомню, что эта компания запомнилась вот этим потрясающим имиджем трех прекрасных женщин, которые были такими фронтранерами борьбы с Лукашенко. Это, прежде всего, конечно, кандидат президента Светлана Тихановская. Вот она здесь по центру. Она, на самом деле, не собиралась никуда выдвигаться. Она просто супруга известного блогера Сергея Тихановского, который вот в последние годы активно раскрутился на Ютубе и стал очень популярным, потому что рассказывал правду о жизни в Белоруссии. И Вероника Цепкало, это жена Валерия Цепкало, который был один из таких заметных и достаточно популярных кандидатов в президенты, но его не допустили до выборов. И третья из этих замечательных женщин – это Мария Колесникова, которая возглавляла избирательный штаб Виктора Бабарико, еще одного популярного кандидата в президенты, которого вообще арестовали вместе с сыном. Они сидят сейчас в тюрьме. Ну и вот возвращаясь, собственно, к тому, чего мы ждем от сегодняшних результатов. Кстати, вот многие говорили, что, возможно, власти Белоруссии их сегодня не объявят, но, по-моему, они очень нервничают и спешат. ЦИК Белоруссии, я так понимаю, сказал, что предварительные результаты, может быть, будут уже сегодня. У всех формируется ощущение, что они просто хотят озвучить некую заранее спущенную сверху цифру. То есть реально бюллетени считать не будут. И, кстати, мы сейчас чуть подробнее расскажем о том, как работает в Белоруссии система подсчета голосов. Но очевидно, что им понравилась такая новая диктаторская технология, которая активно сейчас внедряется во всех авторитарных странах. Просто вообще не считать голоса, как вот у нас на этом так называемом голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля, а просто озвучить некий заранее подготовленный результат и сказать, а вот кто не согласен, вот военная техника, вот ОМОН, значит, будем вас бить, будем вас сажать и так далее. То есть уже даже не пытаются притворяться каким-то подсчетом голосов и не заморачиваться прочими формальностями. Это, кстати, было просто стыдно наблюдать за всеми этими видео, как сегодняшнее видео, как какая-то избиркомовская тетка при помощи сотрудников силовых структур слезает по стремянке со второго этажа с какими-то документами или бюллетенями и так далее. Не знаю, можем это видео сейчас выйти на экран там. На самом деле не очень понятно, что происходит, но, тем не менее, вот такая очень говорящая картинка о том, что, конечно, весь тот процесс, который проходит сейчас в белорусских избиркомах, это, мягко говоря, не очень честная процедура. Вот давайте, если можем, его дать на экран, то даем. Бросили какую-то сумку сейчас, какой-то пакет. Что-то непонятное происходит. С каким-то пакетом Фрэнсина лезет через окно. Очень интересная картина. Очень интересно. Можно было на первый, а там, где-то, 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 где-то. Ну и вот следующее, очень говорящее за себя видео, которое получило широкое распространение сегодня, это «Сторож» одной из школ, 204-я школа в Минске. Там тоже вот они увлеклись вот этим излюбленным приемом диктаторов, досрочным голосованием. ЦИК отчитался, что 42% избирателей проголосовало не вот сегодня, а в предыдущие дни досрочно. Понятно, что бюллетени, которые подаются на досрочном голосовании, за ними сложнее всего уследить за их сохранностью, там их можно для начала подменить. Ну и в целом, это досрочное голосование обычно сопровождается адовыми приписками. Так вот, эта женщина рассказывает, что она считала физически избирателей, которые приходили голосовать досрочно все эти дни, и их было в несколько раз меньше, чем официально заявленная цифра. Вот давайте ее послушаем. Я Фоминская Светлана Владимировна. Я работаю сторожем в школе 204 города Минска. 4 числа и сегодня 8 числа, 8 августа, были мои дежурства. Вот 4 числа. А в мои обязанности входит, опрашивают всех входящих, какая цель их визита в школу. 4 числа на избирательный участок, по моим подсчетам, прошло 32 человека. В итоговом протоколе за этот день числилось 131 человек. Сегодня, 8 числа, на избирательный участок прошли 57 человек. А по итогу оказалось, что сегодня якобы на избирательный участок пришли 252 человека. 27 тысяч человек нас смотрят в прямом эфире. Распространяйте ссылку на этот стрим. Мы здесь расскажем вам правду о том, что на самом деле происходит в Беларуси. И там, понятное дело, большие проблемы с интернетом. Хотя не везде мы приветствуем всех белорусов, которые нас смотрят. Живе Беларусь! Вы обязательно будете свободными, обязательно победите. Ну и вот еще из свежих видеокадров сегодняшних. Это как голосовала Светлана Тихановская, народный лидер. И там какие-то материалы есть о том, как голосовал сам Лукашенко. Там есть, на самом деле, много больше кадров. Как огромное количество людей окружило Светлану после того, как она проголосовала. И все скандировали ее имя. При этом разительный контраст. Это как голосовал, собственно, сам диктатор, председатель совхоза Александр Григорьевич Лукашенко. Там нет никакого народа вообще. Просто только в окружении своих номенклатурных псов. Пустота, больше ничего. Ну такой вот этот чистый, знаете, такой галимый совковый официоз. То есть, вот еще даже просто элементарный фрагмент, как человек голосует на избирательном участке. Но хотя бы из этого уже можно быстро понять, что у Лукашенко нет никакой реальной поддержки и никаких реальных избирателей. Он опирается только на репрессии, штыки и подавления собственного народа. Ну и вот еще раз мы сейчас обсудим с вами сценарии, как может развиваться эта ситуация дальше. И в том числе попросим белорусских экспертов это прокомментировать. Но давайте сначала вспомним вообще, как начиналась эта президентская кампания, от которой поначалу многие ничего такого серьезного не ожидали. Ну вот еще раз, все думали, что диктатор опять себя там переназначит просто спокойненько на новый срок и все это проглотят. А вдруг оказывается, что все совсем не так. Вот мы сделали небольшой видеосюжет, чтобы всю эту историю вам напомнить. Между тем белорусский избирком объявил итоги выборов у действующего президента около 80% голосов. Остальные кандидаты далеко позади. Первые официальные экзит-полы, данные опросов избирателей на выходе с участков, зафиксировали очередную элегантную победу Александра Лукашенко. А действующий президент остается у власти как минимум еще на один пятилетний срок. Многие не ожидали сенсаций от президентских выборов в Белоруссии 9 августа. Ожидали стандартного и скучного переназначения Лукашенко. Но что-то пошло не так. Беларусь, как и Россию, кардинально изменил Ютуб. Он стал честным окном в жизнь и альтернативой засилию госпропаганды. Одним из ярких символов нового времени стал видеоблогер Сергей Тихановский, чей канал «Страна для жизни» рассказывал правду об отсталости Белоруссии и неприглядных условиях жизни по всей стране. А сейчас мы попробуем взять интервью у наших чиновников. Простите, вы прикорытник? Вы прикорытник, простите? Все-таки некоторые из них тянутся к нашему каналу и хотят уже говорить. У канала сейчас более 250 тысяч подписчиков. Это очень много для Белоруссии. Сергей Тихановский стал одним из ярких политиков новой генерации, завоевав доверие избирателей через соцсети. Тихановский объявил о своем выдвижении на выборах президента Белоруссии. И хотя Лукашенко поспешил арестовать его еще в мае, развернутая им компания приобрела общенациональные масштабы. А супруга Сергея Тихановского Светлана, которая вообще не имеет опыта в политике и была вынуждена пойти на выборы из-за ареста мужа, стала самым популярным кандидатом. Мы хотим честных выборов, как в ничем здесь революция. Зачем вы провоцируете свой народ? В мае о выдвижении в президенты объявили и знаменитые фигуры в белорусском госуправлении и бизнесе. Экс-глава Белорусского парка высоких технологий Валерия Цепкала, и только что ушедший в отставку с поста главы Белгазпромбанка Виктор Бабарико. На этом фоне популярность Лукашенко резко упала. Сказалась и усталость от более четверти века его правления, за которую он завел Беларусь в тупик, и множащиеся экономические проблемы, и неадекватное поведение Лукашенко во время пандемии коронавируса, стоившее жизни многим белорусам. «Не вижу, это холодильник, это самое лучшее здоровье, антивирусное лекарство, самое настоящее». На старте президентской кампании многие интернет-опросы показали, что рейтинг Лукашенко не превышает 3%. Отсюда возникло прозвище «Саша 3%,» которое вскоре подхватила вся страна. После этого Лукашенко публикацию соцопросов запретил и начал по очереди арестовывать своих оппонентов на выборах. Сначала, после провокации на одной из встреч с избирателями, был арестован Сергей Тихановский. Потом было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в Белгазпромбанке, и под этим предлогом арестованы Виктор Бабарико и его сын. Арест угрожал и третьему популярному кандидату Валерию Цепкало, хотя он на тот момент уже был снят с выборов в Центр избираком. Цепкало был вынужден покинуть Беларусь. В целом, с начала избирательной кампании были арестованы сотни человек. Но тем не менее, белорусов оказалось невозможно остановить в их стремлении к свободе. Вот уже несколько месяцев весь мир наблюдает беспрецедентные по масштабам уличные акции поддержку кандидатов от оппозиции по всей Белоруссии. Многие тысячи белорусов выходили на улицы за перемены в своей стране и в поддержку независимого кандидата в президенты Светланы Тихановской. Вокруг Тихановской сплотили штабы всех других основных кандидатов в президенты, не допущенных до выборов. Тихановская впервые за много лет сказала правду о ситуации в стране, выступая на государственном телевидении. В каких условиях живет большая часть белорусов, пока их власть ездит на роскошных автомобилях, летает на баснословно дорогих самолетах, живет в Золотых дворцах? Сегодня многие свободные люди всего мира с надеждой смотрят на происходящее в Белоруссии, на то, как вся страна проснулась и вышла на улицы, чтобы сбросить себя ермом многолетней диктатуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 9 августа мы будем наблюдать кульминацию этой борьбы. Борьбы белорусов за свою свободу и лучшее будущее. Ну, Лукашенко, понятно, не торопится дать белорусам свободу и лучшее будущее. И вот, конечно, это еще раз приводит нас к тому, что мы видим сегодня угрожающие картинки из Минска, куда стягивают военную технику. И вот такие вот жесткие вещи, например, как задержание корреспондентов «Дождя» Владимира Робинского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова, к ним подбежали какие-то люди в штатском и в масках, которые просто очень жестко их свинтили и в стиле Джорджа Флойда положили головой на асфальт. Давайте вот это посмотрим. Не хочет белорусская диктатура, чтобы свободные журналисты из других стран рассказывали правду о том, что на самом деле там сегодня происходит. Но вот это жесткое задержание, к сожалению, возможно, это только начало, и мы ждем усиления дальнейших репрессий против журналистов, прежде всего, которые работают на иностранные издания. Желаем всем там держаться удачи и постараться избежать каких-то таких вот острых моментов. Но это далеко не единственный случай. Например, трое журналистов в настоящее время были высланы без права посещения Беларуси на 10 лет, вот на днях. То есть, понятное дело, что Лукашенко не хочет, чтобы рассказывали правду о том, что он там творит. И, собственно, вот эта вот кампания агрессии против международных журналистов, к сожалению, стоит ожидать, что она будет только дальше разгораться. Ну и, собственно, вот возвращаясь к тому ролику, который мы вам показали, с краткой предысторией этих выборов. Еще раз, то есть, вот весной, когда мы обсуждали, там, многие те, кто наблюдают за ситуацией в Беларуси, ну, мы реально не ожидали, что это получится такая яркая, драматическая кампания с человеческим лицом. То есть, вот еще раз, обратите внимание на это стилистическое противостояние, такой казенной, абсолютно совковой номенклатуры против вот этих прекрасных людей, которые представляют кампанию объединенной оппозиции. Вот мы сейчас попробуем понять, что там на самом деле в Беларуси происходит. И у нас на связи, я надеюсь, наш постоянный информационный партнер на сегодня, Франок Вечерко, известный белорусский журналист, который вот сейчас, я надеюсь, выйдет к нам в эфир и расскажет какие-то свежие последние новости. Франок, видите меня, слышите, давайте, если можно, коллеги, выводите в эфир. Да, да, привет, здрасте, рад вас увидеть. Взаимно очень, да. У нас, конечно, просто полный атас. Ситуация меняется каждые пять минут. Ну, вот буквально сейчас, знаете, чем я занимаюсь? Я смотрю вот на эти военные машины, иностранные шевроны у военных, которые сидят, вот этих китайских, ну, Хамви, новые джипы, которые сегодня Лукашенко вывел на улицы минских городов, которые странно выглядят. И тут поступила информация, что вообще там какие-то сербские военные. Вот что я делаю, я сейчас разбираюсь с фактами, чтобы понять, белорусские они или нет, потому что таких шевронов никогда мы не видели. Ну, и вообще сегодня весь день это какой-то сплошной день сюрпризов, потому что я не знал, что у нас, во-первых, столько техники военной в Беларуси есть, у нас огромная разновидность водометов, специальные такие машины, оказывается, с сеточками на крыше, которые создают стену, четырехметровую непроходимую. И это же все оплачивается с государственного бюджета. По факту просто в Минске введен комендантский, не то, что комендантский час, чрезвычайное положение. Перекрыта не только центральная площадь, октябрьская, перекрыто бывшее здание администрации президента, теперешнее здание администрации президента, все главные здания, там в том числе ЦИКа. Понятно, что они готовятся, но если не к разгону, если не к войне, то к очень брутальному разгону протестующих. Франек, а скажите, вот все-таки у вас ощущение, это больше подготовка к реальному разгону, или это такая психическая атака? То есть они просто пытаются запугать людей и сказать, что не вздумайте куда-то выходить, потому что вот с какой махиной орковской вам придется столкнуться. И вот здесь вы абсолютно правы, потому что я тоже про это думал. Это бряться не оружием, вот этими всеми огромными водометами, это для того, чтобы сбить волну, для того, чтобы меньше людей сегодня вечером 8 часов, после закрытия участков пошло на улицу. Будут ли они использовать эту технику или не будут, не факт. Я думаю, что если он начинает использовать брутальную силу, давить условными танками, которые сегодня привезли в Минск, давить людей, то он очень сильно рискует ускорить процесс перехода военных и чиновников на сторону протестующих. Ему намного выгоднее показать, что людей не так много, да, они собрались, но эти люди сами рассосались, потому что их так мало и они не представляют из себя силы. Поэтому, скорее всего, он ждет вот этого понимания, какая ситуация 8 часов. Если людей собирается критически много, то ждет, смотрит, что делать. Если мало, то разгоняет. Если среднее, то, наверное, будет ждать, рассосутся они или нет сами. Да, вот это очень важный момент. Это вообще такая вот дилемма диктаторов. Это было видно, например, год назад во время наших протестов в Москве, что когда власти начинают реально брутальничать и там расходятся вражи своих репрессий, то выходит в знак протеста еще больше людей, которые до этого как бы смотрели на ситуацию со стороны, но вот такая жестокость им не нравится. И в том числе, то есть вы думаете, что реально вот если будет что-то жестокое, то это может вызвать колебания в стане силовиков, правильно? Да, сто процентов, потому что там уже такие же самые люди работают, эти военные. Я сейчас смотрю, сколько присылают через телеграм анонимных посланий милиционеры. Буквально за эту ночь сотни сообщений милиционеры в форме с бело-красно-белым флагом или с символикой Тихановской говорят, мы с вами, солидарность, милиция на стороне народа, но они пока что еще боятся делать это публично. То есть когда они увидят, что как бы чаша перевесила на сторону оппозиции протестующих вот этого нового движения, они перейдут. Но сами начинать, вот первыми быть такими, как это, не экспериментаторами, а такими героями, они еще не готовы. Ну и помним тоже, что Лукашенко не нужна кровь, потому что как только он здесь проливает кровь, он сразу себе закрывает отходы и в отношениях с Россией, и в отношениях с Западом. И тут Россия его придавит, что не признает эти выборы, его осудит и еще быстрее углубит и ускорит интеграцию, а Запад вообще его признает нерукопожатным. И вся вот эта работа, которая делалась 10 лет Макеем, Министерством иностранных дел, она просто будет никому не нужна, коту под хвост. Скажите, а вот все-таки готов, вот такой простой вопрос в режиме да или нет, вот готов ли он пойти на все, что угодно ради сохранения личной власти, вот буквально все, что угодно? Он готов, он готов, и вот последнее обращение он выступил перед народом во вторник или среду, если не ошибаюсь, и он, это было обращение отчаивавшегося человека. С одной стороны, это было обращение, там все чиновники собрались, 2500 человек, и, конечно, трансфировалось по всем каналам, и с одной стороны, это выглядело как такое умоление, пожалуйста, оставьте, дайте мне еще один шанс, я все сделал правильно, я не виноват, а с другой стороны, это было такое обещание, что я вам власть не отдам. Он закончил выступление словами, Беларусь, она хрупкая, она ранимая, но она любимая, а любимую не отдают. Он на этом закончил, и это выглядело как прямая угроза. Да, но кроме угрозы, вы знаете, я вот как бывший чиновник могу вам сказать, что вот эта его речь, она эмоционально, она считывается как страх. Он напуган, он не ожидал вот этих вот событий, да, и он, мне кажется, как бы в режиме псих-самовзвод, он так себя еще накручивает, что вы не вздумаете, то есть здесь вот, я не знаю, как бывшему бюрократу, мне кажется, что это были очень слабые выступления, которые показывают, что он не контролирует ситуацию и переходит уже к каким-то крайним мерам, к каким-то угрозам. А вот очень интересно, что вы сказали про возможное присутствие иностранных солдат вот в этой технике, но пока каких-то подтверждений этому нет. Вот сейчас копаем, копаем, пробуем понять, проверяем эти нашивки. Ну, понятно, что много конспирологии, много разных вещей, там, начиная от этих вагнеровцев, которые должны то ли помогать оппозиции свергать Лукашенко, то ли помогать Лукашенко свергать и убирать оппозиционных лидеров, мы не знаем. Но вот эти сербы, да, они постоянно крутятся каким-то образом на фоне, потому что он встречался с президентом Сербии недавно, сколько там, неделю-две назад, Сербия пообещала ему там поддержку и сотрудничество, и вот эта, вот эта вся линия сербская каким-то образом просматривается. Но снова, здесь не разговор про Сербию, разговор, конечно, исключительно про белорусский силовой блок, и здесь две проблемы. Первое, хватит ли его, чтобы сдержать протесты по всей стране, которые происходят буквально сейчас, даже не только Минск. Впервые в истории мы видим людей массово, которые собираются в Могилеве, Гомеле, Бресте по всей Беларуси. Хватит ли их? Раньше это был только Минск, можно было всех ОМОНовцев стянуть, короче, на площадь независимости. А второе, будут ли они вот бить, арестовывать, задерживать? Если там спецназовцев, ОМОНовцев уже накрутили, понятно, они знают, как это делать, и они такие уже на взводе, готовые эту оппозицию убирать, то вот солдаты внутренней службы, в основном призывники, я не знаю. В 2010 году они расступались, когда подходила колонна, вот эти внутренние войска, срочники, расступались, и они не хотели просто марать руки в это. Вот поэтому здесь, не знаю, мне кажется, что силы ему может не хватить, и он понимает, что даже свои его могут предать в любой момент. Да, но это Франек говорит про президентские выборы 2010 года, когда были тоже такие достаточно бурные, массовые протесты, но в основном в Минске, и власти так или иначе удалось их подавить. Скажите, а вот информация сейчас такая, что штаб объединенной оппозиции, он призывает своих сторонников в 8 вечера после окончания голосования выйти к избирательным участкам, для того, чтобы потребовать от избиркомов честного подсчета голосов, да? Да, они призывают остаться около участков, а тех, кто уже проголосовали, вернуться к участкам и ждать объявления результатов. И это сделано потому, что понятно всем, что считать никто не будет. Ихняя задача это вписать правильные цифры в протоколе, чтобы они сходили с цифрами, которые спущены сверху в центр избиркома. И вот эта масса людей, которые будут ждать, она каким-то образом окажет давление. И члены комиссии, они не захотят фальсифицировать. Я понимаю, что идет на это расчет, но и на самом деле это не является нелегальным, потому что это же не угроза. Но милиция, насколько мы знаем, с вот этих слитых документов и аудиопереговоров, милиция будет всех членов избирательных комиссий доставлять под конвоем домой, чтобы, не дай Боже, их там вот эти разъяренные белорусы, короче, не призвали к ответу. Так или иначе... Несмотря на то, что все, что мы пока видели, это то, что демонстрации, акции оппозиции носят исключительно мирный характер, исключительно мирный. И там это все время подчеркивается, что никто не хочет никаких беспорядков, революции, все просто просят честно посчитать голоса и в этом смысле обеспечить нормальный порядок. Да. И вы знаете, что белорусы, они и не способны на насильство. Я вам скажу, что если они брать на белорусскую партизанку Второй мировой войны, то белорусы, это очень мирные люди. Вся история... Белорусы выжили и польскую, и советскую, и российскую, и немецкую оккупации благодаря тому, что они очень спокойные, очень... Они так не любят стрессовать, очень осторожные. Они, конечно, привыкают даже к плохим вещам. И они даже вот 26 лет терпят Лукашенко. Конечно, даже и у белорусов, которые супертерпеливые, вот тоже есть какая-то граница, и вот эта вот граница, она сейчас уже почти-почти вот на краю, уже почти переливается через край. И поэтому я не верю в какой-то насильственный переворот, какие-то стычки с ОМОНом, какие-то драки. Ну, невозможно. Белорусы никогда на это не пойдут. Но в том числе я не верю, что наши там спецслужбы, военные солдаты и ОМОНовцы будут уже там брутально все защищать, потому что они же тоже белорусы, да, они же тоже там из белорусских деревень, городов, и они тоже вот эту белорусскость держат в себе. При условии, что там нет условных вагнеровцев и русских солдат. Вот если там появляются иностранные группы, это все уже меняет. Да, ну то есть вот все, что говорит официальная пропаганда и то, что говорит Лукашенко про какие-то заговоры, там свержения, это все чушь и пропаганда, потому что белорусы требуют просто одного – честно посчитать голоса. Франок, огромное спасибо вам. Мы будем еще к вам стучаться и надеемся дальше вас видеть у нас в эфире. Спасибо. Пока отпускаем. Спасибо за информацию. И действительно, это очень интересно про возможное присутствие иностранцев среди вот этой военщины. Но еще раз, мы действительно, мы не даем вам здесь конспирологии только факты, поэтому эту информацию надо проверять. Но я очень хорошо помню, когда вот в 91-м году в Москве у нас был коммунистический путь, что они действительно направляли к протестующим войска, где были преимущественно выходцы из Средней Азии, многие из которых даже не говорили по-русски. То есть вот этот фактор такой, как кого-то этнически чуждого выставить, возможно, для того, чтобы стрелять по своим, это такой известный прием. Спасибо, Франек. Ждем вас снова у нас в эфире. Ну и мы продолжаем. Вот действительно, вот этот очень важный момент, да, вот чем эти выборы кардинально от всех предыдущих отличаются. Что раньше были протесты, да, спасибо большое, да, были протесты, была оппозиция, но тем не менее, вот, ну все говорили, ладно, хорошо, оппозиция есть, но скорее всего, Лукашенко все равно поддерживает так или иначе большинство белорусов. Вот в этот раз это полностью ушло. Совершенно очевидно, что Лукашенко не может сейчас набрать даже 50% голосов, и из-за этого еще один момент, на котором видно, насколько он не уверен в себе и психует от потери поддержки, он запретил публиковать любые, любые данные об опросах общественного мнения, там вот доходило до таких вот смешных курьезов, как крупнейший белорусский портал Тутбай опубликовал опрос, где он закамуфлировал фамилии различных кандидатов в президенты под названиями художественных фильмов, вот вы можете это видеть на экране, очень смешная история, но реально, вы видите, это далеко не один такой опрос, и большинство опросов, которые проводились в сети, они показывали, что вообще Светлана Тихановская набирает больше половины голосов уже в первом туре без всяких разговоров, вот, и ровно поэтому Лукашенко ни на что больше не остается опираться, кроме как на военщину, ну и вот еще такой полевой эксперимент, мы просто пару сюжетов вам хотели показать, вот давайте начнем с видео, которое сделали такие известные пранкеры, которые на стадии еще сбора подписей за кандидатов в президенты, они ходили и пытались найти людей, которые готовы подписаться за Лукашенко, поставить подпись, но давайте просто посмотрим этот видеофрагмент. Привет, меня зовут Игорь, а меня зовут Сергей, и мы сегодня идем проверять реальный рейтинг Кукашенко, посмотрим, настолько ли он высок, как говорит Лидия Ермоша. Почему? За стабильность. А? За гады ползучего. Подписывайтесь за него. За этого гада? Он же за стабильность, все вот это вот, спас страну. Он за войну выступает. Скажите, за стабильность. Ой, наверное, нет. Все. За стабильность. Ну, боже, упаси, блядва. Пописать. Пописать. Не, спасибо. Подписанцы не хотите? Мы ходим по подъездам, собираем подписи за Лукашенко. Не хотите подписаться? Нет. Заблюдение, извиняюсь, что беспокоим, мы ходим по подъездам, собираем подписи за Лукашенко. Нет, просто не за него, я. Хочется, да? А чего? За стабильность? Какая стабильность? Тут Майдана не было, тут Украина. Скажем, что Майдан был. Да. Только его. За стабильность. Чего? А? Это Кала? Будете голосовать за стабильность? Ну, только не за него. Ну, весь народ прошел. За него аж. Да. Уже собрали тысячи миллион семьсот подписей. У него скоро сверху. У него же 80 процентов. Вот он так говорит. Говорит? Да. Только проще на него. Добрый день, девушка. Не хотите подписаться в ответ, если еще было бы на 17-м? Мы собираем подписи за Лукашенко. Нет, нет, спасибо большое. Чего? Нет, не хочу. Я не знаю, что вы беспокоим, мы подпишем, берем подписи за Лукашенко. Не хотите? Чего? Нет, я не знаю. А вы не за стабильность, да? Нет, да, да. Вам не нравится Лукашенко? Не нравится. Мне нравится. Он же еще третий-то. И хотелось бы уже поменять. Хотелось бы, ну сколько уже можно одному человеку быть. Хотелось бы другого испытать. А может, старый будет и лучше. Так нет, здесь не дают напомнить. Развалит потом всю страну. Будет Майдан. Как сказать, как сказать. Для Тихановского? Я что, не решила, но только не знаю. Пожалуйста, лихуйся на лукшок. Добрый день. Все. Не надо, а мы против, докажем. Блин, ну что-то Майдана не было. Майдан будет. Будет Майдан. Да, конечно. Что вам платят? Да мы за бесплатно, мы за идею. Блин, мы ходим по подъезду, собираем посты, за диск и еще главу государства. Не хотите подписаться? Нет? А почему? Недостойный. Недостойный? Почему? Спаспал страну. От Майдана. Вот это все. Взял первое независимое государство. Какого он Майдана спасает? Ну, в 2010-м, когда с Махары там били стекла. Что? Скорее, мол, что до смерти здесь? Ну, хотя бы еще 5-10 лет. Потом уже может там Витя. Сын подрастет. Тех, как он говорит, Майдану, так уже нету. Тех же нету, но новая подрастет. Победил. Такие новые. Мы с вами, вот он их сейчас так называет. Короче, вы не хотите. Вы прощаетесь. Он не уважает нас, свой народ. Скорбляет, кажется, его из экрана. Извините. За лукашенко забираем подписаться. Подписаться не хотите? Ну, это не надо. А кто ваш? Так подписаться можно за всех, а уже потом определитесь. Ну, посмотрим. Но вы не за него голосуете. Ну, надоем, честно говоря. Вот абсолютно не говорю. Надоем. Надоем. Надоем? Ну, нам, наверное, нарядку далек собирать. Ну, мы собираем. Что? Народ в нищете живет. Нищете, да? Вы все эти прекрасно знают. Мы собираем подписи за действующие луку седавцами. Хотите подышаться? Не хотите. Мне не точно не дадите? Не буду. Не, 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 не. Добрый день, женщина. Мы собираем подписи за лукашенко. И хотите подписаться? Ой, нет. Чего? За это война. Почему? Я прошу. Добрый день. Хотите подписаться за действующую луку седавцом? Нет. Точно, вы седем уже правили. Правильно? Вы не хотите подписаться за действующую луку седавцом? Нет, 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 нет. На самом деле таких экспериментов было довольно много, полно во всем ютубе, вы сами, собственно, если вы в Беларуси, можете его провести. И понять, что реально днем с огнем не найти реальных избирателей, которые поддерживают Лукашенко, но вот смотрим текущие новости, уже вся эта военщина, к сожалению, видимо, перерастает в реальные жертвы, вот сообщают, что первые погибшие есть во время разгона акций протеста в Минске, об этом сообщает телеграм-канал Next Life, по данным корреспондента, один человек упал замертво прямо возле автозака во время брутальных задержаний, я так понимаю, у нас видео какое-то есть на эту тему, давайте покажем его. К сожалению, огромному очень хотелось бы, чтобы обошлось сегодня без каких-то трагических последствий, тем более без жертв Беларуси, но Лукашенко и его клика делают все для того, чтобы обострить ситуацию и превратить мирные, вроде как нормальные выборы в какую-то реально военную операцию, широкомасштабную военную операцию против собственного народа. Вот еще свежее видео о том, как разворачивают военную технику, давайте это посмотрим. Ну, то есть реально, вот что можно вспомнить? Наверное, там 1941 год, правильно, когда белорусы видели еще вот такое массовое вторжение в военной технике, в свои города, которое явно находится там за тем, чтобы помешать свободе их выбора и помешать реализации их гражданских и политических прав. То есть Лукашенко проводит такую масштабнейшую военную операцию против собственного народа, ему больше ничего не остается, потому что реальную поддержку он потерял. Ну и нас около 40 тысяч человек смотрят наш стрим о сегодняшних событиях в Белоруссии. Напоминаю, что будем работать до упора, распространяйте ссылку на это видео, чтобы как можно людей, как можно больше людей узнали правду. Ну и вот еще к вопросу о том, есть ли у Лукашенко реальные избиратели. Вот буквально свежий сюжет нашего корреспондента, корреспондента канала штаб Навального Дмитрия Низовцева, который сейчас находится в Минске. Он это видео снял пару дней назад, он тоже пытался найти избирателей, которые Лукашенко поддерживает. Такие есть, вы тоже можете увидеть их характерный психологический портрет. Давайте это видео посмотрим. Минск спокоен, как вода в реке Свислочь, но это спокойствие только кажущееся. На самом деле ситуация наэктивизована настолько, что вот, например, концерт российских и белорусских звезд, который должен был пройти совсем рядом, в центре Минска, он не состоится. Звезды отказались выступать в поддержку Лукашенко, сцену успешно разбирают. Кроме того, минчане уже вовсю протестно кормят голубей, если вы поняли, о чем я. А какие на самом деле настроения царят среди минчан, мы вам сейчас покажем и расскажем честно и без утайки. Вот скажите, пожалуйста, осталось два дня до выборов. Вот что нужно делать Лукашенко, чтобы за него честно проголосовали большинство белорусов? Честно, честно уйти на отдых достойно, вот, и не позориться. Да, не, я не знаю, мне кажется, это если он скажет, что он поменяет вообще все, но этого не будет. Люди не поведутся? Да, уже, да, ну, не будет такого. Ну, а чтобы вы его полюбили, ему что-то надо такое исполнить? Нет, просто... Ну, не танец песенку, а просто что-нибудь поменять? Нет, ну, просто уйти, наверное. А, тогда вы его простите и полюбите? Да. Ну, будет уже поздно. Уже ничего не поможет. Вот, подождите, он нам поручил собрать наказы для него. Вот что нужно ему делать, чтобы его раз... Александр Григорьевич сделает вот это, и вы такие раз за него проголосуете. Я не проголосую. Все равно? Все равно. А его, по-моему, и так все любят. Думаете, любят? А что в нем хорошего? А то многие говорят, плохой, плохой. А вы посмотрите на Минск и будете видеть. Да, симпатично. Солнце светит. Да. Сори, что у вас это лишение наушников, но вы у нас пройдете, как человек, который скажет умно, вы в галстуке и в очках. Скажите, пожалуйста. Конечно. Да, вы для этого нам нужны. Осталось два дня до выборов. Что нужно сделать с Лукашенко, чтобы люди его полюбили? Вот такой наказ от вас. Ой, после всего того, что сделано, чтобы люди полюбили, сняться с выборов. И все? Тогда полюбили? И все. А чтобы остаться президентом, нету такой фишечки? Там что-нибудь такое сделать, чтобы раз он такой сделал, это его полюбили и проголосовали за него. Сложно сказать, но в моей голове первое, что всплывает, это сняться с выборов. Мне кажется, у него нет шансов. Ну, может, он что-нибудь такое сделает, а раз таки, и все такие, о, молодец, Григорьевич, красавчик. Может, там, зарплату удвоить. Я думаю, это не решить проблему. Уже все? Ну, 26 лет у него было на то, чтобы решить все проблемы и заставить себя полюбить. У него-то не получилось. Что ему сделать? У нас есть надежда, что он нас посмотрит. Что ему надо сделать сейчас? Красиво уйти. Под музыку? С достоинством. А, чтобы полюбили? Да, чтобы полюбили. Да ничего ему не сделать. Потому что его так уже любят. Нет, его не любят. Проводим небольшой, хотя в Беларуси запрещено, социологический опрос. Скажите, пожалуйста, вот что нужно сделать Лукашенко за оставшиеся два дня, чтобы люди его полюбили и честно за него проголосовали, как вы думаете? Да, Лукашенко проголосует большинство. Честно проголосует? Честно проголосует. Вы будете за него голосовать? Я уже проголосовала. Досрочно? Досрочно. Скажите, пожалуйста, вот хорошо, что мы вас нашли, это сложно отвечать, который за него голосует, но честно. Что в нем хорошего, что вам импонирует в Лукашенко? Вы знаете, что это сильный руководитель. И для страны, вот так посмотришь, кто сейчас молотируется, так там сильного нет. Там сильного нет. А для страны нужно, чтобы был руководитель сильный. Я так думаю, что за него большинство и так будет голосовать. Это мое мнение. Искренне. Искренне, да. За него. Потому что, ну, не знаю, мне так кажется. Понятно. А чтобы вы еще больше полюбили, что ему надо поменять на стране? Ну, чтобы, наверное, если законы какие-то принимались, чтобы они не переделывались под каждого высокопоставленного, а действовали для простого народа. Понял. А вы будете за него голосовать? Есть ли секрет? Нет, не секрет, буду. Да, я думаю, что вряд ли за него кто проголосует. Ему вообще надо когти рвать отсюда уже. Думаете? Да, уверен. Поменять ему нельзя, но может какой-то там... Отменить смертную казнь, я думаю, что это единственное, что ему надо сейчас сделать. А иначе что? Ну, догадайтесь. Где наши политики пропавшие? Что он сделает? Лукашенко? Чтобы его люди полюбили и, честно, за него проголосовали все массовые, тотально. Что сделает Лукашенко? Признать, как же он не уйдет? Я не знаю, что он может сделать. Ничего. Ну, может, там удестили зарплату, или такие, о, Лукашенко, мы за тебя, нет. Выпустить всех из тюрем. Нет, сомневаюсь. Да нет, уже ничего не сделает, нет шансов. Ну, что-то же можно, раз он только, не знаю, зарплату удвоит, или там скажет, всем свобода. Я думаю, что даже это не поможет. Уже все? Ну, уже как бы просто надоело. Я думаю, что, я считаю, на самом деле, что он что-то хорошее для страны, конечно, сделал там, но уже просто пора. Не скидывайте меня с моста, но один короткий вопрос вам задам. Как вы думаете, два дня осталось до выбора президента, что нужно сделать действующему президенту, чтобы за него проголосовали все? Массово и частно. Уже ничего не сделает. Почему? Ну, может, что-то надо поменять, зарплату удвоить. Нет. Где ее взять? Ну, там, свободу какую-то вести, выпустить Тихановского. Нет. Ничего уже не изменить. Работать надо людям. Работать на людей. А мы пытались спасти Григорьевича. В общем, вы поняли. Люди говорят на разных языках, из разных стран и разных диалектах, но одно и то же. Лукашенко уже ничего не сделает, если он хочет остаться у власти и хочет остаться у власти. Честно. Но, тем не менее, многие уверены, что он все равно останется. Как будет развиваться быть и дальше, расскажет только канал Штаб, а не кто больше. Дмитрий Низов, Северослав Мудряков. Канал Штаб. Смотрите нас. Тихановский тоже мне блогер. Что это за специально? Что это за профессион? Видеоблогеры замучились. Согласен. Развелась. Извините, сливать, коммуницировать всякие фейки, всякие, может и хорошие вещи, может и плохие, но это не прецензия. Ну, зачем ему? Жена же идет на этот пост. В общем, блогеров в классе вы бы не стали пускать. Никогда в жизни. Пытаемся найти в Беларуси реальных избирателей, которые поддерживают Александра Лукашенко. Для этого нужен очень мощный микроскоп. Ну, такие есть, но чуть ли не проще жизнь на Марсе, видимо, найти. И вот мы комментируем текущие новости, но продолжается вся эта адская военная спецоперация. Я вот тут вижу, что едут машины с колючей проволокой, видимо, будут оцеплять вообще все там, да, просто, чтобы людей никуда не выпустить даже из их домов. И Светлана Тихановская на вопрос, уедет ли она из страны, потому что многие так сделали, в том числе и кандидаты в президенты. Вот жена Валерия Цыпкало-Вероника покинула Беларусь. Многие опасаются за свою безопасность. Я, кстати, напомню, что за некоторое время до этого Светлана Тихановская увезла детей из страны, потому что реально были угрозы и основания считать, что есть проблемы с безопасностью. На самом деле Светлана Тихановская, конечно, просто потрясающая женщина. Вот реально, мы еще к ней сегодня не раз вернемся, да, но я все-таки хочу вот на минутку остановиться и обратить ваше внимание на это. Ведь она вообще не собиралась и не готовилась к президентской кампании. Ну, как она фантастически мужественно себя ведет, несмотря на все вот эти вот такие серьезные, реальные, непосредственные угрозы ее жизни и здоровью. Ее муж сидит уже несколько месяцев, причем в очень жестких условиях, и его сажали в карцер, с ним никому не разрешают общаться. Вот есть видео, как угрожают детям Светланы Тихановской. Давайте, если можно, включим его. Здравствуйте, я Светлана Тихановская, и я нахожусь в городе Гомеле. Приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку. И на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей с условием того, что я не должна продолжить эту поездку. Передо мной стоит выбор, дети или дальнейшая борьба. Я думаю, что мой выбор будет очевиден. Поэтому я прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. И хочу сказать, что если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться. Спасибо. Невероятно мужественная женщина Светлана. Просто огромное восхищение. Еще вот я напомню раз, что она просто не готовилась даже к никакой президентской кампании. И вот столько сейчас трудностей на ее плечи свалилось. Это, конечно, просто какая-то фантастика. И у нас на связи Наталья Радина, главный редактор известного белорусского независимого СМИ Хартия 97, с которой мы не так давно разговаривали на моем YouTube-канале. Кстати, у нас на «Навальный лайф» уже больше 38 тысяч зрителей смотрят. Во-первых, подписывайтесь на наш канал. Во-вторых, распространяйте эту ссылку, чтобы как можно больше людей видели реальную правду о том, что происходит в Белоруссии. Я очень рад Наталью Радину приветствовать. Если она на связи, вы видите, пожалуйста, на экран ее. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Очень рада вас видеть в нашем стриме. И расскажите, что, собственно, происходит. Ну, Лукашенко в очередной раз пытается удержать власть незаконным путем. То есть совершенно очевидно, что сегодня на всех участках Минска и других городов Белоруссии происходят массовые фальсификации. В общем-то, система уже сбоит, потому что на некоторых избирательных участках уже закончились бюллетени. То есть это говорит о том, что явка была сфальсифицирована. Я напомню, что досрочное голосование, согласно официальным данным, составило 41%. Это невероятно много. И вот сегодня, в основной день голосования, когда люди идут голосовать за Светлану Тихановскую, выясняется, что, в общем-то, за них уже проголосовали. И понятно, что эти выборы, в общем-то, будут точно так же подтасованы. И самое главное, что сейчас нужно делать, это защищать свои голоса и защищать свой выбор. Светлана Тихановская уже призвала своих избирателей приходить сегодня к 20.00 на избирательные участки во всей стране. А лидеры оппозиции призвали сегодня выйти на улицу, в том числе и на центральные улицы городов. А с завтрашнего дня уже начать забастовку и также к 7.00 вечера выходить на улицу. Наталья, а вот скажите, пожалуйста, а что за чертовщина там творится с бюллетенями? То есть, очень много сигналов, что людям раздают бюллетени, которые уже помечены точкой против фамилии кандидатов других, чем Тихановская. То есть, если при этом вы голосуете за Тихановскую, то бюллетень становится недействительным. То есть, это какое-то не единичное массовое явление? Ну, это достаточно массовое явление. Происходит много различных нарушений. В том числе, вот сейчас нашумело видео, которое было снято наблюдателями, когда мы увидели, что члены избирательных комиссий выносят, спускаются с третьего этажа по лестнице вместе с пакетами полными бюллетеней. То есть, они их выносили там из участка. То есть, что они с ними делают? Ну, понятно, что это будет брос других фальшивых бюллетеней. То есть, скорее всего, все видели это видео адское, где тетка по лестнице там вылазит, да? Но, то есть, скорее всего, предположение в том, что это реальные бюллетени с честными голосами, которые будут менять на фальшивые, а их вот надо куда-то утилизировать так, чтобы не в коридор выйти, а как-то вот таким через черный ход. Правильно такое предположение? Да, 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 абсолютно. Поэтому никто не надеется на честный подсчет голосов. То есть, вот эти очереди участков, которые сегодня стоят, они как раз-таки демонстрируют, как много сторонников перемен в Беларуси, потому что люди, которые сегодня шли на участки и стояли в очередях, это однозначно сторонники изменений. Это противники режима Лукашенко. И таких сегодня большинство. Потому что, напомню, опять же, досрочное голосование было сфальсифицировано. То есть, оно однозначно столько не составляло, но было преувеличено в 4-5 раз. А те люди, которые голосовали досрочно, они делали это под принуждением. Да, это совершенно очевидно. То есть, это было прям визуально очень сильно видно, насколько мало реально людей голосовало в предыдущие дни на досрочке. И какие огромные просто собрания людей сейчас в очередях к избиркомам. Именно в тот момент, когда оппозиция призвала своих сторонников приходить голосовать, вот как раз сегодня, в день выборов, во второй половине дня. Скажите, ну вот понятно, что все ждут какой-то кульминации сегодня, что объявят какие-то абсолютно фальшивые нарисованные результаты, люди возмутятся. Ну вот у меня предложение просто заглянуть чуть дальше. Наверняка же все не успокоится. То есть, понятно, что Лукашенко будет держаться там, сколько он может. Но это же не успокоится теперь. Он-то рассчитывает, что люди пошумят и разойдутся. А у нас Хабаровск уже ровно месяц бурлит. Кстати, привет хабаровчанам. И я очень рад был видеть плакаты в поддержку Хабаровска в Белоруссии. Насколько это все может затянуться и готовы ли люди на такую долгую борьбу, чтобы отставить свой выбор? Ну, Лукашенко однозначно проиграл. То есть, в общем-то, он проигрывал все выборы свои, начиная с 2001 года. В общем-то, они все фальсифицировались. Но сегодня против него восстала вся страна. Все против него. Вот 97% это реальность, это не метафора, понимаете? Поэтому, естественно, Беларусь не успокоится. Беларусь будет протестовать, и это будет долго. То есть, спокойно ему править не удастся. Поэтому я убеждена, что беларусы будут продолжать свой протест. И думаю, что будут забастовки на предприятиях, будут уличные акции. Тихого у нас не будет. Да, ну вот мы сейчас поговорим чуть попозже про различные сценарии развития событий. Но я ожидал, конечно, всяких действий по силовому возможному разгону протестов. Но вот это вот адское шоу с военной техникой, оно прямо производит такое сильное впечатление. То есть, кто-то очень-очень боится своего народа. Есть же такое ощущение, да? Ну, конечно, Лукашенко в панике, он очень боится. И, ну, в общем-то, это демонстрация военной техники. То есть, цель этого запугать людей, да? То есть, потому что сейчас это массово распространяется по медиа. Вот эти фото, видео. То есть, цель заставить людей не выходить на улицу. Но дело в том, что власти это используют постоянно. То есть, на протяжении двух десятков лет, перед какой-либо акцией оппозиции, или перед какими-то выборами, мы всегда слышим, что в Минску или к другим городам едет колонна военной техники, танки и прочее, прочее. Поэтому, ну, это попытка запугать людей, в общем-то, и демонстрация собственного страха, собственной трусости, да? Которую вот устроил сегодня Лукашенко. Скажите, а вот ваши просто на эмоциональном уровне ощущения, я очень много видел вот выступлений, обращений, интервью вот простых жителей Беларуси, которые говорят, что, знаете, да, нас всячески пытаются запугать. Он же все время это делает, много месяцев обещает какое-то жестокое подавление. Но люди говорят, мы не боимся. Вот какое все-таки преобладающее настроение сегодня? А люди устали бояться. То есть, вот это очень чувствуется. Потому что, в общем-то, Лукашенко же начал давление на оппозицию еще три месяца назад. Такое вот усиленное давление. В общем-то, перманентно всегда было. Начались, в мае еще начали арестовываться массовые лидеры оппозиции, активисты оппозиции, возбуждаться уголовные дела, споприковываться и прочее-прочее. Но, тем не менее, уличная активность не исчезла, не стала меньше. То есть, люди все равно продолжали и продолжают выходить. И поэтому я убеждена, что, чтобы Лукашенко не попытался сделать сегодня, это никак не остановит белорусский протест. Он будет продолжаться. Люди его ненавидят, и люди не хотят жить под его управлением. Наталья, спасибо вам огромное. Очень рада вас видеть. Я надеюсь, что, может быть, мы попозже еще включимся тогда. Спасибо, что были с нами. И мы продолжаем этот стрим о событиях в Беларуси, кульминации вот этой вот очень яркой и драматичной кампании по выборам президента, где народ Беларуси четко показал, что он не хочет сохранения Лукашенко у власти. Я думаю, что с доказательной базы уже нет проблем. Невозможно найти его реальных сторонников. Нигде нет собраний в поддержку Лукашенко, кроме вот этих всех там номенклатурных чувачках в пиджаках и в погонах. Но зато мы видим с противоположной стороны огромные очереди сторонников оппозиции с белыми браслетами, чтобы проголосовать. Невероятные акции протеста, которые проходили все последние недели по всей стране, а не только в Минске и крупных городах. Кстати, очень важный такой момент про все это дело, что вдруг символом, по сути, гимном этого протестного движения стала песня Виктора Цоя «Мы ждем перемен». На самом деле это ужасно символично, потому что мы приближаемся к дню, 15 августа будет ровно 30 лет с тех пор, как Виктор Цой трагически погиб. И мы видели все эти годы, у нас стала мемом фраза «Цой жив», мы видели эти надписи на стенах и так далее. И вдруг вот спустя 3 десятилетия оказалось, что Виктор Цой действительно жив, его музыка ожила как очень актуальный символ такого важнейшего на сегодня протеста против диктатуры и борьбы за свободу на всем бывшем советском пространстве. Давайте вот просто посмотрим, как песня «Мы ждем перемен» звучала на митингах в поддержку белорусской оппозиции. Виктор Цой трагически Я напомню, что вот этот флешмоб случился после того, как там под конец кампании Лукашенко настолько испугался, что он начал запрещать проведение встреч со Светланой Тихановской и устраивать вместо них, ну, как вы знаете, по российской практике какой-то идиотский концерт в поддержку варенья или белорусского военно-морского флота или что там еще. И диджеи на одном из таких мероприятий включили песню «Цой перемен», им дали за это по 10 суток. Вот этот конкретный флешмоб был в поддержку этих людей, которые вот оказались за решеткой за такой мужественный поступок. Ну и сегодня песня «Цой перемен» звучала возле белорусского посольства в Москве, где тоже выстроились огромные очереди сторонников оппозиции, чтобы проголосовать. Итак, мы продолжаем наш стрим о событиях в Беларуси, о кульминации вот этой драматической президентской кампании. Больше 42 тысяч человек нас смотрят в прямом эфире. Распространяйте ссылки на этот стрим везде, где можно. Пусть больше людей узнают правду о том, что в Беларуси на самом деле происходит. И подписывайтесь на наш канал «Навальный лайв». Мы всегда здесь говорим только правду. Ну и вот я хотел с вами поговорить все-таки понятно, что у всех основной вопрос типа «А что будет дальше?» Я хотел поговорить о сценариях развития ситуации, насколько это можно сейчас предполагать, при том, что полная неопределенность. И вот мы записали несколько видеокомментариев коллег из Беларуси, экспертов, аналитиков, политологов, которые попытались нам объяснить свое видение, что они думают на эту тему. Первый – это Артем Шрайбман, известный политолог из Минска. Вот я, собственно, спросил его, несмотря на всю неопределенность, что все-таки можно сказать о будущем, что нас дальше ждет? Это уже видно. И почти наверняка Лукашенко объявит победу с традиционным результатом, от 70 до 80, может быть, процентов. И дальше, разумеется, будут протесты, потому что к ним уже многие призывают, и в обществе высокие протестные настроения. Сегодня это видно по беспрецедентной просто мобилизации во время этой кампании. Дальше власть попытается и будет разгонять эти протесты силой. В этом году особенность в том, что протесты, скорее всего, будут децентрализованы. Они будут идти не только в Минске, и даже в самом Минске они вряд ли будут сосредоточены лишь в одной точке, потому что стоит ожидать перекрытия центра города, выключения интернета, что будет мешать протестующим координироваться и стекаться в одну точку. И поэтому люди, скорее всего, будут в разных местах кучковаться, группироваться, и, возможно, столкновение, соответственно, в разных местах. Это будет растягивать силы правопорядка. По поводу того, насколько можно будет силой подавить эти протесты, это, конечно же, зависит от размера протестов. Это невозможно предсказать заранее. Судя по всему, протесты будут массовыми, но мы не знаем, повторять ли они те цифры, которые мы видели на абсолютно мирных и безопасных акциях предвыборной кампании. До сих пор силовая машина Лукашенко не подводила. До сих пор в белорусской оппозиции, в белорусских протестующих не было традиции оставаться на площадях долго в значительных количествах. Не было традиции долго и настойчиво драться с ОМОНом, сопротивляться силовым действиям власти. Как показывает практика удавшихся революций или массовых выступлений, без этого победить силовую машину сложно. Для того, чтобы силовая машина начала давать сбой, чтобы люди внутри властной верхушки или силовой верхушки начали задумываться о том, чтобы вдруг не выполнять приказы, захоронять нейтралитет, протест в таких ситуациях должен быть настойчивым. Если он не настойчив, если он не долгий, если он не массовый на протяжении длительного времени, то тогда просто вот это решение для каждого отдельного чиновника или силовика о том, чтобы перейти на сторону протестующих или занять нейтральную позицию, это решение просто не успевает созреть. Людей просто успевают разогнать, пока люди во власти еще не успевают даже подумать об этом. Честно задает вопрос о том, будут ли силовики выполнять преступные приказы, выполнять какие-то приказы о кровавом подавлении протестов. Но, как показывает практика, вначале такие приказы и не требуются. Вначале достаточно приказать им просто вытеснять людей из площадей, действовать, не знаю, руками и дубинками, что для них в принципе норма. И поэтому выполнить этот приказ вообще проблемой для них не будет. Когда идет приказ стрелять, это означает, что обычно в таком случае эскалация уже зашла очень далеко. Эскалация уже зашла в ту точку, когда к силовикам отвечают силой. И в такой ситуации мы находимся абсолютно в новой реальности. Это действительно зависит от того, насколько брутальную силу они применили до этого, насколько она выглядит легитимной в глазах чиновников, в глазах людей. И предсказывать такие вещи очень сложно. Но обычно даже в такой ситуации силовики склонны выполнять приказы, потому что они чувствуют, что на них уже нападают в ответ, что им отвечают. В них там летят, я не знаю, камни, плитка или что-то еще. Поэтому я бы не рассчитывал на то, что белорусские силовики будут давать сбой, увидев перед собой недовольных, массы недовольных. Все-таки это машина, которая 25 лет была отточена именно для этого момента, именно для таких задач. Было бы странно, если бы они выходили разгонять акции и рассчитывали, что перед ними будет 8 человек, которых можно будет просто посадить в автозак. Они именно к этому и тренируются. По поводу того, возможно ли громкие выступления внутри белорусского руководства, я коротко об этом уже сказал. Пока мы не видим признаков раскола элит. А пока элиты показывают свою преданность. Накануне выборов министр внутренних дел и министерства обороны записали специальное обращение, в которых они всемирно поддержали президента. Сказали, что силовики на его стороне. Сам Лукашенко за несколько недель до выборов объездил ключевые военные части, которые могут быть, и милицейские части, которые могут быть призваны для разгона демонстрантов в случае, если сил ОМОНа не хватит. И ясно, что с этими людьми ведется работа. Поэтому, если на белорусский протест не выйдет какая-то абсолютно беспрецедентная, может быть, даже шестизначная числа протестующих, то я не вижу пути, которые бы привел к тому, что силовая машина начала бы трещать по швам. Для этого власть должна делать очень много ошибок. И эти ошибки, они по определению непредсказуемые. Способна ли она их сделать? Теоретически, да. Пока... Почти 43 тысячи человек смотрят нас в прямом эфире. Обязательно рассылайте всем ссылку на этот стрим. Здесь реально рассказывают правду о том, что происходит в Белоруссии. И вот мне говорят, что вроде подтверждается информация, что задержан Павел Белоус. Человек, который мы тоже хотели с ним поговорить в ближайшие часы. Он стал известен тем, что он владелец магазина «Симбол Бай». Это вот тот самый магазин, который продавал известный анти-Лукашенковский мерч. И там было много совершенно классных вещей. Например, вот эти футболки «Психоз» там с цифрой 3% в конце. И много всего очень веселого, креативного и интересного. Белорусы вообще себя проявили невероятно креативно в ходе вот этой своей борьбы за свободу последних недель и месяцев. Но вот надеемся, что с Павлом Белоусом все в порядке. И, возможно, нам удастся все-таки его вывести в эфир. Очень тревожная информация о его задержании. Мы знаем, что в Белоруссии гораздо жестче обращаются с задержанными, чем даже у нас в России. Всего ему хорошего. И, надеюсь, что как можно скорее он выйдет на свободу. Но, кстати, он говорил нам, что он уехал из Минска. Мы вот предварительно с ним связывались утром. И это значит, что за ним охотились специально. Возможно, они будут пытаться сейчас известных лидеров общественных мнений вот так вот всех перехватить и задержать, чтобы не дать им возможность. Кстати, это делали в России. Например, вот нас традиционно всех. Два года назад, когда Алексей Навальный организовывал митинг против пенсионной реформы, нас всех, в том числе меня там задержали и 48 часов в обезьяннике продержали, пока эта акция прошла, чтобы мы никуда там не выходили и никого ни к чему не ввели, да. Вот. Ну, будем комментировать вам всякие разные важные текущие новости. Но вот возвращаясь к общей большой картине вот и к тому, что сейчас сказал Артем Шрайбман, мы сейчас эту тему чуть разовьем про то, как поведут себя белорусские силовики и правящие номенклатуры. Но важный такой момент вот про разгоны протестных акций, он сказал, что скорее всего, то есть как бы прям вот командой всех вот прям давить, давать сразу не будут. То есть просто там, если будут скопления людей, будут пытаться от них зачистить площадь. А вот там дальше уже как пойдет и, конечно, такую цепочку развития событий трудно предсказывать. Поэтому Лукашенко вот этими всеми силовыми спецоперациями он невероятно рискует жизнями и здоровьем граждан своей страны. Это, конечно, выставляет его просто каким-то абсолютно кровожадным маньяком, да, то есть просто вот еще раз масштаб вот этой военной спецоперации, которую мы сегодня видим, он какой-то совершенно потрясающий, да, то есть Лукашенко реально смотрит на белорусов, на свой народ, как на врага, от которого надо защищаться вот прежде всего в том числе такими вот военными методами. Так что ждем, к сожалению, самых разных вариантов развития событий. И следующий, кого я попросил прокомментировать, вот вероятные будущие сценарии, это политолог из Минска Андрей Казакевич, который тоже вот мы с ним поговорили и про силовиков, и про разные варианты развития событий, и про возможную руку Москвы и Кремля во всех этих выборах. Вот давайте это видео посмотрим. У нас на связи Андрей Казакевич из Минска, ну и Андрей, понятно, что трудно прогнозировать, что реально будет происходить после окончания голосования, но все-таки вот если можно, давайте подумаем о том, какие сценарии могут быть, и два главных вопроса. Первое это, насколько все-таки белорусы готовы идти до конца в защите результатов своего голосования, и на какие жесткие действия будут готов Лукашенко для того, чтобы все-таки сохранить свою власть? Ну, действительно, предсказывать все полностью, что произойдет после закрытия участков, сложно, но очевидно, что будут протесты. В связи с тем, что власти к этому готовы, принимают различные превентивные меры, чтобы люди не собирались, чтобы они не выходили, чтобы было все-таки опасение среди широких масс, скажем так, населения по поводу того, что такие действия могут повлечь для них серьезные проблемы. Но очевидно, что вот такого стиля акций, как в Украине, скажем там, 2014 года или 2004 года в Беларуси не будет. То есть не будет возможности собраться, долго стоять, удерживать какую-то территорию и так далее. Все эти вещи будут подавляться. Поэтому тут, наверное, основная интрига в том, насколько долго люди, которые будут протестовать против результатов выборов, смогут удерживать какой-то децентрализованный, такой вот меняющийся, такой гибкий протест. И, наверное, очевидно, это будет там не только 9-го, это может продолжаться и 10-го и так далее. Вот что касательно изменений, которые как они будут, не будут в Беларуси, насколько люди готовы отстаивать свои результаты. Мне кажется, что просто пока не понятен механизм, через который такого рода изменения могут произойти. Да, протесты будут, протесты могут продолжаться, в общем-то, какое-то время. Но если мы говорим про мирные протесты, сами по себе, без какого-то политического решения, какого-то политического кризиса, они не смогут привести к каким-то изменениям. То есть к тому, что перестанут работать официальные органы, к тому, что, скажем, президент просто встанет и уйдет, там, да, действующий президент, я имею в виду, и так далее. То есть, ну, по крайней мере, пока таких вот механизмов не прослеживается. Поэтому, наверное, в общем-то, ну, по крайней мере, вот если смотреть по дискуссиям, которые ведутся в социальных сетях, которые мы некоторые видели в публичных выступлениях, наверное, многие готовятся к какому-то долгосрочному, да, или, скажем, по крайней мере, длительному противостоянию, не ориентируясь исключительно там на 9-е, 10-е число. Ну, то есть мы получаем ситуацию, где вот не будет каких-то решающих там одного-двух дней, а, возможно, мы просто увидим все те же протесты, которые вот уже видели, например, в течение июля месяца, но они теперь растянутся надолго и не прекратятся. Так я понимаю? Ну, можно ожидать, что такой сценарий будет реализован. Опять же, многое будет зависеть от того, что произойдет там 9-го, 10-го, ну, скажем, опять, сколько там людей выйдет, да, никто не может предсказать это, да. Одно дело, если выйдет, скажем, там до 10 тысяч людей, я условно говорю, да, а другое, если их там будет 150 тысяч, и, конечно, это задаст совершенно другой тон и всем внутриполитическим процессам. Скажите, а вот лояльность белорусской элиты и лояльность силовиков, насколько это вот что-то, на что Лукашенко может бесконечно опираться, или там возможны какие-то нюансы? Ну, в целом, это подконтрольно. То есть, как бы, лояльно, может, не то слово, но такая подконтрольная ситуация, силовые структуры будут выполнять те приказы, которые ему дают, да, ну, в целом, конечно, наверное, без каких-то брутальностей, особенно, по крайней мере, да, если до таких вещей не дойдет, там же могут быть вопросы, там, действительно, как бы, тут это все уже будет воля случая, там, да, будут они готовы стрелять, скажем, не будут готовы стрелять, тут можно бесконечно спекулировать, но решаться это будет какая-то конкретная ситуация. Опять же, будет зависеть, сколько людей будет с той стороны, как они себя будут вести, будет ли это чисто мирный протест. То есть, Лукашенко скорее, Лукашенко скорее стоит опасаться такого затяжного кризиса, то, что общество не примет вот этих результатов и будет, как бы, сопротивляться впоследствии еще долго, да, то есть, главная опасность это не конкретное событие, например, 9-10 августа для него, а именно то, что это все переходит в режим затяжного политического кризиса. Ну, выглядит все так, да, именно так, что это может быть при расти в затяжной политический кризис, потому что, ну, конечно, власти мобилизированы, они имеют достаточное количество ресурсов и силовых в том числе, наверное, чтобы там протянуть пару дней, там, да, чтобы отбить какие-то откровенные атаки, там, да, вот, но если уже играть в долгую, все стоит меняться, да, потому что это уже кризис легитимности, это то, с чем белорусские власти очень давно не сталкивались, точнее, наверное, никогда не сталкивались за всю историю правления президента. Ну, кстати, может быть, еще пару слов, вот, если можно, там, про лояльность элиты. В Беларуси, в общем-то, есть только один сильный политический институт, это бюрократия, да, все остальные группы, так скажем, там, политические партии, общественные деньги и так далее, они достаточно слабые и провластные, и оппозиционные, там, и так далее, а вот, что касается бюрократии, то она, в общем-то, вот если смотреть эту компанию, которая у нас была весь этот последние, там, несколько месяцев, она, в общем-то, была достаточно, так скажем, безразличной, то есть она не проявляла какого-то большого интереса, какой-то энтузиазма, какой-то мобилизации в ней не произошло, там, скажем, задействующего президента, вот. Ну, и, соответственно, там она не будет никаким образом выступать или продвигать изменения, тем более не будет переходить на сторону каких-то оппозиционных и альтернативных сил, но если вдруг что-то произойдет, то какое-то сопротивление она тоже оказывать не будет. Тут у меня чисто такое впечатление складывается, просто наблюдая за тем, как происходили встречи Лукашенко, скажем, с представителями этой элиты, и то, как идеологический вертикаль работал на этой кампании, даже то, как работали СМИ государственные, там, да, если брать там от низового уровня до высокого, я бы сказал, что с большой степенью такое, скажем, безразличие, да, к этому всему на элите относилось, поэтому она скорее такой будет нейтральной силой, нейтральной стороной такой вот во всем в этом состоянии. Это очень интересный момент. И касается и 9-го, и 10-го, и того, что, конечно, будет после, когда, если вдруг эта ситуация будет затягиваться. То есть получается, что там рубиться шашкой за Лукашенко бюрократия тоже не будет, хотя и ждать, что она будет агентом перемен, наверное, вряд ли приходится. Да, именно так. Именно так, что вот, ну, понятно, что агентом перемен она и быть не может, там, по разным причинам, вот, потому что всякие дисциплинированы у нас бюрократия. Андрей, ну и не могу не спросить вот про влияние руку Москвы в этих выборах. Чувствуете ли вы ее? А вообще фактор России играет ли роль во всем вот этом политическом кризисе? И что это за адская история с вагнеровцами? Если можно, вот какие-то ваши комментарии про российское влияние? Вот я думаю, ключевое это у вас слово «чувствуете», да? Тут действительно можно либо чувствовать, либо не чувствовать, потому что, ну, фактов нет. Это такая удивительная ситуация, потому что все про это говорят в последние месяцы, но все, опять же, на уровне спекуляции. Если есть рука Москвы, если есть какие-то финансовые потоки, если есть консультанты, технологии и так далее, это все оставляет следы. Ну, власть, например, до сих пор, и не только власть, да, и какие-то альтернативные силы не предусмотрели, не предусмотрели, не предусмотрели хотя бы каких-то доказательств того, что это на самом деле было. Поэтому, ну, спекулировать можно очень много, но единственное, что каких-то надежных факторов к этому нет. Но, в общем-то, конечно, было бы странно, если бы Москва в эти все процессы не вмешивалась. Я думаю, она, конечно же, вмешивалась, ее здесь игра есть, но в какой степени, в какая игра, ну, не знаю, я просто не хотел бы, наверное, тут сейчас разводить какие-то такие вот, ну, спекуляции, потому что вот это слишком, скажем так, все будет в таком, скажем, диапазоне конспирологии, потому что есть силы, которые, ну, то есть, скажем, есть версии, которые вообще объясняют всю компанию, там, например, там Тикановской, Бабарикой и так далее, исключено, естественно, как какое-то такое российское влияние, организованное, организованное и продуманное. Другие говорят, что это было просто, скажем так, ограниченное включение, направленное на ослабление Лукашенко. Что касается Вагнера, ну, это вообще, скажем, такая история, ну, уже за пределами добра и зла, если к серьезной к ней относиться, да, что там 200 боевиков, ну, тут задержано 33, а всего должно было 200, да, с дружественной страны вдруг проникли на территорию Беларуси, да, если брать официальную белорусскую версию, чтобы делать здесь дестабилизацию, то есть 200 человек, да, союзнической страны, да еще при этом утверждается, что это делал ни Кремль, ни Путин, а какие-то там олигархи, то есть вообще в России там какой-то хаос, анархия, там люди отправляют боевиков за границу, не подчиняясь центральными властям, то есть, ну, как-то выглядит все это, ну, короче, все эти версии выглядят очень, очень какими-то странными, надуманными, опять же, тут спекулировать из тройской спирологических версий можно бесконечно, но фактов, вот, к сожалению, у нас нет. Согласен с Андреем, мы действительно не будем здесь разводить конспирологию, но вот единственное, я могу, как бы, глядя из Москвы, сказать, что у нас для многих людей в руководстве страны вот эти события и такая вдруг внезапно поднявшаяся волна народного недовольства в Беларуси, это стало для многих реальной неожиданностью, вот это, мне кажется... Ну, для нас это тоже стало большой неожиданностью, мне кажется, это хорошо заметно. Неожиданность, это еще не значит, что все можно так спрогнозировать и все можно так придумать технологически, там, да, то есть неожиданность как раз была в том, что наложилось много факторов, достаточно непредсказуемых для внутриполитической ситуации в Беларуси. Прежде всего, это, конечно, ковид, это экономический кризис, новая стадия, это то, что, в общем-то, у нас была стагнация последние 10 лет, и это то, что, в общем-то, власти себя очень странно вели всю весну, и там даже, когда вот было ощущение в обществе появления какой-то вакуума властного, да, я думаю, вот без этого бы просто все эти события бы не закрутились, и, ну, до сих пор как бы полностью понять, почему, скажем, вот действия власти были настолько странными, настолько, скажем, ленивыми и неадекватными всю весну, что очень сильно так и раздражало большое количество населения, это, ну, вот пока не имеет какого-то такого логического объяснения. Большое спасибо, у нас был Андрей Казакевич в эфире из Минска, ну, и мы продолжаем освещать вот эти драматические непредсказуемые события в Беларуси. Ну, вот, продолжают всякие разные новости, веселые поступать из Минска. Прежде всего, конечно, я отдельно хотел сказать несколько слов о председателе их центрального избиркома по фамилии Ермошина, которая сегодня, ну, наверное, она даже является таким хедлайнером этого фрик-шоу, даже не сам Лукашенко, да, а вот у нас многие жаловались там сначала на Чурова, сейчас на Памфилова во главе ЦИК российского и абсолютно справедливо, да, но это чудо просто перекрывает вообще все, то есть она одного из кандидатов в президенты, которому он просто предъявлено обвинение, он сидит в СИЗО и даже он не осужден, она называет там криминальным банкиром, что якобы все вот это протестные движения инициированы и оплачены криминальным банкиром, так она говорит об одном из кандидатов в президенты, глава ЦИК, блин, которая должна быть по идее абсолютно равноудаленной, ну и естественно там начинается вот эта чушь, что эти все люди, которые выходят голосовать за оппозиционных кандидатов, что они все проплаченные там, которые стоят в очередях там и так далее, да, обещают, что она там пропускной режим ввести на избирательных участках, это вообще уже просто ну не вписывается ни в какие рамки, понимаете? То есть это право, неотъемлемое право любого народа прийти и проголосовать за то, какую власть народ хотел бы видеть во главе страны. Во всех вот конституциях, в том числе белорусской написано, что власть принадлежит народу. Какой к чертовой матери пропускной режим? То есть, конечно, надо сказать, что бывший председатель совхоза Лукашенко прям под стать подобрал себе главу избирательной комиссии, она прям очень четко этому всему колхозному регламенту прям соответствует, ну и несет сегодня абсолютную чушь, которая добивает там последствия, я не знаю, если что-то осталось от репутации белорусских выборов, где хоть кто-то мог верить там в какой-то подсчет голосов и так далее, да, то прям Ермошина она вот, значит, такой вот молотилкой добивает все эти там какие-то микроскопические остатки репутации, конечно, после таких заявлений, из которых четко следует, что глава белорусского центра избиркома не является непредвзятым. Наоборот, он руководит спецоперацией по фальсификации выборов в интересах действующего диктатора и откровенно враждебно настроен ко всем, кто готов свободно выразить свою волю и проголосовать за оппозиционных кандидатов, к самим этим кандидатам. То есть, я не знаю, если можно вот быть эталоном просто ангажированности и предвзятости во главе избирательной комиссии, то Ермошина, конечно, наверное, она претендует на мировой рекорд в этом плане. И вот что мы из свежих новостей здесь видим, ну, возвращаемся к переменам ЦОЯ, да, и потрясающее исполнение у посольства Беларуси в Москве на скрипке, вот давайте посмотрим. Прямо идти? Прямо идти? Прямо идти? По-давать? Во, давай-давай-давай! Все, впереди идущие! Хлопайся сами! Субтитры делал DimaTorzok Самому очень интересно, давайте включим коллег, посмотрим, что там происходит. Субтитры делал DimaTorzok Ну, давайте, ребята, возвращаться в студию. Мы тогда, как только будет что-то интересное, мы тогда подключимся. Но, действительно, очереди, конечно, совершенно потрясающие на избирательном участке. И давайте продолжим наш разговор про сценарий развития ситуации. Вот мы тут поговорили с белорусскими политологами на эту тему и хотим дать еще одного гостя. Это Екатерина Шматина, которой тоже мы задали этот вопрос о том, что дальше будет. Вот ее мнение. И потом, возможно, мы вернемся к нашему другу и партнеру Франку Вечерке и спросим, какая там обстановка. Я полагаю, что наиболее значимые события за эту президентскую кампанию мы будем наблюдать после оглашения результатов выборов, на которых с большой долей вероятности очередную, так сказать, элегантную победу одержит Александр Лукашенко. И это, в свою очередь, спровоцирует протесты, выход людей на улицы. И здесь уже возникает большой вопрос, насколько жестко могут и будут власти подавлять такую протестную активность, потому что потенциал недовольства накопился довольно большой. И мы могли наблюдать массовые собрания людей на ралли в пользу альтернативных кандидатов. И, опять же, можно было уже наблюдать, насколько жестко власти реагируют на работу активистов во время предвыборной кампании и задерживают у политтехнологов. И есть ряд других превентивных задержаний, в том числе в пятничном ралли солидарности велосипедистов довольно жестко и, можно сказать, беспрецедентно жестко задерживали, собственно, участников велозабега. И были такие тревожащие кадры о том, как человека избили настолько, что его из автозака вынесли прямо в машину скорой помощи. Вопрос в том, до какой степени эскалации режим Лукашенко готов дойти с собственным населением в том, чтобы удержаться у власти хотя бы еще на один срок. И, учитывая, что ставки высоки и у действующего главы государства, собственно говоря, остается мало других опций для обеспечения своего дальнейшего будущего, кроме как остаться еще на один, как минимум, президентский срок для того, чтобы в дальнейшем, возможно, подготовить своего рода элегантный выход с политической арене, найти преемника, либо подготовить какие-то себе гарантии для неприкосновенности. Пока этого сделано не было, то, конечно, Лукашенко и его соратники будут стараться обеспечить свое присутствие во власти как можно дольше. И в том, что касается, возможно ли, что силовики и милиция перейдет на сторону народа, я бы сказала, что это красивые идеалистичные картинки. И да, мы наблюдали в телеграм-каналах, в соцсетях красивые фотографии, где, не показывая своего лица, сотрудники силовых структур говорили о том, что они не поддерживают действующую власть. Но у меня вызывает сомнение, насколько такое явление масштабно. Или, может быть, это было буквально несколько несогласных людей, которых можно было красиво использовать альтернативными штабами кандидатов для создания такой красивой, опять же, идеалистичной картинки. И в том, что касается таких более долгосрочных прогнозов, я бы, опять же, рассматривала такой сценарий, что... И это он следует из заявлений самого главы государства действующего о том, что Александр Лукашенко уже рассматривает идею того, чтобы уйти со своей позиции. Однако, еще не в этот раз как бы остаться еще как минимум на один срок и подготовить такие удобные на своих условиях способы уйти с позиции президента и найти для себя гарантии дальнейшей безопасности. И в том же время внести правки в Конституцию о том, чтобы опять ограничить те полномочия и те сроки, на которые может избираться президент. Да, ну вот видите, на самом деле, все-таки мы приходим к тому, что в реальности это все не заканчивается сегодняшним днем. И, возможно, сегодня все и начинается. И настроение белорусского общества уже не перебить. И если Лукашенко, ну, скорее всего, он, конечно, будет рисовать себе какую-то триумфальную победу, в которую никто не поверит, то это все перейдет в такой характер затяжного противостояния. Ну, вот нам шлют, да, нам шлют картинки и видео, как адски выгоняют наблюдателей с участков, задерживают их. Вот в Вильнюсе, например, вы видите, да, это посольство Беларуси в Вильнюсе. Люди пытаются проконтролировать то, как голосуют их сограждане, да. Имеют на это абсолютно полное законное право, но негоже холопом наблюдать, как вся эта белорусовская циковская вертикаль во главе с Ермошиной рисует Лукашенко нужный результат вопреки воле народа. Там вот какое-то видео с задержанием наблюдателя, как будет готово, скажите, да. Я вот, знаете, кстати, что хотел вот сказать. Мы говорили уже в нашем стриме о очень жестком задержании наших журналистов телеканала «Дождь» в Минске Владимира Роменского и коллег, да. И, на самом деле, вот обратите внимание, как у нас наши все эти МИДовцы начинают адски визжать, когда какая-нибудь газета там на Западе что-то не то написала про пакт Молотова-Риббентропа. Тут же вылезает Маша Захарова, значит, начинает там что-то кудахтать на эту тему, да. Обратите, насколько запоздалая реакция сейчас на очень брутальные, абсолютно противозаконные действия в отношении российских журналистов. И, кстати, вот помимо Захарова я хотел еще такую интересную вещь сказать. Если вы не в курсе про нашего российского посла в Беларуси, знаете, кто это? Ну, вроде как посол и посол. Это вот там тот самый Дима Мезенцев, который в начале 90-х в питерской мэрии был пресс-секретарем у папы Ксении Собчак. А в последнее время он прославился у нас в России вот какой истории. Он работал назначенным оккупационным губернатором Иркутской области. Некоторое время работал крайне неудачно, все там завалил, все над ним издевались. И его выгнали после того, как была такая потрясающая история, которая всю страну всколыхнула, как он задержал рейсовый самолет аэрофлота и заставил там часами пассажиров ждать, потому что он опаздывал с какого-то совещания, ну, ему надо было улететь в Москву. Ну, скандал был большой. Его уволили. И после этого что с ним сделали? Отправили послом в Беларусь. Две морали отсюда. Дорогие белорусы, вот как к вам относится Путин и какой человеческий материал он присылает к вам для того, чтобы представлять у вас нашу страну. Ну, и где вот этот человек сейчас, когда граждан России хватают и избивают, вот так жестко задерживают на улицах Минска? Где он? Я хочу его услышать. Это его работа реагировать на такие вещи. Но нет верной путеницы Собчаковец Дима Мезенцев молчит, в рот воды набрал. Это, конечно, возмутительное дело. В прекрасной России будущее, конечно же, наши дипломаты будут везде защищать интересы наших граждан. А не своей вот этой вот корпоративной мафии и дружков из всяких разных диктатур, которые вот сегодня жестко задержали наших коллег-журналистов Дождя. Вот, друзья, если есть у нас вот видео, вы обещали видео с задержанием наблюдателя, давайте его покажем. Это задержание наблюдателя в одной из гимназий в Минске. И вот, читая в своей ленте, на 42-м участке Первомайского района Минска закончились бюллетени. Тысячи людей остались без бюллетеней. Что называется, когда с фальсификациями на досрочке чуточку перестарались. Кристина Бай пишет в Твиттере. Вот, я думаю, что все только начинается. Мы еще много такого всякого трэша сегодня увидим. И вот мне говорят, что у нас Франок и Чорка на связи. И давайте подключим его и спросим, собственно, какая ситуация на данный момент и что происходит. Франок, слышите нас? Да, слышу. Ситуация на самом деле меняется каждые пять минут. Вот последние официальные данные были то ли 45, то ли 55 независимых наблюдателей, задержанных из участков. Практически каждый, кто спросил комиссию или сделал любое замечание, их сразу выдворяли. На большинстве участков в Минске, особенно в проблемных районах, у нас есть такой район, там Новая Боровая, где живут оппозиционеры, такой новый хипстерский район, где селятся люди, которые покупают новые квартиры. И там по четыре ОМОНовца на участке вообще присутствуют. Это получается такое голосование под дулами автоматов. Потом какие-то произвольные сдержания на улице. Непонятно, кого задерживают. То ли журналистов, то ли активистов, то ли просто людей, которые там знак победы показали или просто кулак подняли вверх. Кроме дождя, не только дождевцы потерпели. Другие журналисты сегодня ночью писали, что был рейд по гостиницам, проверяли документы в государственных гостиницах в Минске. И журналисты спрашивали, у кого есть аккредитация, у кого нет аккредитации. А понятно, что больше за 150 журналистов иностранных не получали аккредитацию. Многие подали за три недели на аккредитацию, как журналисты настоящего времени. И им так и не ответили. Они поехали без аккредитации работать, как и требует профессия журналиста. Их сейчас депортировали с запретом въезда на 10 лет. И сейчас продолжается также давление на... Во-первых, интернет заблокирован, поэтому мы не знаем всех возможностей. Вот эти приходят ролики, знаете, особенно на канале Беларусь головного мозга, можно следить за инсайтами. Приходят короткие ролики задержаний, и потом задача журналистов, нас, проверить, насколько это правда, произошло это теперь или не теперь, и кто на фотографии. И вот эта самая тяжелая работа во время таких событий, как сегодня, это проверять факты. Да, конечно, действительно, это очень важно, потому что сейчас может быть много таких каких-то левых видео, которые потом будут использоваться, чтобы обвинять, что вот вы даете непроверенную информацию. Это очень важно факты проверять. Франок, ну, отдайте такой вот философский, если можно, вопрос. Ну, вот видно, с одной стороны, вот это военная спецоперация. С другой стороны, просто тотальная фальсификация выборов и полное воспрепятствование какому-то хоть малейшему независимому наблюдению. Скажите, ну, вот на что Лукашенко рассчитывает, что реально хоть кто-то в Беларуси вообще поверит в результаты этих выборов? Потому что, ну, на наших глазах прям творится все, чтобы их окончательно дискредитировать, если кто-то хоть чему-то еще и доверял. Я не знаю, насколько вот эта вся компания, сейчас вот около 120 единиц военной техники около бывшей резиденции президента в центре Минска, около Октябрьской площади. Я не понимаю, зачем это. Я знаю, я понимаю, вот мы с вами говорили в прошлый выход, да, что это такое бряцание оружием, чтобы другим не было паводно. Но я не уверен, насколько в плане вот стратегическом, долгосрочном, это продуманная операция. А на самом деле они понимают, что, ну, не выйдет такое количество людей, чтобы сбросить Лукашенко за день. Они понимают, что, скорее всего, этот протест будет долгий, и надо держать и экономить силы на месяца, на недели, на месяца минимум вот такого постоянного противостояния. Поэтому, скорее всего, это такое эмоциональное решение. Лукашенко собрал силовиков, скорее всего, там были все, кроме Макея, всех, кому он не очень там, может, и доверяет. И он говорит, мобилизируем всех, все, что у вас есть, момент X наступил, выводим всю технику, работающие, не работающие БТРы, эти китайские джипы, и превращаем, и останавливаем любые провокации, которые могут случиться. Нету, нету логики Лукашенко, искать ее не приходится. Самое интересное для меня, это как Лукашенко будет жить потом, после вот этого 9 августа. Потому что для людей, вот то, что они сейчас видят на улице, вот этих военных регулярной армии, сил спецопераций, задача которых это вот в горячие точки отправлять их в Сирию, помогать брату Асаду. Они сейчас просто стоят на въезде в Минск, и люди, конечно, возмущены. Да, это очень серьезно бьет по имиджу власти, даже вот для тех, кто нейтрально как бы относится к ситуации и не политизирован. Я это просто знаю, ну у нас вот армии как бы в последнее время так особо не было, но когда вот они выводят всю эту грозную технику против протестующих, перекрывают там центральные улицы, это выглядит очень угрожающе. И многие обычные люди говорят, а что такое, у нас какая-то война что ли идет? Ну вот война за сохранение своей мафиозной власти против собственного народа. Скажите, а вот нам тут вот пришла информация, что известные активисты, владелец символ БАИ Павел Белоус задержан, пока у нас нет информации о том, что происходит. А у вас есть какая-то информация о том, что других известных активистов начали задерживать? И это такая известная превентивная мера у диктаторов. Вот происходит ли это сейчас? У Лукашенко есть, всегда был такой список. Ну не у него, а у его спецслужбов, конечно. Это такие там от тысячи до трех тысяч человек, которые могут быть зачинщиками протестов. И перед каждыми компаниями, независимо от того, кто берет в них участие, превентивно арестовывали сначала лидеров партии, потом уличных лидеров, потом тех, кто носит мегафоны, потом тех, кто генерирует идеи, блогеры, инфлюенсеры. И вот как было перед хоккейным чемпионатом, вообще оппозиция ничего не планировала, но они по старой памяти арестовали всех, там до тысячи человек, чтобы они не смогли даже ничего и подумать. Паша Белоус – это мой их отличный друг, но он просто генератор идей. Я думаю, что такие люди, как Паша Белоус, они самые опасные для системы, потому что они не призывают к уличным протестам, они не хотят свергать власть, но они так очень добрые, так очень позитивно, мягко и креативно эту систему переводят на свою сторону. Паша Белоус был одним из тех, кто запустил компанию по промоушену белорусской символики, белорусского языка, белорусской идентичности, когда все белорусы носили вышиванки, видите, вот я тоже сегодня надел, вот это белорусский орнамент. И вот Паша Белоус был одним из инициаторов этой компании, и он дошел до того, что даже Лукашенко надел майку с орнаментом, вышимайку, вот благодаря Паше. И Паша просто ехал в свою деревню голосовать, его повязали, сказали, Павел, вы пьян, и сейчас его повезли на проверку, наверное, на алкоголь, и никакой информации с тех пор о нем не поступало. Вот что там произошло, ну будем рассчитывать, что с ним все хорошо, и будем пытаться с ним связаться. Скажите, а вот Вероника Цыпкало сейчас выступала, она давала интервью и комментарии после того, как проголосовала в посольстве в Москве, и она еще раз подчеркнула, что оппозиция не призывает пока никаким протестным акциям. Вот как в целом, то есть, ну все ждут, что люди будут массово уходить на улицы, протестовать против сфальсифицированных выборов. Какую позицию занимает объединенный штаб, и если люди будут выходить, они сами или по призыву, вот как в этом плане диспозиция? Все акции, которые происходили последние дни, и вот намечен на сегодня, это инициатива людей снизу. Честно говоря, я даже не знаю, кто первый это запускал, кто первый это публиковал. Это все каким-то таким консолидированным, таким натуральным образом появляется в интернете, обсуждение, чаты, какое-то голосование в телеграме, и решают собраться там или собраться там. И поэтому штаб 100% к этому отношения никакого не имеет, но я уверен, что если там будет много людей и не будет разгона, что тоже вероятно. То, конечно, и Мария Колесникова, и Светлана Тихановская, если их не посадят, то они туда придут. Официально они не могут призывать. Как только они призывают, их не только с выборов снимают, их сразу садят превентивно и обвиняют в организации государственного переворота, как это было во время выборов 2010 года. Знаете, белорусский протест может быть успешным только без лидера. Это протест, который есть группа людей, которые объединены какой-то главной идеей. Идея – это свободная демократическая Беларусь. И вот эти ценности, и они являются главным клеем для вот этой толпы. И вот эта самоорганизация во время массовых протестов, которая была во время молчаливых акций в 2011 году, во время акций Тунеядцев в 2016 году, она и создала вот эти перемены. После Тунеядских акций Лукашенко пошел назад, отступил и отменил свой закон. То же самое и теперь будет. Если это будет сила неконтролируемая, если она будет низовая, если она будет креативная и без лидеров, то никакие там солдаты с автоматом Калашникова-74, они не помогут. Кстати говоря, это очень-очень важная аналогия с этими протестами по Тунеядству. Я напомню нашим зрителям, в чем дело, несколько лет назад Лукашенко ввел налог на Тунеядство, что всколыхнуло всю страну, потому что огромное количество честных, добропорядочных и даже неполитизированных белорусов были высмущены. Очень важно, что тогда эти протесты все-таки позволили добиться успеха, он сдал назад. Он пошел навстречу требованиям протестующих. Скажите, а что с интернетом сейчас? Все больше приходит информация, что как бы все вот даун, прям даун. Вот какая обстановка в этом плане? Австрийский оператор A1, Австрия Телеком, они признали, что сайты недоступные, сервисы не работают, но они сказали по независимых от нас причинах. То есть они сказали, что главный провайдер страны, а это монополист Белтелеком, он просто обрубил шлюзы. И теперь большинство сайтов, которые обычно доступны, и сервисов, такие как Facebook, YouTube, Google, они просто недоступны. У некоторых людей они там медленно открываются через кабель, через мобильные телефоны, вообще ничего недоступно. Если вы посмотрите вот стрим, там, Радио Свобода теперь на канале на YouTube, там почти все просмотры не из Беларуси. Сейчас из Беларуси выйти на YouTube невозможно. Единственное, что работает, это мессенджер-сигнал, немножко работает сайфон, его тоже создают псифон, и тоже немножечко работает Facebook мессенджер и Telegram через прокси-сервера. Но к восьми вечера они могут врубить рубильник по полной, и не будет доступно ничего. Поэтому такой прямой информации, например, от журналистов в поле мы, может, и не услышим. Журналисты готовятся к освещению, конечно, протеста вечером. Я вижу фотки, все примеряют бронежилеты, каски, спутниковые телефоны заряжают. Кто к чему учился, кто к чему готовился. И это, конечно, решающее не только для активистов и белорусской демократии, но в том числе для белорусской медиа-сообщества. Сможет ли белорусская журналистика работать в таких сложных, военных, практически военных условиях? Но я, кстати, хочу сказать, что это не только для белорусской журналистики имеет значение. Это, ребятушки мои, имеет значение для нас здесь, в России. Потому что у наших диктаторов есть такая нехорошая привычка учиться у Лукашенко и перенимать вот все его технологии подавления оппозиции, подавления протестов. Поэтому такие паскудные штуки с интернетом, нам надо их ждать здесь у себя. И вот примерно смотреть, как это может здесь происходить. Но я, честно говоря, хочу сказать, у меня такой оптимистичный взгляд на вещи. Потому что, когда 29 лет назад коммунистический путь привел тоже армию и танки в Москву, у нас вообще не было никакого интернета. У нас были только вот эти вот такие дисковые телефоны, да. Кстати, они не додумались их отрубить. Но люди знали, куда идти, люди знали, что делать. Я надеюсь, что вот и... Ну, белорусов сейчас... Чего их учить? Они вот еще раз, они покажут всем пример вот этой общенациональной волны борьбы за свободу. Пример всем на постсоветском пространстве. Спасибо Франку Вечерке. Мы еще включимся с вами попозже. Сейчас пока отключаемся и продолжаем наш стрим. Здесь мне шлют традиционно всякий трэш. Вот опять задержание наблюдателей. Это сейчас как бы одна из главных тем. Наблюдатели пытаются все-таки хоть как-то призвать взорвавшиеся избиркомы к порядку и потребовать от них честной работы, работы по закону. Тут же там ты что-то не то сказал. Тебя сразу удаляют, жестко задерживают. Вот говорят, какие-то видео есть на эту тему. Коллеги обещают показать. Покажите, интересно посмотреть. Да, ну вот вы видели задержание не только наблюдателей. Я так понимаю, что даже часто рандомно, просто в случайном порядке людей винтят на улицах Минска. И это тоже часть такой показательной психологической операции запугивания людей, чтобы все боялись выходить протестовать. Вот не просто мы какую-то мощную военную технику покажем, но вот будем выхватывать кого-то из толпы и вот так показательно жестко задерживать, чтобы люди боялись. Но мы видим, на самом деле, что белорусы не боятся. И что у нас, вы говорили, следующее видео какое-то, это когда наблюдателей не пускают на участок. Давайте тоже посмотрим. Это тоже очень массовое явление по всей Беларуси сегодня. Позор, они специально все задерживают, там свободно. Да, но это вот избиратели пришли изложить свою волю, проголосовать в соответствии с законом, а их просто не пускают на участок. Это было не про наблюдателей видео, а про избирателей, которые стояли вот в этой очереди для того, чтобы проголосовать. И им отказывают в возможности зайти и реализовать свою волю. Это, конечно, возмутительно. Я не знаю, как вообще у Лукашенко или Ермошиной поднимется рот после всего этого вообще говорить о каком-то подсчете голосов. Вот. И, ну, собственно, еще раз суммируем то, что сейчас происходит. Последние буквально пару часов голосования осталось. И мы видим, что все больше новостей о каких-то жестких задержаниях, все больше военной техники в Минске. Лукашенко готовится к такой полномасштабной войсковой операции по защите своей диктатуры от воли народа, который, очевидно, голосует против него. Кстати, вот далеко не первое фото я вижу и тут прозрачные урны для голосования, где видно, что подавляющее число бюллетеней сложено вот такой гармошкой, да. Это специальный знак, который вот попросила оппозиция, те, кто голосует за Тихановскую, чтобы они так делали, чтобы было визуально видно. Ну, вы видите, да. Вы видите, что Тихановская, ну, очевидно, скорее всего, она просто получает более 50% голосов и выигрывает в первом туре. И, кстати говоря, она же четко сказала, что ее главная задача, если она побеждает, это провести новые честные выборы. Она приходит не для того, чтобы вместо Лукашенко руководить страной, а она приходит как гарант того, что будущие нормальные честные выборы президента Белоруссии тут же в ближайшем будущем состоятся, если она будет избрана. Ну, и вот мне говорят, что у нас есть какие-то еще видео с жесткочем в виде техники на улицах Минска. Давайте покажем, если есть. Это водомет. Вот обратите внимание, это не какая-то охранная техника, которая, как говорит Лукашенко, призвана охранять государственные институты от покушения каких-то там зловредных заговорщиков, которые что-то там мутят на деньги Запада. Это наступательная техника. Это техника для того, чтобы давить и разгонять собственный народ. Ни о какой обороне здесь речи не идет. Лукашенко запугивает, Лукашенко угрожает собственному народу. Лукашенко отказывается признавать честные результаты выборов белорусского народа, которые очевидно показывают, что он хочет, чтобы этот диктатор как можно быстрее ушел. Ну, я вот еще хотел о чем сказать, что эта компания, она у нас запомнилась. Вот я говорил о том, что она сильно отличалась от предыдущих тем, что не только столица, но и вся страна выходила таким огромным количеством людей протестовать против дальнейшего продления власти Лукашенко. Еще одно важное свойство, это другая сторона этой же медали, что очень многие известные люди начали открыто и очень жестко выступать против лукашенковского режима. Ну, конечно, такой, на мой взгляд, самым ярким примером были выступления известного минского ресторатора Вадима Прокопьева, который несколько видеороликов записал и разместил у себя на Ютубе. Самая известная из них, это вот эта вот история, которая называется «Лукашенко зассал». Там больше миллиона или даже не знаю, какое-то огромное количество просмотров. Давайте посмотрим фрагмент этого видеообращения Вадима Прокопьева. Раньше ты дорисовывал туркменские цифры, мошенничал, но все же был в большинстве. Это придавало тебе сил. Но сейчас ты знаешь расклад. Ты знаешь свой крохотный рейтинг, поэтому и сосал. Засуетился, заистерил. Твое окружение это чувствует. Оно чувствует, что король голый. Боишься предательства. Умница. Они тебе служат за страх, а не за совесть. Они видят реальность в окошко своих мерседесов. А в реальности ты проиграл. Ты проиграл по-любому. Даже если набьешь тюрьмы битком. Даже если введешь комендантский час. Даже если коллега с Лубянки пришлет помощь. Ты проиграл даже у подневольных бюджетников. Проиграл у офицеров. Проиграл у пенсионеров. Твое окружение подсовывает фальшивую аналитику. Уверяет в успехе. А сами по курилкам такое говорят. Хуже оппозиционеров. А в кабинете тебе вылизывают. Майнфюрер. Все пучком. Конкурентов у вас нет. С вашей харизмой бояться нечего. Вадим Прокопьев. Белорусский ресторатор. Который был вынужден уехать из страны. После всех этих обращений. Понятно, что Лукашенко. Мстительный и злобный. Лукашенко, конечно, не потерпел бы вот такого. И, скорее всего, действительно, эти угрозы были реальны. Мой фаворит. Честно говоря. Кроме Светланы Тихановской. Которая, безусловно, просто главное открытие. Потрясающая находка этой компании. Но Вадим Прокопьев сказал две важные вещи. Во-первых, он, на мой взгляд, лучше сформулировал, собственно, вот эту анатомию страха. Все, что мы видим от Лукашенко, он пытается грозно топорщить усы. И изображать из себя ряженого фельдмаршала. И угрожать всем какими-то жестокими действиями и последствиями. Но все прекрасно понимают, что он ужасно боится. Что он, во-первых, столько натворил за все эти годы. Его диктатура реально одна из самых жестоких диктатур. Там полный шлейф, на самом деле, как говорится, сядут все. Там и политические убийства, и посадки оппозиционеров, и, поверьте мне, коррупции, куча наворованного и так далее. Конечно, он боится вот этого всего. Он боится народного суда над собой за то, что он натворил за вот эти более четверти века. И второе, что важно сформулировал Вадим Прокопьев, это как вот эти все халуи ведут себя, которые вокруг него там хороводами ходят. Как мы обсуждали вот еще раз с белорусскими политологами здесь в нашем стриме некоторое время назад. На самом деле там нет такого, что вот эта вся так называемая белорусская элита, она как-то готова там особо рвать тельняшку с Лукашенко. Ничего подобного нет. Они, конечно, внешне изображают там лояльность, но на самом деле вот они ведут себя так в основном достаточно нейтрально, прекрасно понимая, что маятник может качнуться и в другую сторону. Вот единственное, о ком я говорил, кто реально вот там рвет рубаху на груди, это вот председатель Центросбиркома Ермошина, который сегодня просто понесло, ну я так понимаю, у нее просто такой психологический прорыв, потому что она не в состоянии вот эмоционально справиться с вот этим давлением, которое она испытывает из-за задания Лукашенко просто полностью нарисовать результат, противоречащий реальным итогам голосования. Вот она начинает нести всякую такую ерунду про криминальных банкиров, про то, что всем заплатили и так далее. Вот, но мы надеемся увидеть скоро у нас на связи Владима Прокопьева, я хотел бы вот поговорить с ним об этом. Ну а пока вот текущие некие новости, вот что мне говорят, мне говорят, что не просто задержали журналистов телекомпании «Дождь», довольно жестко задержали, мы вам это показывали, да, но еще и в квартире, где они проживали в Минске, начался обыск. Это, конечно, абсолютно возмутительная история с воспрепятствованием законной деятельности журналистов. Где, блин, наш МИД? Где Маша Захарова? Где посол в Беларуси Мезенцев и вся эта чертовая комарилья? Почему вы не защищаете российских журналистов? Как мы видим, это системное явление. Уже далеко не первый раз за последние дни, когда белорусские власти абсолютно беззаконно препятствуют работе российских журналистов, никакой реакции со стороны хваленой путинской дипломатии нет. То, что Путину плевать на своих граждан, плевать на своих журналистов, и для него важнее обнимашки с Лукашенко, который, в общем, ему друг, товарищи, брат по диктатуре. Вот дайте посмотрим видео обыска в квартире журналистов «Дождя», дайте, пожалуйста, на экран. Говорят, что чуть позже, да, но на самом деле, вот возвращаясь к Кремлю, кстати говоря, важный момент, мы говорили с рядом коллег и белорусских комментаторов на эту тему, важный момент о том, где здесь и есть ли рука Москвы. Вот я просто хотел несколько вещей от себя в этой связи сказать. Первое, это то, что, конечно же, Кремль, ну, Путин очень сильно устал от Лукашенко, он хотел бы его заменить. Но здесь важно понимать вот что. Я абсолютно не сомневаюсь, что гораздо более серьезный враг для Путина – это вот этот механизм смены власти через свободное, честное волеизъявление народа и через какую-то народную революцию, когда люди выходят на улицы поддержать и защитить свой выбор. Вот это для Путина просто страшнейший яд. Вот такой ценой, я думаю, что он не хочет менять Лукашенко. И здесь, как бы вот ему не было это тяжело при всей той плохой крови, которая между ними скопилась за последние годы, и то, как строптиво Лукашенко себя вел, брал огромную помощь у Путина, но при этом отказывался идти по пути поглощения Белоруссии и Россией. И, в общем, Путина, по сути дела, все время водил за нос. Я думаю, что Путин ужасно зол на него. Но он, скорее всего, не хотел бы менять Лукашенко вот такой ценой. Ценой свободного выбора белорусского народа и народной революции. Поэтому, думаю, что стиснув зубы, Путин будет помогать Лукашенко удержаться вот на волне этого народного цунами, который, в общем, требует для страны перемен. В этом смысле вот дорогие белорусы. Но я, к счастью, вижу, что нет этого сантимента никак. Но вдруг, если кто-то думает, что вот Путин поссорился с Лукашенко и в результате этого он может быть вам союзником в вашей борьбе за свободу. Нет. Путин никому никогда не союзник ни в чьей борьбе за свободу. Путин всегда против свободы. Свобода – это главный экзистенциальный враг для него. Вся его власть построена на ровно таких же принципах захвата страны мафией и тотального контроля над обществом, как и у вас в Беларуси. В этом смысле они близнецы-братья, несмотря на все их там чертовые подковерные интриги. Поэтому Путин, конечно, будет Лукашенко помогать и защищать его в такой трудный момент. И, кстати, вот они там что-то созванивались, и сегодня Лукашенко там что-то так распустив перышки от радости говорит, нет, вот вы думали, что типа мы перешли с братских просто на партнерские отношения, нет, у нас по-прежнему все братское, конечно, братское, это вот самое настоящее братство диктаторов, которые коллективно защищают себя от воли своих народов. Ну вот, собственно, мы продолжаем наш стрим о том, что сегодня происходит в Беларуси. Там много всяких текущих новостей, мы чуть попозже их прокомментируем. Но, вот про Дождь говорят, обыск продлился недолго, сообщает адвокат журналистов телеканала «Дождь». По словам арендодателя, люди в штатском ничего не изъяли, просто осмотрели все и ушли. Ну, давайте, знаете, что мы сделаем? Я хотел для вас какой-то найти видеосюжет, который лучше всего давал бы саммари того, что сейчас происходит на этой финальной стадии белорусской кампании по выборам президента, диспозиции, кто против кого и как вообще это выглядит. И лучше всего фрагмент, который я для этого нашел, это кусок из стрима, четвергового стрима, который вышел на нашем канале, стрима Алексея Навального, с которым он выходит в эфир каждый четверг в 8 часов по Москве. Вот он прокомментировал, на мой взгляд, наиболее емко и вообще объемно вот всю диспозицию, которая сейчас сложилась в Беларуси перед вот этим днем голосования. Давайте покажем вот это видео Алексея Навального и потом я продолжу комментировать, что дальше происходит в Беларуси. Но главная штука заключается в том, что никто уже не верит, что Лукашенко может победить, тем более может победить с результатом своими любимыми 85%. И в Беларуси сейчас находится, ну, я не знаю, на финишной прямой, это на финишной прямой с точки зрения выборов, но на большом распутье с точки зрения того, что дальше произойдет. Потому что власть в лице президента и в лице министров и так далее, она продемонстрировала, ну, во-первых, безумие, и, во-вторых, безумие в плане декларирования именно метода, что мы вас типа всех разгоним к чертовой матери, даже по стилистике, это выглядит, конечно, по аду, ну, вот это вот, понимаете, когда еще Путин рассказывает вот эти свои байки про то, что вот типа мы самая стабильная страна, вокруг бедность, и мы островок стабильности, а также нас уважают в мире. Ну, это полное вранье, но хотя бы можно рассказывать внутри этого вранья вот эту всю фигню, что нас стали уважать в мире. Раньше нас не уважали, а сейчас благодаря Путину стали уважать. Но там Лукашенко рассказывает примерно то же самое. Одна минута двадцать восемь секунд из его такой эмоциональной полуторачасовой речи, выполненной в полной стилистике Советского Союза. На постсоветском пространстве десятилетиями не можем разрешить массу застаревших конфликтов. Приднестровье, Кавказский клубок противоречий, армяно-азербайджанский конфликт. Более того, получили еще и Украину. И вот на этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь. Единственное, спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня на разрыв. Теперь несколько слов про реформы и пирамены. Призыв альтернативщиков осуществить перемены через возврат к лихим девяностым и вернуть Конституцию девяносто четвертого года – это подарок криминалу. Путь разрушить до основания, а затем – не наш путь. Лимиты революции и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке – выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают, если белорусы рухнут, следующими будут они. Все стрелы ядовитые, ковидные направлены сегодня против Лукашенко. Дословно, они дословно повторяют все. Вот все эти бывшие какие-то КПССовские деятели, которые после развала СССР захватили власть и объявили себя президентами, где бы они ни находились – в России, в Белоруссии, где-то в Туркменистане, в Азербайджане, в Узбекистане, в Казахстане – одно и то же. У нас, значит, самая стабильная страна у Лукашенко. Единственный, значит, островок в Евразии. Ну, конечно же, ведь в Швейцарии, во Франции, в Португалии, в Германии. Там просто весь народ завидует, мечтает, блин, оказаться в стабильной Белоруссии, на всю Евразию, понимаете? Люди в Южной Корее, которые получают зарплату в 10 раз больше, чем в Белоруссии, они, конечно, отказались бы от нее ради счастья, чтобы их возглавил Александр Григорьевич Лукашенко. Но он на полном серьезе это говорит. А то же самое, вот эта вся херня про то, что мы исчерпали лимит революции. Дословно. Они дословно это говорят. А те, кто хочет перемен, они хотят вернуть нас в проклятые 90-е. Дословно. Вся эта банда жуликов из КПСС, такой авторитарный «Интернационал» дословно повторяет одно и то же. И вот эти вот вся их клика, я не знаю, как назвать вот эти вот физиономии, которые сидят там в какой-то колонный зал Дома Союзов. Естественно, вот они сидят, потому что они около кормушки. Они понимают, что возможность воровать для них связана только с их авторитарным лидером. Где бы это ни было, в Белоруссии, в России, в Казахстане, где угодно, одно и то же. Вот с этим лидером связана возможность воровать, поэтому они поддерживают, и поэтому они две с половиной минуты устроили стоячую овацию. И я смотрел на это, думаю, ого, прямо как из моего детства. Две с половиной минуты не покажу, но 30 секунд. Давайте посмотрим, как они хлопают. Она любимая, а любимую не отдают. И вот они с этими каменными рожами реально две с половиной минуты стояли, и вот так вот стучали в ладони. И обратите внимание, лица-то, ну потому что реально все в шоке. Во-первых, все очень хорошо понимают настроение людей. Во-вторых, ну, перед тобой выступает президент, говорит, это любимая, любимая не отдают. Да это не любимая. Это страна. Это страна, в которой живут люди. Этим людям положено выбирать себе власть. Есть какие-то наблюдатели, есть какая-то процедура. Что значит любимая? Просто взял и присвоил себе страну с 10-миллионным населением. И, ну, вот просто я, когда смотрел на это, я, конечно, очень вот прямо, вот прямо мое советское детство и там пионерская организация и все это вот прямо очень похоже. Давайте просто не откажу себя в удовольствии. 24 секунды того, как это было, ну, вот, когда Александр Григорьевич Лукашенко только вступил в КПСС. Славится в веках героический советский народ. Вот маразматик выступает и такие же, а Хэллоуи в каких-то орденах стоят и хлопают, и при этом все понимают, боже мой, это же маразм, это же какая-то чушь то, что происходит. Ну, и люди против этого, и люди беднеют, и никто этого не хочет, но вот он прет. И поэтому это же каждый раз очень интересно, как это работает. В принципе, ну, вот, король голый. Поддержка на чем держится? Да ни на чем, нет уже народной поддержки. Но все равно вот эта инерция устроена таким образом, что стоит этот весь съезд и думает, блин, это же еще, это же полный трэш какой-то. Ну, все стоят и хлопают. И хлопают, и хлопают. И каким-то образом оно и держится, и держится, и держится. Но в этот раз, на самом деле, там прямо совершенно однозначно власть, понимая, что никакого голосования за нее уже не будет. И совершенно точный результат голосования не будет тем, который Лукашенко сможет публично озвучить, или даже если он какие-то большие проценты проведет, ну, да, второй тур, да, он не может просто позволить себе заявить, что какая-то Тихановская прошла с ним второй тур, и поэтому они заранее выпускают министра внутренних дел, который просто не говорит про законность, а он выходит и говорит, что нам предстоит тяжелая задача в моральном смысле и физическом, а также заранее обещает поддержку всем полицейским, которая будет избивать людей. Давайте послушаем. Уважаемые коллеги, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД, более четверти века мы живем в стабильном, динамично развивающемся государстве, приоритетами которого являются благополучие народа, миролюбивая внешняя политика и национальная безопасность. 9 августа пройдут выборы президента Республики Беларусь. Это важнейшее общественно-политическое событие станет не только очередной вехой в развитии суверенной страны, но и серьезным экзаменом на прочность всей системы правоохранительных органов. Предстоят значительные психологические и физические нагрузки. Сейчас в интернете и на улицах городов мы наблюдаем активную провокационную деятельность некоторых граждан. Вам дано право действовать от имени государства, защищать интересы граждан и их жизни. И помните, исполняя служебные обязанности, вы можете рассчитывать на охрану своих прав и законных интересов. Мы, единый коллектив белорусской милиции, сделаем все, чтобы выборы прошли спокойно и без осложнений. То есть, это прямая декларация, понимаете, министра внутренних дел еще таким вот голосом, как будто, я не знаю, войну объявляют, как будто это не выборы, а вот на самом деле что-то такое веха. Они станут не только веха, но и серьезным испытанием. А почему они станут серьезным испытанием? Да вы просто объявите этот результат, как люди проголосовали, и никакого испытания не надо. И личный состав может оставаться в квартирах и, я не знаю, пить пиво дома. Но они же понимают, что будет серьезное испытание, потому что 9-го числа, в воскресенье, будет голосование. Я так понимаю, что они не хотят объявлять результат 9-го числа, объявят его 10-го числа, и объявят результат полностью нарисованный. И результат этого никого не устроит. И МВД заявит о том, что давайте выйдем и начнем избивать этих людей и разгонять этих людей, которые требуют обычной простой вещи, просто честных выборов. И поэтому называют провокаторов просто самых настоящих, нормальных, прекрасных людей, которые готовы ехать в какие-то леса для того, чтобы участвовать в митинге кандидата, который просто жена настоящего кандидата. И там еще три женщины. Ну, вы знаете про них все отлично. То есть это люди, которые даже кандидатами-то стали случайно, но просто там уже такое огромное количество людей не готовы это терпеть, что они просто реально идут в лес. Между прочим, когда я услышал, что они проводят митинг в лесу, я подумал, боже мой, насколько Россия и Белоруссия похожи. В той же самом Саранске здесь уже звучал губернатор Меркушкин. Я помню, когда я проводил встречу с избирателями, нам не дали ни одной площадки вообще. И один из наших сторонников, у него было там несколько соток, там типа 20 минут езды от города, просто буквально поле и лес. И мы взяли автобусы и везли людей туда, потому что в городе невозможно было встретиться. И сейчас происходит абсолютно то же самое. Раньше Тихановской давали какие-то самые убогие площадки, но даже эти площадки начали забирать и говорить о том, что здесь идет ремонт, здесь у нас выступают дети, а здесь у нас танцуют морячки. Но вот в Бресте прошел митинг, где в буквальном смысле в лесу. Давайте посмотрим 52 секунды, сколько людей собралось на митинг в лесу для того, чтобы поддержать кандидата Тихановскую, которая всего лишь-то вроде бы жена настоящего кандидата, но, между прочим, стала уже настоящим кандидатом и сама. Нам нужны мы сами, наше желание и наше упорство. Выходить, стоять, писать, говорить, голосовать, наблюдать, выражать, долбить, долбить, долбить эту власть. Сейчас у белорусов есть выбор. Либо мы остаемся дома, и дальше нас ждет еще больше кризис, либо мы выкладываемся по полной. Мы боремся и исполняем мечту последних 25 лет. Мы хотим новую страну, свободную и счастливую Беларусь. Ну, это уже, конечно, настоящий кандидат. То есть, это просто потрясающая судьба у человека, как она оказалась вот в этой точке, где очень сложно стоять и стала реально настоящим кандидатом, который объединил просто всю нацию. Объединил за, ну, действительно, за какое-то нормальное новое будущее, за перемены, за то, чтобы просто, ну, не жить в маразме. Самый лучший саммари финальных дней и всей диспозиции президентской кампании Беларуси от Алексея Навального просто для того, чтобы всю картину вам объемно показать. Ну, и очень много информации сейчас нам поступает из Минска вот о том, как финальные часы голосования проходят. И там ключевая проблема состоит в том, что огромное количество людей получают бюллетени на руки, где стоят вот такие точки в квадрате одного из кандидатов, не Светланы Тихановской, а других, да. Это значит, что это значит, что если вы при этом поставите за Тихановскую галочку, то ваш бюллетень будет признан недействительным, потому что, потому что вот будет считаться, что вы поставили, как бы, отметку в двух графах против двух фамилий кандидатов. Адская технология, просто адская технология, ждите ее применения в России. И только последняя, как бы, фол последней надежды в футболе, когда перед пустыми воротами, там, соперника с мячом хватают за майку в штрафной, да. Ну, как не допустить победы оппозиции на честных выборах? Вот заниматься такой ерундой. Давайте в видео небольшое об этом посмотрим. Я Ярошевич Евгения Николаевна, я живу здесь, в городе Минске. В 16-й школе проголосовала, в 105-м участке. Мне улыбались, сказали спасибо. Я посмотрела свой бюллетень, и только на фотографии я увидела, что в него есть точка. Она точка стоит, хотя я жирно облила Тихановскую. Я просто в шоке. Я знаю, что многие этого не увидят. Никогда не увидят. И все бюллетени будут испорчены. Преподаватели поют, у всех счастье. Я сама преподаватель. Понимаете? Я хочу, я не хочу, чтобы так было. Я просто плачу. Я знаю, что я уже ничего не могу сделать, хотя мой бюллетень уже опущен. Ну и вот, помимо, то есть, вот сейчас, наверное, возможно, даже больше идет сейчас информационного фида вот на эту тему, помимо задержания, отключения интернета и военной техники на улице, что люди просто приходят проголосовать за оппозицию и видят там уже точку в бюллетене за другого кандидата. Вот такая технология фальсификации. Но мы для вас сделали как бы общую пару обзорных видео, которые коротко рассказывают, как в целом в Беларуси считают голоса на выборах и построена система избиркомов. На самом деле это адский трэш. Там все гораздо хуже, чем у нас. Вы знаете, что у нас российские выборы – это смех сквозь слезы и сплошные тотальные фальсификации админресурс. Но есть места в мире, где все может быть еще хуже. И это Беларусь. И вот давайте посмотрим короткое наше видео о том, как в принципе там устроена система избирательных комиссий, где оппозиция, независимые наблюдатели вообще не представлены никак. Ну мы же знаем, какой будет результат, примерный вот по опросам, закрытым, скрытым. Ну я добиваюсь того, что мечтал, что принесет голоса подмечет. Поэтому все то, что совершил наблюдатель, это просто недопустимо. В отношении белорусских выборов у скептиков всегда есть готовый ответ. Лукашенко все равно фальсифицирует выборы и нарисует такой результат какой хочет. Покажите бюллетени в руке. Кто вам дал столько бюллетеней? Потому что это закон. Вы читали законы, чьи вам вас сказали сверху приходить и наблюдать. Ну, вам это же не стыдно, вы же сами видели, сколько было за него. Ну и что? Ну так что? Вы сам платят за это. Действительно, в Белоруссии это проще сделать, чем в России. Здесь совершенно по-другому выстроена система избирательных комиссий. Не так, как в России, где все же есть сильные системные оппозиционные партии, много независимых членов участковых и территориальных избирательных комиссий. Давайте разберемся, как в Белоруссии устроен подсчет голосов. Вот как ярко формулирует проблему отсутствия независимого наблюдения портал тут.бай. А позиции 0,009%. В этом году считать голоса белорусских избирателей будет более 63 тысяч членов участковых комиссий, которых выбирали местные чиновники и депутаты. От оппозиционных партий прошло чуть больше 1% от заявленных кандидатов. От провластных – более 96. Участковые избирательные комиссии – это самое низовое, но вместе с тем очень важное звено в цепочке организаций выборов. Стать членом УИК по закону можно от общественной организации, политической партии, трудового коллектива или группы граждан. В этом году больше всего вдвиженцев было именно от избирателей – более 20 тысяч. Появилась новая общественная кампания «Честные люди», которая призывала активно включаться в избирательный процесс. Благодаря чему люди, которые никогда раньше не следили за выборами, стали собирать подписи, чтобы войти в состав комиссии. «Честные люди» однако из почти двух тысяч честных людей в комиссиях оказалось всего 12 человек. В большинстве случаев чиновники голосовали за опытных людей, которые ранее уже работали в избирательных комиссиях. Оппозиционные партии подали заявки на 545 активистов, но в итоге прошло только 6 человек – 1,1% от выдвинутых. А вот провластные партии заявили 3844 человека, и 3717 из них в итоге стали членами комиссии. Такой же результат можно наблюдать и по выдвиженцам от проволукашенковских партий. Белорусский Республиканский Союз Молодежи, Белая Русь, Союз Женщин, Союз Ветеранов, Белорусский Фонд Мира и Федерации профсоюзов Белоруссии. В участковые комиссии прошло 96,9% выдвинутых представителей. В этом году в участковых избирательных комиссиях представлено всего шесть представителей оппозиционных партий на всю страну. Это около 0,009%. Говорит координатор компании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лобкович. Для сравнения, на президентских выборах в 2015 году таких представителей было около 30. Тогда мы тоже говорили о том, что власть всеми способами пытается не допустить представителей оппозиции к подсчету голосов. Но в этом году ситуация стала в пять раз хуже. Координатор компании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лобкович говорит, что лидеры по выдвижению членов участковых комиссий из года в год остаются теми же. Нами зафиксированы случаи, когда один и тот же человек сначала выдвигается от политической партии, на следующих выборах он же идет от общественной организации. Потом подает заявление от группы граждан. По сути, в комиссии одни и те же люди. Но создается видимость широкого общественно-политического поля, которое выдвигает своих представителей в составе комиссий. Однако кандидатуры по-прежнему не обсуждаются и по-прежнему на большинстве участков представлены работники одного и того же учреждения. Начальники и их подчиненные. Пусть они и выдвигаются от разных организаций или группы избирателей. Несмотря на все эти трудности, белорусская оппозиция готовится защищать голоса против Лукашенко. Светлана Тихановская и Объединенный оппозиционный штаб запустили проект по защите голосов избирателей. О старте проекта было объявлено 23 июля в Борисове на агитационном митинге кандидатов президенты Светланы Тихановской. На сайте проекта беларусь2020.org подчеркивается, что он не заменяет собой голосование и не является экзит-полом. Избиратели сами сообщают о своем выборе. «Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы не победил, мы хотим, чтобы это было честно», отмечают разработчики. Избирателям предложен пошаговый план действий. Переходите в чат с ботом в Telegram или Viber и выбирайте, как будете голосовать. Бот предложит выбрать ваш участок. В день голосования сделайте фото бюллетеня с выбором и отправьте в чат с ботом. Это можно сделать и после 9 августа. Система подсчитает результаты по каждому участку. Они будут опубликованы после официальных результатов выборов. Каждый сможет пересчитать голоса по любому участку. Чтобы отправить фото бюллетеня, необходимы Viber или Telegram, привязанные к номеру белорусского оператора. Переходите сейчас. Система не требует от избирателя сообщать паспортные данные, только номер телефона и фото бюллетеня. «Мы шифруем данные. Тайна голосования не нарушается», говорится на сайте проекта. За неделю до голосования на сайте беларусь2020.org зарегистрировалось уже 10% от общего числа избирателей Беларуси. Белорусская оппозиция продемонстрировала нам передовой и креативный подход в защите голосов избирателей в условиях, когда властная машина пыталась полностью отстранить граждан от участия в подсчете голосов. Мы надеемся, что эта система не только поможет белорусам добиться политических перемен в своей стране, но и может быть успешно использована в других диктаторских странах для противодействия фальсификациям на выборах. И беспросветная мантра «Ну они же все нарисуют, как хотят» навсегда уйдет в прошлое. «Вером можем!» «Вером можем!» «Вером можем!» Ну и продолжается поток информационных сообщений о том трэше, который творится с попытками белорусских властей насквозь фальсифицировать сегодняшние выборы. Вот уже осталось чуть больше часа до закрытия участков, и очевидно, что большинство белорусов не успевают проголосовать. Председатель ЦИК и глава всего этого трэша Питова Ермошина говорит о том, что продлевать голосование не будут. То есть значительная часть людей, скорее всего, проголосовать не успеет до 8 часов, а это люди, которые голосовали за оппозицию. Ну и пришли голосовать за оппозицию. Это мы показывали вам в видео, как многих пришедших не пускают на участки, люди возмущены, то есть очевидно, что никакого свободного выбора нет. И продолжаем вот эту историю с точками на бюллетенях. Адская технология, которая нам, безусловно, к сожалению, надо ждать повторения в России. То есть они раздают людям бюллетени, где стоит точка за других кандидатов, не за Светлану Тихановскую. Таким образом, если вы за Тихановскую проголосуете, оказывается, что у вас отметки сразу против двух фамилий кандидатов, и таким образом ваш бюллетень могут признать недействительным. То есть они просто хотят, на самом деле, дать результат по насквозь сфальсифицированной досрочке, которая, по данным ЦИК, составила 42% от всех избирателей. И, на самом деле, мы уже говорили вам здесь, показывали видеодоказательства того, что досрочка насквозь сфальсифицирована, и там в реальности проголосовало в разы меньше людей, чем власти рассказывают. Ну и вот следующий стрим фоток и видео, который мы получаем, это вот избирательные урны, где очень-очень четко видно, что подавляющее большинство бюллетеней сложено гармошкой. Это вот так, как призывали делать своих сторонников, представителей объединенного штаба оппозиции, кандидата Светланы Тихановской, чтобы было визуально видно, насколько Тихановская доминирует. То есть, по всем очевидным признакам, она просто чисто выигрывает эти выборы в первом туре. Но, конечно же, лукашенковские, избиркомовские псы не хотят признавать этот честный результат, честный выбор белорусского народа. Вот отсюда эти все ухищрения, фокусы удаления наблюдателей с участков, задержания их, вот эти бюллетени с заранее проставленными точками, вот эта вот история с недопуском избирателей на участки, с задерживанием их в очередях. И все подводится к тому, что там до 20 часов не все, к сожалению, сторонники оппозиции успеют проголосовать. Но, таким образом, о честных выборах здесь не может быть и речи. Но я попросил еще одного нашего белорусского коллегу, который сейчас в Минске находится, но он записал это в видео для нас заранее. Виталий Ромашевский, координатор проекта независимого наблюдения за выборами, он на самом деле был в свое время, в 2010-м, он даже баллотировался в качестве кандидата в президенты, и тогда ему на самом деле сильно досталось во время жесткого задержания, он провел какое-то время за решеткой, вот сейчас он занимается организацией наблюдения за выборами, и он рассказал нам, как вот этот весь фальсификационный трэш в Беларуси устроен. Давайте посмотрим Виталий Ромашевский. Добрый день, дорогие друзья, с вами Виталий Ромашевский, национальный координатор кампании независимого наблюдения права выбора. В нескольких словах я расскажу, что такое избирательная кампания в Беларуси, и почему никто в мире, ни одна демократическая страна, не признает наши выборы свободными и справедливыми вот уже более 20 лет. Ну, во-первых, все избирательные комиссии в Республике Беларусь формируются исключительно исполнительной властью, и вот уже на протяжении десятков лет туда не могут попасть представители оппозиционных партий, либо демократических кандидатов, либо просто граждан. Компания 2020 года отличается тем, что на 17 приблизительно тысяч членов избирательных комиссий только около 10 представителей независимых политических партий, общественных объединений, либо просто граждан смогли попасть, ну, в качестве членов избирательных комиссий на избирательные участки. И в основном эти участки находятся в отдаленных городах, не в центральных, не в городе Минске. Вторая важная вещь, которую нужно знать, это сохранность бюллетеней. Во-первых, в Беларуси существует досрочное голосование. Это значит, что 6 дней до дня выборов люди могут приходить и оставлять свой голос досрочно. Так вот, сохранность ящиков для досрочного голосования остается под большим вопросом, потому что ящики охраняются милицией, но и, как правило, когда идет подсчет голосов, в этих ящиках, если удается подсчитать голоса, то мы можем видеть, что именно в этих ящиках для досрочного голосования, ну, большинство подавляющее оказывается людей за представителей действующей власти. И следующая вещь, подсчет голосов. В Беларуси он идет абсолютно негласно, непрозрачно и неоткрыто. Во всем мире принято, что каждый бюллетень считается открытым. Это значит, что член участковой комиссии берет каждый бюллетень, показывает членам другим избирательной комиссии, а также наблюдателям, и все могут видеть, за кого тот или иной избиратель проголосовал и поставил галочку напротив фамилии какого из кандидатов. Таким образом, большинство наблюдателей имеет возможность удостовериться, что выбор избирателей соответствует тем цифрам, которые дает избирательная комиссия. В Беларуси все абсолютно по-другому. Председатель участковой комиссии приказывает рядовым членам участковой комиссии считать свои отдельные стопочки бюллетеней. Ни наблюдатели, ни даже сами рядовые члены участковой комиссии не могут видеть, как распределились голоса. Они не могут перепроверить или пересчитать те голоса, которые подсчитывают каждый отдельный член избирательной комиссии. Затем председатель комиссии тихонько собирает эти стопочки бюллетеней и объявляет итоговую цифру, иногда даже не пересчитывая бюллетени. Последний пункт – это независимое наблюдение. Независимые наблюдатели в Республике Беларусь, к сожалению, не могут находиться около столов при подсчете голосов. Члены избирательной комиссии либо обступают плотно стол, при котором они считают голоса, и наблюдатель может видеть только их спины, либо они находятся на таком расстоянии от наблюдателей, что просто невозможно увидеть, за кого же проголосовали избиратели. Компания 2020 года отличается тем, что в этот раз не только членов избирательных комиссий, но и наблюдателей независимых не пускают на избирательные участки. У нас произошел такой метрамморфоз. В день регистрации кандидатов 33 приблизительно тысячи провластных наблюдателей от белорусских союза БРСМ, Белорусского союза молодежи или там провластной организации Беларусь, они подали заявление якобы о том, что они хотят наблюдать. И наша центральная избирательная комиссия сослалась на ситуацию с коронавирусом и сказала, что... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чуть уронили нам эфир, как только Алексей появился в студии, но мы вот начали обсуждать весь тот трэш и ад, который творится. Ну, действительно, у нас тут роняют эфиры, в Белоруссии все гораздо-гораздо хуже. И когда смотришь вот эти вот видео, когда просто во дворы заезжают машины без опознавательных знаков, из них выбегают люди в шапках и в гражданке, и просто затаскивают каких-то случайных людей, в машины уезжают, это выглядит как какая-то антиутопия, фильм какой-то американский с 70-х годов. Ты смотришь такие вещи и думаешь, что это описывается ужасное тоталитарное будущего, но, конечно, такое невозможно в реальной жизни. И то, что происходит в Белоруссии, это выглядит так, с задержанием журналистов дождя. Вот эта вчерашняя знаменитая фотография с девушкой, которую душат, прижав ее, значит, за горло к асфальту. Это все выглядит совершенно чудовищно. И это фон выборов. Ну, конечно, мы все примерно понимали, что вряд ли Александр Лукашенко может претендовать на процент больше 50, но, видимо, его реальный процент, как это вот называется, пропорционален или обратно пропорциональен уровню насилия. Ну, вот сейчас новость мне говорят режиссеры, что журналистов дождя высылают из Белоруссии. Ну, по той же схеме, как с настоящим временем, только там не было такого задержания на асфальте. Только низовцев держится где-то там. Да-да-да, у нас еще будет сегодня обязательно низовцев. Но, конечно, для нас в России это все очень важно, потому что вот эта вся мерзкая волна и все эти практики, они-то, в принципе, от Лукашенко к нам и приходят. Поэтому нам надо очень внимательно смотреть на то, что происходит, потому что, конечно, Путин для того, чтобы удержаться у власти, когда его популярность упадет совсем под стол, да, я думаю, что все эти штуки мы увидим здесь. Я думаю, он начнет их применять с той или иной степенью активности в зависимости от исхода вот этих вот событий сегодняшнего и завтрашнего дня, потому что, ну, он увидит эффективно, работает штука или не работает. И в этом смысле, наверное, первый из всех таких оппозиционных деятелей, первый административно арестованный был Илья Яшин. Арестовали его, ты помнишь, в Минске. Да. Он поехал на один из митингов и, наверное, где-то с отставанием почти в пять лет в Россию пришли сначала административные аресты, потом огромные штрафы, потом уголовные дела за так называемые одиночные пикеты и так далее, и так далее. В этом смысле Путин, конечно, все копирует, прямо дословность происходящего в Беларуси, и, ну, вот, посмотрим, какие методы он возьмет в этот раз. Ну, мы желаем белорусам мужества и стойкости, и вот мы уже говорили со многими гостями нашего эфира, что на самом деле все вот эти показные задержания, вся эта жуткая военная техника, это такая компания запугивания. Она, прежде всего, носит такой психологический характер, чтобы не смейте, иначе мы вас задавим, раздавим, там, арестуем, посадим и так далее. Но я хотел на позитив перейти, потому что, конечно, вот, слушай, такая вот эта эмоционально просто светлая освободительная волна там поднялась за последние недели, это что-то фантастическое, я же такого не видел просто много лет. Это что-то фантастическое, ты не видел этого много лет, потому что этого не было никогда на самом деле, и, безусловно, вот в конструкции Лукашенко и его каких-то политтехнологов, идеологов и пиарщиков, допуск, как они посчитали, самого слабого кандидата приведет ко всеобщему унынию. И вот этот вот замечательный женский триумферат совершенно взорвал ситуацию, перевернул ее. Вот произошли не переворачивающие выборы, конечно, но некая переворачивающая предвыборная кампания, когда вот эти три женщины, которых вы видите на экране, и в первую очередь, конечно, Тихановская, они воодушевили абсолютно всех, они объединили абсолютно всех и как-то смогли довести эту избирательную кампанию реально по нарастающей. До последнего дня по нарастающей, хотя, ну, казалось бы, сложно бесконечно отвечать на вопрос, какая у тебя избирательная кампания, ответом, что моя избирательная программа заключается в том, что я объявлю новые выборы. Очень сложно объединить оппозицию, мы знаем, что там так же сложно, еще гораздо сложнее, чем в России, и оппозиция бесконечно между собой ругается. И вот выдержать эту такую среднюю дорогу и идти действительно вверх, вверх и вверх до сегодняшнего момента, я уверен, что вот даже какие-то колеблющиеся люди, избиратели Беларуси, когда смотрели на сегодняшние события комплексно, реакция власти и реакция лидеров вот этой женского триумферата, они, конечно, получили дополнительную мотивацию для того, чтобы идти голосовать. Но это все невозможно специально придумать. На мой взгляд, вот эта вот яркая кампания, эти три женщины прекрасные, это говорит о том, что нация созрела. То есть, вот долго, к сожалению, возревала эта ситуация, но сейчас Беларусь уже в таком едином порыве, готова к переменам. 26 лет, все-таки 20 минут созревало долго, и там просто невыносимо. Заниматься невозможно абсолютно ничем. И даже такие вещи а-ля YouTube-канала, которые мы сделаем, и у нас-то постоянно происходят какие-то аресты, изъятия техники, но там просто в буквальном смысле всех видеоблогеров пересажали всех, и они там превратились в крупнейшие СМИ. И владельцев телеграм-каналов сажают. Но я хотел сказать действительно важную вещь, что это не было сконструировано. Вся эта ситуация с вот этими тремя замечательными женщинами, она так, мне кажется, поводушевила всех, потому что здесь нет ни капли политтехнологий. Это естественность. Все абсолютно естественно, абсолютно искренне, и от отчаяния, от точки. То есть, в конце концов, это же все получилось, потому что всех мужей пересажали или выгнали. И поэтому они вышли, и все вот прямо, ну, видимо, прочувствовали. Вот знаешь, вот это важный момент, и я хочу спросить тебя про Россию, потому что меня очень сильно достали вот эти все капитаны очевидности в соцсетях, которые говорят, а вам слабо так, как в Белоруссии, а вам слабо так, как в Хабаровске и так далее. Давай дадим им какой-то универсальный ответ по поводу того, как это все возревает. Ну, универсальный ответ, наверное, их нужно послать просто к чертовой матери, потому что эти комментаторы, они же не хотят видеть уникальности ситуации везде, потому что это прекрасно то, что в Хабаровске выходит, прекрасно то, что в Москве выходили. Вопрос в том, что будет завтра, и вопрос в какой-то постоянной работе. А то, что происходит сейчас в Белоруссии, выглядит круто и очень воодушевляюще, является примером для всего. Что будет там происходить послезавтра, мы не знаем. И очень важно, чтобы, ну, я думаю, что белорусы, которые 26 лет под Игом настоящим сидят и без нас это понимают, что вполне вероятно, завтра не случится какой-то восхитительной революции, и демократия не наступит, и это все равно будет долгая игра, долгая борьба, ну, такое на выживание, на износ. И очень важно, чтобы вот это воодушевление классное не сменилось послезавтра грандиозным разочарованием. На воши у тебя, я так понимаю, будет сегодня в эфире? Будет, по-позже, да. Он все время вешал такой, видел, классный... Сдал все секреты, да. Классный график, называется «Настроение белорусов». Там вот просто вот такая вот кривая, которая меняется там раз в три года. И вверху написано «Мы победим», внизу иммиграция. «Мы победим» — иммиграция. И люди так 26 лет живут. Вот у них в точке «Мы победим» — все классно. В точке «Нужная иммиграция» — такие же нытики, без конца им говорят, белорусы. А что же вы не можете как на митинги в Москве? А что же вы не можете как на митинге в Украине? Ну, а везде свои особенности, своя страна, и в конце концов, понимаете? С одной стороны, извини, что я так долго говорю. Да не, не, а что? Я посмотрел, когда готовился к твоему эфиру, численцы МВД Белоруссии — 98 тысяч человек. И мы понимаем, что вот непосредственно эти люди в шапочках, которые бегают, кого-то задерживают, ну, сколько, ну, 20 тысяч человек максимум, скорее всего, даже меньше. И, в общем-то, любой митинг с количеством 300 тысяч человек решительно настроенных, он решит вопрос политического будущего. Но нужно же помнить, что какие-то люди все равно заплатят цену за это все. За переменную придется заплатить большую цену. Поэтому упрекать людей в том, что им слабо, не нужно. Нужно пытаться их поддержать и воодушевлять. Да, да, да. Спрашивают зрители тебя, что делать, если в России вот так вот тотально отключит интернет. Как же мы без него? Это хороший вопрос. Ну, слушайте, в конце концов, важно помнить, что когда Мубарак в Египте отключил интернет, это стало, ну, мне кажется, даже решающим фактором кончины его режима. Все вышли на площадь сами лично. Потому что никто не знал, что происходит. Интересно же, в телеграм-канале не прочитаешь, все пошли. Я думаю, кстати говоря, то, что Лукашенко отключает интернет сейчас в Беларуси, кажется ему классным тактическим шагом, но неизвестно, как работают против него. И в этом смысле отключение интернета в России вряд ли поможет Владимиру Путину. Последнее. Отпустимся сейчас, но твой месседж белорусам в данный момент. Мы все на вас смотрим, мы все вами воодушевляемся, мы все гордимся, мы понимаем, какой сейчас важный момент для всей страны, который действительно... Последние выступления были 2010 год, да? Десять лет назад были последние выступления. И это самое большое, самое важное, что происходит в стране за последние 26 лет. Не сдавайтесь и сохраняйте свое достоинство. Если ничего не получится завтра или послезавтра, это не значит, что не получится через неделю или через две недели. Потому что добро все равно победит, а то, что находится сейчас во главе страны, конечно, безусловное зло. И после сегодняшнего дня нет ни малейших сомнений, что там находится зло и оно обречено. И оно зло, и оно обречено, и оно абсолютно нелегитимно и не имеет никакой народной поддержки. Огромное спасибо Алексею Навальному, мы его сейчас отпустим. И давайте посмотрим вот это потрясающее видео о том, как Светлана Тихановская проводила свои митинги по разным городам Беларуси. Спасибо большое Алексею Навальному. Я только хотел бы от себя добавить, реально, что мы действительно, ребят, мы на вас смотрим просто с огромным воодушевлением на то, как вы всей страной решились и встали в едином порыве для того, чтобы добиться перемен и избавиться от этой надоевшей многолетней диктатуры. Я говорю, это самое крутое, что сейчас вообще происходит на бывшем советском пространстве. Вы просто подаете всем нам пример. И не только в плане решимости вашей борьбы, но и вот как это просто выглядит. Еще раз, Навальный важную вещь сказал, что это же не какие-то политтехнологии. Мы видим абсолютную искренность белорусского народа. Еще раз, вот эти прекрасные фотки и видео с тремя женщинами, которые стали лидерами компании Объединенной Оппозиции. Это как раз выражение, концентрированное выражение вот этой искренности и естественности желания перемен для всех белорусов. Поэтому это, конечно, очень здорово. И у нас еще один гость на видеосвязи, которого я очень рад приветствовать. Это международный гость. Очень много нас спрашивают про реакцию демократического мира и единой Европы на события в Белоруссии. И у нас сейчас на связи Петро Састревичусь. Это депутат Европейского парламента и член Комитета по международным делам. Который на самом деле является рапортером, уполномоченным докладчиком Европейского парламента по ситуации в Белоруссии. Поэтому, ребят, если можно, выводите Петроса к нам в эфир. Я хотел попросить его прокомментировать вообще, как эти события видятся. Петрос, здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Большое спасибо, что вы с нами. Добрый вечер, Владимир. Приятно. Спасибо огромное. И скажите, ну вот, конечно, вопрос, который висит в воздухе, это какая будет реакция Европы. Будут ли санкции? Очевидно, что состав там уже есть. Лукашенко уже натворил всего такого, за что ему положено. Но есть всякие дипломатические игры, вот разные мнения. Как вы думаете, Европа на все эти события будет реагировать? Ну, во-первых, Владимир, надо, наверное, сказать, что никто не ожидал, что господин Лукашенко будет настолько жесток на предвыборном этапе. Все, что случилось, то есть отстранение более таких конкурентоспособных кандидатов, просто постоянный нажим на активистов и на других членов избирательных штабов, то, что мы наблюдаем уже 2-3 месяца в Беларуси, это, я бы сказал бы, был, наверное, фактором неожиданным. Никто, наверное, и немногие ожидали от Лукашенко вот конкретно таких действий. Это уже повлияло, я бы сказал бы, на мнение Европы и Евросоюза. Во многом мы уже слышали заявления и господина Джозефа Борреля из столицы Европы, то есть это уже ошеломлило, я бы сказал бы, европейцев, особенно жестоко и, я бы сказал бы, таким нажимом действовал Лукашенко. Что произойдет сегодня, это еще надо увидеть, по-моему. Да, мы видим огромную фальсифицированную активность, досрочные выборы, по-моему, это вообще бьет мировые рекорды, 42% и в некоторых местах уже на сегодняшний день плюс 50, так знаете, почему народ должен так двигаться на выборочные участки, кстати, да, мотивация появилась, когда появились другие кандидаты, но все-таки фальсификация налицо, но еще надо, наверное, дождаться, что случится сегодня вечером в Минске, в Белоруссии и, конечно, на 10 августа тоже. Но я вам точно скажу уже, наверное, на сегодняшний, на нынешний час, в нашей передаче, что оценки будут, наверное, очень критичны, и они, кстати, показывают, что в 2016 году, когда были смягчены санкции, санкционная политика по Белоруссии, это была, наверное, ошибка, были, наверное, которые ожидали каких-то изменений, и я лично не очень-то надеялся, потому что тот самый человек, 26 лет на троне, знаете, он уже не может измениться, и, по-моему, пришел час пересмотра политики в отношении Белоруссии. Петрос, огромное вам спасибо за такую внятную и четкую позицию по событиям в Белоруссии, но мы знаем, что не все в Европе, к сожалению, ее разделяют. Вот известный наш друг всех евразийских диктаторов Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, недавно встречался с Лукашенко и призвал, наоборот, снять с Белоруссии все оставшиеся санкции. Так вот, на самом деле, насколько здесь возможно достижение некоего единства в европейской политике по каким-то конкретным мерам после вот этих сегодняшних, завтрашних и ближайших событий? Да, вы правильно сказали, что господин Орбан имеет свою позицию, но, знаете, если спросить господина Орбана и так его поставить, как говорится, перед фактами и увидеть, будет ли он бороться и терять свои очки, спасая господина Лукашенко, я не думаю, что господин Лукашенко ему, как говорится, основная цель его политики и вообще. Да, есть интересы, но, знаете, господин Орбан, как говорится, иногда ошибается. То, да, будут, наверное, дискуссии, не будет легко принять одно решение, потому что есть некоторые, наверное, даже правительства в Евросоюзе, которые видят экономические интересы в развитии отношений с Беларусью. И, кстати, по-моему, позиция Германии будет, как и нынче, она занимает пост председателя в Совете Европы, будет решающей. А зная, какие иногда, я бы сказал бы, занимает позиции Германия по поводу Беларуси, тут есть и исторические некоторые, наверное, моменты. Я не ожидаю таких неожиданных изменений, но все-таки и Германия должна будет услышать мнение других стран. А у некоторых стран, кстати, у Литвы есть и свои отношения с Беларусью. Вы, как знаете, вот 7 августа было дано начало атомной электростанции в Островце. Это общий проект, я бы сказал бы, российско-белорусский проект, вызывающий непосредственную опасность для Литвы и для Европы. Поэтому тут отношения будут, я бы сказал бы, очень и очень серьезные. Ну вот, что касается Германии, то было на днях заявление министров иностранных дел так называемой Веймерской тройки, Франция, Германия и Польша, где они таким дипломатичным, но достаточно жестким языком сказали, что они считают недопустимым фальсификации и манипуляции с выборами в Беларуси и наставят на честном и свободном выборе белорусского народа, и что за отход от этого будут последствия. Но скажите, а какие-то конкретные ближайшие мероприятия, обсуждение итогов выборов в Беларуси в Европейском парламенте или в Комитете по международным делам, или может быть в вашей фракции или Нью-Йоропе планируются или нет? Конечно, знаете, я бы сказал бы, это лето, по-моему, стало летом такой Белоруссии. Все-таки на европейском континенте это один из таких горячих, я бы сказал бы, вопросов. И, кстати, сам Лукашенко все сделал, что Беларусь была уже окончательно как бы увидена, ее как-то заметили и так далее. Надо вообще сказать, что Беларусь не очень-то доминирует на повестке дня европейской политики. И, конечно, мы теперь уже имеем и аргументы, и, я бы сказал бы, и причины. Обратите внимание еще и еще, и вы правильно сказали, я являюсь докладчиком в Европарламенте, в Комитете по иностранным делам Европарламента, и мы уже в октябре будем представлять этот свой доклад. Поэтому давайте подождем. Я думаю, что там будут некоторые выводы, о которых еще только теперь, наверное, и некоторые мечтают. Спасибо. И сейчас уже отпустим вас, но последнее, ваш месседж народу Беларуси и тем белорусам, которые нас сейчас смотрят. Спасибо, Владимир, за эту возможность. И у меня хорошие отношения с многими оппозиционерами и даже теми политическими заключенными, которые сидят за стенками, это и Николай Статкевич, и Павел Северинец. Появилась новая категория политзаключенных Беларуси. Это очень, я бы сказал, негативно влияет на наши отношения с Беларусью. Но с беларусами, как народом, мы хотим иметь очень тесные отношения, поэтому мы снизили и цену шенгенских виз для беларусов. Это хорошее. Но надо бороться за свою свободу и независимость. Как в Жизнь Посполития было такое высказывание, за нашу и вашу свободу. Поэтому, насколько мы поддерживаем вот эту волю беларусского народа жить по-своему, по-демократически и свободно, наверное, это должно поднимать и людей во всей Беларуси. Я желаю, чтобы эти изменения пришли бы как можно скорее. И, наверное, повлияли бы на ситуацию в России тоже. Огромное спасибо, Петро. Сживи Беларусь! Всем мы за сильную, единую, свободную, демократическую Европу, в которой и Беларусь, и Россия найдет свое место. Спасибо, что были с нами. До свидания. Ну вот, несколько международных гостей, с которыми мы тоже обсудим перспективу вот этих санкций. Меня лично просто вот дико раздражает вот эта ситуация, когда в Европейском Союзе находятся политические лидеры, которые знают про все, что там происходит. И, тем не менее, открыто выступают на стороне Лукашенко. Это вот уже, к сожалению, упомянутый нами Виктор Орбан, который вот недавно вовсю с ним обнимался и целовался в деснае и призвал европейские страны отменить санкции против Беларуси прямо сейчас. Прямо вот в разгар вот этой брутальной избирательной кампании, когда Сергей Тихановский уже сидел, когда там сотни людей были под арестом, Виктор Орбан призвал Европу отменить санкции. Но, к счастью, его позиции не в большинстве. И мы видим, что вот как Петро сказал, что Лукашенко уже в определенной мере перешел красную черту. После того, что он сейчас творит, его довольно сложно будет защищать. Друзья, а вот что-то я здесь вижу, какие-то журналисты РТ задержаны. То есть, лукашенковская дубинка добралась уже не только до независимой российской прессы, но и для тех, кого Твиттер теперь весело помечает, как это там, государственное издание «Россия» или как там говорят, да. И вот какие-то мне еще говорят здесь новости о том, что какая-то колонна военных движется в сторону Минска, которые готовы помочь протестующим. Друзья, давайте вот, это очень интересно, и давайте попробуем поискать какие-то подтверждения этой информации. И, собственно, ну что, да, давайте вот, давайте покажем видео. Если есть, введите его на экран. Нет, ты лучше встань, но, типа, слышишься, встань, но руку убей. Я вижу трубы. Вот, а, вот тоже каштан. Один передний каштан. Не знаю, что это. Пистолет-пулемент, маленький. В России, Росбарди, почти все гоняют каштанами. Ну, реально, садрицарится. Настраивать, что там, коллиматор, наверное? Да, коллиматор, скорее всего. Вот это какая-то военная техника, опять. Чисто интересно. Ну, вот эта дислокация в военных в Минске, прям разворачивают, уже там, достают боевое оружие, чтобы то ли пугать собственный народ, то ли реально стрелять по нему. Еще раз, вот мы говорили здесь со многими комментаторами, что это не в плюс Лукашенко. Вот такое бряцание оружием против собственного народа, это далеко ему не в плюс. Очень многие люди, которые даже были аполитичны или как-то нормально к нему настроены, я думаю, что, знаете, когда тебе наставляют пистолет к виску, да, но это никому не понравится, даже если ты до этого всю жизнь только и делал, что хвалил КПСС. Поэтому вот эти вот его действия, истерические действия, действия, вызванные испугом, они очевидным образом, конечно же, ну, многих белорусов еще дополнительно отвратят, даже не то, что от поддержки этой власти, а у него просто вообще никого не останется. Вот мы в целом, знаете, вот мы решили задокументировать, как разворачивалась эта кампания с точки зрения вот эскалации угроз, которые Лукашенко высказывал в адрес своего народа. Давайте вот это видео посмотрим, как в течение всей президентской кампании Лукашенко только тем и занимался, что напрямую угрожал белорусам. Мы сегодня крепко держим в руках будущее, будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Александр Лукашенко понимает, что пройди сегодня в Беларуси и свободные выборы, он точно потерял бы власть. Но даже привычными фальсификациями дело, похоже, уже не спасти. То, что большинство белорусов выступают за смену власти, скрыть не удастся. Что остается диктатору? Остается угрожать собственному народу. Последние месяцы Лукашенко не скупился на такие угрозы. Еще в начале лета Лукашенко, говоря о сценариях развития событий в связи с президентскими выборами, пообещал повторить кровавый сценарий расстрела протестующих в узбекском Антижане в 2005 году. Тогда войска диктатора Ислама Каримова расстреляли почти 200 человек только по официальным данным. По неофициальным оценкам погибло до полутора тысяч человек. Забыли, как бывший президент Кариму в Антижане подавил кучу, расстрелял тысячи человек. Все осуждали его, когда умер, на колене стояли и витали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые, но так мы напомним. Вся предвыборная кампания проходила на фоне постоянных совещаний Лукашенко с силовиками, с которыми он встречался куда чаще, чем с избирателями. На этих совещаниях также постоянно звучали привычные слова о заговорах и угрозах расправиться с несогласными. Абсолютно знаем эти цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны. Устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Ну как получится, так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих майданутых, хочу предупредить, что Майдана в Беларуси не будет. Некоторые продолжают людей звать на Майдан 9-го, 10-го. Не дай Бог, мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим. В последние недели белорусский диктатор настолько испугался растущей по всей стране волны протестов, что перешел уже ко вполне инструментальным угрозам. Начал посещать учения силовиков по разгону мирных демонстраций. Уже даже не намекая, а прямо объясняя белорусам, какой сценарий он готовит для тех, кто не согласен с его очередным фальшивым переназначением на новый срок, вопреки воле народа. Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае, ни в коем случае не допустили дестабилизации отстановки в нашей стране. Это наша с вами наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выбора у президента, вопрос старостепенный, вопрос первейший, «Найважнейший» — сохранить страну. Но самое поразительное, что все эти неприкрытые угрозы не возымели никакого действия. Белорусы мобилизованы на поддержку перемен, как никогда. И в беспрецедентном количестве выходят на акции в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, невзирая на запугивания. Я хочу вас попросить, давайте все вместе, искренне, поблагодарим сотрудников милиции, которые сегодня обеспечивают правопорядок в этом парке. Я очень рада видеть ваши светлые лица здесь сегодня, на моем законном агитационном пикете. И это вселяет огромную надежду. Дух нации — истребление белорусов к свободе, не победить угрозами и применением силы. Александр Лукашенко, похоже, снова просчитался. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот мы еще раз убедились с вами, что Цой жив. Буквально через несколько дней исполнится 30 лет со дня трагической гибели Виктора Цоя. И я думаю, он был бы очень рад и счастлив понимать, что его музыка стала символом вот этой невероятной, просто фантастической, ярко-эмоционально окрашенной борьбы белорусов за свою свободу. Ну а вот свежие новости, которые к нам поступают. Председатель избирательной комиссии Беларуси Ермошина признала нехватку бюллетеней, что они не ожидали такой высокой явки избирателей. Дурики, вы много чего не ожидали. Вас Беларусь еще реально очень сильно удивит. Давайте посмотрим видео с руководительницей Трэш Шапито, Ермошиной и главой ЦИК Беларуси. Ряд участков наших избирательных сигнализирует нам о том, что не хватает избирательных бюллетеней. В принципе, никто не рассчитывал на такую явку избирателей. Поэтому идет переброс из одних избирательных участков на другие. Кроме этого, наблюдается организованная порча избирательных бюллетеней, что тоже приводит к определенному дефициту. Данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как честные люди, которые готовят наблюдателей, избирателей, и которые пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней. Сразу могу сказать, что если будет это происходить, избирательные комиссии более одного бюллетеня взамен испорченного не имеют права выдавать. Ну вот видите, мы оказались не готовы. Никто не ожидал такой высокой явки избирателей. Ребят, вы вообще видели, что в вашей стране творится? Ну просто какие-то недоделанные колхозники, значит, вот вылезли и начали там всем руководить. Выборами они руководят. Не ожидали высокой явки избирателей. Ты посмотри в окно, посмотри в окно, товарищ Ермошина, да? Просто надо было быть совсем глухим и слепым, чтобы в последние недели, глядя на все то, что в Беларуси происходит, не понимать, какой реально серьезный там интерес к выборам. Бюллетеней у них не хватило. Вот понимаете, мы сейчас еще поговорим о том, в какой тупик, в том числе и экономический, привел Лукашенко Беларусь. Но вот эта ситуация очень четко показывает, насколько криворукое руководство сегодня находится у руля в стране. Они даже не смогли оценить, сколько людей придет и бюллетеней напечатать. Я уже не говорю обо всем остальном. Просто криворукие колхозники, которым пора на свалку истории. Вот мне говорят, что там чего-то Лукашенко развыступался. Покажем его. Давайте долго не будем, но мы дадим немножко его в эфир. Он там опять рассказывает наверняка, что это все заговоры каких-то масонов. Там, значит, это все тлетворное влияние Запада. Чувак реально потерял просто полностью физическую связь с своей страной. Сейчас наверняка будет опять какие-то мифологические конструкции, значит, там вот рассказывать. Готов у нас этот стрим или нет? Ну вот, да, собственно говоря, мы видели, в принципе, все, что он может сказать. У них всех с Путиным и у всех других диктаторов, там, я не знаю, Ассад, Каддафи, у них абсолютно одинаковая методичка. Там, меня все обожают. Все, кто против, это какие-то враги, которые на деньги Запада. Никаких ошибок я не совершаю. Я самый лучший лидер в истории, а то, что ты страну свою привел к реальному разбитому корыту, да, ну, об этом, конечно, он говорить не хочет. Но, тем не менее, мы много его давать не будем. Я, честно говоря, мы не для этого здесь делали стрим, чтобы давать трибуну этого человека, которому и так ее хватает, да. Но, тем не менее, все-таки давайте попробуем послушать, что он там говорит. Скорее всего, это будет продолжение его этого традиционного номенклатурного колхозного стиля. Власти, но не только российская оппозиция, но некоторые кадры из руководящего состава России. То есть, все перемешалось. И я долго думал, ну, что ж происходит. Вывод простой. Деньги. Заплатил, не важно, какой паспорт, не важно, какие идеи. Деньги есть, воюем. Сражаемся. Так и у нас в стране внутри происходит. Все решают деньги. Ну, вы же представьте, там определенные сидельцы. Денег же хватает, миллионы вывезли, мы еще не все видим. То, что вы увидели с экрана телевизора, это копейки. Огромные деньги. И они же понимают, что эти деньги могут им в жизни не понадобиться. Поэтому они бросают сейчас это на противостояние с властями. А вот получится. А вот на улице выйдут. А вот там пристрелят, застрелят этого Лукашенко и так далее и тому подобное. Разные версии. Мы ничего здесь не исключаем, но работают деньги. Поэтому, я думаю, завтра уже они отработают свои деньги, ребята. Инвестиции эти освоят. И успокоятся, и поймут, что жизнь-то одна. И те, кто сегодня противостоит власти, и власти Лукашенко. Жить-то нам завтра придется вместе на этом клочке земли. Поэтому все будет нормально. Идет процесс. Процесс непростой. Но мы готовы ко всему. Ну, а к нам присоединяется Франок Вечерко, белорусский журналист. Мы хотели бы поговорить с вами. Здрасте. Добрый вечер. О том, чтобы... В редкий случай у вас работает интернет. Да, вы уникальный собеседник. Франок Вечерко, вы видите, мы скоро вернемся тоже к диалогу с Франоком Вечерко. И, как вы видите, что он реально востребован. И у него интернет работает. И он активно комментирует для разных стримов и каналов события в Белоруссии. Но мы скоро с ними тоже выйдем на связь. Ну, что Лукашенко может сказать? Как хорошо, что скоро это оборвалось все. Потому что я уже откровенно просто слушать эту всю чушь не могу. Какие-то наймиты, проплатили и так далее. То есть, он просто придумал бы что-то оригинальное. Потому что очень многие из тех людей, которые в Белоруссии выходили на все эти акции протеста. И не боялись требовать перемен в своей стране. Но это же оскорбительно звучит для миллионов белорусов. Для миллионов белорусов. И вот на той же платформе по защите голосов Голос, который они сегодня пытались положить. Сделали ложный фейс сайта с какой-то фейковой информацией сегодня. Так вот там уже зарегистрировалось, на вчерашний день, я так понимаю, больше миллиона человек. Из 10 миллионов белорусов. У них всего населения меньше 10 миллионов человек. Избирателей, соответственно, еще меньше. То есть, это огромное количество людей, которые вот он так по ходе с легкостью там типа обвиняет. Вы там все какие-то наймиты, там отрабатываете деньги. Какие деньги? Это ты отнял деньги и экономические перспективы у белорусов. Мы сейчас чуть позже к экономике вернемся. Но вот я продолжаю, чтобы, соответственно, дать вам такую более объемную характеристику Лукашенко. Я хочу, чтобы мы дали в эфир видео, которое мы тоже подготовили, про то, насколько грязная была эта избирательная кампания, которая сопровождалась там сотнями арестов, очень жестокими избиениями, массовыми избиениями людей, какими-то уголовными делами, там двое основных кандидатов президента сидят в тюрьме. Вот давайте это видео посмотрим, просто вспомним, насколько грязную политику в отношении своих оппонентов Лукашенко ввел в последние месяцы. Забыли, как бывший президент Кариму в Андижане подавил путь, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, когда умер, на коленях стояли и рыдали, плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые, но так мы напомним. Лукашенковская диктатура славится грязными избирательными кампаниями, сопровождающимися жестокими репрессиями против соперников Лукашенко и сторонников оппозиции. Отгоните машину, мы требуем. Отгоните машину. Официант, отгоните машину. Не создавайте инцидент. Раз, два, три, народ. Раз, два, три. Не создавайте инцидент. Раз, два, три. Раз, два, три. Выве камеру, блядь. Выблеж камеру, блядь. Смотрите уши, уши, блядь. Бля, если успешных допомогутся, то смеют. Зрачок платим. Зрачок платим. Так, бля, в офис. Скоро на офис взялись. Давайте на офис. На офис, бля. Берем! Все, пошли, под руки, под руки, пошли. Пошли. Ребята, они не подходили или что-ли? Я на офис. Так. На офис, бля. На офис, бля. Но текущая компания переплюнула все предыдущие. Два основных оппонента Лукашенко, Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, сидят в тюрьме. Вместе с Бабарико арестован еще и его сын. Виктор Бабарико руководил преступной группой. Он был задержан из-за попытки воздействия на свидетелей и сокрытия улик преступления. Об этом сегодня заявил руководитель комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. Вероятный кандидат в президенты. Его сын сегодня оказались на допросе в департаменте финансовых расследований. Адвокатов, которые несколько часов пытались попасть в здание департамента, туда так и не пустили. Как утверждает глава госконтроля, речь идет о деле Белгоспромбанка. Там еще недавно работал Виктор Бабарико. Теперь многих из его коллег обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Третий основной соперник Лукашенко Валерий Цепкало вместе с детьми вынужден был покинуть страну. Его супруга Вероника Цепкало, которая продолжает кампанию в объединенном штабе Светланы Тихановской, сообщила, что не исключает попыток лишения ее родительских прав. Какой день тому назад я получила звонок со школы о том, что в школу пришла прокуратура, и прокуратура очень интересовалась, работники прокуратуры интересовались моими детьми, интересовались конкретно мной, какая я мать, насколько я занимаюсь плотно своими детьми. То есть полностью собиралась информация по моим детям и по мне как по родителю. Поэтому, естественно, я понимаю следующий шаг, который может за этим стоять после сбора. Мне также проинформировали, что учителей заставляли, я не знаю, заставляли, сами писали. Я не знаю, как там происходило, естественно, я не была свидетелем этих событий, но мне сказали, что учителя заставляют писать жалобы на меня и говорить о том, что я представляю собой опасность для своих детей, что семья у нас неблагоприятная, и что следующий этап после этого – это как раз-таки помещение детей под органы опеки и попечительства. Сама Светлана Тихановская была вынуждена вывести детей из страны. Здравствуйте, я Светлана Тихановская, и я нахожусь в городе Гомеле. Приехала сюда, чтобы начать сдачу подписей, собранных в мою поддержку. И на пороге одной из администраций мне поступил звонок с угрозами в мой адрес и в адрес моих детей, с условием того, что я не должна продолжить эту поездку. Передо мной стоит выбор – дети или дальнейшая борьба. Я думаю, что мой выбор будет очевиден, поэтому я прошу вас с пониманием отнестись к любому моему решению. И хочу сказать, что если бы Сергей был на свободе, он бы сказал вам не сдаваться. Спасибо. В целом, по информации, озвученной правозащитниками во второй половине июля, с начала президентской кампании в Белоруссии были арестованы более 700 человек. С тех пор эта цифра еще больше выросла, в особенности после протестов в Минске, после отказов регистрации независимым кандидатам в президенты, где ОМОН и милиция очень жестоко расправлялись с протестующими. Большое число активистов было вынуждено покинуть Беларусь, опасаясь ареста. Ударили, ударили, началась драка, 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 они сами ее начали. Вон, драка началась. Вон, смотрите, смотрите. Что вы делаете? Уроды! Тем не менее, массовость оппозиционных акций в поддержку независимого кандидата в президенты Светланы Тихановской в последние недели кампании только возрастала. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, люди, какая революция! А мы хотим честных выборов. Как причем здесь революция? Зачем вы провоцируете живой народ? Очевидно, что репрессиями белорусов запугать не удалось. И это вселяет надежду на скорые перемены в стране. Давайте все вместе искренне поблагодарим сотрудников милиции, которые сегодня обеспечивают правопорядок в этом парке. Милиция с народом! Раскулы! Турны! Луны! Радишь, что полный, тупяны! Будь то рухне, рухне, рухне! Ну и вот свежие новости, вот история, которая сейчас набирает большой резонанс про сотрудников, солдат, сотрудников воинской части, одной из воинских частей, которые выступили против Лукашенко. Так, фото предоставил канал «Моя край на Беларусь». Они написали, что им все равно они не боятся и переходят на сторону народа. Но я так понимаю, что сейчас с ними потеряна связь и, возможно, их арестовали. И, конечно же, на такие вещи Беларусь достаточно жестко реагирует. Но вот посмотрим, насколько это единичный процесс или, может быть, он приобретет более широкий характер. Вот что касается текущей ситуации, то мы подходим. Уже 20 минут осталось до закрытия избирательных участков. И сейчас, конечно, ключевая тема – это хватит ли бюллетеней и успеют ли все, кто стоял в очередях у участковых избирательных комиссий, успеют ли все проголосовать. То есть, это, конечно, колоссальный эпик фейл администрации Лукашенко и его избиркома и главы ЦИК Ермошина, что они не смогли обеспечить достаточное количество бюллетеней. И они не успевают всех запустить для того, чтобы дать беларусам возможность проголосовать и не хотят продлевать голосование. Потому что Ермошина однозначно высказалась, что ни при каких условиях продлевать голосование они не будут. Таким образом, очевидно, что большая часть сторонников оппозиции, которая долго стояла в этих очередях, реально проголосовать они не смогут. И вот это, на мой взгляд, такая... Да, вот давайте, если есть какие-то видео по поводу очередей, по поводу нехватки бюллетеней, давайте покажите, пожалуйста, что у вас есть. Это вот очередь к белорусскому посольству в Москве. Ну, здесь много живет и работает граждан Беларуси. И вы видите, что очень многие из них вот с этими белыми браслетами, которые символизируют поддержку оппозиции. И, собственно, вот я просил бы, если можно, я понимаю, что там весь интернет лежит. Сейчас у нас как бы наступила главная проблема, да, весь интернет лежит в Беларуси и мало что просачивается, к сожалению, через это. Но у нас есть какие-то видео тоже очередей там. Если есть, давайте их покажем. Если нет, давайте готовьте, скажите мне, когда это все дело будет готово. Но еще раз повторю, что это колоссальный фейл вообще белорусских властей, что они не смогли нормально организовать эти выборы. Выборы, ну, по сути дела, провалены. Я считаю, что если вот эта ситуация, она не разрешится, люди не успеют проголосовать, не хватит бюллетеней. Но это просто очевидный, очевидный повод для того, чтобы требовать отмены этих выборов и проведения нормального, повторного, честного голосования. Я уверен, кстати говоря, что реакция европейских стран на все это будет довольно однозначной и жесткой. Вот мы говорили уже с Петросом Острявичем на эту тему, который является официальным докладчиком по Беларуси в Европейском парламенте. Кстати говоря, вот я вот эту международную составляющую буду очень активно комментировать на своем личном YouTube-канале, Владимир Милов. Можете тоже на него подписываться. И вот там мы продолжим обсуждать в том числе и европейскую реакцию на события в Беларуси. Но вот сейчас мне говорят, что готово видео из Минска, которое показывает, как сейчас очередь в убирательном участке. Еще раз повторю, что это главная сейчас проблема на данный момент. Мы движемся к закрытию избирательных участков. Остались до этого считанные минуты. Многие люди не успевают проголосовать. Но власти категорически отказываются продлевать голосование. Хотя это абсолютно необходимо сделать. Ну и вот глава ЦИК, белорусского ЦИК Ермошина, призналась, что они недооценили количество необходимых бюллетеней. Недооценили явку у избирателей. И бюллетеней у них не хватает. Это говорит о том, что прежде всего большое число сторонников оппозиции. Мы уже говорили о том, что оппозиция именно призывала своих сторонников приходить голосовать во второй половине дня, чтобы избежать сертификации. Мы уверены, что за них никто не голосовал. Такие случаи тоже, вы знаете, они и в России достаточно нередкие. Но вот мы видим, что большому числу сторонников оппозиции, видимо, просто физически не получится в Беларуси проголосовать. И это еще один способ фальсификации со стороны режима Лукашенко. Помимо всяких других изощренных штук, которые они там опробуют сегодня. Ну, например, вот с проставлением вот этих малозаметных точек в бюллетенях. Там же с этими точками еще какая фишка, что их ставят вот еле-еле видно, да. То есть, если вы видели на фото, да. То есть, люди, которые просто... Или у них слабое зрение. Они могут их просто не разглядеть. Но эти бюллетени будут автоматически признаны недействительными. Потому что точки ставят против фамилии других кандидатов, а не Светланы Тихановской. И таким образом огромное количество бюллетеней за Тихановскую, где вот потом выявятся вот эти точечки, сможет быть признано белорусским циклом недействительными. Это, конечно, вот такая очень подлая и гадкая фальсификация, которую они придумали. К сожалению, нам стоит ждать повторения всей этой истории в России. И что еще я могу сказать, что... Ну, вот вы еще раз покажите вот эти вот, пожалуйста, ящики с бюллетенями, которые сложены гармошкой, которые, очевидно, визуально свидетельствуют о том, что большинство людей голосует за Светлану Тихановскую. Именно она призывала, и штаб объединенной оппозиции призывал людей складывать бюллетени таким образом, чтобы была визуально отличима пропорция, кто сколько за кого голосовал. И понятное дело, что в основном, конечно, люди голосовали не за Лукашенко. В общем, это сегодня такой чемпионский день по фальсификациям. И Лукашенко готовится к финальной битве. Вот улицы Минска перекрыты. Везде стоит оцепление, везде стоит милиция, солдаты. Очень много вот этих фотографий сейчас нам присылают. Ну, просто перекрыто все. Настолько боятся собственного народа, настолько боятся воли и заявления белорусов, что просто весь Минск перекрыли. Кстати, очень интересный момент, о котором мы говорили. Это то, что вот они стягивают все эти спецсилы в Минск. А интересно, если будут протесты в регионах. Что они будут с ними делать, и как они их будут... Все вот эти... Все это орковое войско, значит, оно стянуто в столицу. Интересный тоже момент. Смотрите, а вот мне говорят, что у нас есть видео, как девушка, которая могла наблюдать. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Мы сейчас с ним поговорим о Беларуси. Дмитрий сегодня не смог проголосовать. Я так понимаю, у нас на связи Мария Колесникова из Объединенного штаба оппозиции из Минска. Можем вывести ее в эфир? Мария, здрасте еще раз. Мы знаем, что вам надо бежать, и что у вас очень мало времени. Мы вас очень-очень рады видеть. И честно говоря, у меня там даже вопросов особых к вам нет. Мы просто хотели выразить свое невероятное восхищение всем, что вы делаете. Вы вдохновляете огромное количество людей здесь, далеко за пределами Беларуси. Просто спасибо вам всем за эту блестящую, яркую эмоциональную компанию. Вот единственный вопрос, который я могу сказать. Ну что думаете, победа будет в итоге или нет? Во-первых, вам большое спасибо за такие слова. Во-вторых, победа уже есть. Белорусский народ уже чувствует себя свободным и совершенно не тем народом, которым он был раньше. И перемены, которые произошли, они уже необратимы. Это просто вопрос времени. Я согласен. Это видно, что это уже никуда не уйдет. Но вот вопрос, готовы ли люди, возможно, к некоторой затяжной борьбе, потому что явно, что Лукашенко отдавать власть просто так не хочет. Вы знаете, три месяца назад никто не мог ожидать, что мы соберем, допустим, полмиллион, почти полмиллиона подписей из-за Бабарико. Все говорили, что это нереально, а мы взяли и сделали. Точно так же и здесь. Перемены, они, конечно, требуют времени. Это очень длительный процесс, но мы все готовы это делать. Мария, огромное вам спасибо. Вы сказали, что вам в восемь надо идти, поэтому я не буду вас держать. Еще раз, мы держим за вас кулачки. Мы все вместе с вами. Мы вами очень-очень сильно восхищаемся. Желаем вам успеха и победы. Держитесь там, как бы ни было трудно. И еще раз помните, что мы всей душой за вас. Спасибо большое. Спасибо, Львовна. Спасибо. До свидания. Спасибо. Мария Колесникова – это та самая прекрасная женщина. Вы видели вот эти фотки трех женщин, где Мария – это вот та, которая держит сердечко. И еще раз возвращаемся в студию. У нас Дмитрий Навоши здесь. Дмитрий, на самом деле, родился и вырос в Белоруссии. Он постоянно поддерживает с ними связь. И очень много комментировал событий в Белоруссии в последнее время. Вы можете его комментарии довольно такие хлесткие и точные видеть в Твиттере и так далее. А вы же сейчас пытались проголосовать в посольстве, но не смогли. Вот расскажите. Да, не смог, потому что я думаю, что не смогло очень большое количество людей. Очередь в итоге растянулась минимум на полтора километра, если не больше. Оказалось, я сам вчера звал белорусских москвичей все-таки прийти в посольство и проголосовать, и не забыть и так далее. Вот стал немножко отчасти жертвой этого. Но я совершенно об этом не жалею. В начале очереди тоже стояли мои друзья. И я мог проголосовать раньше. Но я вижу, что вся эта очередь будет голосовать так же, как и я. Поэтому зачем я буду у кого-то отбирать голос? Больше от этого бюллетеней правильных не станет. То есть, вы уехали где-то в половине восьмого оттуда. Или где-то так. И людей оставалось... Можете сказать цифр? Я думаю, что на пике там были тысячи. А так несколько сотен оставалось. Это вообще дикий скандал. Мне кажется, что это одна из самых скандальных ситуаций с этим. Именно вот... Я не говорю про войсковую технику. А я именно говорю про голосование. Что Ермошина признала, что не хватило бюллетеней. Что они не успевают просто обработать всех желающих проголосовать. И не хотят продлевать голосование и так далее. Друзья, есть у нас кто-то сейчас на связи? Скажите мне, пожалуйста. Если нет, то мы просто продолжим с Дмитрием. Предупреждайте меня заранее. Но не знаю. Мне кажется, они облажались просто везде по периметру. Еще и с этим. Я буквально на днях тоже писал небольшой пост о том, что система Лукашенко сильна своей ригидностью. Тем, что все эти винтики послушные крутятся. Даже несмотря на огромное общественное давление. На явное преобладание людей, которые хотят другой власти. Хотят изменений в обществе. Но слабая ее сторона стоит в том, что это немножко говорит о глупости. Люди, которые не эмпатичны. Которые не способны испытывать симпатию к окружающим. И как-то их понимать. Те, кто выполняет даже дурацкие приказы. Они сами по себе не очень умны. Поэтому на каждом этапе этой выборной кампании совершалось колоссальное количество идиотских ошибок. И каждый из них заставлял новых людей задуматься. Хочу ли я жить в такой стране. То есть правильно говорить, что они по сути настолько сильно оторвались от страны. Что они вообще ее не понимают. Ермошин говорит. Мы не ожидали, что придет столько людей. Ё-моё, а куда вы смотрели-то все эти месяцы? Это же было понятно, что... А я скажу, куда они смотрели. Они смотрели в докладной записке КГБ. В других своих аналитических ведомствах. Там было написано примерно то, что говорил Лукашенко. Что это какие-то карусели он видел в этих огромных километровых очередях людей, которые собирались оставить подписи. Что это какие-то люди, инспирированные Западом, Востоком. И еще непонятно кем. В итоге в конце Лукашенко запутался и сказал, что против нас ведется гибридная война. Но я еще не знаю, кем она ведется. Непонятно. Мы не можем выяснить этих людей. То есть, как бы у людей, у драгдилеров, у людей, кто торгует наркотиками, все-таки есть такой закон не употреблять вот это вещество, которое они пытаются втюхивать другим. А пропаганда белорусская во главе с Лукашенко и людьми, они сами потребляют ту же информацию, которую они пытаются толкать в общество. И они оказались абсолютно в отрыве от общества. А вы знаете, Дмитрий, это совершенно неудивительное дело. Потому что я сам, как бывший бюрократ, я это знаю. То есть, они начинают сами верить в эту фигню, которую они говорят. Они знают, что она придуманная, но она соответствует их картине мира. И вот они считают, что там реально можно основывать какие-то свои действия и шаги на ней. Мне говорят, что у нас на связи еще один наш очень уважаемый международный гость. Это бывший премьер-министр Литвы и большой друг всех свободных людей в Белоруссии и в России, Андрис Кубилюс. Он тоже член Европейского парламента и член Комитета по международным делам. Он очень активно занимается там поддержкой борьбы за свободу граждан в наших диктаторских странах. Андрис, здрасте. Очень рада вас видеть. Спасибо, что вы с нами. Здрасте, Владимир. Здрасте. Приятно вас видеть. И очень многие люди, нас смотрят очень много людей, в том числе и те из Белоруссии, кто пробивается через вот эту вот всю блокаду интернета, они хотят слышать главное. Какой месседж единой демократической Европы народу Белоруссии? Будет ли реакция вот на все эти брутальные действия, репрессии, фальсификации со стороны режима Лукашенко? Ну, во-первых, конечно, мы с большим интересом наблюдаем и с большой солидарностью. И за последние месяцы мы имели очень много самых разных зум-конференций, семинаров и тому подобное. И, конечно, сегодня с большим, ну, не знаю даже, как сказать, не только интересом, но и с большим чувством солидарности смотрим на то, что происходит во время голосования, какие большие очереди, сколько много этих бюллетеней уже как гармошка сложенных, что показывает, что они голосуют за, действительно, за Светлану Тихановскую. И можно сказать, что действительно этот прогноз Саши 3% по тем урнам, которых вы вот видели фотографии, он как бы и действительно происходит. С другой стороны, конечно, мы понимаем, что господин Лукашенко, он нарисует там цифры любые. Здесь можно просто как бы ставить вопрос, сколько он там себе запишет, 70 или 80 процентов. Но это ничего не меняет, потому что то, что мы видим, это действительно совсем другую нацию белорусскую, которая как раз вот в это время, во время этой выборной кампании себя и нашла. И которая пошла голосовать за символ своих перемен, за символ, которым является Светлана Тихановская. Конечно, вопрос стоит, что дальше. Но, во-первых, мы, конечно, должны констатировать очень простые вещи. Во-первых, нормально выборы Александр Григорьевич у белорусского народа украл. И украл и кандидатов, которых посадил в тюрьму, украл и фенов комиссии, наблюдателей, и преждевременное голосование. Но и он нарисует какие-то цифры. Это не сделает его легитимным президентом. И это должно быть очень четко сказано и всеми структурами Европейского Союза и всего Запада. И я как раз думаю, что вот это и будет сделано в ближайшее время, если действительно то, что мы прогнозируем, что Лукашенко себе напишут какие-то цифры. С другой стороны, Европейский Союз должен признать, что общество или нация белорусская, она себя проявила очень ярко. И Европейский Союз должен стоять с этой новой белорусской нацией. Это значит, что должны мы думать, как помочь белорусскому обществу воплотить в жизнь те перемены, которые могут поставить Беларусь рядом с другими европейскими странами и государствами. Андрей, спасибо большое. Вот по поводу как раз вот этого единства мнений в Европе на тему Белоруссии и какого-то порядка дальнейших действий. Вот насколько вы или ваши коллеги по Европейской Народной Партии планируют прямо вот в ближайшее время уже в практической плоскости ставить этот вопрос и инициировать какие-то обсуждения, что Европа будет делать в качестве ответа на тот беспредел, который мы видим сегодня. Вот в ближайшее время каких-то конкретных мероприятий и дискуссий на эту тему можно ждать? Конечно, они будут. И насколько я вижу, вот уже объявление наверняка во вторник как раз такой семинар будет организован Европейской Народной Партией. Но наряду с Европейской Народной Партией и с теми нашими коллегами с Европейской Народной Партией много есть коллег из других европейских партий и с либералов и социалистов, которые ситуацию видят очень похожим образом. И, во-первых, конечно, если все пойдет так, как мы можем прогнозировать, что Лукашенко нарисует себе там цифры какие-то и попытается остаться нелегитимным президентом, конечно, во-первых, это должно быть очень четко высказано и Европейским Союзом. Второе дело – это персональные санкции против тех, которые украли вот эти все выборы. И третье – это очень четкое требование возврата то, что было украдено. То есть новые выборы по всем международным стандартам, европейским и международным стандартам, которые помогли бы действительно на те перемены, за которые высказывается большое большинство белорусских граждан, воплотить в жизнь. И что откроет все двери для белорусской нации стать полноправным европейским партнером во всех европейских делах? Ну, я знаю, что есть вот многие люди в Европе, которые говорят, что если мы будем ужесточать санкции против режима Лукашенко, то это еще больше развернет его в сторону Путина. Вы знаете про все эти разговоры, про нашу возможную интеграцию. Мы сейчас попозже к этой теме в нашем стриме вернемся. Но я знаю, что в Европе есть много таких людей, которые высказывают вот такую типа прагматичную позицию, что давайте его не раздражать, а то он к Путину уйдет. Что вы могли бы на это ответить? Ну, во-первых, я думаю, что то, что происходит в Белоруссии вот сегодня и за все последние месяцы, должно быть самым большим ужасом для господина Путина. Потому что это показывает, что приходит конец в постсоветском пространстве всем. И то, что совпадает вот все развитие в Белоруссии с теми выступлениями в Хабаровске, я думаю, что это действительно показывает какую-то очень ясную тенденцию. Срок годности для авторитарных режимов в постсоветском пространстве, он уже... Подходит, уже вышел, да, истек. Уже вышел, да. И поэтому я думаю, что Путину вот то, что он видит, как пробудилась нация белорусская, это ему, конечно, кошмар. И я думаю, что и прогнозирую, что что-то похожее мы увидим и в России. Если не в сентябре, не в этих региональных выборах, тогда на выборах в Думу и тому подобное. Теперь насчет Лукашенко, как он сохраняет здесь суверенитет Белоруссии. Я думаю, что он действительно является самой большой проблемой для суверенитета, потому что он и сам начал все эти договора о союзном государстве. И к тому же, конечно, он останавливает развитие нормальной Белоруссии, которая может быть сильным европейским государством, не позволяя людям действительно воплощать в жизни те перемены, которые они желают. А все эти разговоры о том, что нужно как-то сохранять Лукашенко из-за каких-то прагматических интересов, знаете, мне очень напоминает времена 90-х годов, когда мы выходили вот с такими демонстрациями и песнями о переменах с нашим савидесом тогдашним и требовали и демократию, и независимость. И нам, с Запада, тоже приходило очень много таких пожеланий. Вы тут смотрите, вы можете очень много вреда сделать Горбачеву. Но мы говорили, что мы все равно пойдем, и мы были правы. Спасибо вам огромное, Андреус, за такую здоровую и правильную, на самом деле, принципиальную... ...в свободе и в Белоруссии, и в России. Спасибо европейским... ...очень приятную позицию победителя, что Юрий Лональд Туск приятно высказывал тему того, что... ...известный... ...they cannot be left alone, да, мы не можем оставить белорусов одних, и Туск, на самом деле, много комментировал эту тему. Мы верим, что Европейская Народная Партия здесь возьмет на себя определенное лидерство в том, чтобы защитить права и свободы белорусов, и их право на честный выбор нормального будущего для своей страны вместо диктатуры. Спасибо огромное, что... Андрей, если позволите, от имени белорусов я скажу вам спасибо. Я, конечно, не представляю всех белорусов, но я вижу, какой большой резонанс ваших и ваших коллег выступления по белорусскому вопросу вызывают в стране. Очень-очень вам признательны белорусы, Литве, и вам лично это... Спасибо большое. У нас это наш гость в студии, Дмитрий Навош, он сооснователь и совладелец крупнейшего портала о спорте на постсоветском пространстве, Sports.ru, и он сам из Белоруссии, он очень активно комментирует эти события, вот я рад, что он тоже слышал ваши слова, и на всех это очень подушевает. Огромное спасибо вам всем, и... Спасибо, Владимир, спасибо большое за нашу свободу. Обязательно, спасибо, спасибо еще раз. Спасибо. Вот смотри, очень важная история, да, то есть, насколько даже все, очень многие люди в мире уже увидели, насколько сильная вот эта эмоциональная волна пошла снизу от белорусского общества, то есть, Лукашенко уже просто не сможет что-то там нарисовать, это уже никакого кредибилити, никто не верит в это дело. Ну, это открытый вопрос, потому что в состоянии еще на пару недель назад, или там на четыре недели назад, в белорусском обществе были серьезные опасения относительно вот этих вот релполитик-подходов по отношению к Лукашенко, многие были расстроены позицией Европы, недостаточно жесткой, ну, в принципе, масса оснований для ведения санкций появилась в конце мая, когда пошли первые аресты, включая там того же Тихановского, и в июне, когда основная волна арестов прокатилась по Белоруссии. Но, с другой стороны, важно, чтобы белорусское общество осознало, что от него зависит больше всего, и любая внешняя помощь, это может быть какое-то, как сказать, ну, то есть санкции против людей, кто совершает преступления против личности, ну, это очевидное решение, оно, наверное, должно быть принято, но без, за белорусское общество никто изменения в стране не проведет. Это совершенно точно. Ну, вот я хотел, слушай, насколько вообще, вот просто, если отвлечься на секунду, насколько фантастически это все выглядит, да, вот эти женщины, прекрасные хедлайнеры компании, да, вот эти люди, которые выходят, с одной стороны, Лукашенко, ощерившиеся, значит, всеми этими силовиками, а с другой стороны, вот реальная прекрасная белорусская нация, как мы его видели вот в эти последние недели, это фантастика, я давно такого ничего не помню. Да, и знаете, это вызывает у многих сторонних наблюдателей, вот я вижу по реакциям в соцсетях, в некоторых публикациях, что это какие-то хитрые политехнологи стоят, которые фантастически в духе там сериала HBO провернули вот такую историю, и это удивительное мнение, которое построено, на самом деле, на неполной осведомленности, я знаю многих людей, кто работал в штабе, мои сотрудники работали в штабах всех трех основных кандидатов, Бабарик и Цапкало, Тихановская, и знаю многих людей, кто там работает сейчас, это делается настолько на коленке, настолько стихийно, группой людей, которая была собрана буквально в чатике, в телеграме, за ту неделю, которая была отведена на создание инициативной группы, из незнакомых друг с другом людей, ну или там знакомых с другом, в основном это было реально, в чате к телеграме и гугл док, в который все записывали, чтобы быстро-быстро начинать собирать, потому что компания была сжата искусственно до трех месяцев, вместо пяти положенных по конституции, и это были люди, которых все-таки не смогли разжать, а десятки людей из инициативных групп сидят, и не смогли запугать, некоторые отвалились из-за давления, и несмотря на всю вот эту наколеночность, согласен, выглядит фантастически. Но это на самом деле очень сильно видно, что я как человек политически опытный, и участвующий во многих выборных кампаниях в том числе, очень сильно видно, что есть здесь большой элемент импровидности, тем вот на мой взгляд выгляделее выглядит тема, что это как бы большое движение снизу. Абсолютно. Освободительное движение, которое перезрело, и вот оно находит выход в таком креативе. Да, абсолютно. Я где могу пытаюсь про это рассказывать, что самое важное событие в Беларуси это не Бабарико, не Сергей Тихановский, не Светлана Тихановская, не Валерий Цепкало, это именно низовое движение и общество. Люди, и даже не отдельные люди, а способность людей организовываться. Я знал, что анти-Лукашенские настроения довольности массовые, способность людей переводить недовольство не в посты в Фейсбуке, а в действии, в организацию, в создании IT-проектов, в организацию сбора подписей, когда тебя буквально в этот момент сажают, за тобой гоняется милиция, люди там, не знаю, вынуждены переезжать, ночевать не у себя дома, чтобы их нельзя было накрыть, потому что у них, не знаю, завтра решающий день сбора подписей, нужно дособрать 100 тысяч. Это было феноменально, и я этим потрясен. Да, честно говоря, просто никто... Мы с Кубинусом же, например, я был в декабре в Европарламенте в Брюсселе, и он там организовывал мероприятие, где я выступал. И мы тоже говорили о Беларуси, что предстоят выборы, но, блин, ну никто даже не ожидал. Все думали, что это будет обычное, значит, там Лукашенко себе нарисует 70% голосов, ну будут какие-то демонстрации, но он все подавит. Вот такого реально просто никто не ожидал, и белорусы задают какой-то стандарт. Слушайте, мне говорят какие-то фантастические вещи, там пришла какая-то информация, что самолет Лукашенко улетел. Улетел? Да ладно! Это кто? Откуда данные, ребят? Это... Я был бы... Ре-новости? Это выглядит... Нет, это не выглядит как Ре-новости, это выглядит как... Это выглядит как Лента.ру, вот эта вот штука... Задержан доверенное лицо Светланы Тихановской-Козлов, но, кстати, это не первое задержание. Да, я успел это ретвитнуть, я скажу, почему он задержан, задерживают, и это было предопределено абсолютно, извините, Николай, я был уверен, что вас задержат, задерживают любого человека, кто сможет держать мегафон. То есть, почему еще девушки в большинстве мужчин похватали, и те, кто способен просто на улице взять мегафон и от него говорить? То есть, они не как Лукашенко пустил Тихановскую, потому что он считает ее женщиной, потому что он считает ее слабой, и точно так же они как бы на физическом комплексе... Для Александра Григорьевича Лукашенко женщина, это все-таки такой друг человека, это, в общем-то, хорошее такое существо, полезное, которого не нужно опасаться. Абсолютно такой пещерный, средневековый сексизм... Ну, это только показывает то, насколько общество переросло, власть, которая над ним стоит, или уже висит. Почему он так долго сидит? Ведь все-таки, еще раз, это же суперталантливая, креативная нация, вот по всем параметрам, посмотрите, какие там, я не знаю, они места занимают по странам, по качествам, там целый рэнкинг есть по программистам, и по разным сферам, и белорусы, как бы, они там в топ-5 постоянно, по многим позициям присутствуют, и вообще, там много чего можно хорошее говорить. Почему так? Ну, это больной вопрос для Беларуси, и, конечно, я думаю, что будет очень много рефлексии, когда режим Лукашенко окончательно растворится, или рухнет, или что там с ним произойдет. Очевидно, что произойдет в три дня, когда эти будут три дня, они будут вот на этой неделе, они будут через полгода, или через год, больше года, тяжело очень дать такому режиму. причина номер один, это все-таки, ну, как бы, вот эта вот ригидность диктатуры, то есть, очень жестокое подавление, очень агрессивное преследование, Лукашенко всегда бил по точкам консолидации общества. Вы знаете, это в России, нет возможности сделать нормальные партии, СМИ, как точка консолидации, возможно, они очень сильно ограничены в Беларуси, журналисты, лидеры мнений, как те же блогеры, то есть, подавлялось все. Уличные собрания к ним относились вообще абсолютно истерически, то есть, даже мирные согласия, собрания, точнее, все собрания в Беларуси были мирными, уличные, да, и даже флешмобы просто с аплодисментами тоже пресекались очень жестоко ОМОНом. И вторая история, это, наверное, миролюбие Беларусского общества. Все-таки, ментально, я думаю, что страх противоположного с соответствующими структурами, он довольно высок в Беларусском обществе. Миролюбие, да, но вот вопрос, вот он же настолько неприкрыто, просто по-свински угрожал беларусам, он же фактически все, что говорил последние несколько недель, говорил, я вас буду мочить, я вас буду давить, но по идее, по идее, это должно, по идее, это должно вызвать, ну, противодействие, естественно, то есть люди должны оскорбиться на такое, вот, есть ли дополнительно такая... Они оскорбили, совершенно очевидно, что к концу кампании рейтинг Лукашенко гораздо ниже, нежели в начале кампании, хотя он был очень низким с самого начала, и, кстати говоря, если говорить про срок, то еще подарок, конечно, Лукашенко сделал Путин, самые беспроблемные выборы у Лукашенко в 2015 году, когда оппозиция просто отказалась от борьбы, мы слишком, мы белорусы, слишком сильно боялись, что Путин сейчас придет и заберет страну, и по сути, уступили, подарили Лукашенко еще 5 лет, не было вообще никакой попытки даже пытаться... Лучше как бы devil you know, то есть дьявол, как черт, который мы знаем. Говорят, что Франк Вечерко готов с нами выйти на связь, давайте, если можно, его дадим. Да, готовьте, но вот, смотрите, тут вот впервые в истории Белоруссии некоторые участки продолжают работать, избирательные, после того, как 8 часов, по идее, они все должны были закрыться. Интересный феномен, то есть все-таки они вот не пошли на то, чтобы брутально так все закрыть, и голосование продолжается. Самолет, который связывает, вот откуда инфа, самолет, который связывает с семьей Лукашенко улетел в Турцию. Информацию МБХ-медиа обнаружил на сервисе ADS B-Exchange. Ну, знаете, вот я еще, я еще, измелья спрошу про это дело, я не сторонник такой теории, что вот он прям так вот испугается и убежит. Вот многие, там один из кандидатов, снятых Валерий Цыпкал, он напоминал про филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса, который тоже в итоге после протестов улетел. Слушайте, Маркос в 86-м году, он адски сопротивлялся, там кучу народу поубивали, и он улетел только после того, как ему сказали американцы, которые патронировали филиппины и были массовым источником там помощи. Им они сказали, слушай, чувак, садись на самолет и уезжай, и он не хотел этого делать. Поэтому, на мой взгляд, вот Лукашенко скорее из этой породы, вот Дмитрий, вопрос, на что он готов пойти? Готов ли он перейти там все красные черты, защищая собственную... Ну, я не доверяю этой информации о том, что он улетел, я не думаю, что это произойдет так быстро. Конечно, в какой-то момент это произойдет в один день, то есть мы понимаем, что весь этот лукашенковский режим растворится буквально в очень короткий срок, то есть просто как будто табличку с таможенной и будет просто другая страна, это произойдет быстро и бескровно, ну, начиная с точки перелома. Что до этой точки перелома нам предстоит ожидать? Ну, Лукашенко, конечно, является человеком, который способен отдать любой приказ. Я не уверен, что мы можем говорить о нем как о полностью адекватном и полностью здоровом человеке. Все уже, да? Вышел? Ну, он давно все в Беларуси. В Беларуси есть очень такая популярная формулировка в его отношении, что он больной на власть. Это вот такое вот расхожее определение, но похоже, он уже больной не только на власть. То есть, очень все-таки он себе сам вредит регулярно какими-то высказываниями и резкими выходками. Это не говорит о какой-то адекватности и психическом здоровье человека. Вот что происходит сейчас в голове у среднего и нижнего уровня силовиков? Вот, не знаю, средний офицерский состав, что какой-нибудь там подполковник это, я думаю, что самый интересный и один из самых важных моментов. А вот они уже, то есть, по идее, если так попробовать оценить, скорее всего, они все все поняли. То есть, они реально поняли, что поддержки нет. Или там есть какие-то темы? что все, я думаю, что у людей нужно поддаваться, как я уже говорил, устойчивая видность системы было во многом отборе, не все по всему тому, что они делают. Такое количество абсолютно дурацких ошибок, оскорбительных для общества. То есть, нарочно не придумаешь. Но, конечно, отказывать силовикам в том, что они тоже обладают самосознанием, они тоже видят, что происходит, мы не можем. И мы надеемся, конечно, что часть из них понимает, что отвечать на вопрос, что ты делал летом 2020 года, придется многим белорусам, включая силовиков. Мне говорят, что у нас снова Франок Вечерко на связи. Давайте его подключим. Подключим. Сейчас каких-то конкретных данных непосредственно смесь, что там происходит. Франок, отапдейтите нас, вы лучше знаете, как там ситуация, вот как сейчас обстоят дела на этот момент. Ситуация прекрасная. Все под контролем, как сказал бы Лукашенко. Ему написали его заветные 79%. Все, кто участвовали в ставках, в тотализаторах, я вас поздравляю, вы победили. А Тихановской дали 6,5%. Вермошина хотела дать 5%, но немножко подняла до 6,5%. Наверное, решили порадовать оппозицию. Интересно, что все эти провластные социологи, они каким-то образом все так точненько угадали. И даже Марков, такой известный белорусский пропагандист, такой вот, как белорусский Соловьев-Киселев, он даже майку пару дней назад носил, вот майку «Я, мы» 78,1%, точно так, как вот сейчас получает Лукашенко. Короче, у них вот идеальный такой дизайн победы, они все делают по плану. Но посмотрим, насколько это разогневает, конечно, сторонников Тихановской, потому что для многих, я уверен, для многих, кто впервые присоединился к политике, будет таким небольшим шоком увидеть. Их реально, наверное, сейчас трясет, и они не понимают, как это так возможно обманывать людей. Скажите, а вот эти цифры, которые вы сейчас озвучивали, это какие-то такие приблизительные, или это у вас есть первые данные о том, как там экзит-полы прошли, или там посчитали голоса, или что вот откуда, 79,5% это что? Это официальный экзит-пол, который проводился, который неизвестно проводился ли вообще, но его опубликовали буквально. Не проводился, мы это, в этом может быть уверены, да, Франк? Да, у нас в студии Дмитрий Навоша, я думаю, вы его знаете, да, он основатель и совладелец Sports.ru, да, вот, то есть, они сразу выкинули официальный экзит-пол, типа, даже не надейтесь вот с таким настройками. Вот, за последние полчаса, премия после полчаса все поменялось, значит, они выкинули экзит-пол, эти результаты будут схожи, это плюс-минус один процент с финальными результатами, а потом, вот, информация поступила, что уже напечатанные там миллионы или сколько копий советской Белоруссии на завтрашнее утро и почтальонов всех мобилизируют, чтобы они разбросали по каждой почтовой, по каждому почтовому ящику утром с этими результатами. Плюс, выступила Яр Мошин, она рассказала, как голосовали за разных кандидатов в закрытых частях, ну, где голосование кончилось раньше, потому что мало людей, там, военная часть, больницы и так дальше, и она тоже говорила, что да, были люди, которые голосовали за Тихановскую, да, и вот солдаты были, которые отказались голосовать, с таким вот несчастным голосом, но, но вообще, это, конечно, вопиюще, да, и это такое вот, немножко, скажем, провокационно, с их стороны, они даже не попробовали как-то сгладить, написать хотя бы немного меньше, хотя бы какой-то реверант сделать, чтобы людей утихомирить, успокоить, они просто пошли вот в такой прямой конфликт. И вы думаете, что это тоже в итоге пойдет им в минус, да, то есть, что они слишком агрессивно себя подают и не хотят скорректироваться на какие-то реалии на земле? Ну, я-то привык к тому, что политика это такое мастерство гибкости, да, и сам Лукашенко в дипломатии эту гибкость постоянно демонстрировал до этого времени. В выборах, то, конечно, он никогда гибким не был, и всегда писал результаты, которые нужны, но вот это как раз тот момент, когда нужно было как-то тактику, наверное, ему было бы лучше эту тактику как-нибудь исправить, да, и как он когда-то отступил, когда протестовали тунеядцы по всей Беларуси, он бы мог и здесь немножко уступить там, или, ну, там, пойти, сказать, что да, вот я понимаю, признать, и при этом бы он уменьшил количество протестующих потенциальных на улицах, и в том числе вот этих неофитов, которые не уверены еще, и которые не готовы отстаивать свой голос, он бы их тоже немножко успокоил, потому что сейчас нужно понимать, что вот эти результаты, которые сейчас озвучиваются, они становятся шокирующими для многих людей. Я не знаю, как Дмитрий, но вот мне кажется, что это однозначно многих, конечно, удивит, тех, кто никогда в политику не верил, не брал участия и не знал про фальсификацию. Франик, а почему он не хочет проявить гибкость? Он реально испугался, что если он сдвинется хотя бы на миллиметр, то дальше это уже будет. Люди почувствуют запах успеха, и это будет лавина. Почему такое отсутствие гибкости? Ну, он такой авторитарный популист, ему нужно демонстрировать вот это все власти, народную любовь, поддержку, что его носят на руках, и ему нужно, когда он эти результаты подносит, вот столбиками, вот эти инфографики, которые он очень любит. Лукашенко любит все эти инфографики, ему постоянно, когда мы видим, что ему рисуют, там пишут, там картинки, коронавирус, там вот его цифры, такие цифры, и ему нужно, чтобы его столбик был там вот такой вот, ну, знаете, как показывают, да, нужно похвалиться вот такой размер, а у всех остальных вот такой, и вот именно вот для вот этого морального, психологического перевеса тебе нужен вот такой, вот у меня вот такой, а ты, типа, здесь и близко не стоял. Да, ну, вот доктор Зигмунд Фрейд в свое время очень четко описал весь этот феномен психологический, да, но вот тут приходят данные других экзитполов, это наша крайна Беларусь, я так понимаю, дает данные экзитполов за границей, где там больше 71 процента за Светлану Тихановскую, и только 10 за Лукашенко, но это как бы было видно по этим белым браслетам, с которым все стояли, и тут Дмитрий же, Дмитрий пытался проголосовать в белорусском посольстве в Москве, но так и не смог, но там как бы все были с этим да, и у меня есть отдельный экзитпол по Москве, 3788 человек проголосовало, 78,5 процентов за Тихановскую, у Лукашенко 6 процентов, при том, что отказались от ответа 12 процентов человек, понятно, понятно, ну и кстати, вот мне сказали, что, я не знаю, есть какие-то картинки на эту тему, или что, что там люди продолжают оставаться у посольства Беларуси в Москве, и туда стягивают полицию, правильно я понимаю, ребят, да, 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 то есть, трэш перекинулся уже, не думайте, что это что-то такое вас не касающееся, дорогие мои россияне, этот трэш перекинулся и сюда, в Москву, ну конечно же, вот эта вся манифестация свободы в центре нашей столицы, да, это не только про Лукашенко, это на самом деле, конечно, колоссальный удар и по Путину, потому что, ну, вышли-то огромное количество людей с белыми браслетами, которые явно показывают, что люди поддерживают борьбу против диктатуры в соседней, близкой нам стране, да, для Путина это такая неприятная ситуация, поэтому я совершенно не удивлен, что они сгоняют туда всех этих наших диджиморд, Франок, вот мы здесь говорили с рядом белорусских экспертов, политологов, о том, как будет вести себя белорусский эстеблишмент, и вот я Дмитрию тоже хотел задать этот вопрос, да, то есть, понятное дело, что они, конечно, будут там выжидать до последнего, и я каких-то переходов на сторону народа, там, заметных, пока не жду, да, но вот многие говорили из наших собеседников, что, как бы, из-за Лукашенко тоже рвать рубаху на груди, вот, кроме, может, Ермошиной, там, особо никто не рвется, вот, как вы оцениваете позицию всего этого номенклатурного класса, как он будет себя вести? Да, вообще, вот эта бюрократия, номенклатура, она же такая технократическая в основном в Беларуси, большинство министерств, это люди, которые профессионально росли всю жизнь, там, заканчивали там сельскохозяйственное училище, потом академию управления, потом начинали мелкими сошками в министерстве сельского хозяйства и дорастали до министров, и понятно, они не политики, они никогда не рвались в политику, и для них публичное выступление, это вот из родни вот чужого, боже мой, только не ставьте меня вперед, это вот такие бюрократы, чиновники, которые отлично исполняют свою работу, и не будет Лукашенко, они будут так же отлично ее исполнять и комфортно себя чувствовать, но вот этих политиков внутри лукашенковской власти, их не так много, и эти политики обычно, они представляют вот эти классы, эти группы, которыми Лукашенко и как-то маневрирует, есть вот Макеевская группа условно, это политическая группа, они такие, конечно, более либеральную повестку продвигают, плюс отбеливают режим на Западе, была такая группа Шуневича, силовиков, такие олдскульные, такие новоимперские пацаны, которые там была, я понимаю, что и МИД, и внутренних дел, и милиционеры, МВДшники, и бывшие силовики входили в эту группу, и вот эти политики, которые могли бы перейти в какая-нибудь из этих групп, они не готовы к этому, и нету даже никаких знаков, сигналов, месседжей, что кто-то из этих политических групп даже вот как-то сомневается. Есть тысячи чиновников, армия чиновников среднего и мелкого звена, какие-нибудь там участковые, там районные, там начальники и так дальше, они могут переходить, сколько им лезет, но ихней власти, ихней силы вообще не хватает, чтобы что-то там изменить. Даже если сегодня в какой-нибудь там Рогачеве и глубоком окружит райисполком и выйдет председатель райисполкома и скажет, я с вами, люди, я знаю, что 90% из вас голосовало за Тихановскую, то это особенно не изменит погоды, потому что власти у него как кот на плак. Все равно ему не подчиняются силовики, менты, КГБшники, и они просто или его арестуют, или просто его потом спешут в утиль. Понятно. Франк, спасибо большое. Мы еще постучимся к вам чуть попозже и попросим вас нас отапдейтить. Вот сейчас завершилось голосование, хотя не везде многие участки все-таки продлили работу, несмотря на угрозы Ермошиной. Чуть попозже подключимся к вам еще. Огромное спасибо. Сейчас пока прощаемся. И, ребята, а мы можем дать ревстрим какой-то, да, вот сейчас очень много происходит у посольств, я так понимаю, да, где люди не смогли проголосовать, кричат позор там. Мы можем дать сейчас это в эфир. Давай. Уважаемые граждане, отменили, пошел в Северную Беларусь. На сегодня свою работу закончила. Это был Питер, где люди недовольные и массово возмущаются и кричат позор. И сейчас похожая ситуация из Москвы. Давайте это посмотрим. Возвращаемся в студию, что-то зависло. Это, я так понимаю, что у нас ревстрим зависит. Ну, короче, эта ситуация там, она много где. Она в Киеве, она в Вильнюсе. Давайте все-таки попробуем еще раз это вывести. У них нет? Ну, не знаю, вряд ли. В Минске. Хорошо. Перейдет ли это в затяжной режим? То есть, люди-то не примут этих нарисованных в 80-ти там или сколько процентов, да? Все равно, мне кажется, эти протестные настроения никуда не уйдут. Вот все-таки, что будет дальше? Да, абсолютно точно изменения, которые происходят в белорусском обществе стали необратимыми и к этой необратимости изменений привело именно осознание людей себя как большинства. То есть, в Беларуси сейчас все удивляются вот этим, это и ругание Александра Лукашенко на оппозицию. Он же теперь оппозиция, он в явном меньшинстве, это просто такая агрессивная оппозиция только со штыками. Ну, как я говорил, я не нахожусь в плену иллюзии, что одним одной демонстрацией, одной акцией, одним быстрым действием можно все изменить, хотя полностью этого тоже не исключаю. Ну, в Беларуси в целом люди понимают, что обратный отсчет этого режима пошел и, ну, как бы очень важный вопрос, это понимание довольно свежее. Оно вот наступило вот в мае, когда за Тихановского, за Бабарико начали выходить огромные толпы людей по всей стране и люди просто увидели, как их много друг рядом с другим, типа, и ты тоже против Лукашенко? Да, конечно. И в этот момент, включился обратный отсчет, это совсем свежее событие, и многие люди во власти или в силовых органах, наверное, не полностью успели это осознать. Слишком уже агрессивно, там, телевидение Лукашенко, вот вся эта накачка, что это западная технология, это русские технологии, это русские деньги, это карусели, кто-то, вот, наверное, с этой параллельной реальностью, которая создавала власть, людям еще кому-то, наверное, придется расставаться. если говорить, что частью режима, например, являлись пропагандисты и артисты, и спортсмены, то там раскол идет полным ходом. Это как раз люди уже образованные, эмпатичные. Да, прервемся. Да, это картинка, мы продолжаем говорить с Дмитрием, но это вот картинка у посольства в Москве, вот мы так понимаем, что там собрались и те люди, которые не успели проголосовать, и, наверное, еще другие. Я подозреваю, что это люди, которые в основном не успели проголосовать, к сожалению. И вот главный вопрос, на самом деле, это был какой-то саботаж и намеренное замедление работы, чтобы люди не смогли проголосовать. Или это все-таки так сложилось? В Петербурге, вот в этой очереди, у меня стояли приятели и 8 часов, это как вообще? Ну, мне кажется, что здесь не могло не обойтись без элементов такого. То есть, там были разные сообщения, что они намеренно задерживают проход людей, были видео, что люди возмущаются, то есть, вот элемент саботажа был, да, но, конечно, то, что вот это сейчас переросло в такие впечатляющие массовые акции у посольств Беларуси, это серьезная история. Но вот возвращаемся, я хочу все-таки перевести все в позитивную волну, потому что то, что вот это происходило последние месяцы и недели, это же уже никуда не уйдет, это просто не может уйти, да, и я думаю, что вот все, что делает Лукашенко, для меня это выглядит как то, что он хочет прям вот одним махом так раз вот перевернуть эту страничку и закрыть тему, нате свои 80%, успокойтесь, иначе побьют. Да, потому что так было всегда, он всегда так делал, то есть были, конечно, сильные волнения и протесты и на выборах, помимо выборов в 2007 году была такая предупредительная для Лукашенко волна протестов, уже тогда он мог бы задуматься, потому что тогда очень сильно включились регионы, ему пришлось откатывать свой указ, согласно которому он хотел налогооблагать безработных, дополнительно налогооблагать, а не выдавать им пособия. И, как я говорил, артисты, спортсмены, музыканты в подавляющем большинстве, практически все отвернулись от Лукашенко. Если мы посмотрим на список его доверенных лиц, там сплошь какие-то вот чиновники, скучные, унылые чиновники, и это в конечном счете действительно делает систему беспомощной, потому что эти доверенные лица поехали в какие-то там трудовые коллективы, начали разговаривать. Это серые чиновники, они не способны ответить на нормальный вопрос. В YouTube есть несколько прекрасных видеороликов, как простые какие-то рабочие из минского чиновника в галстуке делают болеющее какое-то существо, потому что он не может ответить нормальные вопросы, почему вот так, почему люди в тюрьме, и так далее, и так далее. Это очень похожая деградация вот этого человеческого капитала на госслужбе, который происходит у нас в России. То есть, Путин, например, проводит такую же политику, он главным качеством, положительным считает лояльность. Лояльность, да. Ну, а послушный чувак, у него оборотная сторона, значит, что, у него инициативы нет, он как бы такая машинка по выполнению приказов. Сказали туда, пошел туда, сказали сюда, пошел туда, а вот реально управлять чем-то креативным процессом заниматься он не может. Да, я вот хотел сказать, закончить эту мысль, что такие классы, как там, не знаю, артисты, которые пели на государственных концертах, практически все уже отвернулись от власти. Лукашенко очень сильно на счет рефлексирует, и он прям негодовал в двух своих выступлениях в интервью Гордона и в обращении к обществу, которое он делал несколько дней назад. Я не смог заставить, а посмотрите. Нет, это не стоит, не стоит. В интервью с Гордоном, к сожалению, не были заданы важные вопросы. Это был классический такой режим монолога. Лукашенко готов многочасовые монологи вести у Гордона. А вот обращение к обществу белорусскому и к своему партхозактиву было довольно интересно. Просто первые 40 минут промотайте, где он описывает мировую ситуацию, что весь мир бурлит. А Гордон пошел говорить то, что думал. Да, когда он отходит от бумажки, то, конечно, включаются очень сильные эмоции. Он очень сильно обижен на артистов, очень сильно обижен на спортсменов, очень сильно обижен даже на лицей БГУ, потому что они тоже выступили с открытым письмом. И он там, по-моему, сказал, что он взрастил этот лицей БГУ, хотя он существовал даже до Лукашенко до 1994 года. Он правда считает, что он всех их вырастил. Он чувствует, что это как бы, это же я вам все дал, а вы вдруг против меня. У него правда очень сильно внутренне. я извиняюсь, что я всех вас выкормил. Вот про сиську я слышал. То есть он реально верит в то, что вот все, что там есть, это создано его личными руками. Похоже, да. Это же сумасшествие. Это не, к сожалению, я с болью это констатирую, потому что это создает определенные риски для белорусских просто людей, для моих сограждан, но назвать человека полностью здоровым невозможно. Да, понятно. То есть все-таки вот красную черту он готов переступать. Он готов идти на ужасные вещи для того, чтобы сохранить власть. Он, да. Ближайшее окружение, да. В Беларуси многие гадают, зачем он в выступлении к обществу упомянул, сказал о том, что Шейман, это глава его администрации, бегал с пистолетом по Минску, кого-то там убивал. Может, не тех ли самых политиков, я уж не знаю. И он упомянул этот факт зачем-то в обращении к обществу, описывая, как сложно жилось в 90-е. Но, возможно, он дополнительно повязывает всех людей. Вы все вместе со мной все это делали. И он им про это напоминает. У меня нет иллюзий ни в отношении главы КГБ, ни в отношении премьер-министра, который силовик, ни в отношении руководителей других силовых ведомств. Но кроме погонов и самых вот таких лояльных чиновников, с ним нет больше никого. Какой-то культурный слой давно отвернулся, просто некого позвать на концерт. То есть, когда не приехали российские поп-звезды, Лукашенко стала не с кем проводить агитационные концерты. Российские, украинские, американские поп-звезды отказались под давлением белорусского общества. На спортсменов тоже очень сильно он обиделся. Предприниматели. Он не сумел никого. Раньше у него получалось. Сейчас не сумел никого завербовать, свои доверенные люди из предпринимателей. Хотя, конечно, предпринимателям в Беларуси приходится бояться и люди стараются не высовываться. Вот это меня всегда... Я со многими белорусскими предпринимателями знаком. Честно говоря, Дмитрий, вот вопрос. Как вообще можно работать в такой обстановке? Это же как-то постоянный такой вот стресс, давление и все такое. и неизвестно вообще где в итоге можно оказаться. Как там какой-то бизнес еще существует? Это и про Россию можно сказать тоже. Но в Беларуси это просто уже давно... Я бы сказал, что в Беларуси все-таки более это выглядит угрожающе, потому что там очень популярные посадки на год до суда и идет следствие. Держит человек год просто так. И это были довольно крупные предприниматели. Это и у нас делают, но это более... Это началось в Беларуси раньше, насколько я понимаю, и носит более тотальный характер. Да, да. Я думаю, что не будет преувеличением сказать и не будет самообманом и какой-то иллюзией, что, конечно же, большинство предпринимателей хотели бы, чтобы что-то поменялось. Но очень легко любого человека, любой экономический субъект в Беларуси посадить, поэтому они, конечно, в гораздо большем риске, чем даже простой какой-то там сотрудник предприятия. Да, вот про самолеты мне пишут здесь, что борт номер один приготовили к срочному выводу и бизнес-джет бомбардье Челленджер 850 бортовой номер ИВ-301 ПИДЖЕЙ несколько часов назад приземлился в международном аэропорту на юго-западе Турции, в Измире, где-то, я так понимаю, да, он приписывается Лукашенко, этот самолет, кто там неизвестно, но, возможно, речь идет о членах семьи. Кстати, вот членов семьи он, может, и мог бы вывести, на самом деле. Вот здесь, если о самолете говорить, может, это просто все про это. Я бы не исключал, но, если честно, мне кажется, мы сейчас такое море реальных фактов будем видеть и получаем, что опираться на какую-то очень предварительную информацию, у которой возможны слухи, мы не можем. Согласен, друзья, поэтому я вас очень прошу не спешить вот все это дело ретвитить и радоваться, что Лукашенко куда-то убегает. Наша коллективная оценка, что никуда он не убегает, и не надейтесь, что это будет так легко. Он действительно, скорее всего, будет цепляться за все это дело до последнего. Ребята, если есть, соответственно, вот какая-то свежая информация о подсчете голосов, о том, собираются ли люди вокруг избирательных участков, понимаем, что лежит в Беларуси интернет, но, тем не менее, все, что просачивается, давайте нам сюда. Ну, перекрытый Минск, да, покажите перекрытый Минск, просто там, можно сказать, забетонировали все, скачило очень-очень людей на площади, это видео, я правильно понимаю, да? Друзья, спереди, это у нас что? Ничего, давайте мы продолжим. Можно, небольшую ремарку вставлю относительно который пытается продемонстрировать и вести Лукашенко, вы видите блокпосты, мы уже видели автоматчиков каких-то на въезде в Минск, мои ближайшие родственники живут буквально за городом и просто проезжали, бросали мне фотографии, и станции метро, на фоне чего триумфальный процентов, которые говорят по телевизору, почему ты говоришь, перевороты и так далее, давайте посмотрим, в которых участвовали сотни тысяч человек, сожжено ноль машин, разбито ноль витрин, ноль каких-либо преступлений, три раза, несколько раз, несколько раз люди отбивались от ОМОНа, ну, конечно же, ОМОН нам нападал первым, конечно же, не было никакой агрессии людей в отношении ОМОНовцев, они просто выстраивались в цепочке солидарности и пытались демонстрировать свое негодование как относительно посадки кандидатов, так и потом относительно недопуска, было несколько волн протестных таких настроений, то есть, идеальные действующие, как в принципе, это очевидный факт, даже свет, вид светофора, и они же зеленые. С чего вдруг такой народный любит все сильно заметно, всем, кто за собой что-то полное ответственность у всех этих разговоров, заговоров, мятежей, какое-то свержение, которое шло от Лукашенко и всех его клевретов, и того, что вот мы видели эти массовые протесты, они были просто абсолютно дистиллированно мирные, да, и они все время подчеркнули мирные, мы просто за то, чтобы дать никаких намеков, мы не видели на то, что люди там кого-то свергают, собираются говорить, просто почитайте голоса. Давайте покажем видео у нас там задержания людей начались, которые находятся сейчас на улицах, давайте посмотрим. Ну, нельзя сказать, что это очень информативно, но я думаю, что таких видео, еще раз, там проблемы с интернетом большие, просачивается это все сложно, плюс не так просто снимать, потому что тебя еще и повяжут тут, вот еще говорят, еще какое-то задержание с изъятием флага, давайте посмотрим. Чувак, флаг ВКЛ? Что? ВКЛ-кубли. Белый-красно-белый. Белый-красно-белый. Ну, без сопротивления, без бой. Ну, вы знаете, мы видим обыденность белорусскую всех последних неделей, даже можно сказать, что месяцев. Вчера в Минске были арестованы около 30 человек. Казалось бы, что происходило? Целых 30 человек арестовали. Ничего, небольшой флешмоб солидарности с теми самыми звуковиками, которые врубали перемены, которых усадили на 10 суток. Вот эти вот ребята в черном, некоторые в гражданском, это сотрудники КГБ, МВД, их в Беларуси называют тихарями, которые одеты в гражданское, чтобы их было незаметнее. То есть, они могли подкраситься к человеку, который, не знаю, хлопает. Просто в Беларуси аплодисменты тоже в форму протеста. Потому что за все остальное сажают. И теперь за аплодисменты тоже. Я вот, сегодня тоже было много сообщений про задержания. Я пытаюсь понять, я часто вижу, что они, по-моему, просто рандомно хватают людей, просто даже случайных, не тех, кто хлопал или шел с флагом или что-то делал. Конечно, попадается много случайных людей, потому что это происходит просто на улицах города. То есть, это такая тактика запугивания, на самом деле. Да, я бы сказал, что вчерашние эти задержания, например, они были абсолютно непропорционально велосипедистов, вот эти, храняли с велосипедов, загоняли за ними целым взводом внутренних войск. Это был такой тизер перед 9 августа. То есть, это была такая демонстрация обществу, смотрите, что вас ждет. Сегодня с этой же целью по Минску гоняли военную технику. Там есть много улиц, где она могла бы проехать, но ее возили по центральным улицам. Если вы, дорогие друзья, не смотрите телевизор, а вы, очевидно, не смотрите телевизор, раз вы не голосуете как надо, вам же сказано, надо голосовать за стабильность. Да, то мы просто вам сейчас, ну, это такая еще одна форма угрозы обществу. И, ну, по сути, что вот с точки зрения факторов, влияющих на общество происходит в Беларуси? Есть уровень негодования, есть уровень страха. И вот дальше вот вопрос, что из этого окажется выше? Все последние недели Лукашенко, пропаганда, милиция, Беларусь называется милиция, они работают на повышение уровня страха, потому что они видят, насколько высок уровень негодования. Но я подозреваю, что уровень негодования может оказаться выше, чтобы этот страх перебороть. А вот были в соцсетях эти флешмобы, когда они выкладывали сотрудники силовой структуры свои бэджики с надписью там 3% или 97%, да, но это все-таки какие-то более низовой такой рядовой какой-то состав и верхушки это не касается. Для меня нет никаких сомнений, что среди армии точно и даже среди, наверное, милиции и других спецслужб, там, спецотрядов милиции хватает людей, которые уже поняли, что происходит. И это количество людей будет только расти. Но мне кажется, когда ты офицер или ты даже там какой-то младший состав, для того, чтобы принять правильные решения, людям нужно как бы соотношение там 80 на 20 а не 50 на 50. То есть, очевидно, что они боятся кары системы за отход. Они, я думаю, что многие из них уже готовы отойти от, там, не выполнять приказы или даже прямо противодействовать, но для этого им нужна убежденность в том, что они переходят на сторону победителей. Ну, вот экзитполы, да, московский Дмитрий уже озвучивал. Ребята, я так понимаю, что мы, у нас есть еще там несколько видео от посольства, например, в Варшаве тоже собрались люди и тоже что-то скандируют. Давайте дадим Варшаву. Продолжение следует... — Ну, это из Варшавы видео, я так понимаю? Там же была самая большая очередь, да? — Да, на момент, когда я входил в офис к вам сюда на эфир, более 2000 человек было за пределами посольства из тех, кто еще не проголосовал. И пропускная способность была очень низкая, она была нарочито низкой. Люди негодуют именно из-за того, что намеренно замедляли. В Варшаве точно слишком много свидетельств того, что там слишком медленная скорость. — Ну и вообще, очевидно, что за границей белорусы не будут за Лукашенко голосовать. — Там нет белорусского телевидения. И это другое поколение людей. — Поэтому, скорее всего, вот эти все очереди, не попавшие люди, которые не смогли повелосовать в посольствах, это, конечно, делалось все намеренно. И это добавляет нам, в общем, в картинку дня... — Дорогие сотрудники посольств, неужели вы хотите ехать работать в Чечерский райисполком или куда вас там допустят в Новой Беларуси? — Не, может премирует за спецоперацию по недопуску белорусов за границей на голосование, еще там повысит куда-нибудь, да? Давайте, что у нас еще есть? Вильнюс, Питер, что? Вильнюс, давайте Вильнюс. — Уходи! 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 — И следующая картинка, я так понимаю, из Питера. Давайте тоже покажем. — Уходи! 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 Ну, на самом деле, реально, это массовая проблема. То есть, это не то, что вот, как бы, а, там, подумаешь, кто-то у посольства проголосовал. Белорусов за границей живет и работает много. Кстати, вот, я не знаю... До миллиона человек. Да, 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 вот у Дмитрия есть цифры, я не следил за этим. Но мы видим, что огромное количество людей, то есть, речь идет о многих-многих тысячах избирателей, которые не смогли проголосовать, да? Да, вот говорят, что портал Тутбай, который... Лукашенко что-то квакал там, что они какую-то не такую редакционную политику проводят. Вот их, вроде, в итоге все-таки заблокировали. Катастрофа, да. Давайте я скажу буквально на секунду, что такое Тутбай. Это как РБК, там, не знаю, Комсомольская правда и Яндекс.Новости вместе взятые. Это абсолютно главный белорусский новостной портал. Ну, один из двух главных. Есть еще второй онлайнер, тоже довольно крупный. И это просто пример, это то, что я имею в виду под прессингом медиа в Беларуси. Они не оппозиционные медиа. Они абсолютно дают все точки зрения, крайне дотошно работают информационно. Приводят, всегда дают, там, звонят всем этим пресс-атташе, там, исполкомов, МВД и так далее, на любой, в любой конфликтной ситуации. И даже эта работа является преступлением в Беларуси. Вчера им отправили первый привет, им вынести предупреждение вообще ни за что. Второе предупреждение приводит к блокировке. А сегодня уже какая-то была цитата у Лукашенко, он же сегодня где-то выступал и что-то ругался на Тутбай. Мы сейчас прервемся. Ну, я просто для понимания напомню о том, что на главу Тутбай в прошлом году заводили уголовное дело на главный редактор. У нас на связи вот тот самый ресторатор Вадим Прокопьев, который просто прославился своими хлесткими обращениями к Лукашенко. Лукашенко засал, вы все видели эти видео. Вадим, добрый вечер, мы очень-очень рады, что вы с нами, и я ваш большой фанат. Добрый вечер, и я вас большой фанат, это взаимно. Огромное вам спасибо. Спасибо, что вы с нами, вы в Киеве, я так понимаю, да? А вот сейчас мы как раз обсуждаем тему, что много людей, которые находятся за границей и пришли к посольствам, не смогли в итоге проголосовать. А какая в Киеве ситуация в этом плане? Так и есть, здесь тоже не смогли проголосовать до конца. Теперь скандирующие просят выйти белорусского посла в Украине. Он стесняется, он застенчивый парень. Я только что призывал его мегафон последовать примеру некогда председателя КГБ Москевича. Это было. У нас мало таких было председателей КГБ, которые могли выйти на ступеньки и разговаривать с народом. За это его и сняли, по большому счету. Да, ну, от белорусского благородства и смелости. У нас немножко подвисает трансляция, но, Владимир, мы видим, что это массовая проблема везде, и что, скорее всего, есть подозрение, что это было специально так организовано, низкая пропускная способность голосования в посольствах. У вас тоже такое ощущение? Да, у меня абсолютно такое ощущение. Дело в том, что я вообще не верю в то, что у Лукашенко и у Шеймана есть какой-нибудь situation room, так сказать. Что у него есть такой координационный центр, который в состоянии управлять антикризисной ситуацией. Я думаю, что... Я бы отдал очень многое, чтобы увидеть сейчас лицо этого человека, начальника штаба от Лукашенко. Я думаю, что противоречивые инструкции исходят направо-налево. И, разумеется, люди лукашенковские вертикальщики, они скорее подчиняются своим рефлексам, чем указаниям из КГБ. Понятно, что мы не можем ничего прогнозировать. Но вот вы, известный белорусский предприниматель, который вынужден был, к сожалению, уехать из страны. Особенно после вот этих ваших ярких видео. Но вы скажите, вы же знаете многих людей в белорусском истеблишменте. Все-таки давайте попробуем как бы спрогнозировать, как будут развиваться ситуации. То есть, если, допустим, эти протесты, они сейчас не остановятся, и Лукашенко не удастся перевернуть страницу, если это все приобретет такой затяжной характер, будет ли изменение в поведении всей этой номенклатуры, будут ли они, ну, грубо говоря, переходить на сторону народа? Мы этого не знаем. Мы этого не знаем действительно. Но Лукашенко стремительно теряет лицо среди своих же подчиненных. Поэтому я не исключаю, что возможен грузинский сценарий, когда в какой-то момент они просто прекращают поднимать трубку телефона. Но мы не можем на это рассчитывать. Эта ситуация совершенно уникальная для Беларуси. 2020 год не похож на 15-е и 10-е. Поэтому как они поступят, мы точно не знаем. Я догадываюсь, что им очень страшно. Я догадываюсь, что некоторые из них готовы встать на сторону большинства. Но в то же время Беларусь – это страна, подавленная страхом и террором. У стен есть уши. Они все очень испуганы. Беларусы только-только начинают просыпаться. Они только-только начинают избавляться от стокгольмского синдрома. Белорусский чиновник находится в очень невыгодном сейчас положении. Лишь только очень смелые, отчаянные, темпераментные могут выйти из строя. Мы на это не можем рассчитывать. Поэтому надо готовиться к тому, что протест будет долгим. И что, возможно, это будет позиционная война нервов. Вадим, а вот у вас там какие-то крики или кто-то что-то говорит в мегафон? Что там сейчас происходит? Это посольство в Киеве. Извините, пожалуйста. Извините, тут кричали. Я пропустил последний вопрос, простите. Вот у вас что-то происходит, какие-то крики, кто-то что-то говорит в мегафон. Можете там вкратце описать обстановку и, может быть, чуть-чуть показать нам, что там делается сейчас? Ну, смотрите, да. Я попытаюсь описать, а потом подойду и продемонстрирую. Что случилось вокруг посольства Белоруссии в Киеве? Случилось то, что обычно случается с белорусами. Они дисциплинированно и прилежно выстроились в длиннющую очередь. Они стояли, молчали в основном. У них было несколько флагов, немножко символики. Но, в принципе, белорусы были похожи на, в общем, калише про себя. Мы очень терпеливо стояли и ждали, пока с помощью издевательств одного человека в 15 минут пытались спустить посольство. Дело в том, что ситуация потом изменилась. Не в последнюю очередь благодаря вашему покорному слуге. Потому что мне удалось сделать несколько интересных транспарантов и блокатов. И мы, в общем, в какой-то момент перестали стоять в дисциплинированном очереди. Это была мини-копия того, что происходит вообще во всей стране. И объединились, начали скандировать, зазвучала музыка протестная. И, в общем, мы стали обращаться напрямую к Лукашенко и к его цыпным псам, и, разумеется, к посольским. Я могу подойти с телефоном и попытаться продемонстрировать, что там происходит в центре. Но, на самом деле, было гораздо горячее час назад. Подойду, вы мой руководитель, пожалуйста. Да, ну вот, в принципе, мы частично видим то, что там происходит. Но это еще раз напомню, что это посольство Беларуси в Киеве. Один из тех крупных городов, столиц международных, где много белорусов пришло проголосовать, но им не дали. Они возмущены. Ну, примерно обстановка понятна. Вадим, огромное спасибо. Огромное спасибо, что были с нами. Я хотел бы украсить еще 30 секунд и зафиксировать ваше внимание на плакатах, которые держат протестующие в руках. Одну секунду. Скажите, что вам видно. Не очень хорошо видно, но видно, что у вас нет счетов в Катаре и Дубае. Это обращаются к ОМОНу и силовикам. Но видно, да, все примерно понимаем. Можно, пожалуйста, плакаты показать в камеру? Плакаты в камеру, пожалуйста. Да, 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 да. Все видим, все видим. Спасибо огромное, Вадим. Спасибо. Вот это меня особенно ценит. Хабаровск мы с вами. И, кстати, это далеко не первый раз, когда белорусы выражают солидарность с Хабаровском. Действительно, как правильно Андрис Кубилис сказал об этом, что это некая общая волна идет на всем диктаторском постсоветском пространстве. Я уверен, что мы в итоге наши диктатуры победим, и мы просто восхищены реально вот этой энергией и решимостью белорусов, которые борются за свободу. Вадим, огромное спасибо вам. На самом деле, будем рады. Если будет желание, возможность, мы еще вас включим. Но я просто еще раз хочу, я напоминаю, что у нас на связи был Вадим Прокопьев, известный ресторатор из Минска и автор прогремевших обращений к Лукашенко. Вадим, огромное спасибо и держим кулачки за белорусский народ и за его борьбу за свободу. Да. Спасибо большое вам, и не просто держите кулачки, а нам нужно еще два Хабаровска, и вы не представляете, как изменится одна шестая часть суши. Большое спасибо. Да, спасибо. Вот это то, над чем мы все время работаем. Спасибо огромное, Вадим, спасибо, что был с нами. Ну и вот мы возвращаемся здесь в студию в Москве. Напоминаю, что у нас Дмитрий Навошев, гостя с портала Sports.ru. Ну, опять, вот неопределенность, конечно, зашкаливает. То есть, такого никогда не было, да, мы не знаем, что будет дальше, давайте попробуем не гадать, но один фактор мы знаем точно, который здесь будет в этой формуле 100% работать, это вот то, что белорусский народ проснулся, и что мы явно видим решимость продолжать борьбу. Ну, я все время, да, спорю с этим тезисом про проснулся, потому что, с моей точки зрения, очень многие люди никогда не спали, а просто были введены в искусственную кому. То есть, вот этим насилием, напором, репрессиями были вынуждены унести политику к себе в Facebook и на кухне. И для резкого такого тектонического дизлига требовалось просто понимание, что они в большинстве. И как только... Да, я вот как раз... Пробрест. Извините, да. Да, да, да. Извините, что все время сижу с телефоном, у меня просто нет своей редакторской команды, вынуждены смотреть, что происходит в Беларуси прямо сейчас. И уже пошли люди на улицы в регионах, на центральной площади своих городов, Могилев, Брест, Гомель. В Бресте произошли первые задержания. И вот, я не знаю, я не питаю людей, чтобы быстро продать изменения, но, тем не менее, первых задержанных довезли в РВД и тут же отпустили. То есть, они формально как бы выполнили операцию по доставке, а дальше уже забили. Да, и Брест, важно понимать, Брест это как бы такой белорусский Хабаровск. Это город, который два года выходит на улицы, десятки человек получили, да, может быть, и за сотню получили административные аресты, штрафы, очень большие суммы. Люди продолжают выходить каждую неделю, у них своя экологическая проблема, они борются с вредным предприятием, которое принадлежит тренеру хоккейной команды Лукашенко и тренеру сына Лукашенко. И Брест продолжал выходить, Брест, по сути, во многом стал такой, тоже демонстрацией того, как это может быть дальше. Символом протеста, да. В Могилеве, вот говорят, что есть какое-то видео, как в Могилеве собираются люди на улице. Вот, кстати, в Медре тоже такой вот интересный феномен, который мы говорили о нем раньше здесь, да, что они же стянули всю эту, значит, силовую епархию в Минск в основном, да. А что получается, что остальные города как бы остались неприкрытыми, может быть, вся движуха сейчас будет и там происходить, вот как думаете? Я почти уверен, что так будет. То есть, в Минске, с моей точки зрения, не может быть 50-тысячного митинга, потому что как только будет 50 тысяч, тут же будет 100. То есть, как только люди поймут, что выходить можно и за это не бьют, тут же выйдет подавляющее большинство. И тактика власти, я думаю, что будет в том, чтобы не дать первым очагам на улице просто появиться. А в регионах критической массы силовиков просто не хватит, чтобы не дать людям собраться. Давайте мы возьмем небольшую паузу, тут чуть-чуть передохнем и скоро вернемся к вам. И мы хотели вам показать видео, которое на самом деле мы вывешивали на канале Навальный Лайф. И это созвучно то, о чем мы говорили, что Лукашенко уже по факту проиграл, вне зависимости от того, какие меры он будет предпринимать для удержания этой ситуации, удержания власти. Но, тем не менее, я согласен, Дмитрий, про то, что проснулся, окей, это может быть не совсем точный термин, да. Но сейчас люди демонстрируют просто массовую решимость сделать то, чего они не готовы были делать раньше, да. И в этом плане изменения тектонических. Я бы сказал, что для многих людей соотношение риск-реворд изменилось. То есть протесты против власти не имели никакого шанса на успех. Это всегда было, это были как советские диссиденты. То есть это было просто, я не могу иначе, я не могу молчать, поэтому я выхожу и что-то делаю. Николай Статкевич тот самый, который проводил, только выйдя, как в своем видео замечал Вадим Прокофьев, после пятилетней отсидки, там, чуть ли не приняв душ, тут же пошел, собрал митинг на 37 человек. Это было такое, как бы, немножко диссидентство. А как только появился кислород, как только появилась надежда, это сразу создало совершенно иную социальную динамику. Несмотря на то, что гораздо больше людей посажено за это лето, чем драматически для Беларуси 2010 год, и мы еще не знаем, сколько посадок впереди, люди готовы брать на себя уже какие-то риски, потому что реворд существует. И, конечно, здесь, я уверен, что сыграло роль то, что появились совершенно новые лица в политике, потому что много лет это выглядело так, что есть какая-то такая условно-профессиональная оппозиция. Я бы настаивал на том, что лица потому и появились, что запрос общества стал большим и созрел. То есть, это с двустороннего. Да, и мы это видим, это доказывается даже на фактах. То есть, Лукашенко использовал обычную свою тактику, а давайте я посажу всех ярких. Отлично, посадил. И в таком случае против тебя Светлана Тихановская, которая у тебя уделывает электорально вообще на раз. Посадил бы Тихановскую, кто? Мария Колесникова, Виктория Цыпкала, кто-то еще. Там бы нашелся длинный список прекрасных белорусских людей, которые точно так же выиграли бы выбор Лукашенко. Ну давайте вот мы сейчас покажем вам наше видео, которое мы делали некоторое время назад на Навальный лайф. Лукашенко уже проиграл. Мы с Дмитрием чуть передохнем и скоро вернемся к вам в студии. В Беларуси политическую реальность с недавнего времени можно разделить на два периода. До эпидемии коронавируса и после. До ковида все шло как обычно. Александр Лукашенко, который на выборах 2015 года по данным белорусского центра избиркома набрал 83% голосов, привычно изображал из себя харизматичного правителя. Излюбленный и обкатанный годами телевизионный трюк. Лукашенко приезжает на какое-нибудь предприятие и разносит неративных управленцев под пристальным вниманием телекамер. Действительно, в Беларуси куда чаще используют режим телевизионной показательной порки, чем в нашей стране, где Путин предпочитает не отклоняться от маршрутов потемкинских деревень. Но так как в Беларуси с экономикой совсем все плохо, через такие вот новостные сюжеты приходится рассказывать людям, что во всех бедах виноват вовсе не президент, который уже 26 лет находится у власти, а руководители на местах. Облизшие стены, отсутствие света, дневной еле пробивается, и в таких условиях трудятся десятки человек. Реакция президента жесткая. Это ведь люди, коллектив. Как можно работать в таких условиях? Классическая формула «царь хороший, бояре плохие» дополняется образом хранителя государственного суверенитета. На белорусском телевидении любят лишний раз напомнить, что мирное небо над головой – это тоже заслуга Лукашенко. Документальные съемки не дадут соврать. Александр Лукашенко на подобном совещании предсказал гибридные войны за много лет до Арабской весны, Сирийской войны и Донбассской резни. Не просто предсказал, но и направил развитие нашей армии в нужном направлении. Никаких громоздких фронтов, быстро маневренные бригады, способные молниеносно оказаться в любой точке страны и нанести неприемлемый ущерб, чтобы потенциальный противник, даже имея агрессивные планы, спрятал их в самый долгий ящик. Еще недавно казалось, что Лукашенко обладает большим запасом политической прочности. И даже нефтяные споры с Россией не способны пошатнуть его положение в глазах белорусских граждан. Тем более, что и здесь Лукашенко старался обернуть все в свою пользу с точки зрения пропаганды, когда грозился взамену России найти других поставщиков нефти. Мне Путин задает вопрос, слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать? Я говорю, чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях. Но все перевернулось с ног на голову с начала пандемии коронавируса. Поведение Лукашенко вызвало удивление даже у тех, кто давно привык к одиозным высказываниям президента. Видимо, в какой-то момент он решил, что на территории Беларуси ему обязаны безропотно подчиняться не только граждане и чиновники, но и сам коронавирус. В то время, как в стране стремительно росло число заболевших, Лукашенко старался не замечать масштабов проблем. Я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило. В стране продолжали работать предприятия, рестораны, торговые центры. Например, в Беларуси проводился единственный в Европе футбольный чемпионат. А границы так и остались открытыми. Сам Лукашенко с подачи корреспондентов продолжал высмеивать вирус. А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед? Меня? Да. Ну зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Тем временем Беларусь стала одним из лидеров по распространению коронавируса в Европе. Вероятно, Лукашенко не вводил ограничительные меры, опасаясь экономического коллапса перед выборами президента. И уж точно не мог предполагать, что такое пренебрежительное отношение к пандемии обойдется ему очень дорого. В начале мая о своем намерении участвовать в выборах заявил популярный в Беларуси видеоблогер Сергей Тихановский. Его кампания под лозунгом «Стоп таракан» нашла небывалый отклик у жителей страны. Вдруг всем стало ясно, что в обществе назрело огромное недовольство курсом Лукашенко. Тихановского не допустили к выборам по формальному поводу. Тогда он стал доверенным лицом своей жены и помогал собирать подписи. В то время, как пропагандисты телеканала «Беларусь-1» делали свою работу. Кстати, активисты это еще мягко сказано. На вид вся кампания скорее похожа на паханов, которые якобы приехали рубить правду матку. На самом деле еще и капусту. В интернете стрим с такой акцией на подписчиках и пожертвованиях собирает вполне приличную сумму. В общем, деньги и отрабатывают, и зарабатывают. Власть, понимая масштабы популярности блогера в народе, не стала испытывать судьбу и организовала против Тихановского провокацию, в ходе которой якобы пострадали двое милиционеров. Блогер уже почти два месяца находится в СИЗО. На него оказывается серьезное давление. Так Лукашенко перед выборами устранил первого популярного конкурента. Вторым стал бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Его также задержали, а позже предъявили обвинение в экономических преступлениях. Еще один пропагандистский телеканал ОНТ старательно отработал важную для себя повестку. Оперативники анализировали деятельность организаций не один год. Отправляли запросы в другие государства, искали подтверждение гипотезам. И вот пасьян сошелся. Банк стал инструментом для обогащения своего руководства. Но мало лишь устранить главных конкурентов. Перед выборами важно показать, как президент ездит по разным городам, открывает новые объекты, общается с жителями. Правда, что бы ни рассказывали корреспонденты в своих сюжетах, лица людей, которых сгоняют для массовки, как бы говорят. Прозвище Саша 3% прикрепилось к Лукашенко вовсе не случайно. Кстати, о процентах. Жители Беларуси уже готовят к нужным результатам на предстоящем голосовании. Социсследование, проведенное аналитическим центром ЭКООМ, свидетельствует, более 87% населения Беларуси планирует принять участие в президентских выборах. Отмечу, опрос проводился до регистрации кандидатов. Электоральные предпочтения граждан распределили следующим образом. Действующего глава государства готовы поддержать 69,4% граждан. Рейтинги остальных претендентов кандидаты не превышают суммарно 14,6%. В то время как по белорусскому телевидению рассказывают о тотальном преимуществе действующего президента, по всей Беларуси почти каждый день проходят акции протеста. Людей задерживают, запугивают, назначают штрафы, но они все равно выходят и требуют справедливости. Это новая политическая реальность, где привычные методы госпропаганды вызывают лишь смех и раздражение. Штабы соперников Лукашенко на президентских выборах объявили об объединении, и несколько тысяч человек в Минске пришли их поддержать. Такое было себе сложно представить еще несколько месяцев назад. Но уже сегодня жители Беларуси требуют большего. Выборы назначены на 9 августа, но Лукашенко их уже проиграл. И проиграл не конкретному кандидату, а собственному народу. Ну, это вот было немножко предыстории вопроса, чтобы дать тут нам передохнуть с Дмитрием. И чего? Какие новости? Вот как раз пришли результаты экзит-пола по... Неполного пока экзит-пола по УИКам, которые находятся при посольствах, без штатов, потому что там еще идет голосование без Великобритании, и не успели пока просомнировать пару стран Европы. Отказались ответить 14,7%, Лукашенко 10%, Светлана Тихановская 71,3%. Надо сказать, что довольно маленький процент людей, которые отказываются. Я делал экзит-полы на выборах, и обычно существенно большая часть него не хочет говорить. То есть это тоже говорит о решении. Да, белорусы, конечно, хотят демонстрировать сейчас свою политическую позицию, особенно белорусы, которые находятся за пределами Беларуси, просто потому что тебя за это не помьют и не уволят. Мы вот опять вернулись с Дмитрием здесь к этому такому трагическому разговору. Мы еще покажем вам фрагменты, где денег последних, в какой тупик Лукашенко завел страну, какая способная нация, и реально востребованная в том числе в международной экономике и в других сферах. Но вот насколько вот эти проклятые пропавшие четверть века. Да, абсолютно уверен, что после перемен этот период будет отрефиксирован как выброшенные годы, как какой-то дополнительный застой. Может быть, не все, хотя, конечно, и первые годы Лукашенко, когда он свой условный порядок наводил, были чреваты уже довольно жестокими репрессиями. Говорят, что есть видео, как в Москве оттесняют людей, которые не смогли проголосовать у посольства Беларуси, и там, естественно, нарисовались наши силовики. Путин помогает своему дружку Лукашенко зачистить территорию и показать, что все тишь да гладь, и у него 80%. Давайте посмотрим. Мужики, я жду ребенка. Ну, это вот наши привычные цепные псы за свои традиционные работы. Обратите внимание, я, правда, понимаю так, что они пока только оттесняют людей. Нет, ну, представьте, какая картинка появится, если в Москве еще начнут бить беларусов. Я думаю, что начнут. Если там, да, у нас они же очень, поскольку постоянно соприкасаюсь с этими товарищами, да, то есть у них большой карт-бланш у наших силовиков на отмороженные действия. Они точно так же работают в режиме психологического запугивания, да, то есть вот когда у нас бывают протестные акции, народ спрашивает, а чего они так жестят? Я, вот знаете, я год назад сидел 30 суток вот в это время в спецприемнике. И у нас была камера прямо напротив дежурки ментовской. И они, значит, после отбоя, мы слышали, что они между собой говорят. И там же продолжались протестные акции. И вот эти вот сотрудники спецприемника, они говорят, слушайте, ну, нельзя же так жестить, они же могут убить там кого-то вот так, как они их бьют. А это делается, я думаю, показательно. Прочем так же, как в Беларуси. Да, как я говорил, вот об этом балансе страха и возмущения, понимая, что они, кто-то понимает все-таки в белорусском правительстве, что они существенно возмущают общество своими действиями. Они считают важным держать баланс страха. И именно отсюда, и вот эти все эти БТР на улицах, и бряться не оружием, и вот эти выступления Лукашенко про Андиджан, Андиджан, что там кого-то там Рахмон расстреливал, и так далее, я думаю, что вот где-то около этого баланса будет социальная динамика дальше. В зависимости от этого баланса она будет развиваться. Кстати, вы знаете, вот там, я не знаю, может не все поняли, да, потому что речь идет о все-таки такой, ну, недавней, но истории, но про Андиджан меня это возмутило особо. Абсолютно, это катастрофа. Потому что он говорит, что произошло в Андиджане. Каримов, это не Рахман был, а Каримов. Каримов, да. Каримов, бывший диктатор Узбекистана, и там были протесты, ну, идут споры, это были протесты насильственные, или какие-то там экстремисты были, или это была просто демонстрация, ну, как бы неважно. Что сказал Лукашенко? Он сказал, что все вот ругали Каримова, что он всех расстрелял, а когда он умер, этот диктатор, то все по нему плакали, и типа как правильно он сделал. И мы, говорит, тоже можем такое повторить. Это просто вообще звучало взмутительно, как прямая вот... Лукашенко может, никаких иллюзий не должно быть. Здесь вся надежда на, вот, как раз, я говорю, средний и нижний офицерский состав. И хочется думать, что баланс благоразумия там, ну, судя по всем изменениям в белорусском обществе, которые мы наблюдаем последние месяцы, там принципиально иной, чем в этом узком круге людей в погонах, которые окружают Лукашенко. Кстати говоря, это вообще сейчас будет очень интересным вопросом, поскольку власть Лукашенко, которую он завтра себе официальным объявлением результатов выборов собирается пролонгировать, она же больше не будет на электоральном перевесе находиться. Она будет абсолютно на силовой машине и опираться на силовую махину. И кто сейчас главные люди в стране? Может быть, вот эти ребята в погонах уже контролируют Лукашенко. Да, непонятно. Это интересный такой вопрос. Когда, это классика, на самом деле, политической науки, когда диктатор чрезмерно начинает опираться на силовиков, то уже как бы не очень понятно, кто из них, кто кому дает работу в итоге. Да, да. Да. А вот, возвращаясь к экзитпол, то есть, я еще так понимаю, что там же голосование не везде закончено, то есть, в Штатах и в Британии еще оно идет, да? И вы делаете какой-то общий экзитпол. Это делают, на самом деле, разные группы диаспоры белорусских. Белорусские диаспоры невероятно консолидировались именно в эти месяцы. Всегда были, конечно, какие-то чатики в Телеграме или группы в Фейсбуке, но именно сейчас я поражен всем этим явлением. Я сам очень активно участвую в активностях, которые делает московская диаспора. Это все началось, на самом деле, со сбора средств политзаключенным, семьям политзаключенных, на адвокатов, на оплату штрафов. Вот так собираются деньги. В большинстве своем это как раз делает диаспора, потому что мало чем мы можем помочь внутри страны. И поэтому, по сути, ребята, ваши штрафы оплатим мы. Как бы вот такой подход, там сотни тысяч долларов собираются мгновенно. Вот этим ребятам, которые поставили ЦОЯ перемен на вот этом утреннике, который был превращен в флешмоб Светланы Тихановской, им дали по 10 суток, им собрали 20 тысяч долларов за один день, за первые же сутки. То есть это происходит мгновенно. Потом появились другие активности, стали писать письма политзаключенным, стали помогать медийно разным голосам из Беларуси независимым, начиная от того же Вадима Прокопьева, заканчивая каких-то политиков белорусских. И в итоге большая цепочка активности привела и к тому, что нашли социологи, родилась идея экзитполов, в Беларуси экзитполы запрещены, поэтому давайте мы попробуем делать их там, где за это не арестуют. И в итоге 23 страны минимум отдельно, около каждого консульства, включая предварительное голосование. То есть не только день итогового голосования, но включая предварительное, всегда дежурили люди и опрашивали. То есть опрос был тотальный, это не выборка была. Вот мне тут сообщают интересные новости. Избирательный участок номер 13, который находится в городе Лида. Светлана Тихановская набрала большинство голосов с большим перевесом. 1211 против 543 у Лукашенко. Я ожидал такого. Будут, конечно, какие-то участки, будут отдельные улики, где люди просто посчитают честно. То есть такие люди будут. Мой ближайший друг всю эту неделю провел наблюдателем за стенами одного из участков, потому что внутри его не пустили. Он считал явку, но он общался, тем не менее, с членами избирательных комиссий, в начале дня, в конце дня, получая протокол. И для меня это все, что он мне описывал события каждого дня в переписке. Надеюсь, он это публикует, потому что это прекрасный психологический рассказ в духе Достоевского. Там женщина первый раз глава комиссии, потому что умерла там предыдущая глава участковой избирательной комиссии. Она завуч, она, конечно, часть системы, она знает, как нужно, и ей очень страшно. Он видит это каждый день, он с ней разговаривает, он где-то это уже успокаивает. В двух днях из четырех даже сошлась явка. Там чудовищно в Беларуси рисовали явку на предварительном голосовании, чтобы просто сделать 41% предварительного голосования. В два дня они даже просто рука не повернулась ничего рисовать. Там 12 человек, они написали 12 человек. Да, мы же подробнее говорили в начале стрима. Я жду финальное сообщение о том, какой же будет в итоге результат. Да, там предварительная явка была 7%, а не 41% как по стране. Потому что женщина борется с собой и пытается как-то все-таки найти баланс между... Ну вот здесь пишут, что в Лиде после окончания голосования возле школы собралось около 20 человек, вывесили протокол на входных дверях, разрешили посмотреть, милиция никого не задерживала. То есть, как бы, Беларусь, бывает и такое, да? Это некая экзотика, но это не системное явление. Вот мы посмотрим, сколько таких честных членов участковых избирательных комиссий найдется. Я абсолютно уверен, что как в случае с телепропагандистами, часть которых, так сказать, перешло на сторону народа по ходу этих месяцев, и они тут же, в тот же день были уволены с телевидения, как часть артистов, как часть спортсменов, будут такие же люди среди членов участковых избирательных комиссий и, надеюсь, в какой-то момент силовиков. То есть, это автоматом происходит? Выступил, уволили сразу? Да, в тот же день, без всяких колебаний. Без ничего, да. Ну, понятно. То есть, это, кстати, хорошо, это предсказуемость такая. То есть, когда люди выступают, они уже, как бы, знают, что с ними будет. Это значит, что они готовы так действовать. И это не то, что они там что-то случайно сказали. Ну, то есть, что... Вот мы говорили об изменениях, которые произошли в белорусском обществе, и в прежние годы такое действие приводило себя в, как бы, делать себя маргиналом. Ты теряешь работу, ты теряешь доход. И другие люди задаете вопрос, а зачем тебе это было нужно? Ты, как бы, что не мог, как бы, поспокойнее поддержать себе немножко с друзьями, пообсуждать, а не в фейсбук писать. А сейчас, да, ты теряешь работу, да, ты теряешь доход, артисты теряют концерты, но все тебе аплодируют. Тебе тысячи человек напишут благодарственные слова в инстаграм, в фейсбук. Тебе говорят, какой ты классный, кто-то нарисует арт с тобой, как вот эти звукачи, которые поставили перемен. Да, давайте еще раз. Вот мы нас чего-то там клали, мы падали, да, наш стрим, и мы не до конца показали вот видео девушки-наблюдателя, которая рассказывала про ужасный день ада и издевательств над избирательным процессом. Даем видео, да, давайте посмотрим. Друзья, всем привет. Привет. Хочу поделиться с вами итогами дня, они просто отвратительные. То, что творится на выборах, это вопиющее безобразие. Еще раз хочу напомнить, я являюсь аккредитованным наблюдателем 71-го участка по Первомайскому району. На нашей школе в 38-й гимназии три участка для голосования, 70-й, 71-й и 72-й. Меня в сам участок не допустили, но издание школы они выгнать меня не имеют права, как бы они ни старались. И я сидела целый день, отчитывала явку со всех трех участков. По итогу дня председатель была обязана разрешить мне ознакомиться с протоколом и сфотографировать, и дать мне его сфотографировать. Естественно, в этой просьбе мне было отказано, из кабинета меня просто выгнали, как и других наблюдателей. Но разрешили сфотографировать явку на соседнем, 70-м участке. И что вы думаете? Я насчитала за сегодняшний день 29 человек, которые зашли и вышли из этого кабинета. А в протоколе значилось 241, фальсификация в 10 раз. Вот скажите, как этим людям не стыдно? Как вообще они ходят по земле? Как они спят, я просто не представляю. Это настоящий позор, могу сказать. Я уверена, что завтра приду на свой избирательный участок, и число будет там точно такое же. Ну, вы понимаете. Сейчас не хочу говорить об учителях, не буду говорить о председателе. Я все-таки дам этим людям шанс. Но завтра вы все узнаете, буду держать вас в курсе. Всем хорошего. Несмотря на то, что в Беларуси полностью не работает интернет, вот девушка смогла выложить видео в ТикТоке. Почему-то китайский ТикТок работает. То есть военные белорусские ездят на китайских джипах Хумвей бронированных, и работает китайский ТикТок. А не связано ли это с тем, что система блокировки интернета, скорее всего, тоже китайские, как мы знаем, технологии... Ну, вот интересный феномен она выложила в ТикТоке. Вот видите, сейчас опять еще один там буст ТикТок. Это не реклама, но тем не менее. У меня, кстати, тоже есть аккаунт в ТикТоке. Подписывайтесь. Но вот мы здесь уже, конечно, обсуждали много раз, что это не голосование, а это просто издевательство над избирательным процессом. Вот вы сейчас слышали детали. Но мы, вот, Дмитрий, все-таки, переходя... Вот мы важные вещи сейчас обсуждали, пока были здесь одни в студии. Все-таки, что может быть? То есть есть действительно большая опасность, что если людей сейчас на улице выйдет немного, то власть прям показательно может разогнать жесткость. Я не очень пока понимаю, чем они смогут разгонять Брест, Гродно, Гомель, или даже Бобруиск, Борисов, там, районные белорусские города. Потому что мне кажется, что там соотношение сил принципиально иное, чем в Минске. Там очень сильное протестное настроение, особенно, ну, вот, названные города. Хотя, на самом деле, можно перечислять долго. А в Минск стянуто огромное количество сил, включая войска. И я до сих пор не очень могу себе представить, что может произойти такое безумие, что первое столкновение в истории белорусской армии не было же никогда никаких, будет собственным народом. Я все-таки очень надеюсь, что вот это, как бы, нечто невозможное. Но, зная стратегии Лукашенко, зная стратегии силовиков, мы не можем говорить уже только про одного Лукашенко, потому что видно, что очень много силовиков, которые вокруг него и участвуют в принятии решений. Глава его администрации силовик, премьер-министр, то есть, там все, в принципе, люди в погонах. Их стратегия – это максимально жестко наказывать, чтобы было неповадно. И если количество людей в Минске будет недостаточным, есть риск жестокого подавления. Как я говорю, что в Минске невозможно 50-тысячный митинг, потому что если будет 50 тысяч, то тут же будет 100. Ну, как бы, раз все пошли, то и я пошел. Мы такое видели во время цепочек солидарности, когда это был очень незнакомый для ОМОНа формат, очень для них непривычный. И как только цепочка растянулась через весь центр Минска на 2 километра, все повалили в центр. 4-5 километров толпу людей, народное гуляние. То есть, как только... Да, вот это мы видели, это производило, конечно, впечатление. Вот этот эффект цепной реакции очень сильный. Да, да. И это то, почему в Беларуси силовики борются со стримерами, борются с интернетом. Сейчас он заблокирован, чтобы не появлялось ощущение, что можно выйти на улицу и за это не получить. Да, понятно. Ну вот еще раз. А покажите еще раз вот эту вот карту перекрытого города в Минске с этими всеми стоп-знаками. То есть, это символизирует уверенность Лукашенко в своей победе. Что-то говорят, что не можем вывести ее. А можно я зачитаю немножко очень интересных данных? Продолжают поступать зарубежные экзитполы. Варшава, где несколько тысяч человек не сумели проголосовать. 2348 за Тихановскую, 3 за Лукашенко. То есть, меньше десятой доли процента. Белосток, ну то же самое, 3 голоса за Лукашенко, 541 за Тихановскую. Экзитпол по Минхину, 92 процента Тихановская. Короче, вот в каждом этом посольстве по несколько тысяч людей, которые не смогли проголосовать. Но из этого следует, что практически все они были за Тихановскую. Абсолютно точно. Да, понятно. То есть, ни о каких 3 процентах среди зарубежной, среди белорусской диаспоры у Саши 3 процента речь не идет, гораздо меньше. Даже и не 3 процента, а меньше. Говорят, что к нам может выйти на связь Роман Протасевич, телеграм-канал, редактор телеграм-канала Nexta. Будем рады, если сможем вывести его в эфир. Как у нас, ребят? Роман, здрасте, очень рады вас видеть. Спасибо, что вы с нами. Добрый вечер взаимный. Сразу поправлю, что все-таки не Nexta, а Nexta. Ну, это так. Да, сори, простите, ради бога. Но мы, конечно, хотим... Понятно, что интернет перекрыт, информация очень дозированная поступает. Но вот как вы оцениваете все-таки обстановку на текущий момент? Ну, во-первых, интернет все-таки заблокирован частично. Многим пользователям того же телеграма удается с помощью VPN-ов, прокси и так далее все-таки просочиться в сеть и отправить какие-то данные. Касаемо того, что происходит именно в данные минуты, то можно сказать, что и в Минске, и во многих других городах сейчас ОМОН пытается точечно отлавливать людей, особенно возле участков избирательных, где люди требуют вывешивать протоколы. И уже, в принципе, есть прецеденты, когда участковые комиссии честно подсчитывают голоса, и Светлана Тихановская побеждает. Зачастую с небольшим отрывом, но тем не менее. Вот. Поэтому... То есть сегодняшняя тактика протестов такова, что люди собираются сначала возле своих избирательных участков, после чего направляются в центр города. Поэтому ОМОН пытается распределиться по городу, скажем так, задержать, может быть, самых активных людей возле участков флота. Выглядит это особенно фантасмагорично, потому что участки зачастую находятся в школах, и автозаки ездят прямо возле флота в школы и крутят людей. То есть они пытаются задерживать самых активных, или это просто в случайном порядке, вот показательном для того, чтобы посеять страх? Вообще по какой-то системе это происходит или как? Это сложно, честно говоря, назвать системой, потому что зачастую действительно хватает просто случайных людей, либо выискивают людей, у которых на руках либо белые ленты, это символ голосования за независимого кандидата, либо одежда с национальной символикой. То есть люди, как я понимаю, выбираются исключительно по этому принципу. То есть человек может действительно... То есть за белые ленты хватает, да? За белые ленты хватает. Да, без объяснения причин. Вот, допустим, только что было видео прошло о том, где трое ОМОНовцев тащат девушку, то есть двое там за руки, за ноги, а третий ее просто вот так вот за волосы держит, они ее несут просто потому, что у нее на руке была белая лента. Причем это происходит в спальном районе. То есть это все в спальных районах. Это не центр города, это не места, где массовое скопление людей. А порядок действий такой, что люди после восьми стали приходить к избирательным участкам, чтобы потребовать показать им протоколы, и потом многие из них готовы дальше пойти куда-то на площадь. Вот как это все, в принципе, мыслится, чтобы развивалось? Или это стихийно происходит? Ну, во-первых, стоит отметить, что у большинства участков, особенно это касается Минска, очереди стояли целый день, причем большие очереди, кое-где это были действительно очереди, которые там были длиной в 200, 300 и даже 400 метров. Очень многие люди не успели проголосовать. На некоторых участках еще в послеобеденное время уже заканчивались бюллетени. На многих участках явка значительно превышала 100%. То есть это все говорит о том, что действительно власти перестарались с фальсификациями на этапе досрочного голосования. Из-за этого и плюс многие комиссии работали нарочи-то медленно. То есть люди очень медленно пропускали людей для того, чтобы большинство не успело проголосовать. Поэтому многие люди, они просто не успели проголосовать, и они так и остаются просто возле участков и требуют объявить результаты подсчета голосов. То есть, Роман, у вас тоже такое ощущение, мы вот обсуждали, да, что этот трэш с чередями и с недопуском людей, что это специально было сделано для замедления процесса, правильно? Безусловно, безусловно. Потому что, во-первых, в принципе, власти понимали, что явка может быть высокой, и именно поэтому, возможно, накручивали на этапе досрочного голосования. То есть, в Беларуси установили рекорд по фальсификациям, когда на досрочном голосовании уже проголосовало там что-то в районе, по-моему, 41% всех избирателей. То есть, это абсолютный рекорд. Вот. И, естественно, получилось так, что протокол, не протоколы, бюллетени, они не бесконечные, поэтому власти вынужденно тормозили этот процесс. Тоже особенно это ярко выражалось на зарубежных участках для голосования. То есть, например, во многих посольствах, например, в посольстве той же Польши, там люди занимали очередь в посольстве в Варшаве, люди занимали очередь действительно с 4-5 утра, и за весь день проголосовало всего 250 человек, хотя только в очереди стояло около 3 тысяч. Вот. То есть, все ярко говорит о том, что власти целенаправленно старались уменьшить количество процессов. Да. То есть, это выглядит все как такая комплексная спецоперация, то есть, вот эта вот досрочка, которой было же видно, что людей мало, да, вот были свидетельства, вот эта вот сторож школы, которая классное видео записала, которая посчитала, да. Раздуть сфальсифицированную досрочку, реальных людей стараться не пускать, и чтобы многие из них не смогли проголосовать. Вот эти бюллетени с точками, которые... Кстати, вот, Роман, интересный вопрос. Много было шума сегодня про бюллетени с точками, которые могут быть признаны недействительными. А есть данные сейчас из избиркомов о том, что массово признаются недействительными бюллетеней вот по этой причине, да? Ну, пока те первые протоколы, которые мы получаем, в них, на самом деле, практически нет испорченных бюллетеней или признанных недействительными. Вот, то есть, просто получается так, что за Лукашенко, как бы, абсолютное большинство на каких-то участках, где действительно наблюдались еще на этапе досрочного голосования массовые фальсификации. Вот, поэтому, возможно, это было мифом, возможно, просто эти бюллетени как-то считали по-другому, я не знаю, но пока что мы не получили ни одного протокола, никаких данных по поводу того, что на каком-либо из участков были массовые непризнания бюллетеней недействительными. А сколько у вас протоколов сейчас вот есть всего? Порядка, наверное, я не знаю сколько, около 10. Дело в том, что они продолжают к нам поступать, то есть, все это в режиме онлайн. То есть, это только начало процесса, по сути дела, да. Да, понятно. Роман, спасибо вам огромное, спасибо, что были с нами, если вы не против, но, может быть, еще вас немножко попозже подергаем, когда будет развиваться ситуация. Без вопросов. Но, спасибо, и картина, конечно, вот этой вот системной подготовленной фальсификации, она становится понятнее. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Я, если можно, в двух словах расскажу о канале Нехта. Это, по сути, главная белорусская медиа сейчас, может быть, с момента блокировки Турбая, которая сегодня произошла. Нехта по-белорусски значит, точнее, по-русски значит «кто-то». Сначала был студент, который учился в Польше, Степан Светлов. В итоге он собрал целую редакцию. Вернуться из Польши в старую Беларусь ребятам уже не светит, потому что на того же Степана уже завели какие-то дела. И, к сожалению, наоборот, блогерам из Беларуси приходится уезжать, потому что все остальные уже практически по тюрьмам. И они делают потрясающую работу. На них подписано более 300, уже под 400 тысяч человек. То есть в Беларуси, в России это было бы умножить на 15, там под 6 миллионов в Телеграм-канале. И, по сути, это такой краудсорсинг-медиа. То есть люди шлют им видео. То есть первый рефлекс беларуса, когда он сначала что-то интересное отправит в нехто. Или в другую крупную редакцию, еще несколько крупных каналов в Беларуси существует. Они получают какие-то документы из министерств. Там тоже всегда есть какие-то люди, сочувствующие переменам из предприятий и так далее. И это очень интересный феномен. Это не как в России, вот анонимные Телеграм-каналы, какая-то непонятная вещь. Это крайне мощная медиа, которая, ну, вот это то, почему на них так часто жалуются Лукашенко. Вот это те ребята, которые обижают Александра Григорьевича и заставляют его негодовать и орать страшные слова. И правильно делал, большие молодцы. Роман уже, я так понимаю, заставили уехать из страны в итоге. Да, один из соавторов этого канала, который не успел уехать, буквально на пересечении границы его взяли, подбросили наркотиками и усилили в тюрьме сейчас. И это тоже, я думаю, что мотивирует ребят работать по-настоящему, чтобы человек по фамилии Чуденцов тоже вышел из тюрьмы. Ему до сих пор не предъявлен, там не прошел суд, просто человека держат в тюрьме. Вот интересные такие веселые новости. На участок 5 в гимназии Минска досрочно пришло более 5000 из 6000 зарегистрированных избирателей по данным комиссии. То есть, вместе с подсчетом сегодняшней явки у независимых получилось общее 143%. Немного не дотянули до российских 146, но в общем... Да, я не знаю, говорили ли вы в эфире о феномене белорусского досрочного голосования, но люди не просто так приходят голосовать досрочно, подавляющее большинство этих людей делают это... По принуждению. По принуждению, да. Они сотрудники предприятий. Или там даже, не знаю, хоккейная команда Динамо Минск, любимая игрушка Лукашенко была, они были вынуждены топать, голосовать досрочно. А вот агитировать за досрочное голосование, например, пресс-служба отказалась, и позавчера в полном составе они встали и ушли, им сказали, делайте ролик, как мы, Минск и Динамо, идем голосовать досрочно и всех призываем. То есть, начинают люди в системе говорить, нет, я уже не буду это делать. То есть, вся пресс-служба уволилась, да? Да, да, да. Это вот такие дополнительные маркеры того, что в какой-то момент этот монолит будет разваливаться. И я очень все-таки сильно переживаю от того, насколько агрессивно будут вести себя белорусские силовики. Не думаю, что кто-то из них смотрит наш сегодняшний эфир, но если их родные смотрят, то, может быть, все-таки они сумеют им передать, что Беларусь после Лукашенко точно будет, это будет довольно скоро. А еще, пожалуй, вот, ну, очевидно, что силовым органам в Беларуси нужны будут другие руководители, и, пожалуй, первый человек в ранге полковника или выше, кто примет правильное решение, он и станет, возможно, новым министром МВД, или, как его знает, какой-то другой крупный орган. Поэтому используйте свой шанс, служите народу. У нас было так как раз в России после падения коммунистического режима, вот новости еще жителей Бреста, которые вышли протестовать, мы показывали, да, там, собрание людей в Бресте, они сообщают, что против них применили слезоточивый газ. О, это очень новая история, очень давно такого не было в Беларуси, это, по-моему, в последний раз это было в 2006 году, то есть, как-то, если не жгут машины, не громят витрины, ну, очевидно, жители Бреста, слушайте, они выходят два года, каждую неделю, ничего никому не навредили, никогда. Давайте экзит-полы покрутим по странам разным, где белорусы голосовали, то есть, это я еще раз подчеркиваю, что это экзит-полы за границей, вот я вижу Будапешт 83% за Тихомовскую. Поскольку важный момент, сколько людей отказалось называть, скорее, правильно процент Лукашенко называть, наверное. Да, ну, вот еще раз, там, Будапешт, Лукашенко меньше 2% не дотянул, да, в Вильнюсе, соответственно, Тихановская 80,5%, Лукашенко все-таки почти 7%, да, то есть, ну, она же такая, бывает история, да, ну, вот вы видите эти результаты заграничных экзит-полов, я так понимаю, Дмитрий, что вы там ждете вместе с коллегами. Да, вот падают сейчас в каналы, уже расходятся там в общий часик, где люди подвели все цифры, а вот мы ничего не публиковали, там, в смысле, ребята ничего не публиковали до закрытия участков, а после это вот начинается. А вот мы как раз говорили о том, что случайно хватает в Варшаве, мы говорили, что 3 голоса за Лукашенко всего и там 2,5 тысячи за Тихановскую, да, вот мы говорили про то, как рандомно хватают людей, вот у нас есть, так понимаю, видео, где ОМОНовцы тащат какую-то одинокую девушку через сквер, давайте вот его посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Что это было такое? Девушку тащат за волосы, да, это все ужасная история, но вот вы знаете, мы, конечно, мы хотели видеть у нас в эфире главного кандидата в президенты Светлану Тихановскую, но на самом деле мы с ними на связи, но, во-первых, реально очень они заняты, во-вторых, проблемы с интернетом, поэтому мы сейчас, честно говоря, просто приняли решение не дергать ее, тем более, что она уже давала интервью Дмитрию Низовцеву, корреспонденту канала «Штаб», и вот давайте мы посмотрим фрагмент, он буквально вот короткое время назад вышел, интервью Светланы Тихановской Низовцеву, и мы здесь поменяемся в студии, Дмитрий еще чуть поп... Мы его ненадолго отпустим, но чуть попозже он к нам вернется. Покажите видео, пожалуйста. Ожидали ли вы, что так все случится вот с вашим мужем, с Тихановским, что его арестуют и все вот это будет? Да нет, конечно, не ожидала. Я наоборот думала, что... Ну, мы думали, что раз он руководитель инициативной группы, и пикеты на законных основаниях проводятся, то это дает ему какую-то безопасность в плане общения с народом. Прям, кстати, была там поразительная беспрецедентная провокация. То есть там... Ну, и у них даже не получилось ее сделать, они все равно посадили даже без причины. Я задала вопрос человеку, он от меня убивает, я хочу получить ответ. Понимаете? Хочу получить просто ответ. Вот и все. Эй, эй, эй! Эй! Дело в том, что я хочу... Я хочу... Я хочу... Я хочу... Я хочу... Я хочу... Как он сейчас к этому относится? Ну, вы знаете, я не знаю, как он к этому относится. Я с ним встречалась, и адвокаты, к сожалению, мне тоже не могут передать, что он говорит по этому поводу. Вот, но... Я думаю, что он там в шоке находится. Милиционер. Он, наверное, только в этом году пришел на работу. Чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь? И потом... Ну, рисковые люди. Я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. А это же корпоративный народ. И потом... Ну, найдет возможность, так ответит. У нас в стране основной электорат это тот, который смотрит зомбоящики, да? Если включить наши каналы белорусские, да, вы поймете, что вы действительно живете в счастливой Белоруссии. Ни одной плохой новости нет. Никого не задерживают. Никого не сажают. Никого на Христина нет. На Симболбай это просто там какие-то собираются. Непонятно кто. Ну, буяны, да? У нас в России сейчас идет голосование за поправки в Конституцию. Можно ли Путину обналиться? Но большинство понимает, что даже если там, не знаю, 80% проголосуют против, то ничего от этого не изменится. Как вы думаете, если на выборах 80% проголосуют 60-70% не за Лукашенко, а за другого? Вот он действительно раз только развернется, скажет, ладно, и уйдет. Или ничего не изменится в этом смысле. Ну, а как мы проверим, проголосуется против него 70-80%? Это нереально, да, посчитать? Ну, а как? Нет. Мы же не принимаем... У нас же, у нас голосование не открытое. Мы это никак проверить не можем. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден. У нас Конституция не под женщину. У вас какой-то удивительный беспредел. Даже по российским меркам, потому что там, ну, в России, по крайней мере, там, возможно, наблюдение, не знаю, контроль еще хоть какой-то за выборами. Но, тем не менее, годами все это люди терпели и годами с этим жили. Но в этом году даже мы, сторонние наблюдатели за этим всем, видим, что просто нереально снизился рейтинг Лукашенко. Почему так произошло, что именно в этом году про этим просто упал до 3%? Это случилось прямо вот в этом году или это так постепенно, постепенно, медленно к этому все шло? Я думаю, что, конечно, постепенно шло. Но в этом году просто несколько факторов одновременно на это повлияло. Во-первых, появился Сергей. Он поднял уверенность белорусского народа в себе, что мы что-то можем изменить. Второе, это, конечно, коронавирус очень сильно повлиял, потому что люди ожидали немножечко другое отношение к себе на фоне коронавируса, что государство, наверное, как-то будет больше о них заботиться. Но у нас пандемию не объявили, только силами врачей, самоотверженному труду. Вот мы как-то, наверное, сдерживаем эту ситуацию. И вот эти вот как-то факторы, они наложились один на другой, и вот сейчас это вылилось в такое вот недовольство. Один советский классик, когда он был в Апале в 30-е годы, он шел на встречу своим друзьям и не поздоровался с ними. И они говорят, а почему? Они говорят, почему-то не поздоровался. Он говорит, ну я не знал, можно ли мне вас узнавать, или у вас из-за этого будут проблемы. Поэтому всякий случай так не стал. Скажите, у вас есть такое, что кто-то убежал сразу же после ареста, кто-то отвернулся, кто-то там говорит, что ну извините, я не могу с вами сейчас разговаривать. Было такое или наоборот еще больше сплотились? Были такие случаи у нас. Изначально у нас группа сократилась как-то наполовину, особенно после арестов. Люди, конечно, боялись, кто посмелее с нами до конца идут. Но, естественно, были такие, кто, как вы говорите, поймите меня, у меня семья, у меня работа, я не могу больше в этом участвовать. Сейчас, сейчас просто уже народ поднялся, да. Его же никто не поднимал, да. Просто, допустим, те же выборы, которые проходили там в 15-м и 14-м году у нас, это как раз после тех событий, что произошли на Украине, когда люди посмотрели Майдан. Не, ну нам такой Майдан точно не надо. Нам не надо такого свержения власти, нам нужен спокойный, тихий, полюбовный расход. Да, ну, естественно, все и поддержали. Поддержали все или не все, потому что я за все это время на выборах был раза два, либо три. Потом я понял, что голосовать не до смысла, потому что в один из дней я пришел на выборы, за меня уже там было проголосовано. Ну, думаю, ну, ходить туда смысла, наверное, больше нет. Возвращаемся в студию. У нас поменялся гость к нам, Дмитрий Навоша, еще вернется. Ну, сейчас у нас публицист, философ Максим Горюнов, который все знает про Беларусь, сейчас нам расскажет, да. Вот, и, собственно, вы тоже, конечно, следите за всем, что сегодня происходит и так далее. Я хотел сначала задать такой более объемный вопрос, вот про всю эту последнюю вот эти яркие драматические недели, про всю эту кампанию на выборах президента. Что это было? Потому что мы увидели немножко другую Беларусь, чем привыкли видеть раньше. Ну, и белорусы тоже увидели другую Беларусь, и вообще все увидели другую Беларусь, потому что общее впечатление — это шок. Чтобы вы понимали, месяца три или четыре назад мои знакомые, которые живут в Минске, создали целую группу на Фейсбуке, которая так и называлась, если на русский переводить, «Равнодушный беларус». Мы никуда не пойдем, нам все безразлично. Лукашенко победит и на этих выборах тоже. Эта группа просуществовала неделю примерно. Она набрала некоторое количество фолловеров, и она была довольно популярна в узких интеллигентских кругах в Минске, а потом случилось вот это. И, в общем, этой группы больше нет. Потому что люди, которые писали очень угрюмые, очень унылые, очень безрадостные и очень ехидные беларусы, в общем, на самом деле, они там внутри себя очень ехидные, такие вот аж кислотные ехидные посты о том, как ужасна наша жизнь, как плохо все, вдруг начинают разговаривать, говорить о том, что это буквально сутки-двое, о том, что у нас что-то получится. Вы когда-нибудь наблюдали такую психологическую трансформацию нации раньше? Нет. Я бы пытался думать, было ли что-то подобное в Украине в 2014 году? Нет. Такой дистанции, когда у тебя неделю назад еще вообще ничего, а через неделю у тебя просто полноценная жизнь. Да, в Украине это было все очень постепенно. Там была вот эта «Украина без кучмы», потом там они избрали Ющенко в Верховную Раду, потом были 2004. Ну, то есть, короче, это было все, шло вот так, вот так, вот так. А здесь прям так клик, оверноль. Ну да, и непонятно, кто это включил, кто это сделал. И чтобы вы понимали, насколько, да, есть куча версий о том, что Лукашенко допустил много ошибок в отношении ковида. Он сначала делал вид, что его нет, потом делал очень яркие, в кавычках, заявления. Его не было, а потом мы его победили. Да, то есть, как бы вот традиционным партизанским способом, ну и так далее, так далее. Я так для себя смотрел, ну, посмотрел на Фейсбуке заголовки «бразильские газеты». Лукашенко был даже в «бразильских газетах». То есть, как бы, вот у нас есть свой Бальсонара, и он странный. Но есть страна в Беларуси, где еще более странный президент, поэтому мы не самые странные на этой планете. Это класс, это пять просто. Вот. Ну, опять же, если посмотреть заявление, ну, как бы, Лукашенко практически всегда себя так ведет. То есть, если посмотреть, чего он вытворял, там, год назад в это время, два года назад, три года назад, он все время, у него очень стиль управления, он, как бы, приезжает и просто провоцирует всех на конфликт, в лоб, жестко. Да, и обычно белорусы от этого, как-то, вот, впадают в еще больше ныне, чем это у них обычно. А вот здесь что-то произошло. То есть, он перестает, его эта тактика перестает работать. Да, да. Слышь ты, вот, как он сейчас, собственно, и ведет. Это больше не работает. Нет, 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 это не слышь ты, это русское. Да, я перевожу на свою этнически близкую основу. Ну, да, это, как бы, это такой, это председатель жесткий, чрезвычайно жесткий председатель, который заставляет работников, которые не хотят работать, работать. То есть, как бы, вот, он приходит к комбайнеру, который, там, пьет неделю, и он там, там, ты, идешь работать. Или дальше, вот, начнется что-то не очень хорошее. И обычно это все срабатывает. И вдруг все. Ну, вот, да. И вот он сам, если посмотреть на его выступления, там, недельной давности, там, трехнедельной давности, он в растерянности и в каком-то озлоблении. Он не понимает, что происходит. Он повторяет то, что, как бы, секрет успеха, 26 лет это все работает, а тут не работает. Слушайте, у нас тут, друзья, у нас тут совершенно фантастические новости какие-то приходят. Участок, ну, это, я так понимаю, официальные протоколы, выложенные, в том числе, в интернет. Участок 14, центральный район Минска. Всего 1266 голосов. Тихановская 707, Лукашенко 428. Это окончательные результаты, уже с учетом всех досрочек. 51 участок, Октябрьский район Минска. 2061 человек проголосовало. 1226 Тихановская 394, Лукашенко. Участок 21 Бобруйск. 1651 проголосовало. 815 Тихановская 582, Лукашенко. Максим, а вот так вот я вижу эти первые результаты, я понимаю, что это может быть какая-то аномалия отдельная, где просто честно посчитали. А не может вообще быть такого, что мы увидим какое-то чудо сегодня? Вот как оно прям произойдет в прямом эфире? Ну, поскольку чудо, оно происходит постоянно. Знаете, я позавчера со знакомыми поляками переписывал, как они это понимают. В общем, мы сошлись, они люди религиозные, я тоже где-то возле церкви. Это воскрешение Лазаря. Знаете, когда Лазаря уже похоронили и завалили камнем. Потом Иисус подходит и говорит, Лазарь, выходи. Вот это выход Лазаря из могилы. Вот вы сейчас объявили эти результаты, значит, кто-то посчитал не так, как сказал Лукашенко. В прошлом году это было невозможно. То есть об этом рассказывали, может, как анекдот. Ну, то есть это нереально. Да, вот это я помню, вот это вот юниформити такая, да, то есть вот все комиссии абсолютно как бы давали примерно такой нашинкованный вот плановый результат. Таких вот адских аномалий, в общем, не было, да? Ну, да. То есть посчитать правильно, даже примерно правильно, это аномалия. Вы знаете, ребят, вы давайте мне в ленту побольше таких новостей, потому что это, конечно, вызывает очень сильный прилив позитива. Но не знаю, посмотрим. Пока непонятно. Еще раз, вот мы говорили с Романом Протасевичем, пока мало там, всего там десятки протоколов, да. Судить об этом трудно, как бы экстраполируя на масштаб всей страны. Но вот само по себе явление, конечно, совершенно потрясающее. Максим, все-таки понимаю, что мы гадаем там на гуще, да, понятно, что неопределенность зашкаливает, но все-таки какие развилки, что может быть или не быть дальше? Ну, смотрите, вот сегодня утром первый президент Литвы, Ламбергис, давал интервью белорусам, и с его точки зрения белорусы проснулись. В общем, они стали, наконец-то, нормальными в регионе. То есть они стали такими же, как латыши, как поляки, как эстонцы. Значит, вся нынешняя власть, вся белорусская, вот как она сконструирована, вся ее архитектура, она ориентирована на вот таких полусоветских людей. А Лукашенко, его чиновники, они не понимают, как вести себя вот с национально проснувшимся народом, который говорит, что он народ, да, там Тихановская начала говорить на белорусском языке, это очень смешно, да, потому что белорусы официально вот как бы на белорусском не говорят. То есть Лукашенко за всю свою там историю, он на белорусском языке обратился к народу, ну, раза, не знаю, три-четыре. Вот сейчас была его пресс-конференция, я ее слушал, ему задали вопрос по-белорусски, причем задал провластный журналист, журналистка. Он два слова вспомнил по-белорусски, а потом перешел по-русски. А Тихановская хоть с бумажкой, но она говорит по-белорусски. По-белорусски, да? Ну, как бы она преподаватель белорусского языка, но вот было... Ну, может, просто потому что речь она не привыкла зачитывать там и так далее. Ну, это тоже странно, ты как бы попробуй подойди к какому-нибудь литовскому политику, чтобы он тебе по-литовски не говорил. Это же не бывает. Или поляк. То есть это такой тоже уникальный момент, такого нацбилдинга, причем еще стремительного, его не было никогда. Вот два часа назад я ходил к посольству Беларуси, там люди стоят с бело-красно-белыми флагами. Ну, это национальный флаг. А расскажите, кстати, что там было? Там, ну, мне, я так посчитал, для того, чтобы обойти всю очередь, понадобилось 15 минут. Ну, это значит километр-полтора там. Она длинная, и они стоят, и они с флагами, и они слушают белорусскую музыку какую-то там. Ну, не какую-то, а там Ливона Вольского. Это очень такие вот... И все с этими белыми штучками? Не все, а? Вот, но они стоят. И мне кажется, они там стояли не для того, чтобы проголосовать, для того, чтобы себя увидеть. Это, знаете, как новорожденный вот оглядывается, ищет зеркало. Посмотреть на себя, потрогать. Вот как я? Некоторые, я вот там сел на бордюр, чтобы посмотреть. Некоторые люди просто вот сами ходили. Ну, так как бы реально народ проснулся и смотрит на себя, кто я. Вот, то есть факт того, что они там попадут и оставят свой голос, это как бы уже неинтересно. Важно, что... А мы же есть. Да, и у нас флаг есть. Это при том, что напомню, что в 1996 году Лукашенко провел референдум, и этот флаг, его же сняли, ну, белый-красно-белый, и там есть депутат, к сожалению, забыл его имя, но он разорвал его на глазах у людей. Ему ничего за это не было. Вот. А сейчас все вернулось. Хотя, опять же, с пилокрасно-белым флагом еще два года назад ходили только вот твердокаменные меньшинства. Да, то есть, вот это очень интересно. Я хотел про это вас спросить. То есть, там же долго была, много лет такая ситуация, когда была вот эта... Я никакого негатива не вкладываю, но, как бы, такая профессиональная оппозиция, которая именно заточена на политическую борьбу с Лукашенко, да, но она... у нее не было большого охвата, большой популярности. И она, как бы, все время... Ну, у нее была своя повестка, а у народа, как бы, была своя. Вот это поменялось, я так понимаю, что сейчас народ зажил своей политической жизнью, и, как бы, старая оппозиция даже немножко отошла в сторону, так, что ли? Ну, не знаю, насколько они отошли в сторону, но... Как это правильно все описать? Ну, смотрите, флаг, герб, гимны, основные протестные песенки, там, все, что сейчас есть у людей, то все, через что они выражают свое настроение, свое протесты, свое единство, это все взято у старой оппозиции. Они это все сохранили, они все это развили, лозунги, там, верам, можем, пироможем, да, это 2000 год, то есть, все тогда возникло. Сам белорусский язык, они все его потеряли, старая оппозиция является его хранителем и распространителем. То есть, они, как бы, в 25 лет эти, они это все сохранили, они это все, в общем, передали этому новому поколению. Да, новости. Сообщают, что у Стеллы сейчас несколько тысяч человек, это в Минске происходит столкновение с ОМОНом, спецслужбы применяют светошумовые гранаты. На проспекте Маширово в Минске люди вступили в стычки с ОМОНом, как минимум одному карателю, как пишет нехты, ну, правильно, а что, разбили голову. В Витебске очень жарко, моя крайна Беларусь уже пишет, идут массовые задержания, площадь перекрыта, все заставлено автозаками, хватают всех, даже девушек и подростков. В Бобруйске на центральной площади ОМОНовцы стоят по одному, перекрывая ворота, в Пинске та же ситуация. Все автозаки увезли в Минск, и там их немного осталось, на площади идут люди. В Минске отключили городское освещение, сообщают корреспондентам БХМ-Медиа. Проспекты Маширово-поведителей перекрыты, сообщения о жестоких массовых задержаниях, протестующих в Минске возле Стеллы. Столкновениях на Маширово задержанного члена команды Светланы Тихановской и Антона Сташевского подозревают в подготовлении к участию в массовых беспорядках. Метро проезжает мимо центральных станций и не высаживает людей. Ну и данные протоколов по отдельным участкам все еще подтверждают, что Тихановская опережает Лукашенко. Там, где протоколы есть, Тихановская выигрывает у Лукашенко. Черт возьми, неужели чудо возможно, и мы его будем прям так наблюдать? Ну вот эти вот столкновения, да, у вас есть, в общем, советская власть, ну такая постсоветская, Беларусь, да, то есть что сделал Лукашенко, он сократил коммунистическую партию, орган надзора до администрации президента, как, собственно, и в России это произошло. А, в общем, основные силовые органы остались те же самые, и они выполняют те же самые функции, чиновники остались те же самые, люди, которые сочиняют учебники остались те же самые. В белорусских вузах есть предмет, который так и называется идеология. И там, как бы, людям рассказывают идеологию. Я специально для себя читал учебники по идеологии, в общем, это такой марксизм, плюс русский какой-то, вот, там, Достоевский, Ильин, ну, в общем, какая-то такая странная штука. В общем, этим всем промывает мозг, точно так же, как в 70-е, 60-е годы. Да, но при этом и почему-то до, вот, 26 лет, народ вроде как это все слушал, ну, то есть, как бы, соглашался. Теперь, если появился народ, если он заявил о себе, если он взял все бело-красно-белые флаги, гербы и как-то там себе присвоил язык, непонятно как, вот, то, в общем, это власть из другой страны, в общем, и народ из другой страны. Она опоздала на этот поезд, получается. Ну, она не опоздала, они просто други разные. То есть, сейчас, вот, опять же, у эстонцев такая ситуация была, знаете, там, в 89-м году, в 90-м году, когда у тебя есть компартия, и есть народ, который не хочет больше подчиняться компартии. Вот, в Беларуси это проходит примерно то же самое, только с опозданием на 30 лет. Ну, или с задержкой на 30 лет. Да, вот пишут, что люди выходят в Минске на улицы, по улице Клеворийской, в сторону Стеллы движется огромная толпа протестующих. Люди выходят на проезжую часть и блокируют ее. Вот, частично вы все это дело видите. Ну, естественно, ждем реакции белорусских силовиков и карателей. Давайте, скажите мне, если есть какие-то видосы на эту тему, и, может быть, мы сможем их дать в эфир. То есть, вот, да, покажите, как машинами люди гудят в Минске. Давайте посмотрим. Будет, да. Ну, давайте, вот, по мере поступления мы все это ждем. Конечно, это, вы знаете, это очень сложно комментировать, потому что все это развивается прямо у нас на глазах. Это было довольно неожиданно, и вот в этой очень статичной, заскорузлой белорусской системе крайне трудно прогнозировать, вот, как эти все заржавевшие такие вот детали, как они себя поведут. Да, поэтому вы ждете от нас прогнозов. Мы постарались разные сценарии здесь сегодня с вами обговорить. Ну, в общем, никто не знает, что будет, но видно, что люди все равно выходят, несмотря... То есть, вот, Максим, сработала ли операция Лукашенко по массовому запугиванию? По-моему, я так вижу, что нет. Ну, она дала обратный результат, почему-то. А 26 лет это работало? 26 лет апелляция к страху, она срабатывала, ну, просто вот, железо. А психологически, вот, обратная реакция, она в связи с чем? В связи с тем, что люди обиделись, что вот им так угрожают, их так пугают, разозлились, вот, или, наоборот, они просто почувствовали чувство локтя, что нас много, и мы сильнее. Вот как это сработало? Знаете, есть много версий, почему белорусы такие странные, почему они так вот остались как-то вот возле советского, вот этого всего политического. Есть одна из теорий, которая мне нравится, состоит в том, что в течение вот прошлого века Беларусь дважды оказывалась в такой глобальной гуманитарной катастрофе. Первая мировая война — это два миллиона беженцев, вот как сейчас в Сирии. А потом, спустя 20 лет, вторая мировая война. Это же был такой ключевой театр в Первую мировую войну. Да, да, да. Ну, то есть, как бы, вот есть книга, историка Тимоти Снайдера, которая, в общем, территорию Беларуси и Куприена называет «кровавые земли». То есть, большая часть народа погибла именно там. И, собственно, белорусы, они настолько травмированы этой войной. То есть, вот сейчас, может быть, то есть, да, вот все знают, да, там, как бы, по результатам Второй мировой войны, каждый четвертый, я по некоторым подсчетам, каждый третий Беларусь был убит. Да, раненые, калеки. То есть, эта травма лежит где-то там в основе вот последующего. Понимаете, это так и работало, понимаете, вот в 2000 году выходил какой-нибудь там, ну, Лукашенко, да, и говорил «будет как война». Как было при войне. И у людей сразу срабатывает этот аларм такой. Они настолько, это, травма военная была настолько глубокая, сейчас, может быть, впервые она их отпускает. И они начинают вести себя, ну, более нормально, более естественно. По-моему, вот, я как-то пытаюсь понять, что происходит, просто страх отошел. Вот, кстати, о том, как страх отошел, давайте видео дадим. Моя окраина Беларусь дает, как люди отбивают своих у силовиков. Прямо сейчас на улицах Минска. Покажите, пожалуйста. Музыка! Поздравляю, Ванюши! Мужики, берем котки, пошли на низ! Шакалы! Пойдите на низ простою! Пошли! 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 И вот у нас есть еще видеошествие людей в Бресте. Тоже давайте посмотрим. Вот свежие видео начинают к нам поступать. Пардон, сори за косяки прямого эфира. А, даем Брест. Да, давайте Брест. А, даем Беларусь! А, даем Брест! И, ги, 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 ги. Косяки поэфинiszшествие. Косяки поэфин começar. Субтитры сделал DimaTorzok Очень сильное впечатление производит Какие белорусы молодцы Вы же Брест знаете Более-менее Брест это Один из самых пророссийских городов Потому что там в свое время заселяли Большое количество отставных военных И предположить что в Бресте кто-то выйдет Но это самое невероятное Что можно было предположить Да но это кстати Еще раз мы тоже говорили здесь об этом Что там же нет сейчас Пророссийский, антироссийский Там люди хотят свободы Хотят влиять на выбор на будущее страны И как она будет дальше развиваться Вот кстати про российский фактор Вот этот я хотел спросить Психологически Вообще Россия играет ли роль Именно для белорусов в этой кампании Я не имею ввиду вмешательства А имею ввиду присутствует ли Российский фактор Когда люди принимают решение Как себя политически вести Вот когда я сюда ехал Хорошая версия прозвучала О том что вот это все Могло произойти и в 2015 году В Белоруссии были выборы в 2015 году Но люди были сильно напуганы Войной на востоке Украины То есть Россия выступает Ну как бы ее Россия все боятся Боятся Сейчас вроде бы даже и Россию Особо никто и не опасается Тоже странно Почему? Потому что ну как бы И сюжетов связанных с тем Что Россия как-то не очень хорошо себя вела На территории Беларуси Ну вот исторически И довольно много их помнят Тоже непонятно почему Типа а это куда делось Мы сейчас сидим Вы меня позвали как эксперт Я не являюсь экспертом Вот поэтому Все что я видел там за последние годы Оно сильно противоречит тому Что я вижу вот на этих экранах Это не Беларусь Мне сейчас показали Брест Вы меня обманываете Это не Брест Это же какая-то другая Это постановочное все в Вильнюсе снято Белорусский ЦИК дает Какие-то первые официальные данные Лукашенко 81 Как мы блин удивлены Тихановская 8 Это конечно полностью противоречит Вот тем первым протоколам Которые мы озвучивали здесь в эфире Которые опубликованы уже в интернете Перестают работать сайты Крупнейших СМИ страны В том числе Государственного агентства Белта Ну тут Байс блокирован Белорусский партизан Наша Нива Онлайнер В Минске тоже перестали работать Убер и Яндекс.Такси Ну короче говоря Вот все это Началось Давайте мне свежую информацию И Вот у нас еще есть Так понимаю Видео у посольства в Грузии Где тоже довольно много людей И они скандируют Результат Результат Потому что не выдают результаты Участковая комиссия Результат 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 Ну и вот еще протокольчики К нам продолжают поступать Участок номер 21 Московский район Минска 2396 голосов 1725 Тихановская 438 Лукашенко Лукашенко проигрывает эти выборы Дорогие мои Это кстати официальные протоколы Но понятно что ЦИК Это такая информационная Психологическая игра Всегда Они всегда начинают озвучивать С каких-то там воинских частей Да Вот чтобы показать А у нас там 99 А вы значит все в пролете Да Вот поэтому сейчас Сейчас будет идти от ЦИКа Какое-то время Вот эта информационная накачка Но мы реально видим С земли Совсем-совсем Другие результаты И вот Ну конечно Вот действительно Очень впечатляющие кадры Которые мы сейчас видели Как люди идут По улицам Минска По улицам Бреста Несмотря ни на что Как они отбивают своих У полиции Тоже Такое в принципе Было раньше Да Но мне кажется Масштаб сейчас Просто совершенно Иной Есть такая штука Вот вы сейчас упомянули О диаспоре белорусской Да Белорусская диаспора Это оксимарон Потому что У меня были интервью И там встречи С лондонской диаспорой И диаспорой В Швейцарии Белорусы Это одна из самых Быстро ассимилирующихся Групп иммигрантов И как таковой диаспорой Вот единой Национальной Не поддерживали То есть если Вот по идее Я не знаю Европа еще не поняла Наверное уже поздно Но по идее Как правило Это все происходит Я вот спрашивал Представителей Швейцарской диаспоры 9 из 10 белорусов В течение первых 5 лет Полностью переходят На немецкий язык Теряют акцент даже То есть Как партизан Знаете Попал в другую среду Полностью Растворился И ты больше Не белорус Ни в коем случае Очень смешные случаи Рассказывали люди Из лондон Из лондонской Диаспоры белорусов У них часто бывает такое У них там как бы Есть небольшое ядро Людей Несколько десятков Может сотен И к ним иногда приходят люди Которые выглядят Абсолютно как британцы Ну вот Акцент Одежда Все британское И история такая Здрасте Вот мой дед умирал И перед смертью Сказал что все таки Он белорус Хотя вот мы при жизни Он никому об этом не говорил То есть белорусы Они ассимилируются Они не объединяются В диаспоры И диаспора белорусская Со своим флагом Это смешно То есть у украинцев Есть диаспора Абсолютно Причем еще какая Особенно я не знаю В Канаде Где вот большое Украинское население Это же просто Они поддерживают Там еще Они даже Вот выглядят там даже Они стараются Как бы быть больше Украинцами Чем сами украинцы Да То есть это Нарочито Вот эти вышиванки Там все такое Само в Украине Так никто не ходит Да как Ну ходят Но не все Там эстонская диаспора В Стокгольме Там есть целые улицы Да Там эстонская диаспора В Хельсинке Там финская диаспора В Норвегии Весь мир живет диаспорами Кроме белорусов Белорусы всегда растворялись Я сейчас вот опять же Ходил вокруг Белорусского посольства В Москве Я глазам своим не вижу Да Этот народ не делает диаспору Теперь появилась диаспора Теперь она заявляет о себе Где они были эти 26 лет назад Ну эти 26 лет я не понимаю Ну наступает какой-то момент в жизни Вот интересно Присутствуем при рождении Сверхновой нации Это очень-очень прикольное зрелище И конечно очень интересно На все это смотреть Но все-таки что думаете Что будет Или рано говорить пока Ну вот мы не знаем Как поведут себя силовики Потому что для них Это тоже новая ситуация Мы не знаем Насколько силовики Сами проникнуты этим Потому что оно распространяется У нас на глазах У них же семьи там У них же они общаются Вопрос даже не в семьях А вопрос в том Что Насколько ты чувствителен Вот к флагам Мы сейчас видим это Как знаете Такая атмосфера Такой христианской Там Братской любви Которая распространяется Между людьми И она их объединяет Насколько силовики К этому Насколько это их пропитает Если она пропитала Вот вы сейчас присылаете Вот присылают Вот эти вот отчеты То есть кто-то в комиссиях Оказывается Не врал Хотя Врали-то всегда Да Вот С кем-то это срабатывает Да Вот мы не знаем Как далеко Это зашло Как далеко Эта атмосфера Проникла Вот в полицию В ОМОН Ну в ОМОН Наверное в последнюю очередь Вот Ну и так далее Я сегодня Днем Там Брали интервью У парней Которых захватывали Которых хватали на улице Они там двое-трое суток Находились в СИЗО Говорит Да Люди Которые меня схватили Они были злые Но ты потом приезжаешь в СИЗО Тебе предлагают воду Еду Телефон Ну Я это не очень понимаю Потому что раньше избивали Раньше могли там ногу сломать Страшно было Да А теперь Вот тебя вроде одни хватают Ты приезжаешь И они вроде как И не карательные органы Да Это было интересно Год назад Когда были московские протесты Там Ну у всех было немножко по-разному Но на самом деле Вот реально Когда я сидел в спецприемнике То Там были совсем другие менты Чем вот этот второй оперполк Зломный Натасканный на оппозиционеров И они даже Прямо откровенно Они там Выражали всяческую симпатию Там Душ без очереди То Давали Разрешали Что совсем нельзя Это что совсем нельзя Там и так далее То есть И многие из них Прямо открыто ругали Действующую власть Прямо при нас Это было так вот Достаточно нарочито И заметно То есть действительно То есть есть Вот этот передовой отряд Этих орков Которых специально тренируют Бить оппозицию на улице Да Но все остальное Это даже у нас В России Немножко по-другому Выглядит Давайте посмотрим А что это у нас Это вот Какое-то Бегут космонавты Да Давайте Показывайте Вот те видео Какие у вас есть Вот Давайте первое в эфир Это Гомель был Да Ну Похоже Да Это был не Минск А скорее всего Гомель И вот Минск на Немиге Столкновения с ОМОНом Продолжаются Применяются Спецсредства Давайте тоже покажем Короткие видео К сожалению Ну вот все что присылают Я напоминаю Что интернет не работает И Как-то через пень колоду Там люди шлют Вот какие-то Видео со своих камер Которые Да Пока Пока этого видео нету Но Попозже покажем Ну вот В общем Да Давайте космонавтов Покажите космонавтов Ну это традиционная для нас Сценка запугивания И мы в России Здесь тоже много Такого Видим Ну посмотрим Сейчас как раз Вот формируется Такой основной момент Вот этого напряжения Да На участке На участке 48 в Минске Председатель отказался Подписывать протокол Но назвал цифры 12283 за Лукашенко 569 за Тихановскую То есть вроде как здесь Лукашенко выиграл там с перевесом Но председатель Подписывать протокол не стал А это вообще по-белорусски Или нет Ведут себя белорусы Так нет Да Мы действительно Мы наблюдаем Какое-то совершенно Новое уникальное явление Сегодня Прям Вот в прямом эфире Но Смотрите Я думаю что Мы Максима На этом наверное отпустим Огромное спасибо За то что были с нами И давайте поставим видео Еще раз Вот Митинги Светланы Тихановской По городам Белоруссии Вот Еще раз напомним Об этой яркой И драматической Компанией И Максиму Огромное спасибо Спасибо что были с нами И к нам вернется Я надеюсь Дмитрий Навоша Сюда в студию Дмитрий Навык Дмитрий Навык Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я занырнул в информационный поток, чтобы плотнее посмотреть, что там происходит, и немножко меня, честно говоря, трясет, извините, если я буду как-то говорить не так, но, к сожалению, вот этот праздничный ролик, перемен, красивая картинка, отлично монтаж, блестящая Светлана Тихановская. Сейчас Беларусь немножко переходит в другой режим, в такой более военный. Я по-прежнему надеюсь, что все-таки происходящее в белорусском обществе хоть каким-то образом добило до силовиков, потому что мне кажется, что все уже танцы сплясаны и обществом, и Тихановской, и обращения, и ролики, и матери силовиков, и бывшие военные, и кто только не обращался. И если все-таки апелляции к совести, к самосознанию людей все-таки не сработают, то, возможно, в какой-то момент белорусское общество начнет апеллировать уже к чувству самосохранения этих людей. Я не питаю иллюзии, я бы очень хотел, чтобы люди, которые сталкиваются сейчас с ОМОНом и так далее, уходили от этих столкновений. Мне кажется, лучше менять место дислокации, а не стоять на конкретных площадях и улицах. Но избегать избиений, и меня шокирует применение спецсредств, светошумовые гранаты при участках в школе. В школе они применяют светошумовые гранаты. То есть, что происходит около участков? Часть людей просто осталась дождаться результата голосований, и ОМОНу это не понравилось. Есть уже сведения о применении слезоточевого газа. Прямо возле участков, возле школ? Да. Ну, кто в данной ситуации переходит черту? Давайте я еще раз напомню, что два с половиной месяца по Беларуси идут митинги. Более, несколько сотен тысяч человек принял участие в этих митингах. Их были десятки по всей стране. Были санкционированы, были несанкционированы. Более чем в 20 городах были аресты за акции солидарности и так далее. Да, но это вот санкционированный митинг. Но были и несанкционированы. Тем не менее, по ходу этих митингов ничего не сожжено, не разбито ни одной витрины. Все, что происходило, это несколько раз люди дали отпор ОМОНу. До нападения ОМОНа они всегда были предельно мирными. Все, что делали люди на их митингах, вооружали солидарность и просто показывали, как их много. И ничто не дает оснований предполагать, что этим вечером эти люди, которые выходят на улицы своих городов, могли вести себя иначе. Могли пытаться на что-то нападать, захватывать какие-то здания, как-то угрожать вообще безопасности страны. Мне кажется, что если сейчас будут какие-то жертвы, будет какая-то кровь и так далее, никаких нет сомнений в том, кто в этом виноват. Это вот суперважная вещь, которую надо повторять снова и снова. У нас были перед глазами недели и месяцы вот этой протестной избирательной кампании, где люди, которые выступают против Лукашенко, вели себя подчеркнутым мирно. Они все время говорили об этом, они не предпринимали за долгое время никаких действий, которые кого-то провоцировали бы или были направлены на какие-то силовые сценарии, ничего не разбили, никого там не было ни травм, даже ни синяков и так далее. Да, с моей точки зрения силовики не имеют права применять спецсредства против мирных людей, людей с кредитной историей мирных людей. Люди все это время протестовали, не угрожая никому в обществе. Да, ну и вот, если хотите, можете покрутить на экране вот эти все протоколы, которые выкладывают в том числе телеграм-канал «Нехта». Но все-таки не все новости плохие. То есть, есть новости очевидно хорошие и жутко неожиданные на самом деле. То есть, много протоколов, где Тихановская реально побеждает с огромным перевесом. Как мы вот с Максимом Горюновым сейчас говорили, это для Беларуси фантастическая, необычная ситуация. Нет, ну все-таки в Беларуси более 5000 участков. Я лично, да, мы не успели до появления протоколов об этом поговорить. Я бы, конечно, сделал ставку на то, что найдутся участковые комиссии, у которых совесть, чувство совести что-то еще взыграет. А раньше такое было? Им не платят, им не платят сумасшедших денег. Понятно. Это учителя, это довольно приниженные. Учителя, низовые сотрудники исполкомов довольно приниженные. Это не в никакой олигархат, прямо скажем. Они не бенефициары этой системы, они жертвы этой системы. И такой стокгольмский синдром, к сожалению, коллективный. Но я был уверен, что вот это будет, как бы, все общество меняется, и там тоже кто-то будет меняться. То есть, все-таки что-то оттаяло в этих людях, и люди посчитали правильно, или, может быть, меньше обычного фальсифицировали. Несмотря, отметим, на почти полное отсутствие независимых наблюдателей, поскольку их всех заменили официальными наблюдателями. Вот это очень такая штука, которую стоит особо отметить, что эти все протоколы составляются в отсутствии наблюдателей. То есть, нам выдают представители государственной машины некий результат, который они все-таки не осмеливаются перерисовать и сфальсифицировать. Да, да. Часть людей, даже на стороне членов избиркомов, это люди, которые рисовали точно так... У нас не должно быть иллюзий, что они не совершали преступления раньше. Они рисовали точно так же предыдущие какие-то выборы и так далее. Но таких сильных осечек не было. Конечно, Гаусс вертелся в могиле, когда видел результаты предыдущих белорусских выборов, потому что там очень много было цифр, которые не соответствуют статистическому распределению. Не могли бы быть. Да, да, да. Которые... Ну, это всем было очевидно. Но... Ну, может быть, кто-то хорошо... Может быть, кто-то математику преподает и понимал, что в этот раз общество будет смотреть за нормальным распределением или ненормальным распределением. И кто-то все-таки решил, что нельзя совершать преступления в этот момент. Словики, прислушайтесь. Посмотрите, даже ваши коллеги из исполкомов и избирательных комиссий поступают иначе. В Витебск, средняя школа 40, члены избирательной комиссии сбежали через столовую, дали через кухню, прыгнули в машины и с милицией разъехались по домам. Результатов не вывесили, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Интересно. А вот как по таким участкам, где... Кстати, такая тоже в России есть технология, когда они просто сбегают нафиг, да, и потом вывешивают протокол. Типа, а вот мы тут посчитали, да, и вроде как Лукашенко выиграл 99%, но при этом вот они ничего не показали, там конкретно установить, что там реально, как на самом деле проголосовали люди, было невозможно. Мы показывали вот видео, я не знаю, если хотите, можем фоном дать, как вот эта тетя по стремянке вылезает из окна. Это же какая-то не очень понятно, что, но скорее всего она вносит бюллетени протестные, да, а вот это просто вирусным сегодня видео стало, да, ну, понятно, что... Вот она вот часть винтик-машинки фальсификации. Да, но по-прежнему, да, меня здесь частично все-таки вдохновляют вот те самые участки, где посчитали нормально, или, по крайней мере, вбрасывали меньше, чем в других местах. Это и есть развал вот этого самого монолита. Если белорусское общество будет достаточно настойчивым, этот монолит будет сыпаться дальше. Будут находиться честные люди в самых неожиданных местах. Если на белорусском телевидении, извините, нашлись честные люди, это было источник всего, кажется, зла и там самых чудовищных вещей в стране, то и в других местах, и в каком-нибудь следственном комитете найдутся честные люди. Кстати говоря, нашлись четверо следователей, отказались вести дело Тихановского, несмотря на угрозу увольнения. Это не стало публичным, но это очень имеет большое количество подтверждений, и их все равно не уволили, потому что это все-таки хорошие следователи. Ничего себе, вот я не знал эту информацию. Это очень важно. Там все-таки совсем белыми нитками. В смысле, там вообще ничего делать дела. Ну, то есть, Тихановский ни в чем не участвовал. Да, а что сейчас с Тихановским? Я немножко отпустил этот момент. Похудел на 25 килограмм, постоянно сидит в карцерах, уже четыре раза его сажали к нему. Ну, слушайте, неприятно рассказывать такие вещи в эфире, но ему пробовали, так сказать, прописать петушины РАМС. Если вот кто понял, кто не понял, разъяснять, наверное, не буду, но через карманных блатных милиция пыталась сделать все условия его пребывания в милиции в тюрьме невыносимыми. Да, и он при этом держится. Мы его видим на скайпе из белорусских судов. Это единственный момент, когда его видно, да? Да, бесконечно судят. И он этих судей гоняет там, ну, они просто не знают, куда деваться. То есть, он через скайп просто их. Бодро, несмотря ни на что. Да, такой же, как мы его видели в Ютьюбе, это, конечно, поразительно. И очень бы все-таки хотел... Ну, он похудел килограмм на 25 точно. Хотелось бы все-таки видеть его не в тюрьме. Да, конечно, свободу Сергею Тихановскому. И, кстати, вот мы все время, мы постоянно говорим, не только в эфире, с нашими европейскими друзьями. Это, конечно, будет одно из важнейших требований от демократической Европы. Немедленно освободить всех политических заключенных. Это первая претензия, из-за которой Лукашенко уже себе заработал на серьезные санкции. Вот, давайте посмотрим. Видео еще есть у нас от нехты. А то, как люди выходят протестовать на улице Минска. Сейчас покажут. Ну, пока, ребята, через минутку. Да, у нас ссори. Вот, ну, понятные косяки прямого эфира. И вот еще там я вижу какие-то видео, как применяют в Минске возле Стеллы светошумовые гранаты. Ну, посмотрим. Сейчас вот вы говорите, когда все это дело будет готово, ребят, да. Ну, то есть, как у нас есть поток и хороших новостей, что все больше протоколов приходит, где Тихановская не просто выигрывает, но выигрывает с очень большим перевесом, да. Но и приходит, как люди выходят на улицы городов. Мы вот все эти кадры вам показываем. Но приходят и плохие новости, что силовики все-таки начинают применять спецсредства, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Ну, то есть, вот столкновение добра со злом. Да, но мы просто знаем, что происходит после точки нового уровня эскалации, нового витка эскалации. Конечно, желательный для власти сценарий. Тот сценарий, который нарисовал себе глава КГБ Вакульчик, Равков и другие погоны, которые окружают Лукашенко, и сам, конечно, Лукашенко, это что же мы их сейчас так испугаем, что они будут тихо сидеть и не вылезут еще очень долго. Но есть и другой сценарий, что Беларусь, например, очень успешно деанонимизирует силовиков. Насколько это влияет? Я подозреваю, что это может начать влиять, если кто-то постучится к ним домой или что-то еще произойдет. Я бы не хотел ни к чему такому призывать. Мы не призываем ни к чему такому. Я бы хотел, чтобы скорее протестующие смогли скрываться от силовиков, нежели вступать с ними в противостояние, потому что, мне кажется, это сценарий невыгодный обществу. Силовики очень долго учились делать свою черную работу. И пусть люди будут как вода, пусть они уходят от столкновений. Я бы очень хотел, чтобы так происходило. Потому что видеть людей в больницах мне бы не хотелось. Но это просто роковая, может быть, сейчас делается роковая ошибка теми людьми, кто участвует и непосредственно внизу на местах отдает такие указания. Да, тем более, что еще раз. Мы видим просто по всем признакам, мы видим, что Лукашенко выборы проигрывает. И первые протоколы, и вот эти вот урны, наполненные сложными. Для меня это вообще не новость. Для меня это вообще не новость. Я могу это подтвердить большим количеством публикаций, где я говорил, что 20% в прыжке это такой максимальный рейтинг, который реально можно сделать без фальсификации. И то за счет каких-то людей, которые не приходя в сознание голосуют и даже вот до них не добивают, ну, может быть, где-то очень далеко в деревне. Больше невозможно. Почти 40 тысяч нас смотрят в эфире. Расшаривайте наш стрим. Здесь говорят правду о том, что на самом деле сейчас происходит в Беларуси. И давайте дадим видео, как люди стекаются на улице Минска. Беларуси Минска и сейчас из Минска много людей. И я вот как-то не вижу, чтобы силовики как-то жестили. То есть они, видимо, тоже вот не тотально везде сосредоточены. Да, у них, видимо, есть приказ по каким-то самым центральным местам, да, типа Стеллы. Ну, вот мы сейчас на видео видели, что люди достаточно свободно идут и никаких столкновений нет. Ну, людей довольно много. Много. Ну, я говорил свой прогноз. Если будет 50 тысяч, то будет и 100 тысяч. И в этот момент такой объем людей разгонять будет тяжело. Надо бы, им придется давать, проводить митинг мирным образом. Может быть, они будут пытаться потом хватать людей тогда, когда они будут расходиться. Это тоже такая повадка белорусской милиции. Да, вот посмотрим. Но радует, что много людей. То есть видно, вот визуально по тем узким фрагментам, которые до нас все-таки доносятся, потому что связи нормальной нет, но видно, что люди вышли, людей много, и это еще раз вот повод просто порадоваться и погордиться белорусами, что они не боятся, несмотря на эту ультравпечатляющую операцию по запугиванию, которую все дни, особенно сегодняшний день, ведет Лукашенко, но людей не испугали, они все-таки выходят. Класс. Просто класс. Мы здесь, кстати, вы знаете, когда у нас Алексей Навальный был в студии несколько часов назад, мы с ним вот тоже это говорили, типа, что, ребята, а что вам типа слабо, так как в Беларуси? Вот смотрите, как долго там эта ситуация вызрела, и вот то, что мы обсуждали с Максимом Горюновым, наступил некий национальный такой психологический перелом, что что-то щелкнуло, что-то поменялось. Это процесс, который никогда не вызрывает быстро, вот в Беларуси, к сожалению. Нет, я очень много про это думал, читал, пытался сопоставлять факторы и так далее, и вот мое объяснение, это все-таки именно осознание этих людей себя как большинства, все-таки если меньшинство можно насилием и репрессиями принудить молчать какое-то время, то с большинством это работает иначе, то есть каждая волна репрессий вызывает новый ответ, сначала солидарность по отношению к репрессированным, как я говорю, мгновенно собираются штрафы, акции поддержки и так далее, и так далее, семьям помогают, никто из семей арестованных не нуждается, у всех все есть, есть большое количество волонтеров, которые участвуют в распределении этой помощи. Кстати, очень классная штука, все-таки, действительно, я вот, блин, я всегда много раз это говорил, что вот на постсоветском пространстве, когда люди хотят избавиться от диктатуры, роль диаспоры, это важнейшая история, это было и в Армении, это было и в Грузии, это было и в Украине, когда диаспора мобилизовывается, чтобы помочь людям дома на земле, вот добиться этих перемен, нам этого не хватает. Да, диаспора больше ничего, в общем-то, не сможет, не может сделать, потому что все изменения происходят внутри страны. Ну, вот, я же, я там, не знаю, я говорил про украинцев в Канаде, их там в Америке, да, это было колоссальное движение, они прям с утра до вечера, они отмобилизованы, они следят за тем, что дома, и собираются, и думают, что они могут сделать. К сожалению, блин, я вот смотрю фильм Юрия Дудя про русскую Америку и богатых наших айтишников в Калифорнии, они говорят, ну, здесь никогда ничего не появляется, что там, что там. Я не уверен, что это будет полностью так, потому что белорусские айтишники из Кипра, из Штатов и так далее, очень активно участвуют деньгами, и это очень здорово. Другой интеллектуальной помощью в этих самых айти проектах, голос, зубр, честные люди и так далее. Больше 10 людей, которых я знаю, прямо затратят на это много времени, много денег. Они не могут это делать публично, потому что, ну, многих из них люди работают в минских офисах, и, ну, им много что грозит, если что-то пойдет не так. И это очень круто. Вот я как раз обращаюсь к представителям русской диаспоры. Друзья, у вас огромные возможности, вас очень много. Вы там, если бы вот эти вот, вы нам там два миллиона голосов дали на выборах, то это проход в Госдуму уже автоматически. Хотя бы это. Я не говорю про все остальное, но просто вот мобилизация диаспоры, конечно, в таких событиях играет архиважную роль. Вот есть видео, как силовики бросают светошумовые гранаты, я так понимаю, в Минске. Давайте посмотрим. в Минске. В Минске. В Минске. В Минске. Дмитрий, а были светошумовые раньше, если заточивые газы? Я вспомнил, что в 2010-м были светошумовые гранаты, напали на колонну, которая шла на площадь, просто не дали им туда пройти. Да, это же был большой протест. А сколько тогда? Это были выборы в 2010-м? Тогда было чуть до 50 тысяч, пожалуй. И это тоже была абсолютно мирная акция, пока провокаторы, подосланные КГБ, не разбили дверь в правительство здания, которое было рядом. Кстати говоря, вокруг этой целы нет никаких правительственных зданий, это вообще поле, парк и так далее. Завтра нам будут рассказывать, что кто-то пытался нарушить какой-то покой, но это спокойное место у реки, в парке, там нет никаких администраций, ничего. Тем более, ночью, и так покой можно нарушить. Ну, кстати, вот, на самом деле, такие прецеденты с провокаторами, это же не уникальная история. Вот, когда был Воронин в Молдове, были массовые протесты, они тоже засылали провокаторов, которые начинали прям бить окна в правительственных зданиях, и их прям люди оттаскивали. Ну, мы должны быть уверены на 100%, что и в Беларуси такое будет, потому что КГБ и белорусские силовики используют такого рода провокации регулярно. И, не знаю, надеюсь, что публикации утечки, которые произошли в телеграм-каналах белорусские, о том, что будет ранен милиционер или ОМОНовец, может быть, каким-то огнестрелом, может быть, ножом, чтобы легитимизировать жестокое подавление. Надеюсь, что эта утечка позволит именно этому сценарию не случиться, и никакого такого или более худшего сценария не произойдет. Ну, да, как мы помним, как было в истории с Крымом, там выступила тетя Валя Матвиенко, которая сказала, что убили каких-то русских в Крыму, потом выяснила, что не убили ни русских. Но все случилось, тем не менее. Кстати, вот то, что еще было видно на этом видео, что там люди есть, их заметно много, и они скандируют лозунги и так далее. Люди будут чуть попозже, вероятно, потому что основная стратегия была дождаться результатов участков. Да, как мы видим, может быть, вот эти группы людей, которые собирались у участков, может быть, они и позволили некоторым участкам вывесить протоколы с результатами, которые похожи на правдоподобные. Давайте покажем, как в жлобине люди скандируют, и тоже достаточно заметно много людей. Покажите видео. Да, ну, ссорят за задержку. У нас издержки прямого эфира, мы не всегда все можем прямо делать синхронно. Можем? Показываем. Ох, какое видео я вижу классное из Минска. Десятки тысяч людей, реально, на улицах, которые не расходятся, несмотря на все это запугивание и всякие эти светошумовые гранаты. Люди прорывают оцепление. Давайте покажем, если... Готовы, ребят? Если готовы, то давайте покажем вот это видео из Минска. Очень много сообщений о том, что активно Орша, Гродно, Гомель. То есть, по сути, Логойск, крошечный поселок, городок недалеко от Минска. Ну, это поразительно. Тоже вышли люди, да? Да. А в жлобине сколько народ вообще живет? До 80 тысяч человек. Ну, то есть, 80 тысяч это небольшой город. Да, ну, Логойск, Логойск, я думаю, что и до 10 тысяч человек. То есть, даже такие, Березино. Но поразительно, поразительно. То есть, на политической карте Беларуси никогда не было таких городов. Брест, Гродно, может быть, были в каком-то статусе Гомель до какой-то степени. Да, это во многом напоминает... Помните вот это протестное движение, которое у нас возникло, когда Алексей Навальный опубликовал фильм «Он вам не Димон»? И вот случились эти первые антикоррупционные митинги в марте, 26 марта 2017 года, которые привели вот к возникновению такого нового протестного движения в России. И там было порядка 150 городов на карте, многие из которых на политической карте России тоже никогда не существовали. Это очень, конечно, уникальная такая история. Да, и это дополнительно подтверждает, на самом деле, то, что все слои общества пронизаны этим протестным движением. И я разделяю оценки Вадима Прокопьева, что ни в одной социальной группе, если не брать социальную группу окружения Лукашенко, у него нет большинства. Конечно, среди пенсионеров его рейтинг, наверное, повыше, чем среди молодежи, которые вот эти рассказы про 90-е, про лапти, про все, что он говорит, это вызывает только отторжение. Конечно, среди пенсионеров есть какие-то доверчивые люди, у них чуть побольше телевизора влияет на их оценку событий и поменьше интернет. Но даже среди пенсионеров не видно большинства Лукашенко. Очень много пенсионеров было на протестных митингах. И бюджетники, и... Ну, бюджетники устали быть подневольными людьми. Любой субботник туда гонят бюджетников. Какой-то концерт провластный нужно провести, нужна массовка гонят этих бюджетников. Люди устали быть реквизитом. То есть, они тоже, наверное, боятся прямо заявлять свою позицию, но голосуют они уже не за него. Боровляные, улица 40 лет Победы, Тихановская побеждает Лукашенко. Достаточно тоже с заметным отрывом. Вот можете, если есть этот бюллетень, вывести его на экран. Но давайте видео у Стеллы посмотрим, и потом у нас будет еще один гость на связи. То, что у Стеллы происходит прямо сейчас. Живи, Беларусь! И у нас на связи Павел Усов, политолог, которого я хочу задать традиционный вопрос, собственно, как он оценивает все происходящее. И понятно, что мы можем только гадать о перспективах, но все-таки какие есть сценарии. Павел, добрый вечер, слышите ли вы нас? Видите? Добрый вечер, да, хорошо слышу. Да, спасибо большое. Но вот просто, что вы думаете, ваша объемная оценка происходящего? Происходит фактически силовая зачистка выборов, результатов выборов. И очевидно, что на сегодняшний день в Беларуси устанавливается уже не электоральный авторитаризм, он переродился в милитаристский режим. То есть фактически у Лукашенко больше нет электоральной поддержки, и он вынужден опираться на силу. И остается важный вопрос, выдержит ли вот эта система, опираясь на силу, ближайшие 2-3 дня. Потому что ближайшие 2-3 дня будут для режима критическими, особенно после того, как будут озвучены официальные результаты голосования. И, естественно, люди, мы видим уже даже сегодня в отсутствии четких ясных сигналов, в отсутствии консолидации, мобилизации протестов на площади, но только на улицах, на периферии, тем не менее мы уже видим протесты, которые идут в Минске, идут в областных городах. Это для системы, для системы, конечно же, огромный вызов. И несмотря на то, что вот даже нету сейчас ни пресс-конференции Тихановской, нет каких-то ее заявлений, интернет полностью глушится, люди выходят по зову души на улицы. И, конечно же, ожидается основная активизация общества, это 10 августа, то есть завтра. И власти стянули максимальные ресурсы в Минск, и максимальные ресурсы, конечно же, стянуты в областные города. Тем не менее, если система устоит в эти дни, я думаю, начнется массовая зачистка, я это называю бархатный террор, в отношении всех сегментов политического пространства, в отношении общества, то есть будет зачистка СМИ полная, будет зачистка политических активистов. Уже сегодня арестованы основные представители штаба Тихановской, председатель Объединенной гражданской партии Козлов, задержанные руководители штаба Тихановской, я думаю, дойдет до штаба Бабарика, то есть этот процесс, спираль насилия, спираль репрессий будет нарастать. И если еще раз подчеркну, системе удастся выдержать эти три дня, начнется зачистка номенклатуры. Я тут вскользь услышал, что вы говорили насчет того, что на сегодняшний день нет абсолютной поддержки ни в одной из социальных структур Лукашенко, и его, естественно, беспокоит то, что номенклатура начинает его саботировать, и номенклатура начинает его предывать, о чем он говорил на послании. Сделал акцент на этом, что те люди, которых он вскормил, взрастил, они его сегодня предали. Соответственно, будет чистка номенклатурного аппарата. И в этот промежуток времени от 10 и, скорее всего, в течение августа произойдет усиление всех структур силовиками, то есть фактически перерастание режима гражданского в режим военный. Ну, нечто подобное, что произошло в России после прихода Путина к власти. То есть на сегодняшний день Лукашенко не на кого опереться, кроме силовых структур, силового аппарата. И до тех пор, пока силовой аппарат ему будет верен, пока силовые структуры будут выполнять все приказы, режим еще будет держаться. Ну, конечно, и второй момент зависит от того, какое количество людей либо завтра, либо сегодня выйдет на улицу. Но сегодня очевидно, что массовых протестов ожидать мы не можем. Ключевым, на мой взгляд, будет завтрашний день, 10 августа. Павел, но все-таки вот такой сценарий понятен, и то, что вы говорите, звучит разумно. Но, тем не менее, не так много примеров, когда вот даже такие милитаристские жестокие режимы выдерживают кризис полной потери легитимности. А я не знаю, вот согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, то, что мы сейчас наблюдаем в прямом эфире, это полная потеря легитимности. Потому что раньше говорили, ну ладно, там, типа, Лукашенко, конечно, фальсифицировал все, но все равно большинство, скорее всего, за него. Сейчас мы совершенно четко по самым разным критериям и метрикам видим, что это больше не так. Для того, чтобы существовать в условиях полного отсутствия легитимности, это должен быть прям там гипер жестокий какой-то режим, типа, иранского с их этими стражами революции, или этого чудика Мбасога из экваториальной Гвинеи, которого Лукашенко вот откровенно все больше напоминает. Но у меня нет ощущения, я не знаю, я не хочу показаться излишним оптимистом, у меня нет ощущения, что белорусские силовые структуры, при всей их лояльности, при всем том, что там есть люди, которые готовы применять силу, что это вот такой жестокий режим, типа, там, иранского, там, экваториально-гвинейского или угандийского, что это все-таки другая ситуация, здесь многое было основано на вот этом некоем там негласном, но все-таки общественном договоре, да, который сейчас разрушается на глазах. Вот, как вы думаете, кризис легитимности режим выдержит, несмотря на все силовые действия? Ну, все зависит от того, какое количество людей визуализирует свое недовольство. То есть, если завтра, 10 августа, фактически люди останутся, будут заниматься своими делами, если не будет протеста, если не будет забастовки, о которой велась речь на протяжении последних недель, если люди пойдут на работу и политический процесс рутинизируется, то, естественно, нет никакой надобности не выказывать своей лояльности. То есть, все зависит, конечно же, от общества. Если общество позволит и согласится молчаливо с этим результатом, который завтра нарисует Ермошина, а он уже фактически очевиден, это 80% за Лукашенко, и если будет молчаливое бурчание и недовольство, но белорусы будут, опять же, функционировать традиционно и рутинно в этих же условиях, то не будет стоять так остро вопрос, сохранять лояльность или не сохранять. Я пока что не уверен в том, что белорусы готовы физически отстаивать результаты, реальные результаты выборов, потому что даже взять Иран, там люди выходят, в них стреляют. В Беларуси еще до этого не дошло, хотя вот есть кадры из Минска, что там используют светошумовые гранаты. Тем не менее, еще раз подчеркну, все зависит от массовости протестов, потому что даже режим Мубарака в Египте, Каддафи в Ливии, осада в Сирии, они начали рушиться в результате вот этого массовой консолидации массовых протестов. То есть, с одной стороны, лидер есть, потеря легитимности налицо, остается по стороне Лукашенко не, скажем так, пока что еще, вот неопределенность, готовы люди выходить или не готовы, и лояльность силовиков. Силовики будут лояльны до тех пор, пока не увидят на улицах сотни тысяч людей. Сам Лукашенко перед выборами сказал, что я уйду тогда, когда на улице Минска выйдет 1 миллион человек. То есть, это единственное, чего боится система авторитарная. Не потери легитимности, а открытого противостояния общества этой системе. Павел, а вот вы сказали про 80%, ну действительно, это вот сходно тем результатам первым, которые озвучивает ЦИК, там 82, по-моему, они называют, да? А зачем им 82%? Ну это же очевидный идиотизм, и это понятно, что такого нет, и это только еще больше будет раздражать людей. Знаете, он ведет себя, как ведет с коронавирусом. Он отрицал коронавирус, и сейчас отрицает факт того, что не имеет поддержки. То есть, это, с одной стороны, проявление вот этого своего могущества и воли. Ну, в принципе, авторитарные режимы редко, когда идут на уступки. Уступки означают слабость. И он хочет доказать, он хочет унизить общество, он хочет показать, что он растопчет любого альтернативного кандидата, любое несогласие, до тех пор, пока имеет возможность, имеет власть. Не зря он говорил и вспоминал и про Таджикистан, и про Узбекистан, о том, что там вспомним, как и Каримов разбирался с вами. То есть, это психология. Понимаете, здесь нет места для дипломатии, здесь нет места для уступок. На сегодняшний день для него вопрос единственный, вопрос сохранения власти. Чтобы сохранить эту власть, он будет использовать любые методы масштабные, огромные фальсификации и любые силовые методы. То есть, это уже, скажем так, психологически заданная программа. Уступок тут не должно быть. Что интересно, он рейтинг, не рейтинг, а результаты Светланы Тихановской приравнивает к результатам маргинальных перспективных кандидатов, таких как Канападская, ну, Дмитрий Стерлин, но именно Канападская. Он показывает, что, ну, посмотрите, вы ничего не можете сделать. Вы вот доказываете, что у вас 70, там, больше 60 процентов за вас проголосают. Ну и что? Вы ничего не можете сделать, пока у меня есть сила, пока мне лояльны какие-то сегменты системы. И печально, на данный момент еще нет никаких заявлений Светланы Тихановской. Непонятно, это важный вопрос, это ключевой, по сути, сегодня вопрос, каковы будут дальнейшие действия Светланы Тихановской. Должна была быть пресс-конференция в 10 часов по минскому времени, по московскому, но ее нет, нет никакой информации, была ли она перенесена, или ее не дали провести. А в данном случае, в данном контексте, заявление лидера, позиция лидера является ключевой. Если Светлана скажет, что спасибо, что вы меня поддержали, но я не хочу, чтобы вы жертвовали своими жизнями, давайте вот дальше работать на будущее без конфронтации, то на этом, в принципе, политический процесс, он войдет в русло ритуала, то есть никакой конфронтации не будет. И проблема в том, что до сих пор нет никакой позиции, никакого заявления. И это, конечно же, беспокоит, и это дезориентирует, потому что людям все-таки нужен, помимо вот этого запала, желание выходить и протестовать, нужна позиция лидера. И если лидер останется с этой протестной массой, я хочу напомнить очень важный момент, что в 2006-2010 году все оппозиционные кандидаты, все те, кто призывал на площадь, на протест, они всегда были с протестующими. И всегда в день голосования были жесткие заявления со стороны оппозиции, непризнание выборов, обращение к международному сообществу. На данный момент, вот на 23 часа по Минскому времени, никакого официального заявления, насколько я знаю, со стороны Объединенного штаба нет. Возможно, они ждут объявления официальных результатов завтра. Но пока что нет. Да, Павел, спасибо большое. Мы сейчас, кстати, вернемся к этой теме действий Объединенного штаба. Да, спасибо большое. Ваши мысли понятны, на самом деле много разумного. И, к сожалению, здесь есть всегда вот этот сценарий действительно превращения власти в такую милитаристскую силовую. Огромное спасибо, что были с нами. Мы продолжаем освещать ситуацию в Белоруссии. И прощаемся с Павлом Усовым. Но, Дмитрий, ваш комментарий, что вы имеете сказать? Я со многим согласен с того, что сказал Павел. Но категорически не согласен с последним тезисом. Мне он кажется абсолютно несоответствующим ситуацией. Это тезис, что нужно ждать чего-то от Светланы Тихановской и от штаба. Она не лидер. Она символ. И она сама об этом говорит. А лидеры, те, кто были такими естественными лидерами, люди, кто прекрасно себя чувствуют на митингах, кто способен заводить толпу, кто давно формулировал какие-то смыслы и говорил, что должно в стране поменяться, лидеры все давно в тюрьмах. Это классическая такая тактика Лукашенко. Всех заранее посадить, обезглавить. И как бы стадо не сумеет ничего предпринять. Не только Лукашенко, да. Да, но мы сейчас находимся в другой ситуации, когда белорусское общество не чувствует себя стадом. И именно в этой ситуации лидер не нужен. Лидер, он такой же распределенный, как и вообще вся сетевая организация всей компании. То есть люди на местах что-то придумывают, как-то собирать подписи. Половину пересажали, отлично. Вторая половина работает в два раза усерднее. Как проводить эти митинги по три в день? Это же колоссальное количество усилий. Это не... Гордон, по-моему, предполагал в интервью с Лукашенко, какие колоссальные деньги нужны и так далее. Это было вообще все бесплатно. Охранники были, волонтеры. Это разговор про деньги. Организаторы. Да, да, да. Полный отстой. Я согласен с тем, что Светлана сейчас... Именно в ситуации протеста, извините, у Светланы в заложниках муж, в заложниках глава штаба. Только за последнюю ночь 8 еще человек забрали из штаба. Сейчас взяли еще неизвестное количество человек. Мы даже не знаем, на свободе ли Светлана. Не нужно ждать ничего от Светланы Тихановской. Лидеры – это люди, которые живут в Беларуси. И они это... Все это произошло, весь этот переворот вообще на выборах произошел благодаря этим людям. При всем уважении к Светлану, Сергею, к Сергею Тихановскому, к Бабарико и Цепкало. Я абсолютно согласен, что не надо, возможно, слишком многого требовать от Светланы Тихановской. Она действительно символический лидер. Она не политический лидер. И во многом то, что происходит, это результат именно низового движения всей нации снизу. Да, давайте посмотрим. Я так понимаю, у нас есть несколько видео того, что в Минске у Стелла сейчас происходит. Покажете, ребят? Давайте, включаем. Да. Большая свободная территория. А это именно Стелла или что это? Да, да, да. Это Стелла. Она находится в нескольких километрах от центра. Это такая парковая зона на берегу реки, где нет никаких органов, госорганов, которые они хотели бы охранять. И которые они... Вот они там чуть ли не оцепляют колючей проволокой сейчас администрацию президента и так далее. Это место, в конце концов, где никому нельзя помешать собраниям. Там, как бы, нечего громить. Подойти можно со всех сторон. И нет никаких административных зданий. Именно так, да. Нет вот этих узких улиц, которые можно перегородить, и там нет доступа. Да, понятно. Я не знаю, какое может быть объяснение, зачем там слезоточивый газ, если это газ, вот мы видели сейчас на этом видео, помимо месседжа «Я не дам вам ничего сделать». Это вот такой месседж белорусские силовики во главе с Лукашенко пытаются послать народу. Что у нас еще есть? Давайте покажем, ребят. Есть какие-то видосы? Говорите. Давайте я перескажу пока то, что я прочел в других источках информации, в основном телеграм-каналы. Конечно, в Беларуси это самое быстрое и полное. Очень много людей выходит в регионах. В Барановичах, это районный центр, выходит до 8 тысяч человек уже. И в подавляющем большинстве городов, ну, такой люди чувствуют праздник непослушания. Милиции очень мало, она стянута в центр. О, давайте покажите. Можете показать прямо сейчас? Давайте. Минск, дворец спорта и какие-то столкновения с ОМОНом. ОМОН разгоняет людей. Давайте посмотрим. Уходи! 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 Уходить! Уходи! 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 КОНЕЦ Ну вообще, несмотря на всю жесть, люди отбивают своих от нападения. Здесь мы даже видели, что люди даже первые двинулись вперед. Я думаю, что именно эти кадры попадут завтра на Баловское телевидение, где будет утверждаться, что агрессивная толпа нападала и так далее. Но это и есть та самая спираль насилия. То есть, извините, на протяжении многих месяцев эти люди напротив вас скандировали вам «Милиция с народом, милиция с народом», записывали какие только обращения, и какие-то деятели культуры, и бывшие ОМОНовцы, и силовики, и офицеры объясняли, что вот народ, власть принадлежит народу, присягу выдавали не президенту и так далее. Очень много было добрых слов сказано, может быть, незаслуженно добрых слов по отношению к русским силовикам. И потом они начинают применять светошумовые гранаты и газ против мирных людей еще до каких-то столкновений. Конечно, вот эта эскалация спирали насилия, я этого очень боюсь, и очень бы все-таки хотелось думать, надеяться, что как-то сумеет страна в это не свалиться. А вот можем дать видеостолкновение, и там есть видеостолкновение у Стеллы с светошумовыми гранатами, дадим в эфир. Да, ну не умеет Лукашенко проигрывать. Вот вы видите все эти нападения на людей, и, конечно, все-все перешло к столкновениям уже, действительно. Но вы знаете, вот я здесь хочу сказать, вот особенно вот очень многим комментаторам в интернете, которые говорят, давайте, вы должны, поймите, насколько это тяжело. Очень многие из протестующих, это, в общем, обычные люди, многие из них еще не так давно вообще не были ни в какой политической деятельности. И тут против тебя вот эта вся махина, экипированная по последнему слову техники всем арсеналом инструментов насилия и так далее. Это исключительно тяжело вот тем, на самом деле, драматичнее видеть, как люди борются все равно против этого и не боятся выходить, несмотря ни на какие последствия. Я так понимаю, что у нас еще есть какие-то видео, ребят, есть? Давайте даем в эфир. Ну, это Стелла, давайте, можете еще раз карту показать на экране. То есть, я так понимаю, это эпицентром становится сейчас. Да, но это не центр Минска, это парковая зона недалеко от центра. И, возможно, она была избрана как точка сбора как раз, потому что некому помешать, нет вот этого лобового, как на площади, стенка на стенку. И, ну, то есть, вообще там нечего поджигать. Там памятник и парк, и река. Да, понятно. Вот такие вот драматические новости приходят, ребят. И давайте, вот, если есть информация по циферкам, что говорит ЦИК, идут ли протоколы снизу, которые собирают независимую систему наблюдения, которые показывают, как мы видим, совершенно другие результаты, где Светлана Тихановская выигрывает. Ну и, кстати, вот действительно важная информация, если будут новости из объединенного штаба оппозиции, тоже вот действительно, я согласен с Дмитрием, что не нужно от них слишком многого требовать, и этот протест во многом самоорганизующийся протест. Ну вот, кстати, я вам дам другие примеры. В городах, где другой баланс сил, Пинск, довольно крупный город Брестской области, 20 силамоносов, несколько тысяч человек, и старшиня Горгангкама, глава горосполкома, вышел разговаривать с людьми. И это... Люди не будут ничего громить, если с ними разговаривать. Это абсолютно мирные люди. А жлобины, покажете в жлобине протесты? Есть это видео? Можете дать? То есть, там довольно много людей тоже, я так понимаю, вышел на площадь, и говорят, что какие-то достаточно впечатляющие видео, друзья. Вот жалко, что пока нет видео из Пинска, я надеюсь, оно будет. Наверное, будет, да. Это будет другой пример, когда силовики не используют разгон. Они его не используют просто потому, что их меньше. И автозак въехал в толпу в Минске намеренно, в спины протестующих. Кошмар. Один человек без сознания в крови, его пытаются реанимировать медики. Да, вот это вот, это сейчас видео из Минска, люди в Минске идут по площади. Это очень круто. Это очень круто. Но людей много. Людей много. То есть, вот эти десятки тысяч, они там есть. Это совершенно очевидно уже. Нет, ну мы говорили, мы говорили о том, что да, есть некий баланс страха, который власть пытается держать, точнее уровень страха пытается держать его очень высоким. И есть уровень возмущения. И уровень возмущения перехлёстывает. И это всё-таки то, что творили на этих выборах, до выборов, посадив кандидатов. Давайте напомним, что проблема этих выборов не только, что голоса не посчитали, а то, как возмутительно на каждом этапе не пускали людей в наблюдатели, не пускали в избирательные комиссии. Стало в Минске знаменитой истории, как студента Гарварда не взяли в избирательную комиссию. Не уверен, что он умеет считать достаточно хорошо. И сажали кандидатов, сажали политиков, сажали блогеров. И это ответ общества не только даже на враньё и нечестный подсчёт голосов на те бросы, которые происходили. Что-то должно, мне кажется, спиральное насилие освободить. Потому что если эта история про въезд автозака в толпу произошла, то это... Мне нет слов. Да, это надо сейчас посмотреть, если будет на эту тему видео или нет. Но вообще, по тем кадрам, которые мы смотрим, очень чётко видно, что силовики предпочитают всё-таки хватать людей по одному. И когда людей много, то вот были фрагменты у Дворца спорта, например, которые показывают, что они ведут себя совсем по-другому, гораздо более скромненько, да, и люди более активно действуют. То есть это всё-таки прямо зависит от численности. Знаете, я боюсь сейчас сказать такую вещь, которая может выглядеть призывом помериться с силовиками с силой. Но действительно, на протяжении многих лет силовики были готовы... Основными их оппонентами были девушки, которых они таскали на митингах четвером, пенсионеры. Или действительно, если крепкий мужчина, то там 9 на 1. И столкнувшись с сопротивлением, эти ребята могут действительно что-то новое узнать. Потому что они давно, может быть, никогда этого сопротивления не видели. Но я, опять же, не хотел бы, чтобы были силовые столкновения. И призывал бы митингующих людей уходить от столкновений. Город Минск всё-таки довольно большой, в нём есть широкие проспекты. И настойчивость, и многодневный протест важнее того, чтобы сейчас кого-то побить. Лучше, мне кажется, убегать. Моё мнение. Да, и вот про этот наезд автозак. Я ещё напоминаю, что пришла информация, что автозак в Минске въехал в спины протестующим. И одного человека забрали на реанимации, второй человек тоже находится не в сознании. У него торчит кость из пятки. Это просто фантастика. Конечно, какие сволочи. И Жодино. ОМОН в Жодино опустил щиты перед лицом протестующих. Вот довольно впечатляющая такая история. Это как раз история про белорусские регионы. Регионы вы решите ход борьбы, будь то это на этой неделе, в эти дни или дальше. Не хватит. Беларусь один из лидеров мировых по количеству милиции и спец всяких органов на душу населения. Но на регионы милиции не хватит. Как не хватило в 2017 году. Это очень важно. Это Ахиллесово, Пита, Лукашенко, как мы видим сегодня. Пинск, Жлобино, Жодино. Просто другое соотношение сил. Как бы ни были экипированы эти десятки ОМОНовцев. Если выходит пара тысяч человек, которые очевидно не хотят конфликта и силового контакта. Силовикам, которые опустили щиты, ничего не угрожает. Очевидно, что их скорее будут обнимать и дарить им святы, чем нежели... В Минске частично открыли проспект победителей. И сюда приехали все гражданские машины. Все сигналят и включают перемены ЦОЯ. Скажите, а из Жлобина-то есть видео? Можем показать? Оно какое-то крутое, я так понимаю, у вас. Давайте. Камон. Уходи! 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 Класс! Это просто класс. Это реально настоящая народная революция, которая у нас развивается прямо на глазах. Действительно, города. Как не столица, а именно города. И небольшие населенные пункты. Как они сейчас очевидно берут инициативу на себя. Это, кстати, очень важный такой визуальный и психологический видеоряд, потому что здесь видно вот эта потеря легитимности, о которой мы тут политологи на экране рассуждаем. А там она вот, она прям видна. То есть, даже все, в том числе цепные псы, силовики Лукашенко, они же это видят, что вся страна, это не просто какие-то несколько тысяч радикалов, оппозиционеров столицы, а это вся страна уже против него. И сейчас мы визуально это видим. Да, я уверен, что Минск, конечно, не может и не сможет задержать свое возмущение, но чем дальше, тем больше мне начинает казаться, что регионы будут геймченджером реальным. Здорово. Это, кстати, касается и России напрямую, потому что, вот, кстати, когда Путин после своего отхода, там, на премьерский пост в 2012-м возвращался к власти, он, надо сказать, довольно успешно сыграл вот в эту игру столицы против регионов. Он изобразил митинги на Болотной и Сахаровой, что это, типа, бут зажравшихся носителей норковых шуб, а Урал-вагон-завод-то, блин, со мной, да? Лукашенко и его пропаганда очень любят тоже выставлять протестующих хипстерами, оторванными от жизни, что это какая-то раскорбленная молодежь. Да, вот классическая история разыгрывалась в Беларуси, и это больше не так. Никакие регионы уже не с Лукашенко, это совершенно очевидно. Наш друг Франок Вечерко у нас снова на связи. Франок, добрый вечер. И расскажите, пожалуйста, что сейчас самое важное, на что нам обратить внимание, прежде всего? В данный момент происходит столкновение с милицией практически, ну, в больше, чем 12 городах, я насчитал. Вот буквально, там, пару метров назад была информация, что в Жодино омоновцы опустили щиты. В Минске автозак въехал в толпу и сбил одного человека, его сейчас реанимируют. Неколько сотен человек добрались до Стеллы и встали вот на этот погорок около Стеллы. Забрасывают людей с это шумовыми гранатами, а люди начали забрасывать милицию камнями. Ну, то есть столкновение, эскалация уже пошла дальше, к сожалению, да, и вот то, что с такой агрессией, так жестоко милиция, спецназ начали обращаться с протестующими, ну, как бы, ничему хорошему это не приведет. Тихановская говорит, что она не присоединится к протестующим, потому что, ну, вот уже начались вот эти столкновения. Ну, и у людей нету там связи, кроме телефонной, и то она чуть-чуть работает. Поэтому немножко такое все-все так в растерянности. Ну, я вот честно скажу, видите, что вот мой прогноз, что разрешат собираться, он не оправдался. Франк, скажите, а вот у нас тут всплывал в наших разговорах вопрос о том, как ведет себя объединенный штаб, какая его позиция, какая позиция Тихановской. Мы как-то вот не видим, может, не там следим, мы не видим какого-то потока заявлений и каких-то действий от них. А что вот вы расскажете, что они делают сейчас? Они сейчас занимаются активно подсчетом голосов, они подводят все вместе, все результаты, голос, зубр, они смотрят, где какие результаты, и где удалось незамисимым наблюдателям получить настоящие цифры. Уже известно, минимум шесть участков, это официально, но мне кажется, что уже больше за десять, где Тихановская победила официально. В Новой Боровой она получила чуть ли не 90% голосов, это такой хипстерский район Минска, не хочу никого обидеть, в Новой Боровой. В хорошем смысле слова хипстерский. В хорошем смысле, да, в хорошем, и она там победила, и штаб Тихановской пообещал поддержку всем тем членам комиссии, кто посчитают правильно. Многие избирательные участки все еще считают. Еще до недавнего, только вот час назад, некоторые участки закрыли. Они там, очередь людей не позволяла закрыть участок, и люди все голосовали и голосовали. Понятно, что те люди, которые сейчас стоят около участков, они получат эти результаты или не получат, а комиссии уедут, как кажется, на восьмом участке в Минске, на восьмом, на восьмой школе. Они уедут в расчерный ход, а люди потом будут подтягиваться снова к стеле. Поэтому то, что мы сейчас видим в центре города, это, наверное, только начало вот этих вот столкновений. Люди только вот начинают подтягиваться в центр города. Ну, посмотрим, как это будет продолжаться, но ничем хорошим пока что это не сулит. Франок, а что вот с оценками по подсчету? То есть, я так понимаю, что просто этот процесс затягивается, и как бы он идет дольше обычного. То есть, раньше-то обычно быстро объявляли результаты, а сейчас это все затягивается. Это, возможно, хороший признак, но вот из той картины, которую мы видим уже, все-таки какие выводы можно сделать, в какую сторону этот подсчет голосов идет? Или рано? Не-не-не, все, подсчет голосов это уже не имеет смысла. Будет 79%. Это, ну, максимум разница будет процент. Никто не будет там пересчитывать, никакие цифры никто не будет изменять. Потому что эти 79% они были написаны заранее. Задача комиссии сейчас это только все вместе свести, чтобы сходились цифры. Ну, пускай победила она на новой Боровой, пускай победила еще в двух районах. Они сейчас быстренько сведут, где-то уменьшат, где-то добавят явку, где-то там подвинут Лукашенко, и получатся все равно финальные цифры. Все, 79% Лукашенко объявил миру, и ждать ничего другого не стоит. Теперь вопрос в том, как реагируют люди. Я смотрю, слушаю сейчас лайвстримы, слушаю включение людей на эфиры, которые выходят в Минске и в других городах, у кого можно услышать. Люди, конечно, в растерянности. Многие плачут, девушки и парни плачут и в драме, потому что для них, конечно, это такое большое разочарование. И это большой вопрос, что будет завтра. Очень важно, чтобы белорусы после такого удара и вот этого брутального разгона, и вот этого нахального фальсифицирования результатов, чтобы они не разочаровались финально. Почти 50 тысяч зрителей смотрят наш стрим в эфире. Это значит, что, видимо, мне сегодня придется работать реально до утра здесь. Но вот на самом деле еще один момент, который я, Франко, хотел спросить, это вот то, что мы видим совершенно другую ситуацию в регионах. То есть в Минске власть готова, там весь полностью экипирован ОМОН, силовики, светошумовые, там слезоточивый газ, столкновения. А вот в регионах и в небольших городах ситуация совсем иная. Власть не готова к огромному количеству протестующих, которые есть абсолютно везде. И там видно, что они как бы начинают что, потихоньку побеждать или нет? Вот как вам это все кажется? Да, мне кажется, что там побеждает народ. Там силовики не задерживают или не такие агрессивные, как в Минске. В Молодечне все еще продолжается митинг, люди достали фонарики. Они светят фонариками, как на концертах Тихановской, на центральной площади, их там тысячи. Но Молодечне всегда был таким белорусским, демократичным, продвинутым, протестным городом. В Жодино ОМОН стоит, но они все опустили щиты на землю. И это выглядит как, знаете, это не так, конечно, как в Америке, когда там бросили каску и перешли на сторону народа. Но они поставили щиты, и они никого не трогают. В Двалковыске, там даже по официальным результатам на некоторых участках победила Тихановская, там тоже люди мирно собираются и их не трогают. А вот в Гробно брутальный разгон. Там и милиция, и ОМОН. Поэтому я думаю, что стратегия Лукашенко на вот эти протесты была такая. Все большие города зачистить максимально брутально, чтобы не было паводно. А маленькие города зачищать уже потом, наверное, они просто приоритеты расставили Минск и большие города, где больше показать силы, показать вот эту жестокость и зачищать как бы с водометами, милицией и собаками. А в каких основных городах сейчас идут столкновения? Где кроме Минска еще? Минск, Гродно? Да, вот Минск и Гродно, ну вот первыми начались в Могилеве, там люди раньше всего начали собираться. В Витебске тоже в центре начали всех крутигентить на подходах. Я думаю, что во всех крупных зачистка более брутальна. Во всех маленьких городах какие-то интересные новости показывают. Кто-то там уже писал, что вот уже в Жодино выбирают мэра нового. Но это пока все так весело и смешно. Но Лукашенко, знаете, это вот как большевики, да, в начале БССР, да, они вот захватили Беларусь, а появился слуцкий сбройный чин. Это такое, вот как раз мы празднуем столетие в этом году. Это вот такая маленькая республика, которая еще целый год сопротивлялась большевикам. И большевики думали, что она потом-потом разберутся. А это слуцкий сбройный чин, они охватывали все больше деревень, все больше маленьких городов. И она создавала кучу проблем большевикам аж до 21-го года. Вот я не знаю, что на Лукашенко рассчитывает, но вот что-то похожее может появиться и сейчас. Какой-то вот такой новый оплот, центр демократического движения. Такой небольшой такой национальный сепаратизм, который, конечно, будет расшатывать саму лукашенковскую систему. Потому что он уже не может признать, что кто-то его не любит и не признает его власть. А что говорит государственное телевидение в данный момент? Тижды гладь, 79% и все? Государственное телевидение, вообще сайты не обновляются. Я не знаю, я тут телевизор не смотрю, нет телевизора. Но вот сайты не обновляются, потому что ни у кого нет интернета. Все стоят сайты, там новости за середине дня опубликованы. Поэтому потерпели не только независимые сайты, тут Бай заблокирован. Сайты СТВ, Советская Белоруссия тоже ничего не работает. Журналисты тоже жалуются, тоже переживают, не могут даже свою пропаганду распространять, потому что интернета нет. Но знаете, это бывает, когда вот, знаете, игру такую, мафия, да? Вот город просыпается и город засыпает. Вот сейчас город заснул, пропаганда заснула, ярмошенная избирком заснула, и просыпается мафия. Выезжают вот эти водометы, эти спецназовцы с собаками, и начинается уже совсем другая история. Да, спасибо большое, Франок, спасибо за включение. Мы там, возможно, я не знаю, мы продолжаем наш стрим, да, вот насколько тут нас всех хватит. Возможно, мы еще поговорим с Франоком Вечеркой. Спасибо большое за включение, и мы продолжаем здесь наш разговор в студии. Я верно подметил, что действительно, судя по новостям, которые я читал в это время, очень похоже на то, что они пытаются в больших городах наказывать собирающихся, а в маленьких городах, где милиции мало, на которых милиции просто не хватило, потому что они стягивали большие города, происходят чуть ли не братания, там, опуская щиты, выходит глава горосполкома, там, прекрасно люди мирно общаются, включая тех немногих ОМОНовцев, их никто не трогает, которые опускают щиты и ничего не делают. То есть, концентрация сил в большие города и попытка указать людям их место, загнать их под плинтус, напугать, ну, по сути, террор. Давайте посмотрим видео из Минска, говорят, там что-то просто фантастическое происходит. Люди зажгли фонарики, как на концертах, это тоже, похоже, стало фишкой протеста этого 2020 года. Да, давайте Брест посмотрим еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрий, ну, вот Ваш комментарий, что мы видим на этом, то есть, люди бежали там, то есть, видно, что применяли против них, да? Да, очевидно, в Бресте люди не боятся обычного ОМОНа, они увидят на каждом своем протесте, они каждую неделю выходят на протест, и, ну, у меня просто нет слов, я немножко в шоке, то есть, вероятно, там какие-то спецсредства применяются, я не знаю, те же светошумовые гранаты, которые мы уже видели в других городах. Ну, смотрите, то есть, силовики везде, похоже, одинаковые, настроены, наверное, одинаково, что в маленьких городах, что в больших, но в маленьких их просто мало, и поэтому там другой баланс сил, и тогда что получается? Чтобы успокоить насилие, нужно еще больше людей, чтобы возник другой баланс сил, чтобы они не могли так легко гонять тысячи человек по улицам, бросая в них светошумовые гранаты и распаляя газ. Ну, вот тут противоречивые новости как раз в этом разрезе столицы и города поменьше. В Барановичах ОМОН отступает против толпы в 8 тысяч человек, с одной стороны. С другой стороны, похоже, что в Минске силовики начали использовать резиновые пули. Видимо, шансов у них становится все меньше. К сожалению, пока нет... Это кошмар, я не думаю, что какие-то шансы силовикам не угрожало бы ничего, если бы собрание прошло мирно. Просто людей бы вышло много, как мы видим во всех других городах, где силовики не нападают на собирающихся, все проходит мирно. Все проходит мирно. Ну и резиновые пули, это очевидно, это чрезвычайно опасная история, потому что, откровенно говоря, с близкого расстояния, они мало чем отличаются от пуль настоящих, там реально, попадете не туда, то это может все закончиться летальным исходом. Что вы говорите там, друзья? Повторите, пожалуйста. Вот опубликовали реальный результат. Это, я так понимаю, то, о чем Франок говорил. Тихановская набрала 90% голосов на одном из участков. И люди скандируют, членам избирательной комиссии, спасибо, давайте это посмотрим. Лукашенко, 132 голоса. Тихо, тихо! 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 Спасибо! И давайте дадим еще видео из Минска, где люди выходят на проезжую часть, и давайте посмотрим это. Спасибо! Я бы хотел вернуться к предыдущему видео и отметить вот эту историю, где люди стояли у участка и скандировали спасибо, где посчитали честные голоса и сколько там, 90% за Тихановскую. Смотрите, это к вопросу о тактиках людей, которые работают в системе. Что ждет членов этих избирательных комиссий? В худшем случае увольнение, если их есть кем заменить. В худшем случае увольнение. Люди гораздо больше денег получат через краудфандинг от беларусов мира, от беларусов Беларуси. Им найдут работу. В Беларуси есть уже площадки «Честные люди», там поиск работы уволен по политическим причинам. Есть краудфандинговые площадки. У этих людей, которые поступили правильно, все будет прекрасно. И самое главное, им не светит пятилетний срок за фальсификацию выборов. То есть, у меня немножко боль пронизывает в этом моменте, что так много людей в стране не догадываются, что можно не совершать преступления. И это гораздо уже более выгодная тактика, чем действовать по-старому. К сожалению, вот эта инерция, связанная, точнее, в перемешку с дефицитом интеллекта или какой-то эмпатии к обществу и к остальным людям, приводит к таким последствиям. Да, ну вот и там такие яркие фото есть у нас, на самом деле, как большая колонна демонстрантов около Дворца спорта в Минске. Да, ну, видим, что люди рассредоточены по городу, но, тем не менее, их очень много. Им не дает собраться, да. Да, вот, ну, разная информация происходит в Барановичах. Люди повторно сконцентрировались в центре. Против них были применены водометы, пишет телеграм-канал Усы Лукашенко. И, ну, вот, продолжает поступать много протоколов, которые некто публикует. И у Тихановской, очевидно, победа в первом туре. Да, ну, я был в этом уверен. Когда меня просили дать оценки, как бы ни было сложно давать оценки в Беларуси, где социология запрещена. Да. Кстати говоря, это вот демонстрация того, чем оборачивается запрет социологии. Сколько бы ни нарисовал себе Лукашенко, он останется трехпроцентным теперь навсегда. Потому что онлайн-опросы на ведущих порталах, как бы их не критиковали, потому что это не полная выборка общества. Это все равно честнее вот этих выборов, где нагло вбрасывали все, что угодно. А как, кстати, с социологией? Вот этот полный запрет, он же не всегда таким был. Да, окончательно последняя служба была выдавлена из Беларуси в 2016 году, если я ничего не путаю, поправьте в комментариях, как говорится. И уже тогда последние результаты, я не ручаюсь за точную цифру, но еле за 50% был Лукашенко по этой независимой социологии. И последние службы выдавлены из Беларуси. И все-таки вот эти вот совокупность обстоятельств последних лет, и экономический кризис, и коронавирус, и просто то, что он достал, обрушили все это дело. Да просто растет поколение людей, для которых советские или совковые, я не боюсь здесь сказать обидное слово, идеалы и принципы устройства общества. Вот это двоемыслие. Ведь эти же исполкомовские женщины и училки, они же тоже у себя на кухне и дома, они ругают эту систему, она им не нравится, она их унижает. И потом они приходят и делают вот это. Да, это чисто советская такая. И выросло поколение просто другого. В магазинах ничего нет, но в холодильнике все есть, в холодильнике все есть, но все недовольны, все недовольны, но голосуют за. Это такая вот известная советская закольцовка двоемыслия. Ну что, смотрим новости. Ну сейчас такой самый напряженный момент, да, когда, в общем, мы не знаем, да, вот там нам придется подождать, чтобы понять какие-то самые важные направления развития событий и по подсчету голосов, и по демонстрациям протеста. Вот это напряженные ожидания. Ну вот, не знаю, наш собеседник Франок Вечерко, он так считает, что там, типа, 79%, 100% нарисует без всяких даже вопросов. Да, да, здесь Франок абсолютно прав. Ты тоже так считаешь, да? Да, да, да. Экзитполы всегда совпадали с итоги результатами, с очень маленькой дельтой. И больше того, Беларусь, госпропаганда готовила Беларусь к цифре в диапазоне 75-85, разного рода цифры, они вбрасывались в государственные медиа, говорят, что да нет, поддержка тотальная и так далее. Кто-то даже из аналитиков предположил, а не нарисовать Лукашенко себе 97 в режиме вот такого садистского юморка, который он... Типа, я еще и так вот с вами... Нет, ну, в смысле, это вы трехпроцентные, а не я. Да, понятно. То есть, попробовать... Ну, он так и говорил. Он так и говорил, сегодня же, когда он там, типа, изображал ритуальное действие, он что-то сказал, да, эти там, типа, они даже не стоят того, чтобы репрессии против них применять. Хотя есть у него вот эта риторика, что они там никто, хотя все уже перевернулось ровно наоборот. Ну вот, давайте, друзья, как будет информация, соответственно, про какие-то новые данные по официальным цифрам итогов голосования, по параллельному подсчету голосов, я вижу, что... Да, я отмечу, какая может быть следующая веха возникнуть. Это платформа голос соберет свои цифры и покажет платформу зубр, которая собирает протоколы. В Беларуси же, как бы, очень много мелких, как бы, возможностей обманывать на выборах. Это не только то, что наблюдатели де-факто запрещены и им ничего не показывают, но это и то, что не публикуются результаты по уикам официально. И только сами наблюдатели смогут добыть результаты по уикам, и потом будет сопоставление платформы голос с этими результатами. То есть, возможно, даже те протоколы, где у Тихановской 80, возможно, там 90 у нее по альтернативному подсчету голосов, который идет через цифровую платформу. Ну вот это мы видим кадры Минска прямо сейчас у Стеллы, да, и периодически вот все видео, которые на эту тему поступают, будем давать. Да, вот смотрите, если не применять к людям светошумовые гранаты и газ, ничего не происходит. Вот стоят цепочкой силовики, к ним никто не подходит, они никому не нужны. Если хотят они что-то закрыть, ну окей, закрыли, а люди собираются. Да, это классика, это ровно то же самое, можно сказать, обо всех протестах в России, что насилие возникает только там, где его инициируют представители силовых структур. Да, пожалуйста, Хабаровск прекрасный пример свежий. Вопрос про голос и зубор. Что нам глаголят телеграм-каналы, какие новости, они сейчас пока введут свой какой-то сбор информации и подсчет, да? Да, да, то есть пока попадают в прессу отдельные протоколы, которые сумели добыть наблюдатели, либо люди, собравшиеся у участков, поэтому мы видим так много отдельных цифр. А платформа голос работает, если очень упрощенно, таким образом. Люди публикуют свои бюллетени в этой платформе, и они как бы привязаны конкретным своим уиком. И в какой-то момент, когда платформа голос считает, что они собрали достаточное количество, они опубликуют эти результаты. Они пока ничего не публикуют, потому что они не собрали. В Белоруссии перебой с интернетом, как мы знаем, его глушат. Да, давайте, ребят, показывайте протоколы на экране, которые вот у нас уже есть. Вот я вижу участок голосования номер 25. Минский район, Тихановская, 1274, Лукашенко, Александр Григорьевич, 279. Ну и так далее, со всеми остановками. Классные протоколы, очень-очень мне они нравятся. То есть отрыв Светланы Тихановской от Лукашенко впечатляющий. И она, очевидно, побеждает в первом туре по тем участкам, где был честный подсчет голосов. И это при том, что, я повторюсь, проблема с этими выборами не только в плохом подсчете голосов и в этих всех бросах, которые они делали на протяжении досрочного голосования. А в том, что были всего три недели агитации вместо пяти положенных по Конституции. Из трех недель агитации одна была полностью украдена, когда под любым предлогом отменяли легальные митинги Тихановской, которые уже объявлены, куда она уже приехала. Ее просто заставляли гоняться на машине в Солигорск. Но они тоже поздняк, они с этой отменой. Они в самые последние дни уже сообразились, что лучше это дело прикрыть. Они уже успели провести, в принципе, все, чего хотели. Нет, ну в этом, как сказать, я при всей вот этой такой жестокости, у них оружие в руках, гранаты, техника. И кажется, что они сильные, они, конечно, сильные. Я, опять же, предостерегал бы людей от прямых лобовых столкновений с ОМОНовцами, в том числе потому, что ОМОНовцы тоже белорусы. Но при всем этом власть, ну давайте еще раз скажем, она тупая. И Тихановская поэтому и попала, ну что ее, мы об этом уже говорили, ее не воспринимали как соперника. И в какой-то момент, конечно, они все схватили за голову, а когда они увидели, что по 20 тысяч в лесу под Брестом выходит к Тихановской или там 63 тысячи в Минске, они ахнули. Блин, как? Как мы дали этому свершиться? Но самое важное в том, что даже если бы они не пустили Тихановскую, ну что-то еще бы белорусское общество придумало. Остальные, конечно, спойлеры. Я не знаю, это может быть было бы голосование за спойлера. Может быть, это был бы бойкот или что-то еще. А, кстати, интересно, спойлеры не получились вообще вот раз никак. Они вообще, их ноль, их нет, да? Как-то обычно все-таки это разыгрывается, да? Да. Типичный прием белорусской власти, они любят унижать, да? И поэтому многие считали, что кого-то из спойлеров поставят выше Тихановской. Но все-таки настолько большой, всегда ставили кого-то из спойлеров выше нормальных кандидатов. Всегда так происходило. И, вероятно, настолько все-таки был ошеломительный объем голосов за Тихановскую, что они все-таки, ну, нет, тащить Конопадскую выше мы не сможем. Да, 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 некуда там тащить. Много интересных материалов. Вы говорите, что мы можем вывести на экран. Но вот я вижу новость Медиазона Беларуси, что на проспекте Маширова начали ставить баррикады. Белорусы, то есть, так все переходит, на самом деле, в серьезную стадию. Да, это немножко такой небелорусский стиль. Все-таки такой очень миролюбивый, интеллектуальный белорусский протест. Да, вели. Когда немножко юмором и всем прочим сводили диктатора немножко с ума. И делали стыдным поддержку диктатора. Почему никто из артистов или там спортсменов не поддерживает Лукашенко? Потому что, ну, стыдно же в глаза людям смотреть потом, после этого. Давайте покажем видео, как оглашают результаты, где победила Светлана Тихановская на одном из участков. Анна Конопадская, 20 голосов. Андрей Дмитриев, 24 голоса. Александр Лукашенко, 277 голосов. Светлана Тихановская, 1230 голосов. Класс, вот он запах победы. Ну, очевидно, что Светлана выигрывает в первом туре. Это как бы уже не вопрос. Давайте еще, если есть видео вот про Минск, что там сейчас происходит, покажете нам, ребят? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА М cathedral! ВОСТОРЖЕННЫЕ 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 ВОatives endurance! Субтитры сделал DimaTorzok Реально, ребят, без шуток, мы присутствуем с вами при абсолютно исторических событиях, которые мы потом будем через много лет вспоминать, как вот мы вспоминали падение Берлинской стены и бархатной революции в 89-го года в Восточной Европе. Да, но пока это, конечно, напоминает немножко сценарий вот этого рижского ОМОНа или там других силовых подразделений, которые вопреки уже всей исторической логике, когда дряхлевший и потерявший все предпосылки к существованию режим, тем не менее выпускает зубы, чтобы напоследок перед своим уходом еще кого-то утащить за собой. И извините меня за такие пафосные слова, но меня правда трясет вот от немножко тех видео, которые я сейчас посмотрел. Дмитрий, все верно, но и рижский ОМОН, и трагические события в Вильнюсе, вот у нас были сегодня наши друзья и гости из Литвы, все эти события, они, на мой взгляд, вклотили такой жирный гвоздь в крышку гроба, да, и Горбачева окончательно дискредитировали как лидера, и, конечно, стало ясно, что что-то должно меняться. То есть, вот это все не может оставаться. Абсолютно точно. Другое дело, что Беларусь самому уже не требуется дополнительное доказательство, чтобы дискредитировать Лукашенко, потому что уже, ну, такой уровень антирейтинга и ненависти, и впятия, что... Вот когда было тогда, вот в августе 91-го, когда тогда случилась такая ситуация, как вот корреспондент Сергей Медведев показал в программе «Время» репортаж от Белого дома, куда собирались протестующие против коммунистического путча, и первое... Я помню, я смотрел это живьем в прямом эфире, мне было 19 лет тогда, и тогда, соответственно, я спросил их, а почему вы сюда пришли, и он сказал, нас научил Вильнюс, так что это все было не зря. Ну, вот какие-то жестокие, на самом деле, кадры мы видели, да? Вот. Да, Немига, да, правильно я понимаю? Немига, это район Стеллы, это, в общем, более-менее тот район, где собирались собираться протестующие. А вот еще протокольчики от Олина, Минский район, тоже с большим отрывом побеждает Светлана Тихановская. Ну, короче говоря, то есть вот там, где реально проводился честный подсчет голосов, просто нет шансов. Это был не мем, это не придуманная политтехнологическая цифра 3%. Нет, 3% тоже делаются в Беларуси более-менее за неделю, если выключить культ личности на белорусском телевидении, то вот даже эти люди зазомбированы вот этими страшилками. То есть, по сути, Лукашенко даже очень мало агитировал за себя. Вообще? Агитировал против, он говорил, что если не я, разорвут страну, Майдан и так далее. Вот он устраивает Майдан, который он обещал. То есть, по сути, он выполняет свое предвыборное обещание. Кстати, вот как бы два момента. Первое, это вот как вот это все действует на людей, которые были либо нейтральны, либо даже поддерживали Лукашенко. Но я не думаю, что им это ужасно нравится. Ну, их программировали на Майдан и переворот. И, наверное, если это их единственный источник информации, телевизор. И если эти уже... Ну, слушайте, даже в конце 90-х в России были какие-то бабушки-сталинистки. То есть, когда уже все рухнуло, уже никакого не Сталина, не Советского Союза. Да, какие-то... Ну, то есть, конечно, останутся люди, но, наверное, это и будут 3%. А так, судя по всему, процентов, может быть, 20 у Лукашенко есть. Ну, и вторая вещь, которая меня абсолютно поразила, это то, что он не вел вообще никакой избирательной кампании. В нормальном понимании этого слова. Он никогда не ведет избирательной кампании. Он типа выше всего этого. Он вождь, общепризнанный и так далее. Он включился в какой-то момент. Начал ездить сначала по регионам. У него не получилось встречаться с людьми. И после этого он начал ездить по силовикам. А потом было третьей и последней недели, когда он просто слег. Его не было 5 дней на публике. Он там появился единственный раз в кадре с перевинтованной рукой, под которой возможно был катетер, это предположение. То есть, вероятно, по нему внешне видно, что он за эти 3 месяца лет на 15 постарел. И как-то стал хуже видно себя чувствовать. Белорусы даже вспомнили старую до 3% кличку Лукашенко. Как вы знаете, батькой никто в Беларуси Лукашенко не называет. Предыдущая его кличка была Шосс, которая переводится, чтобы он сдох. Это, возможно, снова стал актуальным. Извините, что я позволяю себе такие слова. Но когда я вижу, когда на мирных людей спускают. У нас здесь можно дать волю чувствам. Но вот опять столица и остальные города. В Кобрине силовиков даже не видно и не слышно толпы людей на улицах. Если можем дать это видео сейчас. Можем? Давайте Кобрин дадим. Да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Будут забастовки. Уже, мне кажется, не приходится в этом сомневаться, потому что, ну окей, Беларусь, не Россия. Все, за что существует режим Лукашенко, это налоги с людей и компаний. Нет нефти, нет газа, нет другого источника денег. Люди не дураки, они поймут, что нужно лишать такую власть средств к существованию. И люди, конечно, это будут делать. Экономический коллапс, которым находится Беларусь, отмечу. И вы привели, ты привел очень много цифр в передачу про экономику Беларуси. Всем советую посмотреть. Беларусь попала в рецессию до коронавируса. Невозможно это списывать. Это просто крах лукономики, экономической модели. Третья рецессия за 10 лет. Да, пересмотрите, кстати, где деньги четверговые. Мы сейчас не будем уже фрагмент давать, потому что сейчас началась реальная жесть. Да, сейчас мы должны обсуждать текущее событие. Но посмотрите, я там опровергаю всю эту сказочку, что якобы зато в Беларуси и в экономике все хорошо. Там пшеница колосится, заводы работают. Все это фигня. Это прекрасные, красноречивые отдельные кадры. Для меня лично перевернуло сознание то, что Литва, которая в три раза меньше Беларуси, продает больше сельхозпродукции на экспорт, чем Беларусь. А я приведу другой факт, масс, гордость, как казалось бы, Минский автомобильный завод. Который, кстати, ну какая гордость? Сейчас они производят автозаки. Я думаю, что это их основной заказчик. Они получили заказ на 2000 автозаков на ближайшие 7 лет. Вот такое было размещено им. Но этот масс убыточен 7 лет из последних 8. То есть, все это большое предприятие просто сжигает государственные деньги. И с этим ничего нельзя будет поделать перед Лукашенко. И это не только одно. Ну, это как бы система. То есть, он выстроил эту систему господприятий и колхозов, которые стали такой большой черной дырой. И роста, и увеличение благосостояния не генерируют. Давайте, что у нас есть еще на видео. Вот фото с проспекта Машерова в Минске. Это как раз там близко к тому месту, я так понимаю, где начинали строить баррикады. И ОМОН пытался их ломать. Вот. И, да, это фото. Есть еще у нас, я так понимаю, видео, где будет видео, где видны все вот эти вот вспышки от светошумовых гранат. Протоколы. Давайте покажите протоколы. Протоколы очень-очень очевидны. Это вот их все нехто выкладывает. Тихановская, 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 Тихановская побеждает, уверенно побеждает в первом туре. Это вот там, где есть честный подсчет голосов. То есть, реально... Или, по крайней мере, скромные вбросы. Да, товарищ Лукашенко, ты проиграл. Это совершенно очевидная история. Я думаю, что это будет одни из таких доминирующих заголовков. Завтра Лукашенко реально проиграл выборы. И в те официальные цифры, которые они там озвучат, ну, не поверит просто никто. Разве что, кроме самого его и его этой Ермошиной, вообще феерической. Давайте попробуем. А, нет, это его верная соратница. Она с ним больше 20 лет. И, как Вадим Прокофьев записал прекрасное видео обращения к Ермошиной, он уверен, что она в него влюблена. И потому, что она настолько верная по собачьей... Защищает своего мужчину, свои мечты. Да, но мечта у него так себе. А что у нас... Есть видео, да, со светушимовыми? Давайте дадим. Субтитры сделал DimaTorzok И еще вот я вижу, что есть видео из Барановича и со слезоточивым газом. Скажите, скажите, как только оно будет. И в целом... Ну, это были то, что вы видели на экране. Это был не салют в честь какого-то праздника. А это лукашенковские цепные псы бросают гранаты в собственный народ. Потому что Лукашенко ужасно зол, что проиграл выборы. Вот что это происходит. Ну и, конечно, еще раз. Мы имеем сейчас уже весь такой серьезный банк доказательств, что все насилие идет со стороны силовиков. Что они применяют... Я вижу видео, разбитые головы, подтверждается, я не верил до последнего момента, но подтверждаются резиновые пули. И, слушайте, это катастрофа после этого. Ну, не примет общество это, невозможно будет. Я уверен, что... Там, конечно, мы видим больше молодежи на улицах. Там, наверное, средний возраст будет трендить к 28 годам где-то. Конечно, там не очень, наверное, много людей за 40. И много в диапазоне 20-35. Выйдут их матери, если вы что-то сделаете с этими людьми. Выйдут их отцы, выйдут дедушки, пенсионеры и так далее. Я, опять же, не склонен предрекать, что за 3 дня все решится. Это может затянуться и на полгода. Но все это дело будет иметь очень жесткие последствия для режима. Ну, вот я читаю другой, кстати, интересный фактор. Мы о нем не говорили еще в эфире. Переполненные РОВД и ЦИПы, так называемые, центры изоляции правонарушителей. Я вот не стал расшифровывать, потому что я не знаю. Центры изоляции правонарушителей и некуда заталкивать задержанных. И интересно, что будет сейчас делать белорусская власть. Концлагеря строить или что они собираются? Давайте, у нас говорят на связи Роман Протасевич. Вот телеграм-канал НЕХТ. Мы уже с ним здесь говорили вкратце. И вот я хотел... Роман, добрый вечер. Слышите меня, надеюсь. Видите. Хотел попросить апдейт. У вас больше информации о том, что происходит. Нас сейчас смотрят около 60 тысяч человек в прямом эфире. Это такой самый топовый стрим из всех, кто освещает ваши выборы. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям вот актуальную обстановку. Ну, с того момента, как, в принципе, мы с вами в последний раз разговаривали, ситуация очень сильно накалилась. То есть, действительно, начались массовые, серьезные столкновения с ОМОНом. Применялись светошумовые гранаты, водометы, стрельба резиновыми пулями. Известно, как минимум, о нескольких пострадавших. Также есть пока непроверенная информация, как минимум, о двух погибших. Но, опять же, пока нет уточнений по этому поводу. Еще, как минимум, одного протестующего увезли после того, как ему в грудь попал выстрел из гранаты со слезоточивым газом. Он уехал на скорой. Протестующие также пробовали строить баррикады. Сейчас центр Минска фактически находится на жестком военном положении. Экстренный совет безопасности созван в Минске. Силовики частично потеряли контроль над ситуацией. Столкновения происходят по всему городу. Люди начинают выходить не только в центре города на проспекте независимости, на проспекте победителей, прошу прощения, но и в спальных районах. Это носит массовый характер. Люди блокируют проспекты, массово выходят на дороги. В некоторых городах также прошли столкновения с силами правопорядка так называемого. В одном из городов ОМОН опустил щиты и не стал разгонять людей. Двое погибших. А насколько это подтвержденная информация, Роман? Пока, к сожалению, не подтвержденная. Давайте говорить, к счастью, неподтвержденная. Надеюсь, не подтвердится. Надеюсь, что не подтвердится. Но, конечно, это было бы просто ужасно, если Лукашенко так быстро все это доведет до жертв. На самом деле, мы сейчас обсуждали резиновые пули. Ведь есть же градация у силовиков, например, в развитых странах по разгону каких-то бунтов и беспорядков, что там все должно идти по степени. То есть, резиновые пули это крайний метод, который применяется уже когда совсем как-то... Самое важное, беспорядков не было. Беспорядков не было. Было несанкционированное мероприятие, но несанкционированный митинг – это новоязд диктаторский. В мире нет несанкционированных митингов. Роман, насколько вы так обозреваете ситуацию по всем городам Беларуси, насколько мы здесь можем увидеть из Москвы, люди ведут себя исключительно мирно. И все насилие исходит превентивно от силовиков. Это так? Ну, на самом деле, было несколько столкновений между людьми. То есть, в том числе, люди как бы вступали в откровенные, в прямые потасовки. Действительно, было несколько таких случаев. Но, как правило, это начиналось после того, как ОМОН пытался задерживать брутально кого-либо из протестующих. То есть, вот также были факты о том, что протестующие даже закидывали ФРА в автозаки, когда оттуда пытались выскакивать ОМОНовцы и так далее. Поэтому, вот, ну, с большего пока что информации о пострадавших ОМОНовцах или бойцах внутренних войск на данный момент нет. Очень напряженная, конечно, ситуация, драматическая. А что с подсчетом голосов? Мы вот видим много протоколов, где Тихановская уверенно побеждает даже в первом туре. А по количеству, сколько это там в процентах от всех участков и насколько это репрезентативно? Хотя понятно, что это все, что удалось получить в результате честного подсчета голосов. Но, тем не менее, вот именно в количественных цифрах. Ну, в количественных цифрах, опять же, нужно высчитывать выборку, то есть, понимать, насколько репрезентативны будут такие результаты. Но на данный момент я могу сказать, что мы получили данные приблизительно, уже итоговые протоколы подсчета голосов приблизительно, ну, наверное, с 50-60 участков. И вот, скажем, если брать число в 50, то примерно на 40 Светлана Тихановская побеждает уверенно. И чаще всего это отрыв такой, когда, допустим, у Лукашенко 400, у Светланы Тихановской 1300, 1500, 1700. Ну, то есть, это 1% участков, да, где-то? Ну, я думаю, да, что нам совсем скоро покажут участки соседние, на соседних улицах, где в одном, там, не знаю, 70% за Тихановскую и 10% за Лукашенко, а в другом наоборот. Да-да-да-да, присутствует, на самом деле, такая градация, когда вот есть участки, где действительно уверенная победа Тихановской, есть участки, где, на самом деле, 50-50, и есть участки там, где, вот, вроде бы, там действительно один и тот же район, один и тот же город, но, скажем, там за Лукашенко записано полторы тысячи голосов, за Тихановскую там 80-100. То есть, что как бы уже навевает. Что совершенно не отражает, вот, реальное соотношение на тех участках, где было видно, что люди все-таки за Тихановскую голосуют массово, даже если, условно говоря, у нее нет там побед. Ну, вообще, мы видим, что она выигрывает, она выигрывает в первом туре. Ну, я уверен, что завтра где-то к обеду платформы Зубар и Голос смогут уже такую более обобщенную картину представить. Ну, платформа Голос, да. Платформа Голос на данный момент заявила, что более 80% всех респондентов, это более миллиона человек, проголосовали за Светлану Тихановскую. Нет, но мы понимаем, что выборка платформы Голос, хотя это очень большая выборка, более миллиона человек, а в Беларусе всего 6,5 миллионов избирателей, выборка, конечно же, сдвинута в сторону оппонентов Лукашенко, любых. Ну, хотя, в принципе, давайте правильно назвать речь с именами. Один был оппонент и три спойлера. Один реально оппонент Тихановская. Конечно, выборка у всей платформы была сдвинута, но интересно сопоставление протоколов на участке с выборкой 70% людей на участке, зарегистрированных на платформе Голос. Вот здесь можно будет ловить за руку и показывать, что цифры на участке рисованы полностью. Ну, я думаю, что уже эмпирических свидетельств, что Лукашенко проиграл достаточно, поэтому вот мы видим такое зверское поведение силовиков и резиновые пули, и газ, и шумовые гранаты. Ну, по крайней мере, не знаю... Ой-ой-ой-ой, даща человека... Да-да-да. Предположительно, вот этого человека, которого тащили по земле, его вообще сбил автозак. То есть, и человека после этого вот так оттаскивали, его еще там... Это вот тот самый автозак... Его головой от бордюр ударили несколько раз. Да, это тот автозак, который въехал в спину протестующим. Правильно мы понимаем? Да-да-да-да. Это раз. И плюс параллельно еще известно о том, что пострадал журналист в США этот пресс. Он уже госпитализирован. И вообще в районе столкновений, ну, скажем так, это даже действительно это тяжело называть столкновениями. Это ультра-насилие со стороны силовиков. Там работает постоянно много экипажей скорой. Они туда курсируют. И это говорит о том, что есть пострадавшие. Вот также есть много кадров, где там люди с разбитой головой, но в сознании, допустим, и так далее. Да, Роман, спасибо большое. Отпускаем Романа. И мы сейчас посмотрим несколько кадров, собственно, вот свежих событий, которые происходят в разных городах. Везде все не одинаково. Например, вот Брест реально празднует победу. Давайте посмотрим видео оттуда несколько секунд. «Уходи! Уходи! 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 Уходи!» «Уходи! Уходи! Уходи!» «Ну вот город Брест, это, как я говорил, город, Которые два года, каждую неделю выходят на кормить голубей, на митинги, на протесты. И они не сдаются в вопросах экологических, которые для них оказались важны. В итоге они сумели связать экологическую повестку. Они понимают, что пока Лукашенко, пока такая власть, ничего не изменится. Надо эту власть менять. И у этих людей просто больше опыт ходить с выпрямленной спиной. И на Брест у меня не было никаких сомнений. Я напомню, что вот там в лесу, в этом самом городе Бреста, собралось 20 тысяч человек на митинг в Сихановской. Город не такой уж большой. Да, давайте мы много говорим о белорусских городах. Давайте покажем карту на экране, где некоторые из них отмечены. Это вот многие из городов, где сейчас проходят достаточно яркие, заметные протесты. Бобруйска нету. Ну, по крайней мере, основные города для наших зрителей здесь. Я верю в райцентры. Райцентры нанесут много, я думаю, такого ущерба. И просто покажут картину, что нет в этой стране региона за Лукашенко. Он может, там какие-то в Гомельской области были чудовищные фальсификации, было видно по предварительному голосованию. Хотя даже фальсификациями... Там большая досрочка была. Да, да. Хотя фальсификациями даже это как-то какое-то очень уже такое формальное слово. Это просто наглое, грубое, очевидное всем воровство, да, происходило на этих выборах. Но уверен, что я видел фотографии из Березино, из каких-то еще райцентров, в которых невозможно было представить, что люди будут выходить по политическим мотивам на улицу. Да, давайте еще пару видео посмотрим. Уже более драматических вот Барановичей, где людей разгоняются изоточивым газом. Давайте дадим. И что-то свежее про протесты в Минске, это вот у Стеллы, я так понимаю, по-прежнему. Давайте тоже. Есть вот это свежее видео из Минска, ребят, говорите, пока нету, да? Вот. Я не знаю, стоит ли сделать экскурс. У нас показали карту в такую, так сказать, карту политики белорусской. Если немножко упрощенно так это представить, то до какого-то момента, года до 2010-го, там, 11-го, это был только Минск. В 17-м серьезно заявили о себе регионы. Это когда Лукашенко принял тот самый антитуниянский декрет, решил дополнительно налогоблагать безработных. И вот этот звоночек, конечно, Лукашенко не услышал. Это была роковая его ошибка тоже, как мне кажется. И сейчас совершается еще одна гораздо более грубая. О, у нас на связи наш персональный корреспондент в Минске Дмитрий Низовцев, который вот находится внутри всего этого замеса. Дим, ты слышишь меня? Владимир Сыславович, дорогой, здрасте. Привет, дорогой. Очень рад, что надеюсь, что с тобой все хорошо там. И мы только по аудиосвязи, потому что нет интернета, видео нет. Скажи, как у тебя дела, что ты где-то, что там происходит? Я буду несколько, наверное, слишком громко говорить даже по сравнению с тобой. Говори как хочешь. Рядом со мной взорвалось несколько светошумовых гранат. За то время, что я был в центре, это было на проспекте Независимости. То есть, да, мы проверили сегодня весь день в пресс-центре, на всякий случай, потому что нам надо было дождаться вечером. Мы были весь день в пресс-центре, а вечером пошли уже туда, где собирались люди. И, ну, слушайте, те, кто знает, как наш штаб, мы все протесты прошлогодние снимали, были в самом центре. Но то, что мы видели сегодня, мы такого не видели. Потому что гранаты, которые рвутся рядом с тобой, такого не было даже в Москве. Баррикады, которые делают люди, ну, я надеюсь, никому сейчас никаким уголовным делом не побежу. Это тоже мы видели своими глазами. Автобусы, переходящие на сторону народа, все это тоже было. И чудовищная картина, вот этот ОМОН, который бежит через весь город, грохочет шлемами и щитами, и дубинками, это тоже мы видели. Вот, что могли, то сняли. Вот сейчас аккуратно пытаемся лавируя, добраться до дома, чтобы смонтировать и все это вам показать. Скажи, пожалуйста, а вот эти баррикады, насколько это массовые автобусы, которые переходили на сторону людей, насколько это массовые или все-таки это отдельные фрагменты были? Это скорее были фрагменты, потому что, ну да, у меня там были такие, не знаю, получается, это курьезно, наверное, в моем репортаже, потому что я говорю, вот, смотрите, автобус только что перешел на сторону народа, перекрыл дорогу. И тут же ОМОН начинает пробегать мимо этого автобуса и начинает бежать за людьми, люди убегают сразу же после этого. Так же было и с баррикадами. То есть люди из трех скамейок эти баррикады сделали и там воодушевили, стали хлопать друг к другу, я об этом говорю, и люди тут же ретируются, потому что видят, что ОМОН набегает, ОМОН кидает вперед светошумовые гранаты, и люди вынуждены просто убегать в больших темпах. То есть это было и действительно были, ну, радикальные, можно сказать, культурные ребята, которые делали эти самые баррикады, но, тем не менее, это было разово и не так много. Скажи, пожалуйста, сколько людей на улицах, вот по твоей оценке, ты же тоже, вот как и я, мы опытные пользователи, тем более, что Дмитрий только что буквально из Хабаровска, где вот он совсем недавно видел, что такое очень-очень много людей. Вот как твоя оценка, то есть десятки тысяч там есть? Так вот по видео видно, что, скорее всего, да. Десятки тысяч есть. Десятки тысяч, я могу вам сказать, гарантированно, что они есть. Мы пытаемся так собрать в голове то, что мы видели, там 40 этих тысяч было или 100 тысяч, ну, вот я буду держаться в этих рамках, потому что, ну, ночь все-таки, и у нас не было какой-то картинки сверху, но куда бы мы ни смотрели, люди были. И, конечно, это город, который такой же классный, как и Хабаровск, но в два раза больше, чем Хабаровск по количеству населения. И, конечно, людей здесь вышло очень-очень много, куда бы мы ни смотрели, люди были и люди шли, и люди бежали. Сколько не грустно от ОМОНа пока еще. И я не знаю, было ли это в вашем эфире, я лежал на интернете, я вообще лежал в коммуникации, чудо, что вы до меня звонили, честно слово. Люди воодушевленно друг другу передавали новости о том, что в нескольких городах Белоруссии ОМОН перешел на сторону народа и бросил щиты. И люди скандировали название этих городов и кричали «брось щиты, Жодино», «брось щиты» и так далее. Вот, сейчас еду и вижу, вдали тоже что-то взрывается, но уже не слышу это. — Дим, спасибо тебе огромное за апдейт, мы не будем тебя там дольше задерживать, ситуация примерно понятна, очень здорово, что ты к нам вышел, и, пожалуйста, береги себя. — Жена моя дорогая, я не могу, Катя моя дорогая, я не могу до тебя дозвониться, и со мной все в порядке, Владимир Суиславович не даст соврать, я в порядке. — Да, я рад поработать передаточным звеном, Катя, ты не переживай, пожалуйста, все с Димой будет хорошо, мы очень надеемся и верим, что с Димой все будет хорошо. — Дим, спасибо большое, но вот такая вот ситуация и новости, которые приходят, действительно, «Моя окраина, Беларусь» пишет... — Моя окраина. — Моя окраина, пардон, да, ну, сори, я не владею настолько. ОМОН снимает шлемы в Бобруйске и не реагирует на людей, действительно отличная новость. Люди из районов стекаются в центр Минска, я так понимаю... — Да, то есть, я думаю, что оценить реальное количество участников событий пока еще предстоит, потому что в районе Старина Динамо, в Каменной Горке, такие районы Минска, тысячи и тысячи человек, в абсолютно не связанных со Стеллой районах, люди... — Да, люди собираются тоже большими группами. — Да, вот видно на видео, как люди стекаются к центру Минска. — То есть, это такой белорусский формат, децентрализованный процесс, протест, когда силовики немножко будут теряться, куда бежать и так далее. Я как раз почему боюсь фронтального вот этого противостояния, потому что у власти сумасшедший человек, и он будет требовать от них чего угодно. А когда люди собираются в разных местах и уходят от лобового столкновения, и, может быть, придумывают какие-то другие проблемы власти, забастовки, гражданское неповиновение и так далее, это власть уйдет. — Вот мы видим опущенные щиты ОМОНа, это в Жодино, я так понимаю, или где, или в Бобруйске. — В Бобруйске, изначально, даже как разойдет, но в некоторых городах об этом сообщалось. — Да, это уже не в одном городе происходит, что ОМОН отказывается выходить против людей. — Мы исправим, наверное, фразу, которая прозвучала о том, что ОМОН перешел на сторону народа. Нет, конечно, они не собираются ехать в Минск сейчас пока своих коллег привести в чувство, чтобы они не применяли спецсредства по отношению к безоружным людям. Но отказ от насилия — это то, что требуется сейчас от нормальных людей, граждан Беларуси, которым в этой стране жить. Лукашенко улетит, правда, но это же все понимают. У него борт номер один, ну, не знаю, было сегодня сообщение, что он заправлен, обслужен, все в порядке. То есть даже он, похоже, начал допускать такие сценарии, что если что, придется бежать. Не надо питать иллюзией, что он убежит, если он так себя ведет, что он убежит только от первых десятков тысяч человек. Да, конечно, конечно, это очень жестокий человек, который готов на многое. А есть у нас видео, вот мне говорили, что есть видео, где Минск с высоты, и можно видеть некую панораму. Давайте его покажем. Да, ну, мы продолжаем тогда. Да, давайте попробуем обобщить, что вот сейчас произошло. То есть, к сожалению, Лукашенко показал, что красный... Лукашенко и давайте говорить про политбюро, да, коллективное. Потому что Вакульчик, Равков, товарищи, вас там много в погонах, вы, похоже, решили стать преступниками. Да, вот с этого момента вы... Не знаю, убиваете ли людей, надеюсь, этого не произошло. Вы применяете насилие к безоружным людям, которые не представляют общество опасности. И этот момент произошел, и этот же не опасный момент, когда он повязывает кровью свое ближайшее окружение. Ну, и окей, есть все равно майоры, есть конечные вот эти ОМОНовцы и так далее. Кто-то из них все равно должен в итоге... Ну, у них тоже есть интернет, они увидят результаты голосования, они увидят эти протоколы, им, конечно, не показывали их сегодня. И они по-прежнему их настраивают на оранжевую революцию, как им диктует. Да, что Лукашенко все равно выиграл, а это какой-то майдан. Да, да, гибридная война, там, в Беларуси, они говорят, гибридная война, она нас дает, нас возвращает. Но до них дойдет правда в итоге, они в итоге поймут, что на самом деле произошло. Очень хотелось бы, чтобы правда до них дошла до того, как эти люди совершили реальные преступления против личности, реальное насилие над людьми. Потому что в этот момент, совершив такие преступления, они могут отрезать себе дорогу назад. И это приведет к плохим последствиям, к сожалению. А вот он мне говорит, что у нас может выйти на связь Анатолий Лебедько с нами, известный белорусский политик и бывший глава Объединенной гражданской партии. Я так понимаю, что он находится в самом центре Минска. Слышишь меня, Анатолий? Слышишь меня сейчас? Да, да. Анатолий, привет, дорогой. Очень-очень рада тебя слышать. Спасибо, что вышел к нам. Расскажи, где ты и что сейчас происходит. Ну, что происходит. Я сейчас в самом центре. В 10 часов народ пошел к цели праздновать электоральную победу Светланы Тихановской. Об этом, ну, не сомневается сегодня просто никто в этой стране. Ну, и Лукашенко вот защищается при помощи щитов, ОМОНа, автозаков. Сейчас мы стоим через дорогу, цепи ОМОНа стоят. Они периодически бросают шашки, вот все это шумовые гранаты, кого-то забирают. Но народ не уходит. И это только часть, вот одно пятнышко Минска. Сейчас весь центр, вот так вокруг этого центра, который они зачистили, стоят люди, огромное количество людей, в основном молодые люди. Вот страха нет, я скажу наоборот, у людей такой есть ажиотаж. Тем более, что поступает информация. Есть все-таки участки, несмотря на то, что 100% были в комиссиях люди Лукашенко, но появляется уже больше десятка участков, где дали реальные цифры. И где у той же Светланы Тихановской 70% не меньше электоральной поддержки. По городам там вообще что-то происходит. В нескольких местах ОМОН отказался бить людей. Всех согнали в Минске силовые структуры. И города многие остались без ОМОНа, без милиции. И там в городские руководители выходят и вынуждены что-то разговаривать с людьми. Тысячи, тысячи людей по всей стране вот сейчас находятся на улицах. Да, это очень сильно похоже на такую, ну, с нашей стороны хотелось бы, мирную революцию, когда люди сказали, все, хватит, уходи. Вот одно слово, которое сейчас, которое сейчас актуально. Вот здесь ездит скорая помощь, потому что есть пострадавшие. Пока я не могу сказать, какое количество, но въехал автобус там или автозак, и один человек действительно ему оказали помощь, реанимация была. Все, наверное, только начинается. Я думаю, что все только в самом начале. Скажи, пожалуйста, а вот была информация про резиновые пули? Вот тебе там встречалось что-то похожее на пути, или это в каких-то других было все-таки местах? Да, мы тоже имеем эту информацию, что использовались. Но вот там, где мы находимся, нет. Здесь вот буквально там минут пять назад бросались шумовые гранаты. Гранаты, это правда. И вот сейчас такое противостояние. Улица, с этой стороны огромное количество протестующих людей. А с той стороны, вы, наверное, слышите, а с той стороны стоит ОМОН. Они на периодически шли вперед, но вот сейчас остановились. И такая ситуация без всякого движения ни в ту сторону, ни в обратную сторону. Скажи, пожалуйста, а вот эта вся адская техника военная, которую нам показывали сегодня весь день, и явно запугивали белорусов и минчан, а она вообще как-то используется? Вот эти вот, я видел там вот эти машины, такие движущиеся стены, да. То есть пока вот я не вижу, чтобы это массово было на улицах Минска. Вот как ты видел это все в действии или нет? Пока все обходится ОМОНом с автозаками и с светошумовыми гранатами. Вот я в данном случае говорю, то место, где сейчас нахожусь физически. Да, были устроены такая психологическая атака, это показывали обильно по белорусскому телевидению. Такая капелевская психологическая атака в отношении избирателей и людей. Это должно было, наверное, воспроизвести какой-то эффект страха. Но все с точностью, да, наоборот. А после того, как люди получили информацию, что в Лидии Жодина ОМОН опустил щиты, когда пошла информация, что нашлись люди в комиссиях, которые сказали, мы не будем фальсифицировать, что это придает людям еще дополнительную позитивную эмоцию. Конечно, всем присущ страх, но вот я смотрю на лица, наоборот, какой-то азарт, какое-то ощущение, что воздух перемен висит, воздух перемен, мы это ощущаем, и это немножко опьянит людей. Мне кажется, что Беларусь уже точно не будет такой, какой она была еще полгода назад, это точно. Мы ощущаем это тоже. Это очень здорово видно даже вот на тех скудных кадрах, которые мы получаем из Минска, из других городов. И, конечно, вот эти воодушевляющие новости из небольших городов и о том, что ряд уиков отказались фальсифицировать выборы и дали условно-честные результаты, где выиграла Тихановская. Это, конечно, все очень здорово. Мы видим, что люди... Пошел ОМОН в батаку, Володя. Пошел ОМОН. Толя, береги себя, давай, мы... Да, нет, нет, все нормально, они... Все нормально, да? Какая-то спецбригада выскочила, захватили несколько человек и отошли обратно, потому что здесь достаточно большое количество людей, тоже опасно. Поэтому они вот такие вывозки делали, чтобы схватить кого-то и убежать обратно. Вот, 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 мы тоже видим, что все, что мы видим, как они действуют, они хватают по отдельности людей. Они вот так вот на большое скопление людей не идут. Вот тоже у тебя такое впечатление, да? Абсолютно, абсолютно верное замечание. Ну, это, в общем-то, характерно вот для этих людей. Они чувствуют себя комфортно. У нас было огромное количество сейчас, пока был интернет кадров, когда, ну, вот, когда забирали мать с детьми, прямо с участка, в волоком тащили эту женщину. Есть и такие факты. В основном-то забирают мужчин, и просто в днем разъезжали такие спецбригады, мы говорим опричников, таких караевцев, это министр внутренних дел караев. Они разъезжали просто по дворам, приезжают, видят во дворе молодые люди, особенно если у них рубашки с символикой национальной. Они сразу ничего не спрашивают. Начинают охоту, тянут волоком, бьют, избивают. Вот со мной сейчас недалеко здесь Николай Козлов, это лидер Объединенной гражданской партии, мой коллега, вот его забрали прямо с участка. Заломали руки, он вот, одна рука спухшая, завезли его на крестину. Правда, что-то там произошло непонятно, это спецприемник, оттуда его потом выпустили, вот помятого, побитого, но вот мы находимся с ним вместе. Но я хочу подчеркнуть нападение на одного человека. Николай, большой привет от Володи Милова. Да, спасибо, он также кланяется. Мы, в общем-то, воодушевлены. Вот, наверное, тактика будет такова, по крайней мере, в Минске кажется, что люди будут выходить, изматывать этих ОМОНовцев, которые там в полном камуфляже, в бронежилетах, с этими щитами. Пусть все бегают, а так они на харчах, на этом довольствии народном, они себя чувствовали 26 лет очень так упитано и комфортно. И, скорее всего, завтра я ожидаю, что людей будет еще больше, потому что многие еще присматривались к ситуации, наблюдали, что происходит. Плюс большие проблемы с интернетом, нет хороших коммуникаций. Но все равно, я думаю, десятки тысяч людей сегодня в центре Минска. Ну, я рад, что мы до тебя дозвонились, и ты сообщаешь нам такие реально воодушевляющие новости, и что власти, оказались, по сути, не готовы к этой ситуации, и что это действительно массовое народное движение за свободу по всей стране, которое Лукашенко, он может сопротивляться, но ему уже не победить. Толь, удачи вам там, берегите себя, и живи Беларусь. Беларусь обязательно будет свободной, мы всей душой с вами вас поддерживаем. Поддерживаем еще раз аккуратнее, и мы верим в вашу победу. Спасибо, что ты был с нами. Спасибо, Володя. Живи Беларусь. Спасибо, живи Беларусь. Да, ну и давайте пару видео из Минска дадим. Что у нас там первое, ребят? Выводите на экран. Да, ну все-таки столкновение есть, но мне кажется, все-таки действия ОМОН, они больше нацелены на то, чтобы попугать людей. Да, ну, как я говорил, что хочет сделать власть? Даже не пытайтесь. То есть, месседж, который не пытаются послать, да, мы нарисовали любые цифры, но вам придется это принять. Это вот тот язык, который... И я пытаюсь вот на самом деле на этих видео смотреть не только на столкновения, на избиения, но и на лица. И несмотря на всю эту жестокость, я вижу пока не так много страха. И я пытаюсь просто понять, выйдут ли люди завтра. И если люди выйдут завтра, и если вот это осознание новой ситуации, что все, у нас нет легитимного президента. Что человек, которого мы привыкли беспрекословно слушаться, что к нему есть вопросы, а кто он вообще такой, что король голый, это, мне кажется, может создать другую социальную динамику. Я все-таки... Ну, не могу себе представить, что в этом пузыре, в который их загоняли, что против нас какая-то гибридная война, и все эти люди это какие-то враги, и засланы и инспирированы соседними государствами. Как Ермошина, глава ЦИК, сегодня говорила, что это все люди, сбитые с толку криминальным банкиром, как она сказала. Я не понимаю, возможно ли искалаться насилие со стороны силовиков дальше. Да, вообще все это, конечно, очень воодушевляет. И я тоже вот то, что Толя Битько говорил, что действительно на лицах людей не видно страха. То есть страх наверняка там присутствует, но он не возобладал. И у людей... Да, то есть вообще эти силовики, на самом деле, используются как пушечное мясо. То есть их выпустили на улицу, чтобы они испугали. Им сказали, фас, пугайте. То есть на самом деле, не надо ничего защищать, потому что никто не нападает, и на какие административные здания ничего не происходит. Я думаю, что они в фрустрации сейчас находятся. Нанесите им травму, этим людям, чтобы они заткнулись. То есть вот то, что происходит в Беларуси сейчас. Почти 66 тысяч нас смотрят в прямом эфире. Самый популярный стрим о выборах в Беларуси. Огромное спасибо всем. Подписывайтесь на Навальный Лайв и поддерживайте нас, оформляйте спонсорство на канал, потому что все эти ссылки нужные есть в описании к каналу. Кстати говоря, мы будем очень много говорить дальше о событиях в Беларуси на моем YouTube-канале Владимира Милова. На него ссылка тоже есть в описании к видео. Можете подписаться на него тоже. И мы сейчас, мне говорят, что есть какие-то очень тоже важные видео из Минска. Давайте выводите на экран все, что у вас есть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кузьмич! Молодец! Кузьмич молодец! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну вот информация о раненном. Силовики кинули светошумовую гранату в толпу людей, которые собрались вокруг раненого участника протеста, чтобы оказать ему первую помощь. Садовский, Александр Александрович, 36 лет, информация о пострадавшем. Выстрел в живот на Кальварийской, информация от девушки из 4-й ГКБ. Это, я так понимаю, резиновые пули, но не хочу верить, что настоящие. Невозможно в это поверить. Подождите, ребят, давайте... Я вижу, что у нас есть очередная порция протоколов, их число растет, то есть счет уже к сотне приближается, я так понимаю, тех протоколов, которые собраны. Выводите их на экран, и там довольно серьезно видно, ну, ровно все то же самое, о чем мы говорили. Светлана Тихановская уверенно выигрывает. Для меня это не новость. Я утверждал, мой прогноз был, что максимальная планка реального голосования Беларуси за Лукашенко это 20%. Для меня был вопрос немножко, сколько будет против всех, сколько за Тихановскую. Но то, что Тихановская побеждает в первом туре, я в этом был уверен абсолютно. Готов подтвердить публикациями, в которых я этот прогноз озвучивал. Если пытаться обобщать, то прекрасный, конечно, шаг в этой кампании был объединение всей коалиции. Всех реальных кандидатов вокруг одного. И Лукашенко не ожидал этого. Да, 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 очевидно, совершенно. Ну, то есть глупая власть, правда глупая. Сколько бы у них не было оружия, сколько бы у них не было денег, они глупые. И интеллектуальное преимущество на стороне общества. И поэтому желательно бороться каким-то интеллектуальным превосходством. Уходить от фронтального столкновения с полицией до тех пор, пока полиция готова жестить. Она не сможет быть готовой жестить через какое-то время. Потому что все-таки такое социальное давление, такое очевидное как бы не поддерживание Лукашенко обществом. Ну, это как в серной кислоте просто эта агрессия. Полиция должна растворяться. Потому что они же не зомби. Ну, там есть зомби. Там тоже есть зомби, мы это знаем. Но не все. Там есть живые люди. Так, хотите поржать, дорогие уважаемые наши телеслушатели и уважаемый Дмитрий? Вот ЦИК дает свои официальные цифры. 4 района в Брестской области за Лукашенко 79,7% за Тихановскую 3,8%. 4 района Гомельской области за Лукашенко 90% за Тихановскую 3,2%. 8 районов Гродненской области 93% за Лукашенко, менее 4% за Тихановскую. Ну, и так далее. Ну, то есть, слово фортификации для этого неприемлемо. Напишите в комментариях, как это можно назвать, каким словом. Это какой-то абсолютно сюр. Нас могут смотреть дети, поэтому я не могу здесь произносить эти слова. Это наглая, хамская, просто ложь в лицо людям. Да. Да, давайте жесткий разгон протеста в Минске. Есть у нас? Показываем. Давайте. Он потом отлет International в Брестской области. Да. Что это? Это тоже здесь. Минск. А ну и по запасу Жмей. Б asба. Снимай. Снимай-снимай. что происходит это наркота мусорка валяется по хватает кого-то хватает вот слева 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 там схватили прибежали правая ребята ногами ногами не там слеза за за двором получается пошли так что здесь ну вообще вот видно что на самом деле они оказались мне кажется не готовы к тому что люди так рассредоточены по городу реально низ большой или здесь много везде они видимо думали что они реально пойдут к одному месту что-то штурмовать как это по заданию но вот беларуси есть такое как бы слово площадь как бы замена майдана и когда все выходят на площадь так было в 2006 2010 году и к счастью сейчас во первых это не площадь это более широкое пространство где сложнее немножко людей вот прямо на них идти потому что людям есть куда 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 убежать и это весь город и это правильно да потому что это очень класса именно к площади готовим заметку именно к площади а именно вот эти все спецтехника вот эти автостены я не знаю как они называются все вот эти водометы у них для того чтобы увидеть перед собой 10 20 30 человек и просто гнать их куда-нибудь подальше по дороге им наваливать не нужно входить в лобовое фронтальное столкновение с полицией можно прекрасно выводить власть из себя все поймут что лукашенко нелегитимен это это будет довольно скоро и поэтому не надо пытаться победить в лобовую но вот еще видно конечно что они скотски себя ведут абсолютно нереально людей по одному вылавливают и жестоко избивают да и вот так вот реально когда много людей как вот то ли битько говорил они реально боятся что-то делать ну конечно они у них же есть инстинкт самосохранения да если они понимают что могут и ответить может быть уже уже не получится уже так когда ты забегаешь в толпу и забираешь там любого может быть кто-то уже и не отпустит человека которого пытаетесь схватить да ну друзья они помещают злость на на одиночках которых они ловят на улице нам с дмитрием надо немножко передохнуть поэтому мы сейчас вам покажем видео и на самом деле это реально стоит посмотреть если вы не видели это вот последнее предвыборное обращение вот трех фронтранеров оппозиционной компании светлана тихановской и вероники цепкало и марии колесниковой которые буквально вот прям в последний день обратились к белорусам и сказали что на самом себе деле представляет этот общенародный протест посмотрите это видео мы скоро вернемся в эфир белорусы мы любим вас любим вас всех без исключения мы делим белорусов на народ и чиновников на людей в гражданском и черной форме на избирателей и членов избирательных комиссий мы все белорусы мы все семья если кто-то из нас оступился мы протянем руку если кто-то поступил нечестно мы поможем это исправить если кто-то поступил правильно мы будем вами гордиться мы никогда не будем угрожать запугивать шантажировать а главное мы никогда не будем присваивать страну себе потому что беларусь не принадлежит политикам президентам партиям или группам беларусь принадлежит только себе и своему народу когда кто-то говорит что не отдаст страну другой власти мы не понимаем этих слов кому не отдаст как не отдаст разве ее кто-то присвоил чтобы отдавать разве кто-то приватизировал нас чтобы отдавать разве мы чья-то собственность действующая власть против приватизации предприятий но приватизировала всю страну белорусы не собственность а страна не должна принадлежать одному человеку последнее время идет много разговоров о сильном лидере кто такой сильный лидер все просто это человек которому не нужно держать страхи миллионы людей чтобы оставаться президентом это человек которому не нужно организовать схемы где завышается явка заменяются бюллетени приписываются голоса чтобы оставаться президентом это человек которому не нужно применять физическую силу и моральное давление чтобы оставаться президентом это человек которому не нужно бросать в тюрьмы кандидатов и в детей и соратников, чтобы оставаться президентом. Это человек, которому не нужны ложные свидетельские показания и нечестные обвинительные приговоры, чтобы оставаться президентом. Это человек, который не будет уничтожать все на своем пути, чтобы оставаться президентом. Этот список можно продолжать долго, Но мы не будем забирать у вас полтора часа времени. Белорусы, это звучит гордо. То, что вы сделали со страной, это грандиозно. Такого еще не было. Беларусь проснулась и уже не уснет. Осталось только мягко разбудить тех, кто в полдреме. Наша гражданская позиция впечатляет и восхищает весь мир. На нас сейчас обращены все камеры, микрофоны, взгляды. И это восхищенные взгляды. Эти события войдут в мировую историю, останутся в учебниках, сердцах, памятниках и фильмах. Про это лето вы расскажете вашим детям и внукам. Белорусы, у вас красивые лица. Искренние, светлые, смелые. Действующая власть говорит, что она наше отражение, лицо народа. Но лицо белорусов не искажено злостью, когда речь идет о народе. На лице белорусов нет ненависти, когда речь идет об оппонентах. На лице белорусов нет ярости, когда речь идет о возможной потере кресла. На наших лицах открытые улыбки, а в глазах любовь и отвага. Белоруссия — страна сильных людей. Власть говорит, что сильное государство сейчас в моде. Только сильное государство строится ненасилием. Оно получается, когда власти уважают народ и его волю, соблюдают законы, не врут и не хамят, не оскорбляют граждан, заботятся о их здоровье, благосостоянии и безопасности, не отдают преступные приказы и не заставляют других их выполнять. Теперь спросите себя, у нас сильное или насильное государство? Белорусы — умные и талантливые люди. Мы сами все эти годы не благодаря, а вопреки создавали гениальные вещи, строили бизнес, делали открытия, возрождали культуру, придумывали проекты, производили всемирно известную продукцию. Возводили дома, украшали мир вокруг себя, растили детей, учили их правильным вещам. Только представьте, сколько всего мы еще могли бы сделать, до каких высот мы могли бы добраться, если бы нам не чинили препятствия, не приказывали, не ограничивали нас. Действующая власть рассказывает нам, какие мы, и рассказывает нам, что нам делать. Но мы не хотим, чтобы нам рассказывали про нас самих. Мы знаем, кто мы, и знаем себе цену. Мы не хотим, чтобы нам указывали. Президент должен слушать народ, а не говорить, что ему делать. У беларусов широкий кругозор и логическое мышление. Мы легко находим причины и следствия. Нас сложно обмануть. У нас есть глаза и уши. Мы любознательны, и нас не проведешь. Нам не нужно рассказывать, что весь мир погряз в хаосе, Европа в огне, а мы должны быть счастливы, что нет войны. Да, из-за пандемии беларусы давно не выезжали за рубеж, но не настолько, чтобы в это поверить. Беларусы – люди чести, военные, правоохранительные органы, люди в форме. Это пример отваги и защитники страны, защитники народа и его воли, а не власти конкретного человека. Именно они – это гарантия нашей независимости и стабильности Родины. Силовым структурам не нужны подачки и обещания квартир. Все это должно быть у них по умолчанию. В армию должны стремиться, службой в армии должны гордиться. Эти люди всегда будут нашей ценностью, они необходимы нам, они останутся с нами, как бы ни менялась власть. Мы будем гордиться ими, их подвигом. На днях в одном из городов ко мне подошли два милиционера. Они улыбались и благодарили. Один из парней сказал, что жена не поверит ему, когда он скажет, что встретил Колесникову. Я предложила сфотографироваться. С сожалению, он отказался, сказал, пока нельзя. Я надеюсь, скоро мы будем жить в стране, где фотография не будет преступлением. Мы не боимся силовых структур, мы гордимся ими и верим в них. Не только милиция с народом, народ с милицией. Белорусы дипломатичны и мирные. Мы против насилия на улицах и площадях. Мы против столкновений. Мы за честные, прозрачные выборы. Нам важно сохранить жизнь и свободу своих граждан. Наши намерения чисты и искренни. Мы действуем законными методами и верим в добро и справедливость. Белорусы, что снится вам ночью в вашей кровати, на лужайке в летний полдень, в кресле Дворца Республики во время послания народу? Вам снится счастливая, богатая жизнь в безопасной и свободной стране. Жизнь, которую вы заслуживаете. Мы верим в то, что в учебниках истории, в статьях в интернете и в памяти людей навсегда останется подвиг белорусского народа, который отказался выполнять преступные приказы. Мы верим в вас. Этому подвигу народа тоже жить в веках. Белорусы, вы невероятны. Как раньше уже никогда не будет. Мы вместе, а вместе победим. Власти говорят, что Беларусь любимая, а любимую не отдают. Мы говорим им, насильно мил не будешь. А если любишь, отпусти. Потрясающая женщина совершенно. Да, меня в свете всего происходящего зацепила вот эта вот последняя фургировка, что насильно мил не будешь. Очень популярный в Беларуси образ относительно поведения Лукашенко по отношению к стране. Это абьюзер в семье, который пытается винить во всем. Жену или подругу. Это же прям так и есть. Это же прям так и есть. Это классика. Вот это все. Я тебе все дал. Это же я вас кормил. Не знаю. Лицей БГУ, который был до него. И он сейчас считает, что это он его прародители. Он на них обижается, когда они выступают с открытым письмом. Давайте делать честные выборы. Даже не то, что уходи, а давайте сделаем честные выборы хоть раз. Они вообще, ты знаешь, что-то они в ходе этой кампании нашли такие вот формулировки много-много раз. Там отдолбить эту власть до вот этой фразы, что типа, если любимое, то отпусти. Это прям настолько точность. Это не может быть политтехнологически слеплено. Да, это очевидно. На самом деле может быть политтехнологически слеплено, потому что об этом вроде бы говорят много людей снаружи, но я знаю очень много людей внутри. И то, как я говорил, насколько на коленке сделана эта кампания. Они просто живые люди рядом с этим оторванным от жизни и с этим всем советским пантеоном. Мне даже не хочется говорить по Лукашенко, потому что это просто невменяемый человек, судя по всему. А вот этот пантеон советских людей вокруг него и живые люди, белорусы, которые выросли в этой же стране. Это просто другая страна, которая родилась из-под асфальта. Вот эти две картинки прямо друг против друга. Это такой впечатляющий контраст. Конечно, вот эта вся совковая номенклатура против нормальных, современных людей. Я, честно говоря, очень счастлив, что мы увидели другую Беларусь, нормальную. Потому что, но все-таки, Дим, вот был такой, такая аура, что это какие-то вот колхозники, бульбаши, которые вот, они такие же. Я как мог пытался разрушать, я не знаю, вот недавно подширил свою заметку про Минск полуторолитной давности. Я восхищен некоторыми вещами в Минске, которые там происходят. Прекрасные бары, рестораны, клубы, вот это какая-то молодежная культура. И я написал буквально, что вот эти люди, которые захватили вот эти вот заводы старые, преобразовали их в прекрасное пространство, они, конечно же, захватят и всю страну. Нет никакого сомнения. Это просто живое. То, что проросло сквозь и вот мы сейчас это увидели во всей красе. Просто белорусы молодцы, потрясающие. Давайте еще видео посмотрим вот про Бобруськ, тоже неспокойные пытаются разгонять протестующих. Можем Бобруськ показать? Давайте. Романовская Слобода называется, да? Я не знаю. Да, давайте вот следующий, я так понимаю, это Романовская Слобода в Минске, да? Да, район Минска, да. Давайте дадим этот... И вот еще видео, как ОМОНовцев призывают перейти на сторону народа. Давайте тоже посмотрим. Ну, кстати, вот надо... У нас тут просто больше фид идет этих видео, и сейчас мы тоже вам часть дадим в эфир, но видно, что вот эти ОМОНовцы, они тоже такие растерянные, да? То есть, сильно видно, что далеко не все из них агрессивно настроены, а многие просто не понимают, что делать, и как с этим будет. Ну, да, их тренировали очень долго разгонять... Ну, в смысле, они участвовали в разгоне в основном людей, которые явно слабее. Они привыкли таскать в автозаки пенсионеров, девушек, ну, или если парней, то в девятером. И, во-первых, когда они все-таки видят больше парней, наверное, это какая-то такая-то чуть-чуть новая ситуация, несмотря на то, что оружие у них в руках и так далее, спецтехника и так далее. Да, то есть, их учили разгонять какой-то Майдан, который что-то штурмует, а тут мирные люди, и мирных людей много, и эмоционально они настроены так, что правда на стороне этих людей. Ну, да, кстати, вот интересно, а видят ли, вот я пытаюсь все время смотреть лица людей, которые ходят по улицам, я не вижу там большого страха, я не вижу в этом агрессии, и видят ли эти лица ОМОНовцы, интересно, и тоже какой интеллектуальный процесс у них происходит. У нас всегда, когда вот, я не знаю, ты не участвовал в... Нет, я в Москве регулярно нет, я регулярно хожу в Москве... Ты ходишь, да? Отлично, молодец, Дмитрий Навошин, но на самом деле, просто мы там, поскольку много лет этим занимаемся, мы уже вот к этому визуальному контакту привыкли, они, конечно, все видят, но вот этих вот ОМОНовцев московских их специально натаскивают, что мы враги... Да, в Беларуси то же самое, то есть я еще раз повторю картину мира, которую создала лукашенковская пропаганда. Мы, стабильная страна, и почему-то наша стабильность никому во мне не нравится, и против нас ведется гибридная война, и дальше он начинает все время путаться в показаниях, что Европой, то Россией, то кем-то еще, да? И вот это все подается крайне грязно, небрежно, все время встык дают Светлану Тихановскую белую ленточку, и потом белую ленточку на третьем рейхе, третий рейх Светланы Тихановской, третий рейх Светланы Тихановской, и вот этот прям вообще уже совсем... Да. Слушайте, а скажите мне, у нас что, есть видео, как автозак въехал в толпу, есть такое? Давайте его покажем. Прорвался автозак. Куда-то бутылки вверх. А что, он сбил кого-то или что? Они кидаются в него. Сука! Сука! И что? Это они кидают, эти пидоры, как автозак. Это на самом деле, вот то, что вы видели, это настоящий акт государственного терроризма, то есть это намеренно направили тяжелую технику на людей, ну так ведут себя террористические государства, это прям прямое основание говорить о Лукашенковской Беларуси как о террористическом государстве, против... О верхушке, о его верхушке, все-таки, давайте не забывать, что их 3%, и им придется это осознать. Да, конечно, после этого, вот знаешь еще про международную обстановку, мы тут говорили тоже в кулуарах, вот я думаю, что изменится для Лукашенко, и мы говорили сегодня об этом тоже с нашими европейскими гостями, что раньше у него была вот эта возможность, люфт, возможность маневра, типа с Путиным чуть перессорился из-за цен на газ, и значит он может опять устроить какое-то потепление, там и обнимашки с Европой и так далее. Лукашенко очень хитрый был мужчина в свое время, очень хитрый, изворотливый, и он очень классно все время расторговывал стороны, вот даже в истории с вагнеровцами мы это видели, вот слушайте, вот у нас 33 человека, Путин, тебе нужно, не нужно украинцам отдам, ну то есть для любого торгу нужно две стороны, и он постоянно это использовал, до тех пор пока, ну как бы он заврался, он всем обещает то, что он не собирается выполнять, вот как Гуреев на стрессе, имея еще одном стриме, который недавно появился в Ютубе, говорил, сколько раз он обманывал Международный валютный фонд, другие институты, обещал, что предприятия будут работать эффективно, и тогда сможет выплачивать долги, и ничего этого не делал, и к чему это привело, наверное, это привело чуть к трагической ситуации, что вот я кручу в голове мысль, а кто сейчас может позвонить с Лукашенко и с ним доверительно поговорить, слушай, ты может быть чуть-чуть не понял, тебе не искали, но все закончилось, что единственное, что можно обсуждать, это способ, каким, куда, как выходить, и с чем выходить, и такого человека, похоже, нет, Владимир Путин им не является, Путин Лукашенко не доверяет, не знаю, может быть, какая-нибудь Меркель, или кто, ну да. Вот сейчас мы вернемся к этой теме, но у нас Виталий Ромашевский из Минска на связи, Виталий, привет, как слышно, очень рады вас слышать. Да, добрый день, спасибо, отлично вас слышу. Да, и огромное спасибо за видео, где вы объясняли вот систему фальсификации на избирательных участках, мы его дали в эфир, и где вы сейчас, и что происходит, какая обстановка? Ну, вот смотрите, сейчас я уже не в центре Минска, тут возле моего дома недалеко стоит машина ГАИ, и, в принципе, милиция, так что любая попытка сейчас выехать, она будет чревата задержанием, но мы собираем информацию со всей Беларуси, и то, что происходит, ну, я не знаю, что слышали вы в эфире, потому что единственный способ у нас собрать информацию здесь, внутри страны, это через мобильные телефоны. Вот мы собираем информацию от независимых наблюдателей. По последним данным, вы знаете, в этот раз система, конечно, дала, если не сбой, то трещины серьезные, потому что у нас есть протоколы, где члены, ну, председатели участковых комиссий, они подсчитывали голоса реальные и вывесили реальные протоколы. Это и в Минске, и в Бресте, и в Гродно. И по этим данным Светлана Тихановская в этих городах набирает 70% голосов, и только приблизительно 30% набирает Александр Лукашенко. Ну, вы, наверное, уже знаете, что по всей стране проходят массовые демонстрации сейчас. Весь ОМОН стянут в центр Минска и областных центров, и в областных центрах удалось, в принципе, эти демонстрации подавить. Там были брутальные избиения. Вот звонили люди у меня со всей страны и говорили о том, что просто, ну, избивали людей, ну, очень жестоко, молодых людей. А вот в городах не областного подчинения, таких как Барановичи, например, или там Молодечно, там ОМОНа уже не хватило и не осталось, и люди гуляют в центре городов. В Барановичах просто ОМОН, там, десяток, пару десятков ОМОНовцев убегали от людей. Они также используют, как и в Минске, светошумовые гранаты. Не знаю, попало ли это вам в эфир или нет, но, в принципе, в Минске вот... Да, да, мы постоянно даем эти фрагменты в стриме, да. Ну, вот я бы хотел еще обратить внимание, что в этот раз Светлана Тихановская и штаб объединенный взяли такую стратегию, призвали людей не в центре города изначально, а к избирательным участкам. И сегодня, ну, вот я лично... Не штаб. Штаб не призывал, а другие люди призывали. Да, да, Виталий, говорите. Ну, Светлана Тихановская, на самом деле, она, да, Светлана Тихановская озвучила там за два дня до выборов о том, что она призывает людей приходить в 20.00 и смотреть избирательные протоколы. Она видеообращение записала. Да, приходите на участки, да, настоять на подсчете. Да, приходите на участки во второй половине дня и, в принципе, и потом, да, требуйте... Настоять на подсчете протокола, да. Да, да, вот в Минске от 50 до 150 человек, там, до 200 по разным участкам вечером пришло, а во второй половине дня были просто очереди, когда наблюдатели говорили о том, что если сопоставить данные с явкой, ну, вот, с теми цифрами комиссии, которые давали, то в Минске должно было проголосовать там где-то 130 процентов избирателей. То есть досрочно они приписали явку на 40 процентов, там, на 30 по минским участкам, а в день голосования наблюдатели имели возможность возле избирательных участков считать количество людей, которое пришло, это было практически 100 процентов, ну, от списка избирателей, от списочного состава избирателей. Поэтому, что будет происходить дальше в Минске, не знаю, ну, никто не может предсказать. Возможно, им сегодня удастся подавить протесты, но на самом деле это уже ничего не изменит. То есть, вот по тем протоколам, которые есть, там, где голоса считали честно, Лукашенко с третьим проиграл эту избирательную кампанию, и важно не то, вот, насколько жесткими сейчас будут репрессии, важно то, что общество изменилось, и, конечно, протесты будут продолжаться, они будут продолжаться, я уверен, и в ближайшие дни, и уже, собственно говоря, Светлана Тихановская озвучила какие-то способы легальные для этих протестов, ну, например, там, о том, что она призывала людей подавать обжалование в прокуратуру, в Центр избирком, и, в принципе, если миллионы граждан будут поставить письма, или выходить к Центр избиркому или к прокуратуре для того, чтобы лично подать все жалобы, то есть, ну, вот это будет такая следующая легальная форма протеста, которую мы, наверное, будем наблюдать в ближайшие, ну, ближайшие недели, и я думаю, что, ну, я думаю, что заказ режима Лукашенко уже очевиден, насколько он будет жестоким там и кровавым даже, это зависит исключительно от него, но и от международной реакции, которая, ну, по моей информации уже есть. Я напоминаю нашим зрителям, что Виталий Ромашевский координатор национальной кампании права выбора за честный подсчет голосов, и вот вы только подтверждаете информацию, которую мы уже озвучивали, в принципе, в эфире по самым первым протоколам, что все, что к вам сейчас поступает, показывает, что Светлана Тихановская выигрывает уже в первом туре, даже второго тура выборов не требуется. Ну, это так, единственное, что протоколы, конечно, разные, потому что, например, вот то, о чем я говорю, есть члены избирательной комиссии, председатели избирательной комиссии, которые, выходя из участков, говорили, что, ну, вот, ребята, я посчитал честно, и действительно, расхождения вообще не было с тем, что посчитали наблюдатели, но они сразу говорили, что мы не знаем, что с нами будет завтра. Люди совершают такие действия по совести, но они боятся, они понимают, что власти, конечно, могут за это их жестко репрессировать. Все с ними будет в порядке завтра. Ну, я, да, думаю, что все будет хорошо, да. Ну, что, их не расстреляют? Есть, конечно, протоколы, где и 85% голосов Александра Лукашенко набрал в Минске, такие тоже есть, действительно, но ясно, что там никакого независимого наблюдения было, и никакой возможности проконтролировать, как считали, голоса тоже не было. Скажите, ну, все-таки, вот, к сожалению, у ИКов, где реального контроля независимого не было, их много, да, то есть, в целом, у них были большие возможности просто нарисовать результат, какой они хотят. Ну, вы знаете, реально, контроля за подсчетом голосов, не было практически нигде, все зависело от воли председателя участковых комиссий, вот, то, что нужно отметить, вот эти протоколы, которые нам сейчас поступают из разных городов, это те протоколы, которые написали назначенные председателю участковых комиссий, назначенные властью, такого никогда не было, раньше все считали, знаете, так, цифры спускались сверху, и арифметика была просто у них замечательная, а сейчас система начинает давать сбой, те люди, которые назначены властью, председателем участковых комиссий, они не соглашаются, по сути, исполнять эти инструкции, они выдают реальные цифры, потому что наблюдателей выгнали с участков почти везде, ну, может быть, за редким-редким очень исключением, там, за, ну, единицы есть таких участков, где наблюдатели все-таки наши там попали во всей стране, но протоколы, протоколы вывешиваются иногда вот с такими реальными цифрами, это значит, что, ну, это просто, это просто такой сигнал или критерий того, что действительно люди, даже люди, которые находятся в системе, они понимают, они глубоко недовольны тем, что происходит в нашей стране, и были же случаи, когда и телеведущие, и, ну, люди, которые, например, служат в МЧС, присоединялись к акциям протеста или поддерживали протестующих, или там спортсмены белорусские, это лавинообразная редкая реакция, то есть процесс пошел, и он уже необратим, по-моему, это очевидно, и вот по тем протоколам, которые вывешиваются реальным, которые, напомню, что это не наши наблюдатели, а это, ну, вот добрая воля была, членов, председателей, да. Если можно, вот здесь как раз дополню, продолжая то, что вы перечисляли, то есть это указывает на те точки, куда обществу есть смысл давить. Общество очень активно в последний месяц обращалось как раз к членам избирательных комиссий, в основном с добрыми словами, в основном с пониманием, что у вас немножко стокгольский седром, вы получаете свои несчастные 300 долларов и там соточку еще за фальсификации сверху, но эта власть не сделает вас счастливыми людьми, она делает вас лагунами, насильно, понимаем, прощаем, попробуйте поступить иначе. И часть людей это услышала, даже не взяли никаких нормальных людей. Получается, что десятки, к минимуму десятки участков, это чисто решение воли председателя избиркома, что там были голоса посчитаны относительно честно и Тихановская с огромным перевесом выиграла. Но это действительно серьезный прецедент, такого раньше же не было. Ну, раньше можно было говорить о единичных случаях, если там один по стране где-то был и потом его, ну, сложно было доказать и иногда члены избирательной комиссии шли на попятную, но сейчас это действительно десятки по всей стране, ну, и, собственно говоря, да и людей-то тысячи, тысячи возле избирательных участков было. Поэтому, да, ситуация изменилась радикально, то есть, ну, критически ситуация изменилась. Я надеюсь, что сегодня пострадавших будет не так много, как, ну, вот, кажется, по этим взрывам, которые в центре Минска, по средствам и войскам, которые стянуты в город, внутренним войскам, я думаю, что тут и армия задействована, и тут уже может быть идти речь, если жертвы будут, то речь может идти о военном преступлении, то есть, о геноциде, о преступлении, собственно говоря, против мирных граждан, которые они не имеют срока давности. Я надеюсь, что сегодня, по крайней мере, все останутся живы в центре Минска, и я надеюсь, что белорусские власти пойдут на уступки, на переговоры, потому что, очевидно, что в этих выборах, знаете, у нас уже такое, такая фраза о том, что если Лукашенко и останется президентом, то это будет бумажный президент, потому что вся его легитимность будет держаться только на бумагах, которые выписывал протоколы, на бумагах, на которых написаны протоколы участковых избирательных комиссий, а реальная поддержка у людей, это у Светланы Тихановской. Да, спасибо большое, Виталий Ромашевский, я напомню, что Виталий на позапрошлых выборах тоже был кандидатом в президенты, и тогда пострадал, в том числе, провел некоторое время сам под арестом. Спасибо, Виталий, большое, что вы были с нами, да, и мы продолжаем наш стрим, и, собственно, вот по данным НЕХТ, 100 тысяч протестующих на улицах Минска сейчас, здесь какие-то жуткие сообщения, что резиновые пули в лицо попадают людям, одну из девушек попала пуля в лицо, ее забрала реанимация, водометы, ну, в общем, короче говоря, такая тяжелая история, да, да, вот вы видите на экране, да, вот, и, вот, журналисты с места событий сообщают, на улице резкий запах, сильно режут глаза, и так далее, короче говоря, теперь да, у нас есть военный преступник, очевидно, пытающийся прикрыть свою ложь вот этой спецтехникой, которую мы сейчас наблюдаем, и, в общем-то, пушечным мясом, в качестве которого он использует ОМОН, потому что, ну, какие могут быть развилки дальше, есть одна развилка, что общество начнет сопротивляться, и могут появиться, я не знаю, или там, коктейли молотовые, и так далее, мы ни к чему не призываем, но, я думаю, что люди, которые видели этот автозак, как-то раньше толпу, если бы им было чем в него бросить, они бы, конечно, в него бросили, после такого хочется отвечать, то есть, либо эскалация насилия, либо другие способы неповиновения, к чему я, на самом деле, призывать готов, гражданское неповиновение, если общество, каждый из жителей Беларуси, содержит этих людей, этих садистов во власти, вот это пушечное мясо, которое выставляет свою защиту власть, то давайте снимать их с довольствия, может быть, тогда стоит, вот, у Беларуси не было карантина коронавирусного, может быть, это хороший момент, коронавирус никуда не ушел, провести несколько недель в режиме забастовки. Предупреждаю, довольно графические фото, не рекомендую впечатлительным их смотреть, это вот несколько снимков, как девушки попали, каратели резиновой пули в лицо, вот у нас на экране, это фото радио «Свобода», это просто ужас, конечно. То есть, вот еще раз, я повторю простую мысль, что резиновые пули в развитых странах, где они используются для подавления, там, разных бунтов и беспорядков, это инструмент последней надежды, то есть, они, как бы, стараются не использовать их по максимуму, если ситуация не дошла уже до какого-то совсем беспредела, погромов и так далее, да, и то, что они прямо сразу против абсолютно мирных людей перешли к применению резиновую пуль, но это... Да, то есть, мы должны попробовать оправдать это, то есть, что происходит, что может произойти, если не стрелять людей пулями? Они что-нибудь захватывают? Нет. Они нападают на кого-то? Нет. Как я говорил, единственная причина, почему столько спецтехники и людей выведено на улицы, это напугать людей так, чтобы они вообще больше даже не пытались вспоминать о честных выборах и о том, что Лукашенко собирается оставаться собственником страны десятимиллионной, вечно, и передать своим детям. Важно, чтобы общество нашло способы сообщить, что это невозможно, что это тоже бесполезно, не получится оставаться феодальным владельцем всего этого. Какие способы могут быть общество? Ну, вот смотри, давай вернемся к теме все-таки влияние развитых стран на эту ситуацию, да, и здесь Меркель не Меркель, но я думаю, что после вот этих всех сегодняшних событий Лукашенко совершенно однозначно лишается возможности маневра между Путиным и Европой, что, а вот с Путиным что-то поссорились, мы потеплеем так, я думаю, что они уже окончательно скажут ему, что нет, ребенок, значит, ты остаешься с Путиным один на один, потому что ты перешел красную черту. Для него это опасная история, потому что Путин, это что же такое, это еще больше дракон, он его сожрет. Да, но здесь важный момент, многие в Беларуси опасались, что вот слабый Лукашенко, он же удобен к Путину, но он сейчас побежит на поклон, и сдаст страну, и подпишет все бумаги. Важный момент, в Беларуси нет легитимного президента по фамилии Лукашенко с этого дня, и что бы там ни подписал Лукашенко с Путиным, чего бы он ни сдал, вход всеми областями, без какого-то особого статуса и так далее, это не будет принято белорусскими народами. И тут тоже важно понять, важно предостеречь Кремль от попытки сыграть какую-то игру, потому что любая поддержка Лукашенко сейчас будет потерей белорусского общества. Беларусь в этом смысле не Украина, в Беларуси нет антироссийских настроений. Ну, может быть, на полном политическом спектре есть какие-то особенные русофилы, где-то в крае какие-то очень особенные русофобы, но подавляющее большинство белорусского общества очень лояльно относится к России и живет в ощущении, что можно быть Европой, сохраняя с Россией прекрасные отношения. Да, вот если... Любая такая открытая поддержка Лукашенко, она, конечно, очень серьезна акции России в Беларуси обесценит, да, и в этом смысле... И, кстати, мы говорили здесь об этом, что мне кажется, что Кремль просто оказался совсем застегнут врасплох этой ситуации. Он был не готов к такой волне народного недовольства. Вся лукашенковская верхушка была застегнута врасплох, но это специфика, наверное, какая-то падение тоталитарных диктатур или там авторитарный режим, который стремительно деградировал до диктатуры, военной диктатуры на наших глазах. Потому что подавляя любые протесты, подавляя любое инакомыслие, авторитарный режим сам не понимает объем этого инакомыслия. И когда он прорывается наружу и демонстрирует себя, все как бы вынуждены, наверное, все сказать, что игра закончилась, но не могут в это сами поверить. И происходит вот такой... Страна не принимает людей совсем. Как же так? Я 26 лет правил и все слушались. Ну, то есть... Если есть видео свежее из Минска, ребята, вы говорите мне в ухо, но на самом деле мы понимаем, что ситуация там сейчас такая, что люди рассредоточены по разным улицам, где-то их пытаются зачищать, где-то ОМОН пытается наступать, но в целом людей так много, и они по всему городу, что реально вот как-то полностью зачистить Минск сейчас реально невозможно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Покажите то, что там происходит. Действительно, они пытаются какие-то действия совершать, они пытаются проводить какие-то привычные, понятные им зачистки, но люди рассредоточены. Меня очень смущает количество скорой помощи здесь, и это ужасно. Меня это приводит в ступор. Ты думаешь, это значит, что они отдали жесткий приказ? Ну, мы видим абсолютно непропорциональное насилие. Конечно, мы видим. Смотрите, они обороняют Стеллу. Парк! Там ничего нет, там ничего не может произойти. Они просто пытаются сообщить обществу. Не пытайтесь нам противостоять. Главный вопрос сейчас. Выйдут ли белорусы завтра? Во всех ли городах? Сколько их будет? Судя по тому, что мы видим, я думаю, что выйдут. Я думаю, что выйдут. Потому что наряду с вот этими трагическими новостями, которые, я думаю, многие ждали их услышать, но он же не зря всем угрожал и пугал. Есть очень много воодушевляющих новостей. То есть, это все было не зря. Есть результаты. Мы увидели реальные результаты выборов на тех участках, где голоса считали, условно говоря, более-менее честно. Мы увидели, что выходит по всей стране, даже в небольших городах и населенных пунктах, много людей. Да, и небольшие города. Еще одна версия, почему там, может быть, немножко более мирно все происходит, чем в Минске. Там просто больше как-то плотность соприкосновений людей. Кто-то знает маму того ОМОНовца, или капитана, или майора, и так далее. И в небольших городах... Ну, я просто перейду пример Светлогорск. Есть такие города, точки сопротивления в Беларуси, более, может быть, знаковые немножко. И Светлогорск отметился за последние недели тем, что там сначала сожгли машину судье, который выносил политически мотивированные приговоры против активистов, а потом и главе избиркома сожгли машину. Вероятно, он тоже очень плохо считал и просто нагло лгал людям в глаза. Товарищи силовики, не забывайте, что Беларусь – это партизанский край. Не хотелось бы, чтобы это воспринято было как угроза. Просто хочется мира и согласия, и нормального перехода власти. Потому что подавляющее большинство людей в этой стране еще, которые сейчас стоят со щитами на наших кранах, им еще жить в этой стране. Путин всех не примет. Да, вот сообщают, Беларусь головного мозга, пишет канал, сообщают, что в Пинске протестующие разбирают плитку на улице. Там ситуация явно не под контролем силовиков. То есть, вот еще раз, города поменьше, всех увезли, всех согнали в столицу, но там тылы потеряли просто напрочь. Очень драматическое, конечно. То, что мы видим, это очевидно начало такого длительного противостояния, Дмитрий. Я думаю, что выйдут и завтра, выйдут и послезавтра. Если посмотреть на тот же наш Хабаровск, ну, кто ожидал, что Хабаровск сегодня 30 дней исполнилось, как Хабаровск выходит? Никто не был готов такое сказать. К счастью, можно все что угодно говорить про российские власти, но вот такого безумия силового против мирных людей все-таки в Хабаровске мы не видим. Надеюсь, что и не увидим. В Хабаровске не видим. Там, конечно, вот эти нападения подлые на отдельных, на блогеров. Два слова стоит сказать. Вот это как раз, Дмитрий, это вот то, что мы говорим про белорусские небольшие города. Хабаровск большой город, но он далеко от вот этой вот столичной, номенклатурной культуры. Там как бы не так большой, не такой... Вот в Москве, понимаете, чем проблема? Это бюрократический центр. Здесь все очень зависит от большого начальства. Здесь многие бегают и молятся на это большое начальство. А на Дальнем Востоке это большое начальство далеко, и там гораздо свободнее атмосфера, гораздо свободнее. И там люди, у них есть какое-то чувство общности, да, что они патриоты своего края, живут вместе и так далее. И там, конечно, вот эти вот выстраивать отношения, значит, я тут начальник, а ты мой раб, там нет, там и не было рабства никогда, да, вот. Поэтому, конечно, Дальний Восток от Москвы в этом плане сильно отличается, но в Москве они как раз жестят. Резиновых пуль еще не было, но, к сожалению, я думаю, что если Путину реально тряханет, и вот он попадет под такую потерю легитимности, он готовится ко всему... Они же постоянно, они закупают всякую технику, черт и ток, что там, как себя они тренируют. У нас тоже же эти показательные тренировки, разгоны были по телеку, и все. Нет, но если все-таки белорусское общество сумеет как-то растворить эту агрессию, найти какие-то нелобовые способы, нелобовое столкновение с обществом, и все-таки изгнать людей, которые пытаются осуществлять насилие над обществом и страны, я надеюсь, что и в России до резиновых пуль никогда не дойдет. Ну, будет понятно, что это не работает. И, кстати, очень важно будет в этом плане вот текущее развитие событий в Беларуси, потому что это для Путина во многом будет уроком, что он, конечно, может ощериться всеми этими силовиками, но когда народ против тебя, ты много с этим сделать не можешь, и ты только временно можешь удерживаться какое-то время у власти. Ну да, вот в этот кружок, конечно, Путин-Лукашенко входит, конечно, много среднеазиатских лидеров, и я бы не хотел никого обидеть, там, уверен, много прекрасных, достойных людей, но все-таки культура европейская, вот не, как бы, на одном насилии не выжить. Ну, то есть это то, почему, понимаешь, почему Лукашенко при любом раскладе не сможет усидеть пару лет, невозможно сидеть на одном насилии, а любви уже никогда не будет. И, ну, может быть, в Туркменистане, может, получается, но в Европе, в России, в Беларуси только на штыках усидеть долго будет нельзя. Абсолютно, да, абсолютно. Беларусь – это европейская нация, и, конечно, ну, они терпели слишком долго, но, по-моему, это терпение уже вышло. Друзья мои, говорите мне, если у нас есть какие-то новые, свежие видео. Да, вот выступила Мария Колесникова в эфире, я зачитала обращение Светланы Тихановской к белорусскому народу и к силовым структурам. Чуть попозже мы его дадим. И вы мне обещали еще подборку вот самых разных ракурсов этих массовых, массового выхода людей на улицы Минска. Тоже было бы интересно вот так обзорно посмотреть, как это выглядит. Так что давайте, как только, ну, много всяких новостей там, ОМОН туда привезли, ОМОН сюда привезли, но, по-моему, этим делом уже реально никого не удивить. И в целом, еще раз, очень воодушевляет все-таки то, что у многих людей, не то, что нет страха, наверняка он всегда есть, да, но у них есть решимость. У них есть решимость бороться за свое будущее против вот этой вот зверской силовой машины. Это то, что мы слышали вот от тех, кого включали с улиц, Лебедька, Низовцева там и так далее. Это, конечно, очень круто. Нет, ну и вот эти молодые ребята, которые пострадали, слушайте, завтра будут их матери, родственники, бабушки, дедушки на улицах. Это невозможно будет остановить. Обращение Марии Колесниковой от Объединенного штаба. Давайте посмотрим. Значит, я читаю обращение Светланы Тихановской, которую мы недавно попытались передать в Су-Будбай, но, видимо, его не смогли опубликовать. Я читаю дословно, что там написано. Я Светлана Тихановская. У нас нет интернета, всю информацию мы получаем из поступающих смс-сообщений. Это очень тревожная и обрывочная информация. Я прошу всех, кто сейчас принимает решение, и, прежде всего, командиров спецподразделений. Не надо применять силу против мирных граждан. В случае провокации, пожалуйста, применяйте только соразмерные и самые необходимые меры. Сейчас любое силовое противостояние это бессмысленно. Страна изменилась. Мы не должны отвечать насилием на мирный протест. Мы должны беречь себя, беречь всех белорусов. Я всегда подчеркивала, что мы действуем только в рамках закона и исключительно мирно. Еще раз прошу милицию и войска. Помните, что вы часть народа. Еще раз прошу избирателей. Никаких провокаций. Не давайте повода к применению к вам насилия. Предотвращайте, пожалуйста, провокации. Я знаю, что сегодня утром белорусы проснутся в новой стране, и я надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры. Я знаю, вы можете и должны это сделать. Это было послание Светланы Тихановской, вот буквально, которое мы сейчас передаем властям Белоруссии и белорусскому народу. Остановить насилие. Совершенно верно. Насилие идет от власти. Есть конкретный адресат, который должен прекратить все это немедленно. Да, извините, я еще раз напомню для российских, прежде всего, зрителей, которые могут быть не полностью погружены в повестку. Мы не знаем, какой будет нарратив завтра государственных медиа, все эти Соловьева и так далее. До этого дня нарратив был, что Лукашенко сукинсы. Он что-то там делает подлинненькое, но это наш сукин сын. А все остальные там в Белоруссии это какие-то западные марионетки. Это был такой государственный нарратив. Вам будут, наверное, рассказывать снова про Майдан, про печеньки, какой-то в Газдеп найдут. Что-то проплачено. Да, 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 вы... Все это сражесимировано. Да, вы, пожалуйста, я просто приведу очень простые факты. Десятки митингов, санкционированных, несанкционированных, сотни тысяч участников, ноль разбитых витрин, ноль сожженных машин, ноль каких-то значимых инцидентов. По сути, это просто агрессивное силовое подавление общества, которое не принимает результаты очевидно с фальсифицированных выборов. Нагло, прямо. И я думаю, что подтверждение этих фальсификаций мы будем видеть не только в протоколах с отдельных участков, где часть избиркомов, действительно, УИКов, решили посчитать честно, мы увидим работу платформ Зубр и Голос. То есть, когда они возьмут, условно, УИК-38 по городу Минск, вы нарисовали 85 на 7, Лукашенко-Тихановская, а у нас 70% людей, которые проголосовали реально зарегистрированы через платформу, вот их бюллетени с подписями, и на самом деле наоборот, 85 на 7 в другую сторону. И масштаб фальсификаций, уже невозможно сказать, лжи просто, и откровенные рисовки мы уже видим, но нам предстоит новое свидетельство об этом узнавать завтра и послезавтра. Сообщение от читателей. Белоозерск, Брестская область, население 10 тысяч человек. Мы вышли, приезжал ОМОН, сгоняли соседних, но они опустили щиты, и мы победили, посчитали честно. Независимый наблюдатель сказал, что пять раз пересчитывали. Вся страна выходить, и мы почти победили. Вот еще один из небольших городов. Какие тактики общества работают? Настаивать на... Ну, невозможно ничего сказать Лукашенко, он ничего не услышит. Вакульчик и так далее тоже ничего уже не услышит. Караев, видно, что это... Ну, каратели теперь. Это неменяемые люди, которым придется пробовать запрыгнуть тот же самолет, которым будет улетать Лукашенко. Нужно общаться, вероятно, с... Ну, региональные руководители, наверное, тоже, да, но, единственное, они и силовиков не контролируют. Средний уровень силовиков, наверное, вот это точка приложения усилий, которая должна быть для общества. Давайте сделаем ролик. Покажите ролик-подборку, где видно, как много людей на улицах Беларуси сегодня вышло. Ура, ты! 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 Результаты! 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 Опускай щиты, опускай щиты, опускай щиты от народа, милиция от народа, милиция от народа. Уходи! 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 Белорусы просто невероятные, у меня нет слов, насколько мы восхищены всем этим делом. Несмотря на все эти запугивания, прессинки и так далее. Посмотрите, сколько людей и насколько они полны решимости отстаивать свою свободу. Да, и я все-таки очень надеюсь. Мы видим, что уже, окей, Стелла ощерилась гранатами, водометами, чем угодно. Давайте пойдем в другие районы города. То есть, давайте действительно избегать слабого столкновения, потому что власть рухнет не в битве. Слабовой один один. Да, тысяч человек друг с другом. Тем более, что вооружена только одна сторона. Либо другой придется вооружаться, но не хотелось бы, чтобы такого развития событий. Власть рухнет просто от своей собственной бессмысленности и того, что все больше людей, вот как эти самые члены исполкомов, избиркомов, начнут понимать, что король голый. И нужно срочно просто не жить в этой стране. И как бы социальное давление на всех людей, кто еще подчиняется незаконным приказам. Да, ну вот у нас нам говорят, что у нас стрим прерывался, да, и мы его разбили на несколько частей. Нам говорят, что мы на втором месте в трендах российского ютуба с первой частью, с началом стрима. 56 тысяч нас сейчас смотрят. Это очень круто. Огромное всем спасибо. Еще раз напомню, подписывайтесь обязательно на Навальный лайв. И вот мне, и спонсируйте канал, там есть все ссылки на это в описании. И вот вы видите, что мы делаем для вас качественную журналистскую работу. Это, я рискну сказать, лучший стрим за сегодня о событиях в Белоруссии. Но у нас есть еще видео из Минска. Байкеры присоединились к поддержке протестующих. Это не какие-то там вот эти вот лица, как говорят, с пониженной социальной ответственностью, которые в России катаются на мотоциклах с Путиным. А настоящие нормальные байкеры здорового человека. Давайте посмотрим, как они поддерживают протестующих в Минске. Ну, что можно сказать? Еще раз, конечно, тут видно просто самых разных срезов белорусского общества. То есть, просто здесь нет, невозможно выделить какие-то политтехнологии, там, какую-то социальную группу. Это, короче, вообще все, да? Просто все. Да, мы еще увидим работы пенсионеров. Да, пенсионеры тоже что-то придумают, как принести пользу этому противостоянию общества с окидевшим диктатором. Вот было много видео, где ходили по улицам и спрашивали, кого вы поддерживаете на выборах. И там были какие-то отдельные люди, мало людей за Лукашенко. Нет, конечно, но телевидение же. Но очень много людей старшего возраста против. Причем агрессивно против. Говорят о Лукашенко прям все, что они думают. Нет, я давно был готов осуждать, что нет социальных групп, где есть явно доминирование. Офицеры, несмотря на всю пропаганду в армии, многие все уже поняли. Там не все дураки. Пенсионеры. У пенсионеров есть дети, у многих пенсионеров есть интернет. У Беларуси прекрасное покрытие интернетом, более 80%, в том числе пожилое поколение. И так далее, и так далее. Бюджетники, госслужащие тоже все прекрасно понимают. И даже, как мы видели, вот эти флешмобы, даже среди силовиков. Флешмоб ямы 97%. Даже среди силовиков много людей, кто присоединялся к 97%. И, похоже, подходит время, когда нужно присоединяться в реальной жизни. Или, по крайней мере, не быть передовиком в исполнении вот этих приказов. Да, мне пишут, что есть фото, как человеку разорвало стопы от гранаты, которые бросали силовики. Но показывать это точно не надо, пишут мне ребята из режиссерских. Даже просто слов нет. Просто слов нет. Абсолютно ничем не спровоцированное жестокое насилие. Давайте, если можем, показать видео про то, как забрасывают людей светошумовыми. Давайте. Старайтесь сюда поймать, правильно? Сюда нельзя, блин. Сюда нельзя, блин. Это производит такое впечатление просто беспорядочное. Они уже отбрасываются ими просто, да, по массе, да, чтобы уже людей просто распугать. А тебе что-то пишут, да, люди, которые ужасно участвуют. Действительно, что кто-то находит интернет, пытались договориться в Минске, что давайте мы на первых этажах домов или откроем Wi-Fi, или сделаем его с простым паролем, чтобы можно было присоединяться. Потому что все понимали, что не будет, по крайней мере, мобильной связи. Несмотря на звук светошумовых гранат и на какие-то реальные травмы, которые видят мой приятель, он говорит, что мораль не упала и люди не напуганы. Люди, ну, то есть, люди, там действительно выросло непуганное поколение, которое впервые столкнулось с такой ожесточенностью и с такой несправедливостью, но почему-то не разбежались по домам. Вот смотри, я слышал эту фразу «непуганное поколение», но вот я тоже, тут я хотел бы терминологически поспорить, мне она не совсем нравится, потому что, на мой взгляд, вот та декларация, с которой выступал Лукашенко все эти месяцы, что «я вас задавлю», она, ну, ее, блин, трудно было не понять. Это, конечно, это эмоциональный террор, да, то есть, он применялся на протяжении всего, всех месяцев. Я так понимаю, что те люди, которые сейчас выходят, они понимают, на что они выходят, да, как это было, как это было в конце 80-х, мы понимали, что это за машина, да, мы прекрасны, у нас не было никаких иллюзий по поводу советской власти. Да, пожалуйста, прошусь. И мы не то, что были непуганные, мы не то, что, вот, ребята, я как бы не хочу сказать, да, вот, как говорят, как вы не боитесь, я не могу сказать слово «не боимся», но я могу вам напомнить, вот, знаете, мы с Борисом Немцовым много раз эту тему обсуждали, да, и всегда вопрос вставал, а мы что, вот, просто испугаемся, уйдем и прекратим делать все то, что мы делаем, потому что они нас хотят напугать? Нет, может, мы и боимся, но мы не хотим об этом говорить, но мы точно не прекратим все это делать. А давайте я даже предположу, а что произойдет, если испугаться и перестать оказывать какое-то гражданское неповиновение? К сожалению, в этой развилке Беларусь ждет очень плохое развитие событий. Мы знаем, что будет 37-й год, то есть, Лукашенко, по-моему, Павел Усов это упоминал у нас на эфире, да, это были очень точные слова, я полностью с этой частью выступления Павла согласен, что он начнет искать нелояльность, припоминать всем свои старые обиды, что он сделал с артистами, я не очень знаю, но артисты могут там выступать на свадьбах и так далее, но посадят парочку артистов, посадят, просто посадят, найдет за что. Он пойдет громить бизнес, вот как банком, да, Бабарико из банкиров, так, банкиры нелояльны, пойдем грабить банки, да, потом там айтишники. Составим расстрельный список, разрешите увеличить квоту на банковский элемент, да, там, разрешаем. Да, айтишники вдруг оказались, построили большое количество инструментов контроля, подсчетов, сообщения о преступлениях и так далее, и так далее. Окей, отдельные люди пойдут разбираться с айтишниками, и я думаю, что много будет бизнеса миграции из Беларуси в этом случае. А это что значит? Недополученные налоги, снижение доходов бюджета, еще больше убытки, ниже пенсии. Ну, то есть, в любом случае, стране... Кроме всего этого прочего, будет абсолютно естественное экономическое дальнейшее проседание и ухудшение ситуации, потому что расти не из чего. Он дотягивал, дотягивал... Экономическое активное настроение, предпочтет уезжать из страны. Да, 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 то есть, прям, будет вот, как бы, если Лукашенко удержится у власти, будет все прям плохо. И мне кажется, что люди, вот они как раз понимают вот это. То есть, это борьба, в том числе, и за выживание. Ну, да, да, да. За милитарное выживание нации. Я бы еще такой дал прогноз, если при абсолютно мирных митингах в тюрьме, оказалось, было схвачено вот за все эти два с половиной месяца кампании выборной, не знаю, можем ли мы называть это выборами, если за все это время было схвачено полторы тысячи, около полутора тысяч человек, из них по уголовным делам уже под сотню, то какой объем людей, которых посадят в тюрьму, точно так же ни за что, просто ни за что, к ним придут и что-нибудь придумывают, оскорбление в интернете. И будут все тюрьмы забиты. Да, ну вот, мне говорят, есть видео про столкновение с ОМОНом, который уже даже на окраинах Минска, Уручье, улица Гентовта. Да, это самый край, это хинки, по-моему, в московской семеноводии. Да, 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 давайте покажем, давайте покажем. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь, судя по всему, люди не убегают от ОМОНа, остановятся в сцепку и пытаются не дать выхватить отдельных людей, которые... Где Лукашенко? Интересный вопрос. Ну, у него 18 резиденций в Беларуси, ему есть где прятаться. Я бы сделал ставку на то, что он в так называемых Дроздах. В Беларуси это культовое место, когда, там, я не знаю... Ну, Дрозды это как Барвиха или что там самое такое в России, это обозначение, где живет все вот его, все ближайшее окружение. В Дроздах надстроили еще метр колючей проволоки над забором, как-то понимая, что, наверное, все-таки это вся всенародная любовь, может быть, и не такая уж и всенародная, или люди... Как и Януковичек был, Межигорье, да? Да, 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 но Дрозды, там все его люди живут, там живет не только Лукашенко, там и Ермошина, и полков, и генерала его, и так далее. И, кстати говоря, вот были сообщения еще до похода сегодняшнего дня, рано утром, что вот эти ВДВшники, десантники, спецназовцы, которые были перевезены в Минск, они как раз направились туда. То есть, самых каких-то таких головорезов он оставил на свою личную охрану, судя по всему. Да, 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 понятно. Это войска. Ну, то есть, ты думаешь, как, он будет пережидать и выйдет только, когда уже подавят, задавят, дадут 80% уже, типа, победителям на белом коне, так что ли? Трудно сказать. Сложно сказать, да. Ну, смотрите, что еще можно... Какой будет жизнь... Допустим, все он подавился, все мы расправился, тюрьмы забил, тюрем не хватило, быстренько построили еще пяток, всех рассовал. Но, как он перемещается по Минску в последние... Вот эти классоны и автомобили, они отнюдь его не приветствуют. Он, когда куда-либо приезжает, там военные части и так далее, там достают затворы из всего оружия. Когда он был в Витебске на открытии Славянского базара, в этот день не инкассировали город и магазины в городе, деньги остались в кассах, потому что табельное оружие инкассаторам не выдали. Ничего себе. То есть, у него уже такой чудовищный уровень паранойи и такое презрение, которым его обливает народ. Тут неужели он думать, что это закончится? А вот эти забибикивания, то есть, это реально, когда он едет по городу? Да, всегда, всегда крайне... Люди узнают его кортеж, он известен. И что бы там ни делали, гаишники штрафуют за использование клаксона. Ну, окей, удовольствие высказать что-то своему президенту хоть таким способом. Можно заплатить, да? Стоить этих 50 долларов или 30 штрафа, да. Да, ну вот не знаем мы, где Лукашенко. Но еще раз, я бы предположил, что он будет выжидать. Он вряд ли выйдет и что-то скажет, когда вот такая неопределенная ситуация. Есть огромный поток для него реально плохих новостей. Скорее всего, он будет попытаться выждать, чтобы уже выйти победителем. Но выйдет ли он победителем из сегодняшнего, завтрашнего дня? Это уже такой совсем открытый вопрос. Нет, ну, совершенно... Я говорил это раньше, говорил это пару месяцев назад, когда увидел новое белорусское общество, которое просто иначе стало реагировать на насилие. Насилие в Беларуси применяется уже несколько месяцев. Мы напомним, что посажены несколько популярных кандидатов в президенты, и общество реагировало на все это насилие принципиально иначе, чем прежде. Не апатией, а консолидацией, солидарностью и еще большим давлением. И я не думаю, что это давление куда-то исчезнет. Общество никуда не исчезнет. И какое бы жестоким ни было подавление, общество будет перегруппироваться и находить какие-то новые формы. А это значит, что полгода, год, я два уже не могу себе представить никак, ни при каком сценарии. И, ну, наверное, даже до самых таких твердолобых солдафонских силовиков, наверное, уже дойдет. Да, так было всегда, что Лукашенко был. Некоторые прожили всю жизнь при Лукашенко, некоторые не видели другого и не знают, что бывает по-другому. И было всегда, что подавление работало. Но это закончилось. Вот пишут, нефт Лаев пишет, что в районе Белой Вежи люди схлестнулись с ОМОНом. ОМОН на земле люди вооружились щитами, палками и шлемами. Отобрали, по сути дела, в Кобране. ОМОН опустил щиты, люди их обнимают и скандируют. Молодцы. Я так понимаю, что какое-то видео... Да, товарищи силовики, пожалуйста, чего вы хотите? Лежать на земле, чтобы вас отбирали ваше спецоборудование или обниматься с людьми? Люди готовы вас обнять? Да, ну, вот такие достаточно жесткие кадры противостояния с ОМОНом в Минске. Это менты отдыхают. Да, вот. И, собственно говоря, покажите кадры, фоточки, которые вы сейчас прислали, про столкновения. Ну, в том числе, такие достаточно графические. Там есть пострадавшие. Но, тем не менее, вот это реалии Минска и других крупных белорусских городов на данный момент. Ну, что, идет такая позиционная битва по всей стране. Да, мы видим, что есть люди, которые готовы к самопожертвованию. Есть люди, в Беларуси они нашлись в очень большом количестве, которые готовы к самоорганизации, консолидации. И, наверное, социальную динамику сложно предсказывать, и куда вот этот поток эмоций направится на то, чтобы, я не знаю, вычислять основных преступников и попробовать на них силовыми методами взаимодействовать или нет. Офицеры милиции живут в Минске точно так же. И уже много примеров деанонимизации этих людей. Или, если, не знаю, если завтра все будут записывать обращение к Лукашенко, я хочу все-таки сказать, давайте не к Лукашенко. Он ничего не поймет, ничего не услышит, он никогда ничего не слышал. К силовикам, конкретным людям. Я не знаю, мне кажется, что даже чиновники какие-то уже должны понять, что будет новая страна, и можно перепрыгнуть из... Ну, Цепкало, он же тоже работал, Валерий Цепкало, он тоже работал в системе довольно долго. Можно перепрыгнуть и стать героем страны. В какой-то момент из изгоя в героя превратиться. И вот сейчас тот самый момент, когда это необходимо делать. Есть видео, где Кобрин и люди обнимаются с ОМОНом? Если есть, давайте покажем. Круто! Ну и ОМОНовцы молодцы, они приняли принципиальное решение не запятнать свои руки ни в чем. И, ну, действительно, правильно кричат молодцы. И берите с них пример, уважаемые белорусские силовики, берите с них пример. Не нападайте на собственный народ. Вам действительно, в будущем, вам все это отзовется не очень хорошим образом. И я на всякий случай напомню, что общество белорусское за последние годы, и особенно этим летом, придумало инструменты людей, которых власть наказывает. Это сбор средств мгновенный людям, которые вот эти звукачи, которые вырубили перемен, да, их посадили, но они выйдут, им оплатят и штрафы, и все такое, и их будущую работу. Лучший HR Минска сказал, я устрою этих ребят на их работу мечты. Вот сейчас они выйдут из тюрьмы, и я узнаю. Конечно, их уволят. И я им найду работу. И общество демонстрирует огромное количество примеров вот такой помощи людям, которые на их стороне. И милиции найдут новую работу, если кто-то откажется, если кого-то уволят за то, что он не бьет других людей. Давайте покажем еще видео, вот как жестят силовики на улицах Минска. Включаем. Тихо, тихо! Тихо, тихо! Тихо, тихо! Видели, собственно говоря, это жесть на улицах Минска. Штаб Светланы Тихановской баррикадируется, там заперли все окна и двери, опасаются задержания и, возможно, штурма. Это абсолютно возможно. Я на всякий случай напомню, что господин Римашевский, которого мы вводили сегодня в эфир, он один из девяти кандидатов президента Беларуси, на кого было заведено уголовное дело. То есть, в принципе, кандидат президента Беларуси это криминализованная такая профессия. Идешь, президенты, будешь готов сесть. Это первый вопрос вообще, который задают ему на пресс-конференциях. А вы готовы сесть? И вот Бабарик немножко удивлялся, а почему я должен сесть? Ну вот, сидит уже полтора месяца. И, конечно, это в том числе то, почему беларусы выходят, а не хотят, чтобы так не было. Увидел сообщение, что уже пять разных районов Минска, уже тысячи человек. То есть, видно, что протест рассредоточился уже по всему городу. И это то, к чему они не готовы. Да, и это правильная конфигурация, потому что, мне кажется, это будет уменьшать соприкосновение выстроенных линий ОМОНовцев, других спецотрядов с большими толпами людей. Пускай они сойдут с ума от того, что что-то происходит, что они не способны контролировать. Силовики беларуские помешаны на контроле. Для них десять людей, которые хлопают на улицах, представляют такую проблему, что они сгоняют автозаки, отряды, подъем в атаку. Они точно, Лукашенко точно столкнулся с некоторыми вещами, которыми он оказался просто не готов. И, в частности, одна из этих вещей, то, что протест рассредоточен, вторая, то, что он идет по всей стране. И в том, что он не завязан на лидеров. Я еще раз должен подтвердить, что... Вот эти аресты лидеров, они вообще ничего не дают. Только больше людей уходит. Всех вот их пересажая, и это ничего не изменит. Вот новые лидеры, да. Это, конечно, фантастика. И это вот как раз говорит о том, что когда вся эта ситуация в национальном масштабе возревает, это гораздо круче, чем если какой-то вождь пойдет вас там на площадь звать. Вождя сразу посадят, конечно, и все его команду. И все, и все, и все, мы видели, как это у нас в России происходит, да, и в Белоруссии это много раз происходило. Но вот когда нация реально меняет свое отношение, и там, еще раз, я согласен, просыпается, может быть, не совсем правильное слово, но просто начинает вести себя кардинально по-другому, да, то тут ничего не сделаешь. Я говорю, что это соотношение риска и вознаграждения. Раньше быть в оппозиции в Беларуси, или точнее требовать вообще соблюдения гражданских прав, имело очень высокий риск и очень низкое вознаграждение. Ты не добьешься никаких прав, но с тобой расправятся. Тебя уволят с работы, тебя посадят, и так далее, и так далее. А сейчас люди поняли, что вознаграждение есть, что мы его прогоним. И они его прогонят. Франок Вечерко у нас снова на связи. Здравствуйте, Франок, еще раз добрый вечер, ночи. Мы уже немножко потеряли счет времени. Расскажите нам, пожалуйста, что происходит. Ну, протесты понемногу спадают. В Минске разделили толпу примерно на 6 или 8 частей, насколько я понимаю. Некоторая часть, которая подходила со стороны Тимирязева, со стороны спальных районов, как бы на запад от Стеллы, она уже разошлась. Там была меньшая группа. Большая группа была на Немиге и на Стелле, ближе к реке. И тех брутально разгоняли. Помните, когда вот эти кадры, что подъезжают водометы, огромная такая шеренга ОМОНовцев подходит. Это все было вот со стороны речки. Много раненых, десятки, возможно, больше. Некоторым разорвало пятку, некоторым попала пуля в висок. Они явно использовали резиновые пули. Было заявление пресс-секретаря Минской милиции. Она сказала, что никто не использовал ни пуль, ни водометов, ни шумовых гранат. Что-то все неправда. И, возможно, завтра они обвинят самих активистов, самих людей, которые вышли на улицы. Интересно, что вообще сегодня, в отличие даже от предыдущих протестов, не было у протестующих никакого оружия, никаких палок. Если в 2010 году, после площади, можно было обвинить, что эти протестующие взяли арматуру, даже на кадрах было видно, что подбросили какие-то железяки потом. Сейчас государственной пропаганде будет очень трудно объяснять, зачем они расстреливали здесь и подрывали этих мирных парней и девушек. В регионах вообще непонятно, что происходит, но, похоже, тоже всех рассекли, поделили, и акции понемногу заканчиваются. Но, что важно, Анна Красулина, пресс-секретарь Тихановской, объявила победу Тихановской, потому что на 20 участках, где считали честно, победила Тихановская с огромным отрывом от Лукашенко в 3, 4 и 5 раз. И если завтра результаты выборов будут такие, как Экзитпол, то Анна Красулина, пресс-секретарь Тихановской, всех призвала защищать свои голоса на улице. Я не знаю, как к этому относится Тихановская, но если это официальная позиция и план штаба, значит, завтра будет продолжение. Ну, а в чате, как я читаю, вот многих людей в Телеграме, которые возвращаются с протеста, я вам скажу, что у меня, наверное, больше такого разочарования и тревоги, чем у тех людей, которые только что убегали от ОМОНа и бросались под эти пули и гранаты. Все такие воодушевленные, довольные, побегали, показали, что кто здесь в городе хозяин, не ОМОНовцы, а люди. И у них, например, вот у этих людей, кого я вот вижу в чатах, повозвращали сейчас на свои онлайн-мессенджеры, у них есть энтузиазм. И это меня тоже радует. А вот скажите, пожалуйста, вот новость сейчас приходит о том, что штаб, объединенный штаб Тихановский, он баррикадируется и готовится к арестам, возможно, штурму. Вот что вы слышали о том, что происходит там? Ну, я думаю, что то же самое, что и вы слышали. Никакой там дополнительной информации. Сейчас все готовятся к штурму. Обычно после выборов следующие две ночи, это ночи зачистки. И эта зачистка, она всех касается. И журналистов, которые неправильно освещали, и штабистов, и активистов. Всех тех, кого они не могли посадить во время президентской кампании, они посадят сейчас. У них сейчас задача – это сбить волну. А когда ты хочешь сбить волну, тебе надо просто брутальненько пройтись по всем. По всем людям, которые могут что-то написать, высказаться, прокомментировать журналистам. Вот поэтому, конечно, да, я бы на месте Тихановской и Красулиной, и Марии Колесниковой, я, конечно, бы сейчас спрятался и не попадался в руки КГБ. Я бы сказал, НКВД КГБ. Боюсь, что они обречены на арест, честно говоря, потому что за все, за любые способы заткнуть народ и загнать под плинтус, конечно, Лукашенко будет хвататься. Дмитрий прав, да-да-да. Да-да, это вот Дмитрий Наводший у нас в студии. Скажите, ну вот, насколько это сработает? Потому что мы видим, что во многом люди уже вот, даже этими неделями и месяцами кампании, они уже подготовлены к тому, чтобы выходить протестовать, вне зависимости от того, есть какой-то конкретный лидер или нет. Вот насколько эта тактика точечных посадок всех активных, она вообще... Какие точечные? Больше тысячи человек, оказалось. По нашим меркам диктатур, Дим, это как бы не так много, да, вот миллион же они не посадят. Вот насколько это сработает в нынешней ситуации? Ну, смотрите, да, это уже не точечные посадки, это уже посадки массовые и без разбору, они не разбираются кого, и видно, что они будут держать этих людей, которых сегодня задержали в аресте, не три часа, а до того момента, пока не будет ликвидирована угроза. Они могут использовать для временных арестов непредназначенное для этого помещение, они могут в том числе использовать какие-нибудь там такие временные изоляторы или переоборудовать какой-нибудь детский садик на изолятор, если надо. Конечно, всех не пересажаешь, это чистая правда, но знаете, Лукашенко 26 лет готовился к тому, чтобы защищать себя. Вся эта вертикаль спецслужб, КГБ, контрразведок, она выстраивалась именно под защиту главнокомандующего. Поэтому они имеют, конечно же, тоже свои планы, они тоже имеют свое видение, они тоже пробуют прогнозировать следующее действие оппозиции, и как сегодняшний день показал, никто-то особенно и не перешел на сторону людей. Это значит, что вот эта предреволюционная ситуация, она еще, возможно, даже не наступила, потому что раскола ни элит, ни силового блока никто сегодня не заметил. Или, может быть, это я не заметил, он где-то произошел в регионах, и мы про это узнаем немножко позже, когда появится интернет. Да, важный момент, то есть, все-таки мы видели какие-то единичные примеры, где ОМОН опустил счеты, несколько десятков участков, где относительно честно посчитали голоса, но, конечно, полноценным расколом это считать нельзя. Франок, я вот что хотел спросить, вот мы здесь много обсуждали международную реакцию, и у нас были в эфире Петра Састревича и Андрес Кубилюс, которые говорили нам о возможных санкциях против Белоруссии. И насколько, вот допустим, я сейчас не хочу вдаваться в подробности, как там европейцы между собой договорятся, но, допустим, договорятся и санкции будут. Насколько это может возыметь эффект на Лукашенко сегодня? Насколько позиции Европы, допустим, они займут правильную последовательную позицию, насколько это будет иметь эффект? Ну, это всегда имеет эффект, но, значит, санкции в первую очередь сдерживающий эффект иметь. Если бы вот эта возможность санкции была бы артикулирована раньше, правильно сформулирована совместным заявлением и нормандской группы, и Брюсселя, и Еврокомиссии, и Вашингтона, то, возможно, не было бы этих репрессий. А поскольку всем было не до Беларуси, никто не обращал внимания, никто не ожидал вот этого разгона, то, возможно, санкции никто не предвидел. Сейчас, конечно, уже поздно. Сейчас, ну да, введете вы санкции, да, но уже поздно. Сейчас эти санкции, да, они, конечно, помогут, надавят на чиновников, да, они сделают неприятно Лукашенко, но, видите, санкции должны предшествовать возможным репрессиям, а не быть таким, возможность санкций, а не быть таким только вот постфактум, таким инструментом, который уже малоэффективен. Я думаю, что Лукашенко сейчас в эйфории. Ну, такая эйфория не в плане, что он там суперсчастный в своей победе, а он, ну, немножко нерационально, возможно, оценивает реальность. Он сейчас заточен вот чисто вот на это военное превосходство на улицах Минска, и ему мерещатся эти враги, которые стоят за толпой вот этих парней и девушек, которым стреляли в голову сегодня, и, возможно, сейчас ему не до санкций. Он сейчас играет в солдатиках, играет в войнушку. Вы представьте себя, вот поставьте его на место. Он создал белорусское государство, он так говорит. Он создал все эти структуры, он сформулировал эту вертикаль, он, возможно, выбирал им форму, возможно, давал там какие-то стратегические наказы. И сейчас он, наконец-то, смог вывести на улицу весь силовой блок, который выстрелил за 26 лет. Современный, с крутейшими машинами, джипами, вот этими, ну, этими, как это, воздушными помпоавтоматами. И это сегодня просто был парад военной техники имени Лукашенко. И, возможно, он сейчас просто не понимает вообще рационально, какими необратимыми последствиями это все обернется и для его лично, и для белорусского общества, и для страны. Я не говорю, что раскол в обществе есть, но точно есть раскол между Лукашенко и народом. Да, большое спасибо, Франок. Я думаю, что, наверное, это наше последнее было включение на сегодня, и так или иначе нам через какое-то время придется из эфира уходить. Но мы продолжаем следить за этими событиями. Я так понимаю, что вы тоже ждете, что завтра все так или иначе продолжится, правда? Ну, смотря по настроениям вот тех, кто вышел онлайн сейчас, то, конечно, люди настроены продолжать и настроены завтра выходить снова. Посмотрим, как это будет происходить. Я думаю, что, конечно, сегодня многих разозлили эти события, и многие выйдут не сколько праздновать победу, как было запланировано, а сколько именно ответку, короче, нанести, ответный удар. Да, да, отомстить. Спасибо большое, Франок. Удачи вам. Живе, Беларусь! Я надеюсь, что, может быть, будет сложно, но все будет хорошо. Спасибо, что были с нами, и мы, собственно, продолжаем. Ну, видите, я вижу такие элементы. Я знаю, вот это когда хочется сразу все, да, но вот, не знаю, мы здесь смотрим на это все и видим, что, в общем, есть тревожные новости, но есть много оснований все-таки для оптимизма. Ну, да, вот Франок представил, мне кажется, довольно логичное такое описание того, что в голове у Лукашенко и его актива, его основных погон, которые его окружают, происходит, то есть они действительно представляют эту гибридную войну, на нас кто-то нападает, и мы, наконец, дали отпор, вот все наши вот эти бравые солдаты, техника и так далее. То есть он реально ведет войну, гибридную войну с кем-то, кого он даже не может назвать. Это безумие, конечно. Да, он готовился к совсем другой войне, и он просто реально не понимает то, что происходит. Он просто не понимает, что это его народ, который хочет от него только одного, чтобы он ушел. 26 лет у власти, это песец, дорогие мои товарищи, это клиника и диагноз. Это вот экваториальная Гвинея, это значит, что пора просто все как можно быстрее выносить оттуда это чудо. Давайте в видео, что у нас есть, у нас в видео сцепки есть, давайте покажем его. Гродно, да? Гродно, да. Буквально в мае гулял по этим улицам, ездил по Гродинской области и заезжал туда, в центральную площадь, и видно, да, что это тоже новое изменение, которое произошло в белорусах. Потому что раньше, когда к ним подходил ОМОН, приходилось или убегать, или там покорно, так сказать, или непокорно тебя тащили в автозак. А сейчас мы его увидели в Минске, в несанкционированных митингах, которые минчане устроили в день, когда не зарегистрировали кандидатов. И мы видим, да, в Гродно, что люди пробуют вставать сцепки, и сцепки не так-то уж просто вытаскивать людей. Да, да, это правда. Знаем по нашему собственному опыту. А по оценке главного редактора «Нехта» на улицах Минска 200 тысяч протестующих. Ну, как бы мы не можем точно оценить, но что мы можем сказать, конечно, что огромное количество людей. Да, то есть трехпятитысячные группы людей в разных районах Минска, в том числе в спальных районах, люди выходят, каменная горка и так далее, грушевка. То есть, что люди показывают тем самым? Они, наверное, ну, просто не могут сидеть дома. И, наверное, одним вот этим насилием, абсолютно преступным, с моей точки зрения, насилием, и очень больно быть свидетелем преступления, которые творятся на твоих глазах, но люди пытаются сказать, что они не замолчат. Да, да, да. Это, конечно, в этом смысле не ударили в грязь лицом. Реально, мы здесь говорили еще до начала всех вот этих уличных событий, да, что очень-очень многое в дальнейшем будет зависеть от того, сколько людей выйдет. Людей вышло достаточно для того, чтобы поддержать вот этот градус борьбы и показать Лукашенко, что нет, ты не выиграл, дорогой, и мы тебе еще покажем. Да, интересно, насколько общество очень долго умудрялось находить такие ассиметричные ответы. Лукашенко, ты сажаешь кандидатов, мы будем поддерживать другого, ты сажаешь еще людей, мы встаем в цепи солидарности, ты гоняешь, мы находим другой формат. За велосипедистами теперь гоняются, за каким углом футбол отменяют в Беларуси. Давайте вспомним вот такой маразм. На футболе стали скандировать «Живее Беларусь», Лукашенко почему-то корежит от этого национального лозунга и отменили футбол в Минске. Но люди теперь будут на каждом матче это кричать. А как у него отношения с «Живее Беларусь»? Нет, слушайте, а в России есть странный миф, он часто фигурирует в изданиях, что Лукашенко якобы начал некоторую белорусизацию. Лукашенко, в общем-то, враг национального белорусского, поэтому он отменил символы, он не поддерживает язык, стало драматически меньше белорусскоязычных школ, исчезли белорусскоязычные вузы, он вернул советский гимн, он подавлял национально ориентированные инициативы и чуть-чуть меньше стал их подавлять после 2014 года. А в России это почему-то имеет такой вид, что он вдруг стал белорусизировать Беларусь. На самом деле нет. Беларусь белорусизируется сама. Ты понимаешь, у нас паранойя тоже, потому что все нас обижают. Мы самые обиженные зайчики в мире. Да, и я просто приведу такой пример, что Лукашенко использует белорусский язык исключительно в ситуациях о карикатуре имени оппонентов. Смотри, какая красота. Да, то есть когда он пытается пересказать их, он говорит белорусские фразы. Ну, в целом белорусским языком он не владеет, к сожалению. Ну, вот это мы видели, сколько сейчас людей на улицах Минска. Это, конечно, просто фантастика. Несмотря на то, что идет уже несколько часов вот этого очень жесткого силового противостояния, я так понимаю, что, к счастью, не подтверждается информация о погибшем. Да, я промониторил все сообщения. И, да, есть телеграм-каналы, которые ищут все-таки жесткое, окончательное подтверждение, был такой факт или нет. И они говорят, что они пока не находят подтверждение. Не установлено, да? Смертям очень надеемся, что они правы. Слава Богу, очень надеемся, что погибших не будет. Но, к огромному сожалению, мы не можем вас порадовать, потому что есть раненые достаточно серьезно. То есть, действительно, вот людям ступню разорвало или попало резиновая пуля. Да, и вот хотелось бы все-таки, как я продолжу мысль про асимметричный ответ, хотелось бы асимметричного ответа на государственный вандализм. Будь то забастовки или перекрытие улиц. Мне не кажется оптимальной, а давайте мы просто в два раза сильнее навалимся. Не надо на них наваливаться, лучше уходить, менять. Пусть они бегают, пусть они работают. И давайте, я не знаю, экономические санкции применять к этим захватчикам. Ну, в общем, теперь захватчикам страны, поскольку люди их больше не выбирают. Да, совершенно точно. То есть, видите, вот формируются в наших глазах какие-то совершенно новые стратегии сопротивления, которые... Вот очень важный момент. Уходят от лобовых столкновений. Потому что наш противник, диктатура, она готовится к лобовым столкновениям, она готова к ним лучше нас. И в лобовом столкновении она нас разобьет. Но мы можем выиграть другим способом. Да, Лукашенко анонсировал Майдан, и он его пытается устроить, как может давить людей автозаком, применять резиновые пули в дне всякой реальных причин для того, чтобы это делать. Знаешь, я хочу сказать, что я, честно, я морально был абсолютно готов ко всему, что сегодня происходит. Я был готов к тому, что приказ будет отдан. Я надеялся, что... Ну, это так тяжело, это так тяжело видеть. Это очень тяжело видеть, как абсолютно мирные люди подвергаются такому ничем не сдерживаемому варварскому насилию. Конечно, это просто-просто ад. И, ну, что сказать. А Лукашенко абсолютно не уникален в этом плане. Он просто стандартный обычный диктатор, для которого власть – это все, а люди – это ничего. И он откровенно... Вот еще раз, вот этот фантастический контраст во время избирательной кампании, когда он с избирателями-то не встречался. Он их запугивал. Он их все время шантажировал. Он все время им угрожал. И он показал себя на этой кампании как бы во всей красе. У него вот эта аура... Он даже не... Ну, он говорил какие-то ритуальные фразы, что мы островок стабильности, да? Да-да, картина... Но тут же на любимое переключалось. Я вас отделаю всех там, да? Так, что будете у меня ходить. Ну, исключительно для защиты островка стабильности. То есть, я... Все наше насилие будет направлено против врагов и тех, кто инспирирован внешними врагами, чтобы нашу стабильность нарушить. И его стабильность – это, ну, по сути, такое феодальное владение страной. Говорят, что в Беларуси нет олигархов. Ну, как, почему? Ну, Александр Григорьевич и его окружение ближайшее. Я еще раз хочу сказать. Я как бы, ребят, это не просто метафора для красивого словца. Это абсолютно идентичная система, которая есть вот в некоторых странах Африки. Там, в той же Уганде при Мусавинии или в той же Экатериальной Гвинеи при Басога. Это вот система, где диктатор владеет всей страной. Да, как он говорил. А вы и так мои. Помнишь, вот на каком-то этом, где его там на видео застали с каким-то оппозиционным пикетом? Он реально это все считает своей собственностью. И это, конечно, и раздражает. И некоторые защитники Лукашенко, вот Шевченко, российский такой журналист, яркий спикер. Он активный защитник Лукашенко. Он, может быть, даже не до конца понимает, что как любого... Он построил развитую социализацию. Да, по коммунистической линии его защищает. И он даже, наверное, не до конца понимает, что как любой пассионарный человек, даже такой защитник Лукашенко или сторонник в целом Лукашенко, он бы сидел в Голорусе в тюрьме. Любые пассионарии, любые люди, которые не по указке действуют, а как бы что-то пытаются говорить для себя. Шевченко, наверное, верит, действительно. Я не думаю, что он куплен. Он верит, что предприятия не приватизированы за то. И поэтому нет вот этой жесткой буржуазии, которая эксплуатирует народ. Страна приватизирована. Причем тут приватизация предприятий, это все... Да, это вот совершенно... Приватизация одному человеку. У этих сторонников развитого социализма, у них как-то полностью сбита оптика, да, они совершенно... У них вот там социализм, капитализм, они до сих пор живут в этой марксистско-ленинской дихотомии, да. Да, да. А то, что на самом деле люди, которые прикрываются вот этими всеми коммунистическими, социалистическими лозунгами, они просто захватывают государство ради эксплуатации, и там на самом деле есть огромная коррупция, он живет в роскоши, да, в то время как большая часть страны влачит такое достаточно... Он в роскоши, в ближайшее его окружение в роскоши, потому что Беларусь в этом не отличается от России, для того, чтобы вот эти генералы и какие-то основные ближайшие его люди охотно и так и преданно ему служили, им нужно, конечно, какие-то очень крупные кости бросать, и отдавать какие-то регионы, предприятия на кормление, что тоже, по сути, происходит. Да, друзья, давайте вот, что у нас есть из новых видео, говорите мне, пожалуйста, потому что нам надо показывать людям некий новый стрим, и если поток будет иссякать, то, наверное, мы будем так или иначе двигаться к завершению нашего эфира. Да, ну, милиция с народом, обнимашки с милицией, это вот из позитивной части того фида новостей, который нам идет. Давайте посмотрим. Мы, 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 мы. У, какая шикарная штукенция, тут прислали протокольчик. Участок номер 70 Фрунзенского района Минска, Тихановское, 1989 голосов, наш 1989-ый, берлинская стена и все такое. Лукашенко 255, уделал его. Разгром абсолютно, да, то есть вероятно, те районы Минска, те уики, где посчитали, демонстрируют полнейший перевес. Да, 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 и вот Франк Вечерко передает привет, и, кстати говоря, подписывайтесь, пожалуйста, на самом деле, на канал Беларусь Головного Мозга, потому что они нам пересылают информацию важную сейчас оттуда, которые, вот, если вы хотите, мы будем нашу трансляцию завершать, но если вы хотите реально продолжать получать информацию о самых таких вот свежих новостях, что там прямо на земле происходит, Беларусь Головного Мозга дает один из самых таких важных фидов и много важных фактов, которые... Беларусь Головного Мозга, Нехта и Моя Краина Беларусь. Обязательно, да, вот три сегодня, три канала, которые реально дают нам наибольшую часть важной информации, которая там на земле происходит, и вот, собственно, Беларусь Головного Мозга нам переслали, там дает сейчас вот такие, наверное, самые такие свежие актуальные факты о том, что происходит, подписываться на них всех, да, телеграм-каналы стали феноменом всей этой ситуации. Да, я просто приведу цифры, сегодня на канал Нехта уже подписалось, по-моему, более 450 тысяч человек, то есть это... Тот за день, да? Нет, в сумме сегодня добавилось около 100 тысяч человек, то есть это как 6-7 миллионов в России, то есть это огромные-огромные масштабы, то есть я думаю, что теперь это, возможно, самый популярный русскоязычный канал, то есть не Беларуси, а вообще, включая Россию, и в Беларуси эти каналы не анонимные, известные люди, которые за ними стоят, часть людей, создатели канала Беларусь Головного Мозга посажены в СИЗО КГБ, он, к сожалению, не успел уехать из Беларуси, часть людей успела уехать, и вообще сообщество, блогерскому сообществу, беларускому есть что терять, уже не менее 8 блогеров проходят по уголовным делам, эти люди, если Лукашенко останется, сядут на много лет, и, конечно, вся страна их будет, все блогерское сообщество будет пытаться их отбивать. Ну, как и всю страну освобождать от уже, очевидно, нелегитимного президента Лукашенко. Готово видео, ребят? Давайте, мы ждем там новых видео, ситуаций, но мы, наверное, будем, в принципе, двигаться уже к завершению нашего стрима, давай попробуем подвести итог, если это можно, и, по-моему, все только начинается. Абсолютно точно, мы видели разгромную, абсолютно разгромную победу Светланы Тихановской, мы это видим по отдельным участкам, которых посчитали голоса, мы это видим по экзит-полам, там, где они были проведены, в основном это были экзит-полы за пределами Беларуси в консульствах, мы видим тысячи людей, которые не успели проголосовать, даже в Москве тысячи людей, не говоря уже про другие места, где людей намеренно, медленно пускали, потому что они, очевидно, это живые люди, а не в брошенные бюллетени на досрочном голосовании, то есть мы знаем, что цифры, которые завтра объявит себе Лукашенко, не имеют никакого отношения с реальностью, он проиграл. У Беларуси новый президент. И теперь белорусскому обществу просто предстоит как-то придумать, как заставить нелегитимного президента все-таки и шайку, которая его окружает, все-таки оставить страну или силой, или давлением моральным, или забастовками и отказом финансирования этой власти, или чем-то еще. Ну и вот промежуточный финал такой, это совершенно потрясающая кампания, когда мы увидели новую современную Беларусь с ярким человеческим лицом против этой всей абсолютно обрюзгшей совковой колхозной номенклатуры. Промежуточным финалом стал, конечно, сегодняшний вечер, сегодняшний день, когда мы увидели, что все эти запугивания и угрозы, с которыми Лукашенко выступал, они не сработали. Моральный и физический террор, моральный террор, да, который применялся через пропаганду и просто выводы боевой техники, военной техники на улице Минска и физический. Ну, буквально вчера в Минске было захвачено более 30 человек. Да. Просто практически ни за что. Общество кипит, степень негодования выше степени страха, и это обещает продолжение какое-то. Не знаю, какое, конечно, будем смотреть. Да, я просто восхищаюсь белорусами. Я всегда Беларусь очень любил и всегда говорил, кстати говоря, обращайте внимание, не надо ее оставлять где-то на информационной периферии, обращайте внимание на то, что там происходит. Я много лет уже говорю об этом, да, и вот это очень здорово, что они все-таки показали себя реально лидерами по освободительному движению на всем бывшем советском пространстве. Мы просто восхищаемся, потрясающие, молодцы. Ребят, вас ждут наверняка достаточно сложные времена. Конечно, это всем нам очень тяжело на это все смотреть, и мы все очень вам сопереживаем, но, тем не менее, вы уже достигли многого. И вы добьетесь всего, чего хотите. Вы добьетесь свободы нормального будущего для своей страны. Боритесь мы с вами. Абсолютно. Беларусь будет свободной. Живее, Беларусь. У нас есть еще что показать? Да, давайте еще немножко времени, но еще раз, вот действительно, я, честно говоря, про результаты, я не ожидал такого разгрома. То есть, я думал, что результаты будут вот какие-то такие. Но эти 3% оказались не шуткой. Да? Это действительно такой результат. То есть, мы видим, что в зарубежных УИКах, там, где есть у нас качественные экзит-полы, в тех же польских городах Белосток, Варшава и так далее, и до 3% не дотягивает. То есть, это вообще какая-то статистическая погрешность совершенно. То есть, возможно, где-то Лукашенко даже не стал вторым. Возможно, какие-то спойлеры даже собрали больше. Важная вот новость. Белорусская МВД все-таки подтвердила применение спецтехники и шумовых гранат против митингующих Мински, которые они изначально отрицали, вынуждены были признать под давлением огромного количества доказательств. То есть, ребятушки, состав теперь налицо. Это действительно преступление против собственного народа. Я уверен, что за это будет реакция. Знаете, я, конечно, тоже не переоценивал значение международной реакции и санкций. Но я не совсем согласен с тем, что это не сыграет никакой роли. Это сыграет очень важно. Нет, сыграет. Конечно же, люди, руководители всех этих вооруженных подразделений уже не смогут тратить свои деньги в Европе. А для белорусов Европа, ну, извините, это как для москвичей в Петербургск ездить. Но для до Вильнюса два часа езды из Минска. Это туда, в Белостоксе ездят на шопинг и так далее. Ну, то есть, извините, ребята, больше никакой Европы. Будущее уголовное преследование. И не очень долгая возможность существовать в таком режиме. Есть видео, да? Давайте покажем. Не, еще готовим. Да, ну, нам тут пишут, что мы последние, кто ведет стрим с белорусских выборов. И люди в комментариях просят его продолжать. Если у вас комментарии активные, друзья, помогите белорусскому обществу интеллектуально. Потому что пока по ходу всей кампании очень много интересных ходов, с помощью которых общество сообщало чиновникам, Лукашенко, окружению, о том, что все изменилось, о том, насколько уже общество переросло эту власть и так далее. И это работает. Вот те же члены избиркомов, которые все-таки посчитали честно. Те же пропагандисты, которые перестали пропагандировать и извинили за то, что мы врали. И мы сказали, что они так больше не могут. И так далее, и так далее. Вот как теперь воздействовать на силовой, прежде всего, аппарат? Хотя, конечно... Да, воздействовать постоянными вот этими вот сигналами. В этом смысле действительно правильно сделали вот три женщины-лидера оппозиционной кампании, когда они много времени уделили силовикам вообще в своих выступлениях и вот в этом последнем предвыборном обращении. Хотелось бы верить, что это достигнет их ушей. Хотелось бы верить, что просто... Как ли камень точит? Что вот эти ребята, которых вывезли с автозаками и так далее, они просто не успели почитать телеграм-канал и ютуб-канал, и не успели увидеть протокол, и не успели понять, что все, музыка закончилась. Я думаю, что мы успеют. И следующий день очень важный будет завтрашний день. Я уверен, что белорусы будут продолжать выходить на протестные акции. Но очень многие люди во власти и в силовых структурах, они осмыслят то, что сегодня произошло, получат более полную информацию. И вот они как бы поймут, что многие из них на неправильной стороне. И надо как минимум сбавить свой энтузиазм в подавлении народных протестов. Если не можете, вам кажется рискованным, у вас кредит, квартира, дети, семья, что-то еще, не можете, так сказать, перейти на сторону народа, не будьте передовиками. Всегда есть способ не жестить. Важная формула, да. Можно пройти с достоинством как-то все хотя бы с минимумом. Вот. И что я могу сказать? Да, друзья, мы были бы рады продолжать до бесконечности, но я уже больше 12 часов в этой студии, с учетом там предварительных прогонов, и 10 с половиной часов в эфире. А можно маленькую тему предложить? Конечно. Ты чувствуешь хорошо. А есть ли все-таки опция для России не признать выборы? И что к этому могло бы привести? Европа, очевидно, не признает выборы. Они никакие перевыборы Лукашенко не признавали, они не соответствовали стандартам. Смотри. А Россия не отправила наблюдателей только в составе группы СНГ. Я считаю, очень хорошо понимая Путина и что из себя представляет эта власть, я думаю, что для них есть красная черта. Это они не могут поддержать народную революцию. Они не могут это сделать. Для них это вот неприемлемая история философски, да, потому что если они где-то поддержат такое, это значит, что... А тем более, ну, как бы русские и белорусы, мы всегда друг на друга смотрим и все знаем. Это же, если смотреть на шаг вперед, на два шага вперед, это же сейчас, может быть, кто-то будет раздувать антирусские настроения и так далее, которых в Беларуси нет. Но они могут появляться таким образом, если угнетателю народа... Я думаю, что они могут сделать. Они могут завесить эту ситуацию. Они могут, типа... Нет, нейтралитет это прекрасный. Я бы, конечно... Не комментировать, не поздравить. Вот как-то так. Большой ошибкой будет помогать. Хоть как-то, видимо, помогать. Это будет колоссальная ошибка. Это стопроцентная тупость, если Путин бросится, значит, впереди паровоза орать, что... Даже деньгами помогать. Нельзя больше кредитовать Лукашенко, потому что эти кредиты идут на содержание, на покупку всей этой спецтехники. Кстати, важный момент. Обратите внимание. Я не знаю, может, я что-то пропустил. Ни одного заявления. Помните, когда у нас проходят во всяких диктатурах какие-то адские выборы? Да, ну вот выбирали этого Такаева, значит, преемника Назарбаева в Казахстане или что-то еще. Наши же, они всегда, опять, они бегут, там, святее Папы Римского быстрее сказать, что это были самые, блин, честные и прозрачные выборы вообще во всей вселенной. Да, и воля, там, казахстанского народа, она отражена, там, сто процентов в полной мере. Ничего подобного сегодня ни разу. Молчок. Вот насколько... Поправьте меня, если я не прав. Белорусский народ вас за это благодарит. Да, да, да. Вот, поэтому это как бы важная-важная история с тем, что... Ну, по факту, Лукашенко должен стать изгоем. То же самое, можно сказать, в отношении Украины. Извините, Зеленский как-то очень все-таки радушно, чересчур радушно обнимается с Лукашенко. И белорусы это замечают. И белорусы это замечают. И не знают, Зеленский молодой, мы это прекрасно... Зеленский молодой, мы это прекрасно понимаем. Он не знает, что Лукашенко в черную использует своих каких-то контрагентов. Как вот сейчас он дал Украине иллюзию, что он выдаст ей вот этих вагнеровцев. Конечно, он не выдаст. Но он, конечно, понимает, что для него это самоубийство. Тогда уже Путин лично придушит руками. И просто использует Украину для расторговывания России. Я не одобряю это поведение Зеленского и обнимашки с Лукашенко. Вот мне говорят, что по России 24 сегодня весь день сплошной Бейрут. Нет никакой Беларуси. Спасибо и на этом. Потому что, извините, когда... Я на самом деле был рад тому, что в государственном эфире Беларуси не было на протяжении всей этой кампании. Несмотря на то, что она очень активно была у Варламова, у Навального, в других YouTube-каналах, в независимой прессе. Что этого не было на государственном телевидении. Потому что, когда это появилось, это появилось в духе оранжевой революции, антирусофобы, попытка НАТО какой-то появится в Беларуси. Ничего этого нет. Просто белорусский народ хочет избавиться от диктатора. Точка. Да, на этой оптимистичной ноте. Друзья, мы будем подводить наш эфир к концу. Он еще не кончается, но, тем не менее, я хотел бы еще раз напомнить. Я думаю, что вы понимаете, что мы сделали для вас хороший и качественный стрим. Если вы дальше хотите смотреть хорошее и качественное видео, обязательно подписывайтесь на Навальный Лайф и спонсируйте нас. Вся информация в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой YouTube-канал Владимир Милов. Тоже есть ссылка в описании. Я буду продолжать много говорить о Беларуси в своей программе «Обнимашки с диктаторами». Был рад узнать, что Дмитрий Навош ее тоже смотрит или скорее слушает. Готов рекланировать. Да, огромное-огромное спасибо. Спасибо всем нашим гостям. Спасибо всем, кто помогал вести этот эфир. Огромное спасибо людям из Беларуси, которые присылали нам информацию, давали комментарии. Мы с вами, мы вас очень любим. Вы просто потрясающие молодцы. Живе, Беларусь! И огромное спасибо нашему гостю Дмитрию Навошу, который стал моим таким соведущим. Мне кажется, это неплохо получилось. И, может быть, мы даже где-то продолжим. И мы завершим этот эфир в финальном видео, которое, я надеюсь, что немножко на позитивной ноте покажет вам, в общем, что действительно силовые структуры могут нормально себя вести по отношению к народу. И вот сегодня это тоже происходило. Всем спасибо, всем пока. Беларусь продолжает борьбу и, уверен, она победит. Это был Владимир Милов и Навальный Лайф. Александр Лукашенко, 277 голосов. Светлана Тихановская, 1230 голосов. Светлана Тихановская, 136 голосов. Светлана Тихановская, 1230 голосов. Светлана Тихановская. Биби тебя с народом! 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 Спасибо. Спасибо. Спасибо.